Гораздо больше книг в Телеграм-канале. Также там есть возможность их скачать. Ссылка в описании. Глава первая. Смена закончилась неожиданно быстро. Полдня занимался перевязками, затем оформлял истории болезни. Как говорит наш заведующий отделением, документы пишутся не для меня, а для прокурора. Я созвонился с Юлией, моей подружкой, переоделся и вышел из больницы через запасной выход. Свой мотоцикл, любимый Харли Дэвидсон, я всегда ставил там. Собственно, после развода у меня только и осталось, что телевизор, да и этот мотоцикл. Квартиру мы разменяли. Мне досталось однокомнатное влюблено, а Инне – двушка на Воронцовском поле. Почти центр. Да и мебель переехала туда же. Какое-то время мне даже пришлось спать на матрасе на полу, но я не горевал. Баба с возу, кобыли легче. Моя бывшая нашла себе мужчину побогаче. Она давно пилила меня. Зарабатываю мало. Дежурства опять же ночные. Ни в клубе оторваться, ни в гости сходить. Выбрана теперь себе богатенького. Правда, женатого. Но ее это, похоже, не напрягает. Господь с ней – флаг в руки. Была в жизни такая ошибка – этот скоропалительный брак. Ведь отговаривал отец, пока был жив. Он людей хорошо чувствовал. Ладно. Хорошо хоть детей не успели завести. А сейчас я собирался к Юлии. Сегодня пятница. Мы давно с приятелями собирались встретиться на выходных. Посидеть на даче. Попить пивка и пожарить шашлыки. Надо было ловить последние погожие деньки. Солнце еще светило вовсю. Но по утрам было прохладновато. И летала паутинка. Признак бабьего лета. До автозаводской доехал быстро. Мотоцикл не машина. Стоять в пробках не приходится. Юля уже стояла на месте, приплясывая от нетерпения. Я даже залюбовался. Джинсы плотно обтягивали аппетитную попку. На спине болтался небольшой рюкзачок. Ветер слегка раздувал длинные черные волосы. Люблю брюнеток. Хотя почему-то считается, что большинство мужчин без ума от блондинок. Не зря же на улицах столько крашеных блондинок. Но и я, и мои друзья к блондинкам были равнодушны. Познакомился я с Юлей случайно. Она приехала навестить в больнице бабушку. И мы застряли в лифте. Хоть и недолго длилось наше заключение, но познакомиться и обменяться номерами телефонов успели. Вот уже третий месяц, как мы встречаемся, и месяц, как спим вместе. Переезжать ко мне она не собирается, так же, как и я к ней. Девушка тоже успела сходить замуж, и это добавило ей осторожности. Мы поцеловались. Юля уже привычно усела сзади, обняв меня руками. Не от бурных чувств, а хотя бы для того, чтобы удержаться. Мотоцикл может и сбросить. С безопасностью у мотоциклов, конечно, хуже, чем у любой, даже самой завалящей машины. Зато в машине нет такого чувства скорости, единения с природой, когда ветер бьет в лицо и сечет щеки песчинками, а воздух пахнет травой. В мотоциклы я был влюблен с детства. Со временем, уже работая, я купил машину, но не было в ней адреналина. Комфорт был, тепло, уютно, а вот азарта, упоения не было. Теперь вот сбылась давнишняя мечта – Харлей. Долго копил. Все-таки 20 тысяч американских рублей. Сумма для доктора изрядная. Ну, а к Харлею пришлось покупать кожаную косуху, бандану и все, что полагается, чтобы соответствовать. Все-таки Харлей – это легенда, не Сузуки какая-нибудь. Приглушенно тарахтя низкооборотным мотором и проходя сквозь пятничные пробки на Садовом, как нож сквозь масло, мы вырвались за город. Москва с ее отравленным воздухом осталась позади. Вот и Истра. Еще немного, и мы подкатились к даче моего друга и коллеги Женьки Абрикосова. Для кого-то он – уважаемый заведующий отделением, а для меня так и остался – закадычным дружком с Женькой. Сколько мы с ним во время учебы в Первом Молме вина попили в подъездах, тиска и девчонок. А сколько лекций пропустили. Правда, к медицине отношения не имеющих – научный атеизм, диалектический материализм и тому подобное. Слава Богу, КПСС уже не направляющий сила, и товарищу Сталину спасибо за счастливое детство говорить не надо. Дачка была небольшой и старой, доставшейся Женьке от деда, заслуженного деятеля от оборонки. После смерти академика Женьке причитался целый чемодан наград, грамот и вот эта дачка. Место неплохое. Место неплохое. Старые деревья вокруг, тень, прохлада, водохранилище рядом. Участок небольшой – шесть соток. И домишко на участке маленький. Однако небольшую компанию приютить на ночь может запросто. Мы с Женькой подружески обнялись, с Юлей они скромно пожали друг другу руки. В дальнем углу двора уже жарко горели дрова в мангале. Багажник Женькиного авто был открыт. Там виднелась кастрюля с мясом и лежала связка шампуров. Из домика выпрохнула Люся, жена друга. Они поженились еще в институте и, к моему удивлению и зависти, жили дружно и весело. Детей пока не заимели, но, как сказал Женька, они активно работают над этим вопросом. Поскольку дрова уже прогорали, мы принялись нанизывать мясо на шампуры и жарить. Шашлык должен делать мужчина. Мясо не любит женских рук. Тем временем дамы резали лучок и готовили закуски. По участку начал распространяться дразнящий аромат шашлыков. Мы поснимали готовое мясо и, обжигая руки, помчались к столу. Снизав мясо с шампуров, большое блюдо уселись. Женька спохватился и умчался в домик, вернувшись с пары запотевших бутылок вина. Шашлык, правильно замоченный и пожаренный, лучшее мясное блюдо. Откусываешь сочный кусок и язык от жары начинает трещать. Запиваешь холодным вином и кидаешь в рот колечки лука, замоченного в уксусе. Красота! А запах... Утолив голод несколькими кусками и опустошив первую бутылку вина, мы начали неспешный разговор. Как водится у финских лесорубов, в лесу о бабах с бабами Олеси. Конечно же, мы с Женькой говорили о медицине, о злом и некомпетентном Зурабове, да много еще о чем могут говорить увлеченные профессионалы. Да, мы слегка заскучали и направились в домик. Мы же за разговором уминали шашлыки, запивая винцом. Хорошо сидели, одним словом. Незаметно опустился вечер. Посвежело, на небе зажглись крупные звезды. Пятница, вечер, предвкушение двух дней отдыха, приятная компания. Что еще человеку для счастья надо? И я наслаждался. Неизвестно, позвонят по мобильнику мне или Женьке, что привезли тяжелого больного. И придется бросать все. Женщин, шашлыки, свежий воздух и стремглав лететь в душную Москву. Дамы наши решили проявить инициативу. Вышли из дома в купальниках и с полотенцами в руках. У нас есть предложение сходить искупаться. Да кто был бы против? Мы сбросили брюки и футболки и дружной компанией отправились к находящемуся рядом водохранилищу. К вечеру вода нагрелась и была как парное молоко. На мой взгляд, даже теплее воздуха. Вдоволь накупались, пошалили, подныривая к девушкам, перебрасывая шутками, вернулись на дачу. Тут нас ждал маленький сюрприз. На стуле стоял какой-то лохматый незнакомый пес и с аппетитом доедал наши шашлыки. Завидев нас, он смылся в кусты. Ни одного куска мяса на столе уже не было. Судьба! Переодевшись в сухое, мы включили музыку, немного потанцевали под раксет, любимую группу Женьки и Люси, и отправились в свою комнату. Собственно, выбора не было. Домик был маленький и комнат всего две. В комнате стояла духота, не помогали открытое окно и дверь, да еще и комаров налетела тьма. Мы с Юлькой быстро разделись и юркнули в постель, накрывшись простыней. Скоро нам стало не до комаров, нашлось занятие поинтересней. Утром мы выползли из домика не выспавшиеся, с множественными волдырями от комаринах укусов. Не комары, а прямо вампиры какие-то. Подхватив полотенце, я как был в плавках, так и помчался к водохранилищу. С разбегу плюхнулся в воду и чуть не заорал от неожиданности. Вода показалась обжигающе холодной. Конечно, из теплой топостельки. Поплавав и согревшись, обтерся полотенцем и трусцой побежал к даче. Все уже встали и бродили как сонные мухи. Эй, лентяи, быстро в воду! Берите пример с меня! И чист, и свеж! Юра, сегодня выходной! Не грузи, дай отдохнуть! Ну, отдыхайте! Я вытащил из дома старинный деда Женькиного самовар, вышел за забор, набрал в ближайшем ельнике, буквально в пяти шагах от дачи, еловых шишек и растопил самовар. Увлекательный это процесс. Сначала заливаешь воду, потом подбрасываешь шишки, затем поджигаешь лучины из сухого дерева. Когда из трубы начинает валить сизый дым, надеваешь на трубку сапог и, как мехом, начинаешь качать сапогом. Пламя разгорается, и вскоре вода в самоваре начинает шуметь. Специально для самовара Женька хранил в подсобке старые сапоги. А чай какой из самовара! С легким привкусом дымка, с хорошей заварочкой, в которую добавлены для вкуса смородиновые листья. Это как сравнивать общепитовские котлеты и хороший шашлык. Пока я с упоением занимался самоваром, девушки накрыли немудрящий стол. Сели, почаевничали неспеша, звучно прихлебывая из блюдечек. Нет, в Москве так чай не попьешь. Там все быстро, на ходу, часто из пакетиков. А чаепитие это процесс. Конечно, не японская чайная церемония, но и славяне умели это делать не хуже. Вспомните хотя бы чаепитие в мытищах. С бараночками, сахаром, рафинадом и щипчиками, пыхтящим самоваром и непременными блюдцами. На худой конец со стаканами в подстаканниках. Нет, теперь такое только. Может, в дальних деревнях сохранилось, или вот иногда кто-то на даче побалуется, как мы. Все в спешке, успеть, не опоздать. Ритм просто бешеный. И только я отмяк душой за самоваром, как раздался звонок мобильника. Юра, там у тебя пациент из восьмой палаты подкравливает после операции. Ты бы подъехал, посмотрел. Ладно, буду. Вся компания выжидающая на меня уставилась. Я отъеду ненадолго, посмотрю, что там. Да и назад сразу. Расслабляйтесь пока без меня. Сегодня только утро субботы. Я оделся, оседлал хорлей и выехал со двора. Под колеса мягко стелилась укатанная грунтовка дачного поселка. Потом я выехал на узкую асфальтовую дорогу, вьющуюся вдоль реки. Добавил газку, дорога была знакомая. Еще пару поворотов и я уже буду на трассе. Положил мотоцикл на бок, вписываясь в левый поворот. И о черт! На повороте лежал тонкий слой рассыпанного песка. Видимо, на дачу кто-то вез для строительства. Мотоцикл перестал слушаться, заскользил боком. Я оттолкнулся от Харлея и сгруппировался. Боковым зрением я увидел, что меня несет на дерево. Как хорошо, что я ехал один! Мелькнуло в голове, затем удар и тошнота. Очнулся я, по моим ощущениям, нескоро. Выезжал я утром, часов в десять, а сейчас вон уже и солнце садится. Неужели никто не видел моего падения, не вызвал скорую? Я взглянул на часы. Можно выкинуть, циферблат расплющило, стрелок нет. А хорошие были часы, омега, не подводили. Где же мотоцикл? Сливка покачиваясь, голова все-таки болела от удара и немного подташнивала. Я обошел придорожные кусты. Мотоцикла нигде не было. Неужели угнали, пока я был в отключке? Конечно, ключи в замке зажигания, а Харлей лакомый кусок для любого угонщика. Мало того, что сотрясение заработал, так еще и мотоцикла лишился. Здорово отдохнул, нечего сказать. Я огляделся. Где-то должна быть наплечная кожаная сумка. Там мои права, ключи от квартиры, сотовый телефон. Но и сумки я не нашел тоже. Хотя на четвереньках облазил все кусты и придорожную канаву. Что за чертовщина? Поднявшись с колен, я отряхнул брюки и огляделся. Местность та же. Вон поворот реки, холмик, но в то же время и не та. Чего-то здесь не хватает. Точно, домиков не хватает, столбов с проводами не хватает, дерева, береза, о которую я ударился, не было тоже. Неужели я так сильно приложился головой, что что-то забыл? Я остановился и напряженно попытался вспомнить, куда я ехал и зачем. По крайней мере, то, что я Юрий Котлов, не вызывало у меня сомнений. Вроде мне звонили с работы. Да, точно, звонили с работы, были проблемы с послеоперационным больным, и я рванул в Москву. Надо возвращаться на дачу к Женьке. У него машина, сотовый телефон, можно с Москвой связаться. Кроме работы, мне надо было и милицию вызвать. Пусть выезжают на место аварии, мотоцикл угнали, сумку украли. По крайней мере, для страхового общества надо получить справку о зарегистрированном происшествии. Придя к решению вернуться, я направился обратно. Странно, когда я ехал в Москву, по левой стороне виднелись забора и крыши дачных домиков, а сейчас ничего, кроме каких-то зарослей, нет. Не могли же дачи в одночасье исчезнуть, и голосов людских не слышно. Что-то здесь не так. Может, после аварии я в шоке ушел на другую дорогу, потому и мотоцикл с сумкой не нашел, и березы злополучной нет, и домиков не видно. Да, наверное, так. Успокоив себя и внутренне разъяснив некоторую несуразицу, я зашагал бодрее. По моим прикидкам, я прошел уже километра два-три, и пора бы уже объявиться Женькиной даче. Впереди блеснула водная гладь. Я приободрился. Даже если немного заплутал, по реке сразу определюсь, ведь дача была недалеко от воды. Вышел на берег, в нетерпении стал озираться. Какие-то незнакомые места. Вдалеке, выше по течению, стоял рыбак с удочкой. Как же, вечерний клев. Я направился к нему, тиша себя надеждой, что сейчас узнаю, где я и куда идти дальше. Подойдя, мысленно удивился одежде рыбака. Уж больно затрапезная, если не сказать хуже. Ладно, мне с ним в друзьях не ходить. Я поздоровался, рыбак стянул нечто бесформенное с головы и поклонился. Здравствуй, барин. Странный привет, святнака. Не скажешь ли, мил человек, где тут селение какое? Приплутал я малость. А чего ж не сказать? Вон туда по дороге яхрома будет. Недалече, версты четыре всего. Москва далеко? Это уж дальше, верст пятьдесят будет, вон туда. Он махнул рукой. Где станция железной дороги поближе, что? Чего? Не понял я, барин. Тупой какой-то, что ли? Простой вопрос не понял. Я решил идти вдоль берега. Мне казалось, что так я наверняка быстрее выйду к какому-нибудь селению, а там или такси найму, или позвонить смогу. Уже уходя, неожиданно для себя спросил. День сегодня какой? Так пятница, как есть осьмнадцатое сентября 1547 года от Рождества Христова. Сбрендил, мужик, как есть сбрендил. Наверное, водку паленую пьет. Вот белая горячка и приключилась. Чего с ним время тратить? Я направился вдоль берега. Воздух был свежий, голова постепенно перестала болеть, шлось легко, только что-то уж есть хотелось. Конечно, чай пили утром, а сейчас вечер. Селение никаких не видно, хоть бы уж деревня какая попалась. Судя по солнцу, через час полтора стемнеет, а у меня и крыши над головой нет. Кожаная куртка косуха, лишь от ветра защита, тепла от нее никакого, а я житель сугубо городской. Если и выезжал на природу, то на день два с палаткой, или как к Женьке на дачу. Надо искать ночлег. Темнело, я стал спотыкаться о корне деревьев, кочки. Слева, недалеко от берега, показалась копна сена. Недолго думая, я свернул туда, взобрался наверх и блаженно развалился. Побаливала в затылке голова, натруженные ноги гудели с непривычки. Километров десять я сегодня точно отмахал, сроду столько пешком не проходил, все на мотоцикле да на метро. Ночное небо было почти черным, звезды ярко мерцали. В голову пришла мысль, почему нигде на горизонте не видно зарево от городских огней? Ладно, пусть Москва еще далеко, но в ближнем Подмосковье полно городков, от них-то зарево должно быть, не может везде выключиться электроэнергия. Завтра разберусь, а сейчас спать. Отрубился я быстро, слишком много впечатлений и событий за один день. Утренний сон был прерван самым бесцеремонным образом. Меня за руку стащили скопенки сена. Рядом стояли два мужика с вилами и граблями, недалеко была и лошадь с повозкой. Ясно, за сеном приехали. Ты кто таков? Да вот приблудился немного, в стыжке переночевал. Мужики выглядели агрессивно. Один держал деревянные вилы наперевес, как винтовку со штыком. В голове мелькнуло. А почему вилы деревянные? Второй подошел сбоку, взял меня за руку, но было видно, что слегка струсил. Во мне роста было метра восемьдесят и вес девяносто, а мужички выглядели тщедушно. Учитывая, что я в институте активно занимался в секции самбо, уложить обоих не представляло труда. Ну зачем? Пойдем-ка в деревню, к барину. Ну что ж, в деревню так в деревню. Вчера я ее сам искал, да найти не смог. Идти оказалось буквально за пригорком. Я вчера не дошел пятьсот метров. Я шел впереди, мужики молча конвоировали сзади. Деревенька была небольшой, домов десять, по периметру огорожена хлипким тыном и не производила впечатления зажиточной. Что меня удивило, крыши крыты дранкой, а кое-где и соломой. И это в ближнем Подмосковье. Меня подвели к самой большой избе. Из трубы курился дымок, двор был огорожен забором, во дворе рылись земля куры и сарачика доносилось похлюкивание и мычание. На стук дверь вышел дородный мужик в ярко-красной рубахе на выпуск, подпоясанной ремнем. Слева на ремне висел в чехле здоровенный нож, справа ложка. Однако, прямо театр какой-то. Мужики сняли шапки, поклонились. Вот, барин, шпыня поймали, в капешке ночевал на Ильином лугу. Барин оглядел меня с головы до ног. Кто таков будешь? Юрий Котлов из Москвы. А как сюда попал? Заблудился, от своих отстал. Мне бы телефон, или, если в деревне нет, дорогу к ближайшей станции. Станция-то недалеко, да только лошадей там сейчас нет. Помешались они все тут, что ли? Или прикалываются над столичным жителем? Я решил не обострять отношения, попросил указать дорогу, по ней и зашагал. Хорошо, хоть теперь имелась дорога, это не по берегу идти, спотыкаясь о кочке. Дорога петляла среди рощиц, полей со снятым урожаем. Часа через два впереди показались две избы, огороженные высоким забором из жердей. Я вошел в открытые ворота. Навстречу мне выбежал мальчонка лет двенадцати, поклонился и спросил «Чего желает господин? Станция где?» «Да вот она станция и есть, лошадей только нету, вчера из гонцы из Пскова всех забрали». «А железная дорога где?» «Непонятно ты, мол, даже господине». «Ладно, а столовой здесь есть?» Видев в глазах парнишки непонимания, я переспросил «Покушать можно где?» «Так вот же трактир». Паренек пошел вперед, я за ним. Вошли в избу. Большой зал, мест на тридцать, длинные столы со скамьями, стойка с хозяином за ней, попахивала дымом и чем-то вкусным, мясным. У меня от запаха еды аж слюни потекли. Хозяин поздоровался, спросил «Что хочет уважаемый гость?» «А что есть?» «Карасики жареные со сметаной, курица вареная, растягай, щи, каша». «Давайте щи, курицу и растягай». Я уселся за стол, мальчишка принес глиняные чашки с едой, деревянную ложку. Немало подивившись ложки, я набросился на еду. И щи и курица были хороши, а растягай с рыбы отменные. Насытившись, я подошел к хозяину рассчитаться. Во внутреннем кармане у меня всегда лежал загашник для гаишников, причем и рубли и доллары. «Правда, немного, баксов сто. Сколько с меня?» «Алтын». «Сколько?» «От удивления у меня глаза на лоб полезли. Ну, назвал бы он сумму в рублях или валюте, а тут что, спектакль какой-то». «Разве дорого?» «Посчитайте сами. Полочь куриная, щи, три растягая, ровно «Алтын» будет». Я в растерянности вытащил деньги и не знал, что ответить хозяину. «Вот, у меня только такие деньги». Хозяин подозрительно на меня поглядел. «Немец, что ли?» «Почему немец?» обиделся я. «Как не есть русский, с измельства в Москве живу». «А деньги чего же странные, из бумаги?» «Серебро давай, на худой конец и медиками алтын собери». «Нет у меня серебра, только такие». Хозяин обернулся в сторону кухни, крикнул Васю. Из дверей вышел здоровенный молодец, ростом не меньше меня, и в два раза шире в плечах, утирая рукавом рот. «Вот, платить не хочет». «Это мыща!» Вася двинулся ко мне, хозяин метнулся к двери, перекрывая отступление. Дело оборачивалось неприятностями. Причина мне была пока непонятна. Я поел, честно хотел расплатиться, а меня чуть не в фальшивом монетчики записали. Вася размахнулся кулачищем. Дожидаться удара я не стал, сделал подсечку, и когда туша Васи с оглушительным грохотом упала на пол, добил его ребром ладони по шее. Вася стал тихим спокойным мальчиком и только сопел в две дырки. «Хозяин, у меня только такие деньги». Я вывернул в доказательство карманы брюк. На пол упала монетка, кажется, два рубля, случайно затерявшаяся в кармане. Хозяин бочком подошел, поднял монету, попробовал на зуб. «Откуда такая? Небось фряжская али романейская?» Внимательно рассмотрел с обеих сторон, кинул в ящик. «Ладно, иди с Богом, бумагу свою забери». Я сгреб со стола рубли и доллары, сунул в карман. Я был ошарашен происшедшим. Уже в дверях я спросил, «Какой год сегодня?» «Знамо какой. Одна тысяча пятьсот сорок седьмой от Рождества Христова. Ты не как гость выпил вчера много?» «Как в Москву пройти?» «Налево по дороге». Задерживаться я не стал, так как Вася стал подавать признаки жизни. Зашевелил руками, приподнял голову. А ну как возьмет в руки жердину и захочет поквитаться. Я вышел со двора и, свернув налево, зашагал по дороге. Сытому шагалось веселее, однако мысли были грустные. Уже второй человек называет меня совершенно, с моей точки зрения, несуразную дату. Я стал припоминать все странности. Нигде не видно машин, не пролетают самолеты, нет столбов и проводов, да и станция была почтовая, для государевых гонцов и почты, а никакая не железнодорожная. По всем прикидам выходило, что я и в самом деле угодил в средние века. Бред какой-то. Поговорить бы с кем, разобраться, да вот только где найти такого человека, чтобы все разъяснил. С чужаком вряд ли долго будут разговаривать, сочтут за сумасшедшего, затолкают в странно приемный дом, да и заведений таких здесь, наверное, еще нет. Я шел по дороге и думал, что же мне делать? Смогу ли я вернуться в свое время? Если да, то как это сделать? Если не смогу, надо на что-то жить, где-то работать, искать ночлег. На меня свалилась куча вопросов, и ни на один у меня пока не там что-нибудь придумаю, голова на плечах есть, руки тоже. Дорога слилась еще одной, сделалась шире. Меня периодически обгоняли верховые, иногда я обгонял тяжелогруженные вазы, еле влекомые понурыми лошадками. С каждым километром чувствовалось приближение города, по бокам дороги стали появляться деревеньки. По дороге проезжали не только крестьянские повозки, но и богато расписанные кареты с важными седоками. Пару раз я сходил с дороги, чтобы напиться в протекающих ручьях. Покушать не довелось, да и имея печальный опыт еды в трактире, я больше не хотел рисковать. К вечеру ноги уже отказывались идти, надо было искать ночевку. Даже если Москва и недалеко, что мне там делать ночью? Дома нет, на постоялый двор без денег соваться смысла тоже нет, не барин, переночую снова в стажке. Я стал поглядывать по сторонам, но никаких стогов или копен не увидел, вероятно, крестьяне их уже убрали. Начало темнеть, слева от дороги на опушке я увидел небольшой костерок и несколько подвод, стоящих полукругом. У костра полдюжины мужиков варили в котелке нехитрую дорожную похлебку. Попробую переночевать вместе с ними. Подойдя поздоровался, мне недружно ответили. Я попросил разрешения посидеть, погреться. Все-таки ночи были прохладноваты. С некоторым сомнением и опаской мне позволили остаться и даже угостили миской каши. Довольно неплохой каши, гречневой, с маслом, очень вкусной. А может, на пустое брюхо так показалось. Все улеглись спать, подстелив под себя лошадиные потники, а кто и на телеге. Я улегся на землю, запахнувшись в свою косуху. После утомительного перехода и немудрящего ужина уснул быстро, несмотря на жесткое ложе. Проснулся от тычка в бок. Рядом дрались. Причем, судя по крикам и мелькающим теням, дрались все. Я закатился под телегу, дабы не перепало случайно по ошибке, стараясь вникнуть, кто, кого и за что бьет. Потихоньку в свете еле тлеющего костра стал понимать, что приютившие меня мужики отбиваются от разбойников, промышлявших грабежом вот таких крестьянских обозов, везущих в Москву товар на продажу. Надо помогать, все же мужики не погнали прочь незнакомца, даже покормили. Улучив момент, я выскочил из-под телеги и врезал ногой по причинному месту чужаку. Он выделялся среди обозных светлой рубашкой. Тот упал, засучил ногами и завыл. Как теперь разобраться в темноте, кто свой, кто чужой. «Обозники, сюда, к телегам!» скомандовал я. Тяжело дыша и отбиваясь от наседавших нападающих, ко мне пробились трое крестьян. Разбойников было больше. Выхватив у одного из мужиков оглоблю, я резко ткнул ею в лицо одному из нападавших. Раздался хруст костей и дикий вопль. Вторым тычком я врезал в живот еще одной смутной тени, услышав в ответ сиплый выдох. Хорошо попал. Обозники тоже не остались в стороне и кинулись помогать. Разбойники исчезли так же внезапно, как и появились. Мужики подбросили сучьев в костер, мы огляделись. Двое обозников лежали с разбитыми головами. Один был ранен, зажимал порез на руке, обильно сочившийся кровью. Я разжал и не пульсировала. Слава Богу, артерия не задета. Бинт дай, крикнул я. Обозники уставились на меня, явно не понимая. Ну, материя есть какая. Мужик задрал рубаху, оторвал от исподнего широкую полосу. Этим полонищем я и перебинтовал руку. На опушке лежало трое убитых незнакомцев. Мужики их осмотрели. Тати проклятые, туда им и дорога. Для своих убитых выкопали яму и похоронили. Да и куда их везти? Август, днем жарко, быстро завоняют. Утомившись, присели отдохнуть. Как звать величать тебя, парень? Котлов Юрий. Спасибо, выручил, бо все полегли бы тут, подрастерялись мы маленько. Ратник? Нет, приходилось просто. Не мог же я им рассказать, что драться научился в институтской секции. Откуда сам? Из Москвы. Да давненько не был здесь. Не знаю даже, ждет ли кто. Продолжал врать я. Да, слыхали мы. Пожар в Москве был, но не сильный. Много домов погорело. Даже сказывают царский дворец и митрополичи палаты сгорели. Царю Ивану что? Новый хором отстроят. Холопов у него много. Это какому Ивану? Да ты что, паря, Ивану четвертому, он помазан на царстве уже восемь месяцев как. Прокололся я слегка, историю надо было лучше учить. А далеко ли до Москвы, мужики? Да нет, с утречка двинемся, а вскоре и Москва. А чего же вчера не дошли? Так за постой платить надо, за лошадей, за себя, где же денег взять? Утром обозники снова сварили кашу с салом, мы не спеша поели. Крестьяне запрягли лошадей. Поскольку возничьих не хватало, пришлось мне сесть на телегу и взять в руки вожжи. Еще двух лошадей с телегой привязали устцами к передним телегам. Так и тронулись. Часа через два в облаках пыли въехали в посады. С обеих сторон тянулись убогие избы, кузнечные, гончарные, кожаные, столярные мастерские. Их можно было узнать даже по запаху. Постепенно дома становились лучше, и вот мы въехали в городские ворота. Стражники взяли с каждой подвода по полушке, или в сам город. Я был разочарован. Немощенные улицы, сбоку смердящие канавы, деревянные дома и пыль. Да и по размерам, как нынешняя Шатура, наверное. Наш небольшой обоз проследовал на рыночную площадь. Здесь я тепло попрощался с попутчиками и отправился в Освояси. Собственно, даже и не отправился. Походил по торгу, посмотрел, что продают. Были здесь мясные ряды с висящими тушами свиней и коров, рыбные с самым разнообразным товаром, свежей рыбой, вяленой, копченой всех размеров, овощные, где торговали репой, капустой, свеклой, луком и морковкой. Вот картошки тут не было. Видимо, не успел дойти до нас этот Колумбов подарок. В тряпичных рядах рябило в глазах многоцветия рубашек, штанов, платьев, отрезов. По старым фильмам я думал, что все ходили в сером или черном. Ничего подобного. Расцветки поражали разнообразием. Штаны и рубашки были красные, синие, голубые, фиолетовые, зеленые, самых разнообразных оттенков. В ряду кожевенников сапоги, мужские и женские, высокие и низкие, на каблуке и без, из любой кожи, тоже разных цветов, даже красные. Кирзовых вот только не было, изобретение сталинских времен. Кожевенники, все как один, заинтересованно разглядывали мою куртку. А некоторые даже вышли из-за прилавков и, поздоровавшись и спросив разрешения, рассматривали молнию и кнопки на рукавах. Цокали языками и под конец спросили, чья работа? Турецкая. Видя непонимание, я вовремя вспомнил, османская. А-а-а! С разочарованием вздохнули мастера. Кожа у них отвратная, да вот застежка интересная, только уж больно тонкая работа. Небось, дорого купил. Я чуть не брякнул, сто баксов, да вовремя прикусил язык. Ювелирный ряд удивлял тонкой работой, блеском камней и матовым сиянием золота и серебра. Молчаливые, серьезные торговцы, окинув взглядом мою одежду, даже не делали попыток зазвать к своему прилавку. Одет я неподобающе, не выгляжу в их глазах кредитоспособным. Вывод, одеться надо по местной моде. Хорошо сказать, одеться, тут и подхарчиться не на что, в кармане только рубли да американские доллары, обе валюты еще не существуют. За ювелирным рядом пошел оружейный. Мама моя, родной московской милиции на вас нет. На прилавках и в ловчонках лежало смертоносное железо, булавы, кистени, ножи, сабли, палаши, мечи, копья, рогатины, пики, простые и богато отделанные. Весели стояли щиты, кольчуги, бахтерцы, куяки, шлемы всевозможные. Ей-богу, глаза разбегаются. Наверное, при деньгах есть смысл зайти сюда еще. Как я заметил, у всех мужчин здесь на поясе висели два ножа. Один маленький, обеденный, второй, здоровенный тесак. Надо бы и мне так. Я вышел с торга. Что мне здесь делать без денег? В толчье меня толкнули, я в свою очередь толкнул женщину с двумя корзинами. Та неловко упала на бок. Корзины упали, одну в толчье тут же кто-то ловко подхватил и корзина исчезла. Я успел схватить вторую и помог женщине подняться. Пока она, ругаясь, отряхивалась, я стоял рядом. Наконец, она привела себя в относительный порядок и мы отошли от потока людей чуть в сторону. Извинившись еще раз, я отдал ей корзину, сказал, что вторую кто-то схватил и унес. Да видела я, с досадой произнесла она. Тати полно. Грешным делом я подумала, что и ты из таких. Да не похож. Ладно, бог с ней с корзиной. Там только овощи были. За то, что уронил меня, неси корзину до дома. Тяжела, больно. Придется нести, виноват. Мало того, что женщину толкнул, пусть и нечаянно, так она еще и корзина лишилась. Шли кварталы четыре, правда, длинных. Подошли к двухэтажному деревянному небольшому дому за забором. Женщина открыла ключом калитку, я вошел во двор и перевел дух, поставив корзину на землю. Заноси на крыльцо, помощник. Давай хоть квасом, а лесбитнем угощу. Мы зашли в дом. Пока хозяйка ходила за квасом, я огляделся. Мужских вещей нигде не было видно, знать, вдова или незамужняя. Хотя, откуда у незамужней свой дом? Хозяйка вынесла корец с квасом, и я выпил. Хорош квасок, холодный, ядреный, аж язык щиплет. Как звать-то тебя, помощник? Юрия. А меня, Дарьей, чем на жизнь промышляешь? Я смутился. Да пока ничем. А живешь где? Жил в Москве, да давно дома не был. Вернулся, а в Москве пожар был. Многих домов нет, да и улицы нет. Дарья оценивающая оглядела меня. Ко мне пойдешь по хозяйству помогать? Вдовая, год как мужа схоронила. Плохо бы обе одной в доме. Где забор поправить, где крышу подлатать, да и страшно одной по ночам. Чего же слуг не наймешь? Да нанять-то можно, только где я денег на все возьму? Муж был, жили в достатке, он купец был. А как его не стало, быстро деньги кончились. Ежели согласен, комнату для жилья выделю, кормление за мой счет. А вот денег дать не смогу, нету. Были ли у меня варианты? И жить где-то надо, и есть что-то. Поживу пока, а там огляжусь, видно будет. Я согласился. Дарья проводила меня в одну из комнат на первом этаже. Сама хозяйка жила на втором. Я снял косуху, повесил ее на деревянный штырь на стене. Больше никаких вещей у меня не было. В углу висело зеркало, я подошел и посмотрелся. Матерь Божья! Зарос щетиной, глаза впали, нечесанные волосы. Бомж, да и только. Выйдя в коридор, окликнул хозяйку. Она выглянула из дверей кухни. Хозяйка, не найдется ли гребня? И как насчет помыться? Гребень сейчас дам, от мужа остался. А баню сам натопи. В углу двора она. И воды наноси. Сначала я натаскал в баню воды из колодца. Тяжеловато. Ведер сорок вылил в большой железный чан. Это не в городе. Открыл кран горячее, второй повернул холодное. Пока в уротом из колодца вытянешь ведро, перельешь воду в деревянную бодейку, которая и пустая килограммов на пять тянет. Да отнесешь в баню, перельешь в чан, будь здоров, вспотеешь. Затем настала очередь дров. Березовые чурбаки лежали в дровяном сарае. Их надо было наколоть, снести в баню, развести огонь и следить, чтобы он не погас. Самое сложное было развести огонь. Я не курил, зажигалки и спичек у меня не было. Что за мужик, если огонь добыть не может? Через минуту размышления я набрал лучин, сбегал на кухню, где кашеварила Дарья и, вернувшись с горячими лучинами, зажег огонь под чаном с водой. Присел на полку, задумался. Хорошо, что здесь кухня была рядом. А как зажигают огонь вне города, скажем, в походе? Надо как-то узнать у местных. Хуже всего, когда не знаешь, жить есть тех мелочей. Это выглядит странно. Снова отправился в баню, подбросил дровишек, положил в бодейку березовых виников, что висели в предбаннике. Это я знал еще по совместным походам с Женькой в Сындуны. Как ты теперь, Женька? Что Юля делает? Для них ведь я пропал. Почему-то вспомнились милицейские объявления. Ушел из дома и не вернулся. Вода согрелась, воздух в бане стал жарким, пора и помыться. Так, мочалки на стене, деревянные шайки на полке, это понятно. А вот чем грязь смывать? Мыло я не нашел или его здесь еще не изобрели. Я встал в тупик. Надо идти к Дарье, хоть это и смешно выглядит, но надо спросить. Я зашел на кухню, помявшись, сказал, баня готова. Сейчас приду. Весело улыбнулась Дарья. Я вернулся в баню, в предбаннике скинул футболку, джинсы и трусы и зашел в парную. Набрав в ковшик воды, плеснул на камне. Горячее облако пара чуть не перехватило дыхание. Взобрался на полку и прилег. Надо попотеть, поры очистить. Я облился водой, слегка потирая себя мочалкой, и лег снова. Двери открылись, на пороге стояла Дарья. Ёшкин кот! Она была, как есть, ногая. Я слышал, конечно, что раньше люди мылись вместе в бане, семьями, дворами. Подготовив баню сегодня, я понял, почему. Дров и усилий ушло много. Немало не стесняясь, Дарья сказала, Я муждина из подней и рубаху принесла. Твою мыть надо. Вот щелок. Она поставила глиняную корчагу с мелкой золой. Ага, вот что у них вместо мыла. Дарья плеснула из ковшика на каменку водой, и все заволокло паром. Дарья улеглась на вторую полку. Я лежал молча, не зная, как себя вести. Веничек возьми, обихоть. Я взял распаренный веник, поводил над ее телом, разгоняя горячий воздух. Затем стал пошлепывать веничком слегка, потом сильнее и сильнее. Дарья перевернулась на спину. Хороша. Налитая грудь, отличная попка, атласная кожа на упругих бедрах. Соблазнительно, чертовка. Я обиходил Дарью веничком, окатил теплой водой. Мы поменялись местами. Теперь она обрабатывала меня веником. В воздухе стоял запах березы. После, глядя, как Дарья намазывает и растирает себя золой, я сделал то же самое, смыл мочалкой, окатился водой и почувствовал себя посвежевшим и чистым. Вышли в предбанник, обтерлись приготовленными Дарьей полотенцами. Я натянул рубашку и подстанники, оставшиеся от мужа хозяйки. Тесноватые, маловатые оказались, при каждом телодвижении подозрительно потрескивали в швах. На столе стояла корчага с пивом. После баньки самое то. Посидели, охлаждаясь после парной, выпили пиво и пошли в дом. Я поблагодарил хозяйку за баню и пиво, отправился к себе. Какое блаженство лежать чистым на мягкой постели. Когда все это у тебя есть, не замечаешь. А стоит побыть голодным и поспать на земле, сразу вспоминаешь об утраченном. Уснул я мгновенно. Далеко за полночь проснулся от какого-то шороха. Рядом с постелью стояла в ночной рубашке Дарья. Пусти погреться. Я молча откинул одеяло, и женщина юркнула ко мне. Какое погреться! Тело ее было жарким, а саму греться можно. Не затем пришла. Я начал покрывать ее тело поцелуями. Женщина возбудилась, стала дышать шумно, по телу пробегала дрожь. Пора. Улегшись сверху, осторожно вошел. Дарья застонала от наслаждения. Потом мы лежали полуобнявшись, разгоряченные, потные. Одеяло валялось на полу. Давно мне не было так хорошо. Истасковалась по мужику. Уже год, как мой помер-то. Ты мне еще на рынке приглянулся. Решила, ежели не женатой, как-нибудь уговорю. В бане еле удержалась. Дарья оказалась женщина темпераментной, а мне в охотку. Утром еле разлепил глаза, когда солнце уже било в окно. Затянутое какой-то тонкой кожей. Нифига себе, работник. Быстро встал, натянул мужнину рубаху и штаны, заботливо положенные Дарью у изголовья. Рубашка была чуть коротковата, но нигде не жала. Я уже заметил, что рубашки здесь были неохватные, любого размера. Надел, подпоясался, и никаких мерок не надо. Вот с подпоясался – проблема. Немного стесняясь, я вышел в коридор. Дарья уже хлопотала на кухне. Здравствуй, хозяюшка. Пояса не найдется? Найдется. Как же? От мужа несколько штук осталось. Дарья шустро сбегала на второй этаж, принесла пару ремней. Хороших, кожаных. Я с трудом застегнул пояс на последнюю дырочку. Хлипковатый муж был у Дарьи, да и на том спасибо. Выйдя во двор, достал из колодца воды, умылся. Позавтракали кашей и узваром из яблок. «Ты грамоте обучен ли?» спросила Дарья. Я чуть не поперхнулся, чуть не ляпнул, что у меня высшее образование, но вовремя опомнился и кивнул. От мужа лавка торговая осталась, с нее кормлюсь. Да приказчик уж больно хитер. Хочу записи проверить. Поможешь? Помогу. Выйдя во двор, осмотрел дом снаружи, постройки. Кое-где требовалось заменить доски, подправить забор. Найдя в сарае инструменты, взялся за работу. Надо все-таки постели и харч отрабатывать. Поработал часа три, успел заменить несколько досок, поправить дверь в баню. Дарья вышла нарядно одетая, оглядела хозяйство, ничего не сказала, но по лицу было видно. Довольно. Мы направились в лавку, шли квартала четыре. Лавка оказалась чуть не в центре. Да за такое место нынешние торгаши попередрались бы, а у нее дохода нет. В лавке за прилавком стоял какой-то замызганный мужичонка. Увидев Дарью, выскочил навстречу, угодливо поклонился. Пока они разговаривали о своем, я осмотрелся. Лавка невелика, где-то четыре на шесть метров. На полках, по моему разумению, чистое барахло. Откуда быть доходу? Надо срочно менять профиль. Дарья подала книгу, в которой приказчик скрупулезно писал доход и расход. Быстро прикинул. Вроде все сходится. Дарья получила скромную выручку, и мы отправились домой. Усевшись за стол, я напрямую выложил Дарье свое мнение. С таким товаром дохода ждать не стоит. Надо заняться чем-нибудь другим. Чем? Что делать? Подскажи. С надеждой в голосе спросила женщина. Дай подумать. Я сидел и размышлял. Чтобы раскрутить любое дело, нужны вложения. Я не знал местной конъюнктуры, но быстрее всего окупается спиртное, да и первоначальные вложения не так и велики. Дарья, сколько у тебя денег? Женщина покраснела. Десять рублей серебром. Я не знал, что можно купить на эти десять рублей, но мне показалось, это очень мало. А знакомые мастеровые есть? Ну, кузнецы. Есть. Как-нибудь. Недалеко отсюда в Слободке живет Анфимий. Хвалят люди. Веди. Мы отправились к кузнецу. Я, как мог, объяснил ему, что от него требуется. Решил сделать большой самогонный аппарат. Кастрюля с закрывающейся крышкой, змеевик, да кое-что по мелочи. Сговорились о цене и ударили по рукам. Сразу пошли на базар и купили мешок пшеницы. Я еле доволок его до дома. Тяжеловат. Килограммов на шестьдесят потянет. В предбаннике приготовил место для самогонного аппарата. Дал Дарья задание. Найти побольше глиняных кувшинов в небольшой емкости. Бутылок-то еще не было. И древесного угля. Через несколько дней от кузнеца получил готовые изделия. С трудом притащил домой. Собрал. Замоченная ранее пшеница уже бродила. Хоть дело и было к вечеру, зарядил аппарат, развел огонь под кастрюлей. Часа через два забулькало, и змеевика закапал самогон. Я попробовал его еще теплым. Фу! Сивух и в нос шибает. И вкус противный. Ладно. Были у меня еще задумки. Я перегнал всю кастрюлю и поставил весь самогон еще раз перегоняться. Теперь он был уже получше. За работой незаметно прошла ночь. Погасив огонь, я отправился спать. Дарья, видя мою занятость, спала у себя наверху. Поспал часа три-четыре, вскочил бодрый и, едва позавтракав, убежал в баню. Засыпал в кастрюлю с самогоном изрядно-древесного угля. Известно ведь, что это отличный поглотитель токсинов и прочей дряни. Захватив немного в кувшине, принес на кухню. Стал экспериментировать, разводя в разных количествах водой. Мне хотелось добиться сорока градусов, как у водки. Когда по вкусу напиток стал напоминать водку, я задумался. А как дозировать в дальнейшем? Доверять только языку занятие неблагодарное. Додумался вот до чего. К гладко оструганной палочке приделал свинцовый грузик. Опустил в напиток, сделал отметку на палочке. Будет теперь что-то вроде спиртометра. Да потопно, но быстро развести самогон под требуемые градусы можно. За три дня стояния в кастрюле с древесным углем самогон очистился. На дне был желтоватый слой севушных масел пополам с углем. Осторожненько слил в другую посуду, позаимствовав ударьи на кухне. Прокипятил колодезную воду, остудил и принялся разбавлять самогон водой по самодельному спиртометру. Получилось много, литров 40-45. С помощью Даши разлил поварешкой по кувшинам. Продукт был готов. Вечером, за ужином, мы его и опробовали. Дарье не очень понравилось, крепковато, а по мне был в самый раз. На завтра мы уложили половину кувшина в две корзины и отнесли в лавку. За два дня удалось продать все, причем вернули затраченное на зерно и самогонный аппарат деньги, да еще и прибыль получили. Дарье была рада. Показался свет в туннеле. В кошеле зазвенело серебро. Вечером, за ужином, я посоветовал сделать еще один аппарат. Купить сразу воск пшеницы, пока не наступила зима и не поднялись цены, нанять парочку человек. Пусть гонят каждый день. Дарья так и поступила, спросив, вроде как, невзначай. Сам дальше что делать будешь? Подумаю, как выгодно вложить прибыль, новое дело сладить, а сейчас пойду спать. Надо ли объяснять, что чуть не до утра мы занимались освоением Камасутры. С той поры наше маленькое кустарное производство самопальной водки работало беспрестанно и исправно приносило прибыль, причем солидную. Как-то днем я отправился на торг и увидел на небольшой площадке внутри торга кулачный бой. Два мужика бестолково мутузили друг друга, пуская из разбитых носов кровавые сопли. Вокруг стояли зрители, дружными громкими воплями подбадривали дерущихся. Как я понял из разговора окружающих, это было нечто вроде тотализатора. Выигравший бой получал деньги, пусть и не очень большие. Один мужичок все-таки упал, не в силах подняться, второй радостно скинул руки. Но есть еще желающие! На середину круга вышел мужчина средних лет, одеждой смахивающий на купчину. Из рядов зрителей вышел здоровенный парень лет 25, касая сажень в плечах, на щеках румянец. Зрители начали бурно обсуждать шансы каждого, кидая медики и серебро организатору. Я задержался. Было интересно посмотреть здешние приемы кулачного боя. Наконец рефери, организатор боя, махнул шапкой. Бой окончился быстро. Молодец пару раз махнул кулаками кувалдами, мужичок соперник, уже уставший от предыдущего боя, рухнул в пыль. Толпа разочарованно загудела. Бой окончился очень быстро. Молодец сиял улыбкой, вскидывая руки. «Кто еще желает помериться с силушкой, разогнать кровь молодецкую?» спросил организатор. И тут меня как бес под руку толкнул. Я вышел в круг. Я хочу. Молодец ходил по кругу, пренебрежительно поглядывая на меня. Рост он был такого же, как и я, но шире в плечах и упитаннее. Рефери собрал сыграющих деньги, вышел в середину круга и махнул шапкой. «Начинайте!» Молодец, взбодренный предыдущей легкой победой и полученным выигрышем, сразу ринулся в атаку. Главное было не попасть сразу под удар его кулака. Парень слишком надеялся на свою силу, а техники не было никакой. Когда бил, открывался весь, а защите не беспокоился. Кулак его пошел вперед, я мгновенно пригнулся и сам ударил его в солнечное сплетение. Как в каменную стену, только немного дыхания удалось ему сбить. Противник стал осторожнее, ведь на опыта в кулачных боях ему было не занимать. Теперь он стал ходить вокруг меня кругами, выжидая время для удара. Я смотрел ему на ноги. Когда противник хочет бить, всегда переносит вес тела на одну ногу. Вот молодец сгруппировался, и в этот момент я упал на руки в положении для отжимания и левой ногой ударил его под колено. Противник рухнул спиной на землю. Ё-моё, маленькое землетрясение. Какое-то время он лежал неподвижно, приложился сильно, затем медленно встал, потряс головой и, как разъяренный бык, кинулся на меня. Не привык падать, детинушка, привык сам бить. Я уходил в сторону от его кулаков, но один раз почти не успел. Кулак вскользь прошел по голове, зацепив ухо. Было ощущение, что я задел проходящий товарный поезд. Разъяренный падением молодец уже не думал о защите. В его налитых кровью глазах читалось только одно — свалить меня, растоптать, одержать победу. Дыхание его сбилось, парень не привык долго двигаться. Его удел пришел, ударил, победил. Выбрав момент, я крутанулся и врезал ему пяткой в лоб. Здоровяк на секунду застыл в задумчивости, потом рухнул, потняв облако пыли. Я постоял рядом, но парень даже не делал попыток потняться. Я вскинул в победном жесте руки. Победа! Чистый нокаут! Ко мне подошел организатор, насыпал в руку медных и серебряных монет. Ты хорошо дерешься. Супротив Тимофея никто долго продержаться не мог, а ты его самого уложил. Приходи сюда еще, пока тебя никто не знает. Можно хорошую деньгу срубить. Я поблагодарил за деньги, насчет приходить на бой обещал подумать. Нет, не мое это. Понимаю необходимость знания и умения постоять за себя, но регулярно бить морды противником на потеху публики извините, я не гладиатор. Отойдя в сторонку от зрителей, пересчитал деньги. Два рубля и алтын. Совсем неплохо. Я направился в оружейный ряд. Надо было купить маленький, используемый для еды ножик, и большой, для хозяйственных нужд и для боя. Выбрал ножи в чехлах, подвесил на пояс, начал выбираться с базарной площади. Кто-то тихонько взял меня за руку. Я обернулся. Рядом стоял небольшой ростик от щедушный человечек. Свисающие пейсы, ермолка на темечке и характерный нос выдавали в нем иудея. Картаве он извинился и попросил для разговора отойти в сторону. Слушаю вас. Я видел, как вы дрались с этим бугаем. Восхищен вами. Спасибо, это все. Нет, что вы, я ювелир, моя фамилия Ройзман. Вам это о чем-либо говорит? Нет. Будем знакомы, меня зовут Изя. Меня Юрий Котлов. Вы похожи на погадошного человека. Спасибо. Еврей помялся. Я ювелир, мне нужен человек для охраны. Ну, так наберите вот таких удальцов, что выходит на кулачках драться. В чем проблема? Нет, нет, мне не надо людей, которые плохо владеют кулаками. Я наблюдал за вами во время боя. Вы не потеряли самообладание, редко били сами и не давали ударить вас противнику. Способ вашего боя как-то резко отличается от общепринятого. Вероятно, вы этому учились в Персии или еще где-то. Я не видел, чтобы русичи дрались ногами. Видите ли, уважаемый Изя, у меня свое, пусть и маленькое дело, и мне не хотелось бы бросать его для того, чтобы махать кулаками. Этот бой, так, прихоть, желание немного осадить самонадеянного удальца. Мне бы хотелось работать головой. Изя пожевал губами, подумал, высморкнулся в платок. Большая редкость здесь. Продолжил. Хорошо, вы не хотите постоянную работу, но один-то раз можете съездить со мной. Куда и на сколько? Во Владимир. Поездка, думаю, займет две седьмицы. Сколько платите? С моим коштом десять рублей серебром. Я немного подумал. Десять рублей, сумма немаленькая. Кивнул, соглашаясь. Но два рубля задаток. Изя повздыхал, но достал из поясной колиты два рубля и отдал. Подойдешь завтра с утра ко вторым петухам к покровским воротам. Жди там. Буду. Я развернулся и пошел на торг. Предложение побыть охранником было неожиданным, но и пускать все на самотек было нельзя. Слишком прочно была вбита в мое сознание необходимость обстоятельной и вдумчивой подготовки. К операции ли, к чему другому. Пошел к рядам оружейников. Кроме ножа у меня ничего не было, а нож крайнее средство, когда ничего другого уже не осталось. У первых лавок я встал. На чем остановить выбор? Лук оружие неплохое, да учиться им владеть надо с измольства. Сабля хороша для конного, мечом в одночасье тоже владеть не научишься. Глаза мои блуждали по смертоносному железу, не зная, на чем остановить выбор. Из-за прилавка вышел степенный мужик с окладистой бородой и в кожаном фартуке. Скорее всего, кузнец, что и сработало это все. Что хочешь, мил человек, у меня все есть, выбирай, к чему душа лежит. Подскажи, уважаемый, не знаю, что делать. В опасную дорогу собираюсь, оружие попроще хочу взять, так, чтобы привыкать долго не пришлось, но и с оружием справиться. Воинский опыт есть ли? Нет. Не мог же я ему сказать, что после института пришлось год отслужить в разведбате командиром медицинского взвода, и на учениях по болотам ползать, и научиться маскироваться, и стрелять из Калашникова. Эх, сейчас бы сюда Калашникова, все проблемы отпали бы. Тогда возьми арбалет. Силы, я смотрю, тебя Бог не обидел, тетиву натянешь. Постреляешь немного, быстро набьешь руку. А еще предложу боевой топор. Ежели силы есть, ни один рыцарь, даже в полном доспехе, не устоит, любые латы пробьет. О кольчуге даже не говорю. Давай посмотрим. Продавец вытащил из-за прилавка арбалет. Оружие с виду совсем не грозное. Так, можно сказать, ложа от ружья, если бы не плечи лука. Сбоку от ложа торчала деревянная рейка, усиленная железной полосой. А это что? Указал я на рейку. Да это ж козья нога, тетиву натягивать. Руками не совладать, спину сломаешь. Кузнец вытащил из небольшого колчана арбалетный болт, коротенькую, сантиметров двадцать пять, стрелку с куцем оперением, показал, как укладывать в желоб. Подняв арбалет вверх, нажал на спуск. С громким щелчком болт врезался в бревенчатый навес. Пробив почти насквозь, бревно толщиной чуть не с моё бедро. Лишь оперение торчало. Берёшь? Беру. Болтов к нему поболее дай. Отдаю с колчаном. Тут два десятка будет. Топор показывать ли? А то. Мастер снял со стены устрашающего вида железяку. С одной стороны топорище небольшой ширины лезвия, с другой вместо обуха, острый стальной шип, слегка загнутый. Ручка длинная, отполированная, ясеневая. Я взял в руку. Сидит удобно, хоть и тяжеловат, килограмма два с лишним. Кузнец выжидающе посмотрел на меня. Ну как? Хорош топор. Тоже возьму. Мы ещё долго торговались, но всё-таки договорились. Я отдал за железо два рубля, что получил авансом от Изи, и часть оставшихся от рукопашного боя денег. Придя домой, заявил Дарьи, что уйду на пару седьмиц. Пошёл на задний двор и попробовал зарядить арбалет и выстрелить из него по стене бани. Получилось неплохо. Ещё бы потренироваться. До болты вытащить из брёвен было невозможно. Они уходили вглубь почти полностью. Эдак и в путешествии отправляться не с чем будет. Поужинав, улёгся спать, наказав Дарьи разбудить при первых петухах. Собирать вещи в дорогу не понадобилось. У меня их не было. Глава вторая. Дарья растолкала меня, когда было ещё темно. Быстро вскочил, умылся, позавтракал вчерашними пирожками, запив сытом, засунул за пояс топор, забросил за плечи арбалет с колчаном. Прощание с Дарьей было коротким. Крепко поцеловал и, не оглядываясь, вышел со двора. Где находятся Покровские ворота, я уже знал. Полчаса быстрого хода по спящему ещё городу, и вот я на месте. Изи был уже тут. Он сидел на повозке, на дне которой лежал прикрытый рогожий груз. На второй подводе сидели двое парней. Изи подвёл меня к ним. «Мои люди, тоже охрана. Кузьма и Соломон, мой племянник. Садись ко мне на подводу, поехали. Надо сегодня успеть вёрст тридцать проехать. Пока вёдра, не дай бог дожди зарядят, не поспеть». Мы уселись на подводу. Солнце ещё не встало, но темнота уходила, уступая место наступавшему дню. Вокруг уже серо, но видно было метров на 10-15. Охранники, благосклонно приняв от Изи монету в руки, распахнули одну половину ворот, и мы выехали. Долго тянулись посады и пригороды. Движений не было, пыли тоже. Воздух был чистый свеж. Не прошло и пары часов, как навстречу стали попадаться крестьянские телеги, верховые всадники, пешие путники, идущие в Москву. Над дорогой стоял туман из пыли, щедро садившиеся на одежду, подводы, лошадей. В обед, когда уже захотелось кушать, а от тряски на подводе ныли внутренности, мы свернули с наезженного тракта и через несколько минут добрались до небольшой деревушки. Видимо, Изя дорогу знал, так как подъехали к третьей избе с краю и въехали во двор. Оба охранника соскочили с телеги, привязали лошадей, разнуздали и стали их кормить. Изя откинул рогожу, мы оба взяли потяжелые сумки и вошли в дом. Здесь в большой чистой комнате стоял длинный стол, на который хозяйка скоро стала ставить еду, щи в глиняных мисках, исходящие мясным духом и паром, запеченную курицу с грудой гречневой каши вокруг на большом оловянном блюде, отварную рыбу, ломти хлеба и кружки с пенистым пивом. Похоже, Изю здесь уже ждали, и бывал он в этой избе не раз. Ополоснув руки, все четверо уселись за стол. Охранники пробормотали молитву и перекрестились. Я, дабы не привлекать внимания, последовал их примеру. Дружно налегли на еду, на свежем воздухе до оттряски подводы у молодых мужиков аппетит был отменный. Схарчили все быстро, поблагодарили хозяйку. Изя расплатился и, подхватив тяжелые сумки, мы снова погрузились и продолжили путь. К вечеру, когда уже начало темнеть, съехали с тракта и переночевали в деревушке. Похоже, у Изи на всем пути были купленные места, где он мог стеловаться и ночевать. Шустрый малый. Спали все в одной комнате, не раздеваясь, с оружием под рукой. Сам Изя на полотях с сумками под подушкой, а мы, трое охранников, на полу, на набитых сеном матрасах. К концу второго дня миновали покров. В ночь третьего ночевали в Костерево. Погода благоприятствовала. Укладываясь спать, Изя мечтательно произнес, «Хорошо бы завтра до Собинки добраться, а там Юрьевец да Владимир». Четвертый день был похож на предыдущие, только тракт стал уже, телег и людей по мере удаления от Москвы значительно меньше. Тут все и произошло. Мы проезжали маленьких хуторок в три избы, когда из-за поворота выскочили всадники. Со второй телеги закричали, «Татары, Арбан, текайте!» Я столкнулся с телеги замешкавшегося Изю, бросил ему сумы с грузом. Тот их подхватил и бросился в ближайшую избу, причем так быстро, что я, зная вес сумок, просто подивился. Я сунул за пояс боевой топор, козьей ножкой стал натягивать тетиву. Рядом со мной со стуком вонзились телегу две стрелы. Я упал на пыльную землю, наложил болт на готовый арбалет, прицелился и выстрелил. Конного как ураганом сорвало с лошади. По другую сторону дороги щелкал луком Кузьма. Лук был у него одного. Еще два татарина упали с лошадей. Но и татары успели налететь, зарубить Кузьму и Соломона. Меня от татар удачно прикрывали телеги. Я успел еще раз взвести тетиву и наложить болт. Вовремя. Из-за второй телеги появился верховой татарин. На нем был короткий кафтан с нашитыми металлическими бляхами. Правой рукой он размахивал саблей. В левой держал небольшой круглый щит. Я вскинул арбалет и выстрелил. Татарин, заметив мое движение, попытался поднять щит и прикрыться. Куда там? Болт пробил деревянный щит вместе с татарином. Тело завалилось назад, сабля выпала из руки. С той стороны дороги прямо с лошади соскочил на телегу татарин и кинулся на меня дико визжа. Отбросив арбалет, я рывком выдернул из-за пояса топор и успел подставить его под удар сабли. Бам! Удар, хруст и лезвие сабли переломилось у рукояти. Ну да, это вам, басурмане, топор, а не сабелька. Перехватив топор поудобнее, я хэкнул от напряжения и всадил татарину в грудь. Лезвие вошло по самое топорище, и враг стал заваливаться назад. Черт, лезвие вошло настолько глубоко, что татарин падал вместе с топором. Лишь когда он свалился, я смог вытащить топор из тела, да и то, упершись ногой. За подводы что-то визгливо кричали на татарском. Из-за телеги и лошади выбежали трое пеших татар. На лошади здесь было просто не повернуться. Против троих с неповоротливым топором и без щита и кольчуги было не устоять. Даже не имея здешнего боевого опыта, это было понятно. Чтобы не получить саблю в спину, я бросился к избе. Дверь была заперта, я прижался спиной к стене. Все равно они не смогут все трое напасть спереди, только мешать друг другу будут. А против двоих шанс еще есть. Рукоять боевого топора длинная, значительно длиннее сабельного лезвия. Продержаться бы. А до чего продержаться? Кто знает, что татары здесь, и кто придет на помощь? Да и что это за татары? То ли передовой разъезд более крупной группы, то ли весь десяток, что первоначально визжал в деревню, был с дикого поля, пограбить, да рабов новых захватить, пройдя лесными тропами. От десятка пяток остался, но для одного меня много, еще бы хоть одного бойца. Татары обступили меня полукругом. Потные, усатые, узкоглазые азиатские лица. В глазах ярость и бешенство. Я понял, что биться придется насмерть. Гибели своих сотоварищей мне не простят. За спинами татар раздался повелительный охрик. Татары расступились. В шагах в десяти от меня стоял еще один татарин. Похоже, их командир. В богатом халате, в железном шлеме миссюрки. Но самое отвратительное, в руке он держал лук. Конечно, чего жизнями сородичей рисковать, когда меня, как жука, можно пришпилить стрелой к стене. В это мгновение из-за угла избы вылетел здоровенный мужик с вилами в руках и с воплем всадил их ближайшему татарину в спину. Татарин не видел мужика, стоял лицом ко мне, за что и поплатился, завалившись телом вперед. Но и мужик недолго прожил. Татарский начальник пустил стрелу, и мужик, выронив вилы, упал со стрелой в груди. Татарин мгновенно выхватил из колчана еще одну стрелу и положил на лук. Сейчас моя очередь умирать, понял я. Вжался спиной в стену, неожиданно почувствовал, что стена упруго поддается, как густой холодец. Еще чуть нажал и внезапно для себя упал на спину, но уже в избе. В это же мгновение услышал стук стрелы в бревна стены, крик татар. Урос, шайтан! Чудо какое-то! Я поднялся, ощупал стену. Бревна как бревна, никакого изъяна. Размышлять о происшедшем было некогда, надо спасать жизнь. На печке сидела испуганная крестьянка, прижимая к себе белобрысого сопливого мульчугана. Под полоте забился изя, торчали лишь ноги, подрагивавшие от испуга. Я огляделся. Оконцы маленькие, взрослому не пролезть, единственное, могут сорвать с оконца бычий пузырь и перестрелять из лука. Я встал сбоку от окна, от греха подальше. В голове что-то перемкнуло, и я неожиданно спросил, «Изя, а что такое Арбан?» Из-под полотей раздался приглушенный матрасом Изин голос, «Десяток татарский!» «Что же делать?» В голову лезли разные мысли, но ничего путного. Снаружи раздался голос одного из татар на плохом русском, «Выходи, сейчас за изба сжечь будем, кто выходит, плен, убивать не будем!» Все в избе притихли, но вскоре запахло дымом, затрещала от огня соломенная крыша. Баба с мальчуганом шустро спрыгнула с печи, подбежала к двери и вытащила деревянный запор. Через проем было видно, как ее быстро связали и подтолкнули к нашим телегам. Изи тоже не стал искушать судьбу, быстро перебирая руками, выбрался из-под полоти и засеменил к выходу. Двое татар тут же веревкой стянули ему сзади руки. Что делать? Идти сдаваться? Но я уже наслышался о тяжкой судьбе попавших в плен. У Изи полно сородичей, его могут выкупить, что часто и происходило. Но кто выкупит меня? Родственников нет, у Дарьи денег нет, да и будет ли она беспокоиться обо мне? Кто я ей? Так переспали несколько раз, но ведь не родня, не жена. Женщина приятная, помог ей немного встать на ноги с мелким, но доходным делом. Но даже в более благоприятных обстоятельствах меня предавали близкие люди, та же жена, например. Поэтому я не обольщался чужой помощью. Так, решать надо быстро, изба наполняется дымом, времени немного. В голове засвербила мысль. Я прошел сюда сквозь стену, пока не разобрался как, а нельзя ли таким же образом выйти? Окна и дверь только спереди, их стерегут татары. Может быть попробовать через заднюю глухую стену? Я засунул свой топор клевец за пояс, подхватил в обе руки Изин и Сумы, не оставлять же их татарам, и подошел к стене. На мгновение остановился в нерешительности. Сумасшедший дом просто, скажи кому, не поверят. Я решился, двинулся на стену, наткнулся на бревна, поднажал. Тело стало погружаться, как в густой кисель. Голова прошла наружу, я покрутил ею, оглядываясь. Никого, ни татар, ни селян. Да и откуда взяться селянам? Отважные убиты, шустрые уже в лесу, а нерасторопные пленены татарами и связаны. Татары же наверняка успели осмотреть дом, убедились, что окон и дверей нет. Чего же здесь стоять? С некоторым усилием я прошел через стену, пригнувшись, бросился в близкие кусты малинника. Черт, как царапает! Найдя небольшую ямку, сложил туда обе сумы. Не бегать же с ними, очень уж тяжелые, ладонями нагреб земли и присыпал. Не забыть бы теперь место. У дороги раздавались крики, женский и детский плач. Через какое-то время, обшарив все три избы, татары погрузили узлы с добычей на обе изины телеги и тронулись в обратную дорогу. Связанные пленники понуро брели за телегами. Женщины оглядывались. Удастся ли им вернуться в отчие дома. Татары грацевали на низких лохматых лошаденках. Я пересчитал. Их оставалось четверо. Всего четверо уродов. Да как их взять? У всех за спинами луки, коими пользуются басурманы неплохо. А у меня из оружия только топор. Арбалет теперь вместе с колчаном уезжал на передней телеге. Ага, вот и Изя бредет связанным, бросая из-под тяжка взгляды на горящую избу. Гадает небось, сгорел я или выбрался, прихватив его с умы. Пока ничего не придумав, я пробирался вдоль дороги по лесу, стараясь не терять из виду обоз. Встанут же они на обед. Утомились небось, воюя с бабами и детишками. Нет, татары гнали обоз дальше и дальше, забирая к югу. Дорога становилась совсем уж узкой, мало езженный. Двое татар ехали впереди, двое замыкали колонну. Дети, устав плакать, замолчали. Наступал вечер, это было плохо. Лес густой, не видно, куда наступаешь. Попадет сучок под ногу, треснет, насторожатся татары. К тому же непонятно, куда идут. Хуже, если навстречу с более крупной бандой, тогда мне их не одолеть. Вот проклятые, шастают по Руси, как у себя дома. Князья платят дань, так им еще мало, рабы нужны. Хрен вам, смерть татарской на Руси живет, это все басурмане на носу зарубить должны и детям наказать. Хотелось пить, устали ноги, но обоз двигался и я шел тоже. Не хватало еще отстать или заблудиться. Наконец темнело. Татары остановили обоз на берегу небольшой реки. Пленные кинулись пить. Татары с ленцой слезли с лошадей, пустив их щипать траву. Сами стали рыться в узлах, достали сыр, хлеб, куски вареного мяса, сели ужинать. Дети издали смотрели, как татары весело ужинают их продуктами. Я наблюдал, чуть не скрижища зубами. Поев и обтерев руки о халаты, татары стали осматривать пленных. Найдя понравившуюся им молодую женщину, тут же на глазах у всех стали ее насиловать. Действительно, что стесняться? Вокруг одни рабы, бесправные твари, а хозяева жизни они захотят убьют, захотят помилуют. Когда они вдоволь натешили свою плоть, улеглись на конских подниках спать, завернувшись в свои халаты. Тихо плакала изнасилованная женщина, оставшийся на охране татарин, подошел к ней и хлистанул камчой. Женщина замолчала. Татарин прохаживался по берегу, посматривая по сторонам. Трое его подельников уже вовсю храпели. Лука на татарине в свете луны я не увидел, да и зачем он ему ночью, все равно не видно, куда стрелять. Вот сабля на боку была, это я рассмотрел. Я медленно на четвереньках стал подбираться к часовому, ощупывая землю впереди себя руками. Не дай бог, какой шум или треск, татарин поднимет тревогу. Удалось подобраться к опушке, татарин проходил буквально в трех шагах. Когда же он подустанет и остановится? Убить его надо тихо, чтобы остальных не разбудить. Невольники, утомленные переходом и голодом, тоже спали. В конце концов татарин остановился, периодически поворачивая голову в разные стороны. Даже не присел, ведь на службу знает и порядки у них строгие. Медленно, мелкими шажками я приближался сзади, сжимая в руках топор. Занес руку с топором для удара и в это время татарин, как почувствовал, что стал разворачиваться. Но топор уже летел к нему. Раздался тупой стук, топор просто снес татарину голову. Я еле успел подхватить тело, чтобы не было шума. Тихо положил на землю, снял с татарина пояс саблей и ножом, нацепил на себя. Медленно потянул из ножен саблю, выходила она легко и бесшумно. По песку пробежал туда, где лежали остальные трое, прислушался, спят. Лишь храп до почесывания слышны, блох до вшей нахватались, мыться чаще надо, уроды. Раньше чем я их услышал, я их учуял. Пахло одних конским и своим потом, прогорклым жиром, дымом и еще черт знает чем. Скунсы. На мгновение я замер. Чем воспользоваться? Топором или саблей? От топора при ударе звук сильный, зато наверняка. Саблей можно просто заколоть, тихо, но неизвестно, астра ли чужая сабля? И еще вопрос, а если под халатами кольчуги? Не пробьет сабля, но все проснутся. Стало быть, топор. Я подкрался со стороны голов, прислонил топор к ноге, вытащил свой нож из ножен и резко чиркнул по шее ближнего ко мне. Раздался булькающий звук, татарин затих. Неся в левой руке топор, медленно и бесшумно подобрался ко второму. Он лежал на боку, спиной ко мне и громко пукал. Я вонзил ему под левую лопатку нож и для верности еще провернул врань. Татарин задергался, засучил ногами. Уже не таясь, схватив топор обеими руками, я прыгнул вперед и с размаху ударил лезвием в грудь третьему. Это был их начальник. Топор с хрустом проломил грудную клетку и до ручки вошел в грудь. Я с трудом выдернул топор из раны, обмыл в реке, собрал оружие у убитых. Я помнил, сколько оно стоит на торгу. Подошел к спящим невольникам, покашлял, чтобы не испугать детей. Ночью звуки далеко разносятся. Растолкал Изю, тот с испуга прикрыл голову руками. Тихо, Изя, это я, Юра. Сейчас я перережу веревки и все, плену конец. Глаза Изя забегали. А татары? Ну, как проснуться? Я усмехнулся. Эти уже не проснутся. Так ты в избе не сгорел, как видишь. Я прошел вдоль невольников. Мало того, что у каждого были связаны руки, так они еще были повязаны одной общей веревкой, один конец которой был привязан к телеге. Тихо будил людей, разрезал веревки. Попросил вести себя тихо, детей уложить на подводы. Надо идти обратно. Да, я понимал, что люди устали, ночью плохо вид на дорогу, но я не знал, где мы и далеко ли могут быть другие отряды, если они есть. Трупы с помощью Изи побросали в воду, ни к чему оставлять следы. что разговаривать громко не надо, в стороны не отходить. При появлении татар всем бежать в разные стороны, в лес. В лесу конному сложнее догнать пешего. Двинулись в путь, шли долго, пока женщины от усталости не стали падать. Привал! Объявил я. Подойдя к сумам и узлам на подводах, порылся, нашел сесное, раздал его изможденным и голодным людям. Дети и женщины с жадностью набросились на еду. Надо дать им подкрепиться и немного передохнуть. Изя, чавкая, уселся рядом с набитым ртом, что-то пытаясь сказать. Изя, ты прожуй, не понять, что молвить хочешь. Изя прожевал, откашлялся, все-таки в сухомятку и спросил. Как ты нас нашел ночью? А я за вами с самого хутора шел, чтобы не потерять. Где Соломон? Почему его не видно? Убит Соломон вместе с Кузьмой. Вай, что я его матери скажу? Я пожал плечами. Не повезло парню. А как такие вещи, как нападение татар, предусмотреть? Мужчина не может все время сидеть дома. Поев, Изя стал раскачиваться и причитать. Изя, племянника уже не вернешь. Перестань убиваться, надо к людям выходить. А я бедный еврей, все деньги потерял. Изя, не о том плачешь, племянника не вернешь, сам из плена освободился, радуйся. Чего радоваться, я теперь беден, как церковная мышь. Изя, целы твои сумы, вынес я их из горящей избы. Если никто не нашел, все будет в целости. Последующей реакции еврея я не ожидал. Он бросился передо мной на колени, пытаясь поцеловать руки. Я отодвинулся. Изя, ты что, перестань. Я тебе и свободой обязан, и ценностями век тебя помнить буду, и детям накажу, пусть помнит Югия. Все, Изя, встань, впереди еще дорога, дойти живыми до хутора надо. Я встал с пенька, хлопнул в ладоши, привлекая внимание. Кто знает хорошо дорогу, подойдите ко мне. Привал окончен, в дорогу. Ко мне подошла женщина, которую насиловали татары. Я знаю дорогу, родилась в этих местах. Показывай, впереди со мной пойдешь. Мы двинулись в путь. Детвора сидела на подводах, лошадей женщины вели под узцы. Сначала я хотел сбросить узцы и усадить на подводы всех, но женщины запротестовали. Это наша рухлядь, годами нажитая, как без нее? Я плюнул, не хотите, не надо. К исходу дня добрались до хутора. У дороги лежали убитые Соломон и Кузьма. Недалеко от сгоревшей избы мужик со стрелой в груди, у другой хаты зарубленный старик. Я попросил женщин взять лопаты и полюцки похоронить павших. Все молча принялись за дело. Пока обрежали убитых, я сходил в малинник, нашел сумы и принес Изя. Тот обрадовался, как ребенок подарку от Деда Мороза. Тьфу на тебя, племянник еще не упокоился в земле, а у него руки от радости дрожат. Покойных обернули мешковинами и опустили в могилы. Да и где взять сразу четыре гроба в хуторке из трех изб, одна из которых сгорела? Убитых похоронили. Я неумел распряк лошадей, дал им воды и насыпал в торбы зерна. На посту остановились в переполненной избе. Изя прижимал к себе сумки, боясь с ними расстаться. Утром подхарчились каши, что успели приготовить женщины. Я запряг в телегу одну лошадь. Изя, зачем нам вторая лошадь и подвода? Мешат только будут. Изя вынужден был согласиться, и мы оставили лошадь и подводу на хуторе. Когда сели в телегу, собираясь в дорогу, вышло все небольшое население хуторка, поклонились в пояс, пожелали легкого пути и удачи. Снова впереди дорога. Решил вздремнуть. События последних двух дней меня здорово утомили. Изя наказал смотреть в оба, в случае опасности толкнуть меня в бок. Телегу потряхивало, позвякивали рядом трофейные сабли, на сене было мягко и я провалился в сон. Проснулся от толчка, сразу схватился за топор. Изя меня успокоил. Привал, кушать пора. Я огляделся. Солнце стояло уже высоко. Мы были в небольшой деревушке, стояли во дворе. Ага, очередное Изина прикормленное место. Я спрыгнул с телеги, потянулся, подойдя к колодцу, ополоснул лицо. Изя с обеими сумами уже вошел в избу. Я прикрыл трофейные сабли и луки рогожкой от чужих взглядов и тоже вошел. Изя с блеском в глазах рассказывал хозяевам, как он счастливо избавился от плена. Просумы Изя благоразумно умолчал. Сытно покушали, в этот раз Изя не экономил, накормил от пуза. Вышли во двор, я снова улегся, а Изя взялся за вожжи. Как я успел заметить, Изя изменил свое отношение ко мне. Нет, оно не стало отношением равного к равному, Изя оставался хозяином, а я нанятым работником. Но в отношении Изи ко мне прорывались нотки угодничества, подобострастие. После ночевки на постоялом дворе к исходу второго дня прибыли во Владимир. Изя по известным ему улицам проехал к своему соплеменнику, пыхтя затащил с умы. И спросив разрешения, я уселся на подводу и, узнав у прохожих дорогу, поехал к ближайшему оружейнику. Надо было продать трофейные сабли и луки. Зачем они мне, если владеть не умею, да еще и целый десяток. Татары-то с убитых своих оружие сняли и уложили в телеги. Железо стоило дорого. Нашел оружейника, оптом продал ему свои трофеи, тут же купив арбалет. Понравилось мне это оружие, тихое при выстреле, мощное. Свой я так и не нашел, ни в телеге, ни на хуторе. Может, сгорел. Со злости забросили татары в горящую избу. Решили, что урошайтан сгорел, ну и отправили его оружие туда же. На вырученные деньги подобрал себе и кольчугу. Теперь я знал цену и необходимость воинского железа, знал, что мне надо купить. Вернулся к дому, где остановился Изя. У дворня взял торбу, покормил коня. Через час, когда я уже стал придремывать, из дома вышел Изя. Едем назад в Москву. Изя, да ты что, покушать надо, переночевать, куда же ехать на ночь, глядя? И то верно. Мы нашли постоялый двор, я распряг лошадь, попросил парнишку в конюшне напоить и накормить ее, и вошел в дом. Изя сидел за столом, уставленным заказанными блюдами. На еде Изя не экономил, это уж точно. Ополоснув руки, я сел напротив. Не спеша поели, поднялись на второй этаж в отведенную комнату. Изя рухнул на постель, я на пол, постелив матрас. Изя долго лежал молча, я уже думал, что он уснул. Однако он повернулся ко мне. Спишь, Юрий? Если мешать не будешь, усну. Я думаю, тебе можно верить. Ты человек надежный, хотя и неблагогодного звания. Смотри. Изя вытащил из поясной колиты небольшой кожаный мешочек, развязал и вытряхнул на ладонь несколько камешков. Огонь светильника, попадая на камни, отражался ослепительным голубоватым блеском. «Бриллианты?» спросил я. И в прежней, и в нынешней жизни я не сталкивался с бриллиантами. Денег просто у меня таких не было. Тихо, не дай бог, кто услышит. Да, это бриллианты. Помнишь две сумы? Там золото было, а погляди, все в маленьком мешочке уместилось. «И что ты с ними дальше делать будешь?» сонно спросил я. «Как же, сделаю красивую оправу. Жуковиньи тогда заиграют, когда им оправу соответствующую подберут, и цена им удвоится». Но я уже не слышал, я спал, и снилась мне Юлька, наш пикник на даче, и так мне стало хорошо во сне. Обратная дорога домой была хоть и длинной, но без приключений. Расставаясь ювелир, на радостях от избавления из плена и сбережения ценностей вручил мне сверхоговоренного 20 серебряных рублей. Подробно расспросил мой адрес. Вот незадача. Улицы в то время не имели наименований, на домах не было номеров. Я начертил прутиком на пыльной дороге, где мой, вернее, Дарьин дом. Расстались мы тепло, и я обещал не забывать и при нужде обязательно зайти. Быстрым шагом я направился к моему временному пристанищу. На мой стук в калитку вышла женщина в переднике. Мне бы хозяйку. Ныне хозяйка не подает. Чертовщина. Я плечом оттер в сторону женщину и прошел в дом. Увидев меня на пороге, Дарья бросилась на шею, засыпая поцелуями. Я отстранился. Дарья, это кто? Я указал на женщину, стоящую недалеко. Я прислугу наняла, не успевая за всем одна уследить. Переваром, так здесь назывался самогон, а еще хлебным вином, двое нанятых по твоему совету занимаются, а еще я леденцы сахарные варить начала, вот она и делает. Молодец, Даша, не клади яйца в одну корзину. Дарья всплеснула руками. Да что это мы стоим? Проходи в трапезную, сейчас покушаем, баньку натопим. Устал с дороги, небось? Устал и кушать хочу. Я помыл руки, уселся за стол. Дарья носила из кухни пирожки, копченую рыбу, кашу с зачатиной, пиво. Все со стола быстро мною сметалось. Наевшись, пошел в баню. Воду натаскали нанятые на самогон работники, они же и затопили печь. Я улегся на полку, ополоснулся теплой водой. Хорошо так как, ведь две с лишним недели не мылся, а уж пропылился. Вошла Дарья, похлестала веничком, потерла мочалкой спину и вышла. Ну конечно, во дворе нанятые люди. Выйдя оделся в чистое, прошел в дом. Зайдя в комнату, повалился на мягкую постель. Даже у собаки должна быть своя конура. Я понимал, что дом не мой и сладится ли в дальнейшем с Дарьей еще неизвестно. Но сейчас я чувствовал себя на своем месте. Дома, можно сказать. Пришла Дарья, разделась и нырнула ко мне в постель. А работники? Ушли уже, я калитку заперла. Мы предались бурным ласкам. Все-таки две недели воздержания для молодого мужика это много. Утолив первый голод, мы лежали обнявшись. Дарья рассказывала о том, как занималась хозяйством. Видно, ей это нравилось, да с моей легкой руки и получалось. Теперь ей не приходилось считать каждую полушку. Тебя мне сам Господь послал за мое терпение. Я в церкви все время свечку ставила Николаю угоднику. Вот Бог меня и услышал. Расскажи, как ты съездил? Я подробно рассказал о моей с Изи поездке, единственное умолчав, что дважды прошел через стену. Где-то под сознанием я понимал, что говорить этого не следовало. Рассказ был долгий, часто прерываемый Дарьяными вопросами, оханьем и аханьем. Ты молодец, Юра, настоящий воин. Дарья наградила меня жарким поцелуем, и мы занялись любовью. Бедная девочка, телевизоров и газет нет, серая жизнь, а тут такой интересный рассказ, в котором я почти герой. Утром мы проснулись от стука в калитку, то пришли нанятые работники. Дарья подхватилась, накинула платок, побежала открывать. Я же решил еще поваляться. Имею право, две недели без отдыха, да еще и бурная ночь. В легкой дремоте провел время до обеда, когда меня вытащила из постели раскрасневшаяся Дарья. Вставай лежебоко, обед готов. И когда я отказывался от обеда? Вскочив, оделся, по-армейски быстро умылся и в трапезную. Ба! Расстаралась Дарья, вот уж молодец. Стол был царский, жареные куски белорыбецы, молочный поросенок, заяц тушеный в сметане, растягая тушеные овощи. Дарья, да мы столько и не съедим. Откуда все? Это же денег стоит. Должна же я после похода накормить, как положено, своего мужчину. Лукаво улыбалась Дарья. Ну что ж, есть в этом своя сермяжная, она же посконная правда. Нельзя пускать мужика за такой стол. Вышел я объевшимся, хотелось попробовать всего, а попробовав добавить. Я поблагодарил Дашу и поцеловал. Вкусно готовишь, молодец. Женщина расцвела от похвалы. Я достал из поясной колиты деньги, отсчитал половину, 14 рублей вручил Дарье. Вот что, хозяюшка, не дело самогон в предбанике варить. Найми плотников, пусть привезут леса, места во дворе много, пусть ставят вроде небольшой избенки. Там и будут перевар делать. Дело пора расширять. Вижу, налад идет. Дарья поцеловала меня на радостях и умчалась по делам. После сытного обеда снова потянула в сон. Противиться я не стал и завалился в постель. К вечеру проснулся бодрым, но вставать не спешил. В мозгу как заноза сидела мысль. Как же я смог пройти через стену? Не замечал раньше за собой таких чудес. Но сколько я не думал, придумать ничего вразумительного не смог. Видимо, когда меня закинуло на 500 лет назад, тело приобрело и другие, новые для меня свойства. Нужно будет еще попробовать на досуге, но так, чтобы никто не видел. Сочтут запорождение дьявола, сожгут живьем на костре и все дела. Ведь Изи был под полотями, когда я ввалился в избу, пройдя сквозь стену и не видел моего появления. Потом он вышел к татарам и не видел повторного перехода. Так что если молчать, никто и не узнает. Ночь опять прошла в любовных битвах. Дарья была ненасытной. Вот женщина, как у нее на все хватает сил. Утром снова в калитку забарабанили. Дарья пошла открывать и сразу вернулась. Это к тебе. Я удивился, быстро оделся и вышел во двор. На улице у калитки стоял Изя и с ним пожилой господин, похоже, тоже иудей. Вроде я свои обязательства перед Изей выполнил, совесть моя была чиста. Я пригласил гостей в дом, разговаривать на улице верх неприличия по местным правилам. Дарья поднесла гостям по ковшику кваса. Мы уселись в трапезной. Я молчал, ожидая, скажут гости. Первым начал Изя. Он принялся расхваливать меня, мою храбрость, честность, верность данному слову. Я быстро прервал поток красноречия. Изя, ты ведь не хвалить меня пришел. Ты деловой человек. Давай оперечь время. Переходи к делу, ради которого ты пришел. Вот познакомься, Юга, мой соплеменник Абрам. Он тоже велик. У него нужда возникла в охраннике. Ему надо вторжок. Как только я услышал о его поездке, сразу вспомнил о тебе и сказал, Абрам, человека лучше ты не найдешь. Послушай старого и больного Изю. Этот человек сделает для твоей охраны больше, чем родственники. Разве я не прав? Когда? На сколько идем и сколько денег? Абрам, воскликнул Изя. Я же говорил, он почти как еврей, сразу от деле. Надо выходить послезавтра. Груз невелик, но очень ценен. У меня есть трое своих людей, но Изя так расписывал тебя, Юрий. Мы договорились об оплате и месте встречи. Гости ушли. В комнату тут же вошла Дарья. Что они хотели? Да вот снова работа подвернулась. Послезавтра ухожу, недели на две. Дарья ответила просто. Ты мужчина, тебе решать. Не скрою, мне были приятны такие слова. В моем мире, в моем времени, женщина бы повисла на шее, распустила бы слезы и сопли, уговаривая не ехать и не рисковать. Пройдя в свою комнату, я подошел к зеркалу, всмотрелся. Неужели я похож на иудея? Второе деловое предложение и снова от еврея. Я что, охранник ЧОПа? Этот день и следующий пролетели в хозяйственных хлопотах. На утро, провожаемый Дарьей, я вышел на улицу. За спиной также висел арбалет с колченом болтов. За поясом верный боевой топор. Попробовав его в деле, я мысленно благодарил оружейника, мне его присоветовавшего. Мощное оружие, да только два недостатка. Тяжел и лишь для ближнего боя. Обоз из трех подвод был уже на условленном месте. Двое из охраны сидели на передней телеге, двое на задней. Абрам в одиночестве на средней. Я поздоровался и уселся к нему. Тронулись в путь. Не заладилось сразу. К концу первого дня заморосил мелкий дождик. Дорогу не развезло, только пыль прибила. Но мы все промокли и к вечеру мечтали об одном — обсушиться и согреться. Впереди смутно селили в наступающих сумерках дома. «Кобылятьево, деревня такая», вздохнул Абрам. «Будем ночевку делать. Здесь постоял и двор есть». Мы въехали во двор. Судя по подводам, постояльцев было много. Слуги бросились распрягать лошадей и заводить под навес. Мы же направились в дом. Трапезная оглушила людским гомоном. В воздухе густо стоял запах влажной одежды, готовящейся еды, пролитого на пол пива немытых тел. Выбора не было. Потирая руки, уселись за освободившийся стол. Абрам сам заказал еду. Отварных кур, лапши, вина, пряженцев. Все быстро поели. Что-то дождливая погода утомила и поднялись на второй этаж в отведенную нам комнату. Абрам сначала для себя хотел снять отдельную комнату, но свободных комнат не оказалось. По праву хозяина он занял полоти. Мы же довольствовались местами на полу. Утомившись, все быстро уснули. В середине ночи я проснулся по нужде, улегся затем с краю, ближе к стене. В соседней комнате бубнили какие-то голоса, и уже засыпая, я услышал «ювелир». Не очень отчетливо, но все все сон как рукой сняло. Я встал, приложил ухо к стене, но лучше слышать не стал. Оглянулся, все спят, лишь в углу слабо мерцает масляный светильник, бросая скутный свет. Надо решаться. Приложив усилие, головой прошел сквозь стену. Удачно! Голова находилась в неосвещенном закоулке, и я никого не сполошил. В соседней комнате сидел на скамье солидного вида мужчина, по одежде судя купец. На скамье напротив трое молодых здоровых парней, одетых неплохо, но как-то неряшливо. Речь держал купец. Я давно его знаю, имел дело с ним в Новгороде, жук еще тот. Не зря сейчас едет с охраной, стало быть, не пустой. Надо отъехать подали, верст за пять. Место там есть удобное, дорога в распадке проходят. Там все и сделать. Ага, сделать, подал голос один из парней. Их шесть человек, а нас трое. Дурень, охраны только пять, ювелир не в счет, от страхов штаны наделает. Вы трое впереди путь закроете, я со своими людьми сзади, мышеловка-то и захлопнется. Куда им деваться? Соглашайтесь, половина ваша будет. Быстро и легко, не надо в Москве на дворян алибояр спины гнуть. Домой в деревню богатыми возвратитесь. Любая девка ваша будет. Парни переглянулись, зашушукались. Купчина сидел молча, ожидая ответ. Да мы бы и согласились, только оружия, окромя ножей, у нас нет. Не вопрос, утром я дам, потом вернете. Только пусть выйдут, я путь короткий знаю, на подводе там не проехать, а по тропке мы их обгоним. Но парни дружно закивали. Я не стал искушать судьбу, убрал голову в свою комнату. Так, неплохо придумал Купчина. Нас в распадке порешить, затем наверняка и этих дурней, а ценности достанутся ему. Все подозрение потом на этих крестьян падет. Ловок. Я стоял в нерешительности. Разбудить Абрама и рассказать? А ну как запаникует. Хорошо, что мне повезло, разговор услышал. Но Абрам может в страхе сделать неверный ход. Разбойники сразу поймут, могут засаду и в другом месте сделать, когда мы и ожидать не будем. Нет, выйдем со двора, где не будет посторонних ушей, там и скажу. Если сейчас разбудить, спросят, как услышал. Что мне рассказывать, что голову в соседнюю комнату просунул? Я улегся спать и, к своему удивлению, быстро уснул. Растолкали меня мои товарищи, посмеиваясь надо мной. Все проспишь, так и Абрама украдут, а ты не услышишь. Абрам собираясь, недовольно сопел отвислым носом. Быстро позавтракали гречневой кашей с мясом, запили сытым, запрягли коней и выехали. Когда отъехали около версты, я попросил остановиться. В чем дело? Недовольно пробурчал Абрам. Время теряем, вдруг снова дождь пойдет. Я призывно махнул рукой, охранники лениво подошли. Так, слушайте, ребята, на нас готовится нападение. Утром, когда я в нужник ходил, разговор интересный подслушал. Сейчас не время все обговаривать, сделайте, как я скажу. Версты через три-четыре распадок будет. Абрам кивнул. Знаю такой, не первый раз здесь езжу. Я огрызнулся. Не перебивай. Спереди нас остановят трое парней. Не думаю, что они хорошие воины, да и скорее всего луков у них не будет, сабельки да копья. Сзади в ловушку нас запрут еще несколько человек. Сколько, не знаю, не сказали. План такой. У кого есть кольчуги, надеть, оружие держать наготове, но не на виду, в телеге под рукой. Едем в том же порядке. Как только пойдут деревья, я с телеги спрыгну, буду бежать по лесу, вроде как в дозоре, тыл прикрывать. За ним смотреть в оба. Основной удар, сзади будет. Луки есть ли? Один из охранников задней телеги кивнул. Бей сразу на поражение. Не случайные прохожие это будут. Время не упусти. Все, нельзя стоять больше. Заподозрят, в другом месте нападут. Лучше их мы здесь сами кончим, чем потом ждать, когда в спину ударят. Абрам попытался начать разговор. Надо назад повернуть, переждать на постоялом дворе. Но я цикнул на него. Начнется заваруха, падай на дно телеги, как бы стрело не задело. И лежи тихо, будешь цел. Абрам втянул голову в плечи и кивнул. Столь командирского тона от меня никто не ожидал. Для охранников хозяином был Абрам, они подчинялись ему. Но и Абрам понял опасность ситуации. Тронулись прежним порядком. Охранники сбросили сонное оцепенение и зыркали по сторонам, руки лежали на оружии. Мы въехали в плавный поворот. Ни спереди, ни сзади никого не было видно. Все, мне пора. Я спрыгнул с телеги и метнулся в кусты. Забежав за ракитник, козьей ногой натянул тетиву, наложил в жёлоб болт. Топор немного мешал, оттягивая пояс. Но что делать? Своя ноша не тянет, так в поговорке. Абоз медленно удалялся. Держа его ввиду, я трусцой побежал параллельно дороге. Поворот закончился, и вот, здравствуйте, я ваша тётя. Поперёк дороги лежало дерево. Если бы я не знал о засаде, подумал, случайно упало, бывает. Из-за дерева вышли три вчерашних парубка, стали приближаться к первой подводе. Охранники резво соскочили, бросились навстречу. Зазвенела сталь. Я повернулся назад. Чёрт! Из-за поворота выехало шестеро конных, но купчины среди них я не заметил. Или под конец разборки пожалует, или в кустах прячется, выжидает. Охранники задней телеги открыли стрельбу из лука. Удачно! Один конный упал, лошади второго стрела попала в шею, конь встал на дыбы, и всадник, не удержавшись, грохнулся на землю. Зато остальная четвёрка пришпорила коней и выхватила сабли. Пора и мне вмешаться. Я прицелился в заднего, спустил тетиву. Болт с шелестом ушёл в цель. Санник взмахнул руками, выпустил саблю и кулем упал на шею лошади. Передние не заметили потери, чего я и добивался. Я как мог быстро перезарядил арбалет, выбрал цель и уже вдогон выстрелил в спину разбойнику. Отлично! Тать завалился на бок, застряв ногой с тремени, бился головой о дорогу, а лошадь скакала вперёд. Да, сюрпризы с конными я не ждал, Купчин об этом не обмолвился. Охранники с передней подводы добивали парней, Абрам кулем лежал в телеге, а вот дела у задней подводы были не так хороши. Одного из охраны коны убил копьём сразу. Второй, по-моему, его звали Пантелеем, отбивался от сабельных ударов обоих конных, прыгая то на телегу, то ныряя под неё. Надо помочь. Я взвёл тетиву арбалета, но не успел наложить болт, как почувствовал спиной опасность. Мгновенно обернулся и присел. Вовремя. Надо мной, буквально задев волосы, просвистел нож и воткнулся в дерево. Впереди недобрый ухмыляясь, стоял Купчина. Вот он где объявился, вражина. Тоже решил подстраховаться. Умён. Ты что думаешь, я настолько глуп, что не пересчитал людей в телегах и не вычислил, где ты будешь? Хитёр, да я похитрее буду. Бросай стрелялку. Я бросил арбалет. В руке Купчина держал саблю, а расстояние между нами было очень мало. Не успею достать топор или нож. Теперь пояс расстегни. Я подчинился. Пояс упал к ногам, а с ним нож и топор. Надо выбрать момент и кинуться вниз, к обозу. Наверное, я себя как-то выдал. И не думай, ощерился Купчина. Сейчас мои охранников добьют, а я тебя. Он сделал шаг навстречу. Рука его с сабли пошла влево, видно, поперёк туловища решил рубануть. Я смотрел на его ноги, ожидая нападения. Надо было попробовать успеть отклониться назад и влево. Купчина уставился на меня, ожидая увидеть страх на лице, наслаждаясь властью над жизнью противника. Неожиданно нога его попала на арбалет, который я бросил. Тетива сорвалась со спуска и силой ударила Купчину по ноге. Тот ойкнул и посмотрел вниз. Я бросился сабли на меня, но оно лишь рассекло рубашку и скрежетнуло по кольчуге. Знать не зря купил, такие деньги потратил. Купчина отбросил саблю, теперь она ему мешала. Мы схватились рукопашной. Мужчина был силен и хотел меня одолеть. Да куда ему против самбиста, даже бывшего? Я захватил его руку, швырнул через бедро, не отпуская руки, и заломил ее назад, пока купчина не заорал от боли. На ковре я тут же отпустил бы руку. Прием судьи засчитали, но здесь не борцовский ковер, ставка в схватке жизнь. Я завел руку дальше и повернул. Раздался треск, рука неестественно вывернулась в суставе. Купчина орал как резанный. Я метнулся к своему поясу, сдернул с него ножны с ножом, поясом крепко связал к купчине ноги и притянул ее к ногам. Теперь купчина лежал на боку, сильно прогнувшись назад и матерился сквозь зубы. Я бросился к арбалету и сам выматерился. Тетива оказалась порванной. Кинул взгляд на схватку внизу. Двое охранников с переменным успехом сдерживали натиск единственного оставшегося в живых конного. Я подхватил топор и кинулся по склону вниз. В пылу схватки меня никто и не заметил. Подбежав размахнулся и топором ударил конного по бедру, практически его перерубив. Выше я не доставал, конь был высок. Тать посерел лицом, из перерубленного бедра мощной струей хлестнула кровь. Я обежал его с другой стороны и обратной стороной топора, где был клевец, ударил в бок. Раздался металлический скрежет и хруст ломаемых костей. Разбойник бездыханным упал в дорожную пыль. Я оглядел поле боя. Двое наших тяжело дышат, но целы. Абрам, не слыша звуков боя, поднял голову из телеги и оглядывался, пытаясь узнать, чья взяла. Увидев, заулыбался, сполз из телеги и направился к нам. «Ой, как нам повезло, от тати отбились». «Не всем повезло», я показал на наших убитых. «Да-да-да, не всем, но на то Божья воля». «И так от девятерых отбились». «Удачно у тебя, Юрий, получилось разговор подслушать». «Не девятерых, Абрам, десять их было, один наверху лежит. Помял я его немного в схватке, но живой, поговорить с ним надо. Кто таков, что замышлял?» «Да-да-да», заулыбался Абрам. Я с охранниками поднялся наверх. Пока они развязывали главарю ноги, забросил за плечо арбалет. В ближайшей оружейной мастерской только тетиву заменить. Надел свой пояс, нацепил ножны. Охранники уже тащили вниз, к дороге упирающегося купчину. «О, старый знакомый!» закричал Абрам. «Что ты тут делаешь?» В это время подоспел и я. «Абрам, это человек, организовавший нападение. Он хотел меня убить в роще, но я его пленил». «Ай-яй-яй, как нехорошо, Григорий, ты же был честным человеком, а сейчас достойных людей грабить вышел. Как же это?» Купчина молчал. Абрам обратился к охранникам. «Что по правде с таким делать положено, коля на месте преступления схвачен?» «Казнить!» «Вот и повесьте его, да чтобы с дороги видно было, в назидании другим. Наших в телегу сложите, церковь встретим на пути, похороним. А эти ублюдки тут пусть валяются». Купец упал Абраму в ноги. «Пощади, Абрам, ты же меня давно знаешь, не раз задним столом сидели». Абрам проявил неожиданную твердость. «Ты по мою жизнь пришел, людей моих положил, а у них дети. Почему раньше не подумал? Вешайте его, ребята!» Охранники потащили купчину к одинокому дереву у дороги, а я стал собирать оружие у убитых. Самим может пригодиться, да и продать с выгоды можно. Охранники тем временем перекинули через сук веревку и без затей вздернули упирающегося купчину. Все вместе мы собрали тела наших погибших товарищей, уложили их на телегу. Молодые же все ребята были, светлая им память, всем троим. Лошадей разбойников связали веревкой и привязали к задней телеге. На ближайшем торгу продадим, только деньги на них переводить, кормить же животину надо. Абрам на нашей трофее лошадей и оружия не посягал, по правде. Хоть и иудей, а правду чтил, все же на Руси жил. Также дружно оттащили в сторону сваленное дерево и направились дальше. К вечеру прибыли на постоялый двор, где удачно продали лошадей хозяину. Через пару дней, уже в Твери, я починил в мастерской свой арбалет, по-братски поделили трофейное оружие между охранниками, продали его. Телеги заметно полегчали. Еще через пару дней были уже в Торжке. Абрам к нашей радости буквально за пару часов выгодно решил свои дела и мы сразу поехали обратно. Абрам весь вечер напевал тихонько веселые еврейские мотивчики, видимо был доволен сделкой. Путь до Москвы оказался на день короче и уже к исходу второй недели я обнимал радостную Дарью. Прощаясь Абрам щедро отсыпал серебра коим я поделился с Дарьей. На следующий день я с удивлением осматривал почти готовый бревенчатый сруб рядом с баней. Быстро Дарья обернулась. Сегодня плотники обещали закончить стены, а через неделю и всю избенку. От моей похвалы Дарья покраснела. В хозяйственных хлопотах время летело незаметно. После неспешной трапезы я прошел свою комнату и лег. Мне всегда хорошо думалось в постели, чтобы никто не беспокоил. После второго похода с Абрамом в голове крутилась мысль не организовать ли что-то вроде охранного предприятия. Стоит хорошо себя зарекомендовать, заказы и клиенты будут. Уж больно жизнь на дорогах беспокойная. В этом я уже убедился. Что для этого надо? Набрать и обучить людей, вооружить серьезно. Решив так, я с утра отправился на торг. Торг это не только место для торговли. Здесь решаются многие вопросы. Узнаются городские новости, на торгу есть пятачок, где можно нанять рабочую силу, плотников, каменщиков, рыбаков, охотников, кожевенников и прочий люд. Кому нужна была рабочая сила, шли сюда. Вот на этот пятачок я и пришел. Начал разговаривать с людьми. Желающих оказалось для первого дня много, 12 человек. Но 11 я отсеял сразу. Многие сабли в руках не держали. Физиономия других выдавала любовь к бахусу. У третьих плутовато бегали глазки. Почти за неделю ежедневных посещений торга удалось отобрать четырех человек, да и те нуждались в проверке и обучении. Удалось найти старого воина, который взялся обучать моих людей и меня владению саблей. Меч, как оружие охранника, я отмел сразу. Тяжел, хорош в массовой битве, но уступает сабле, им можно только рубить. Оружие охранника должно быть по возможности скрытого ношения, но эффективное в бою. Решил для своих молодцов остановиться на сабле, ноже и арбалете. Ежели владеет кто другим видом оружия, не возбраняется, вдруг в деле пригодится. Тренироваться начали за городскими стенами. Для начала на палках. Старый вояк катерентий гонял нас до седьмого пота. Руки были в синяках и ссадинах, но появилось понимание сабельного боя. Один из кандидатов отсеялся после первой недели тренировок. Когда вояк не мог заниматься, я сам тренировал своих людей. Учил маскироваться на местности, незаметно подбираться к врагу, оказывать первую помощь раненому. Мы усиленно занимались физическими упражнениями, таскали камни, бегали кроссы. Поначалу было тяжело, хотелось бросить, но постепенно втянулись. Здоровье у всех было хорошее, легкие не испорчены табаком. Команда потихоньку сплачивалась, люди притирались друг к другу. Я старался внушить им мысль, что нужно при стычке с любым противником заботиться в бою о товарище, стараться прикрыть его спину, тогда и товарищ поможет тебе. Постепенно наша выучка росла, пора было обзаводиться оружием. Деньги, пусть и небольшие, у меня были, и в один из дней мы направились на торг. Каждый выбрал себе саблю по руке, арбалеты с изрядным запасом болтов выбирал я сам. Ножи у всех были свои, какой же мужчина здесь ходит без ножа? В голове вдруг мелькнула веселая мысль, нашу бы милицию на этот рынок, да в вооруженный ряд. Вот потеха была бы. Неделю отрабатывали стрельбу из арбалета, угробили кучу болтов, но научились сносно попадать в чурбачок со ста шагов. Теперь я был относительно спокоен. Все могли работать саблями, из арбалета поразить цель, а один из моих молодцев, Сергей, неплохо кидал нож. Неизвестно, правда, как они поведут себя в реальном столкновении, но тут уж не угадаешь, время все расставит по своим местам. Был конец октября, становилось прохладно, листья пожелтели и облетели. Лес стоял унылый. Поздно вечером, когда по крыше стучал дождь, ворота постучали. Взяв в левую руку нож и пометуя, что береженого Бог бережет, а небереженого караул стережет, пошел открывать. На улице стояли две фигуры в промокших плащах. В темноте мне удалось узнать Изю. Я пригласил их в дом, помог снять промокшие плащи и повесил их у печки на кухне. Провел нежданных гостей в трапезную. Дарья подсуетилась и преподнесла каждому по ковшу горячего сбитня. Не угостить зашедшего гостя, проявить неуважение, это я уже уяснил. Гости степенно расположились за столом. Лицо второго мне было незнакомо. Волосы светлые, глаза голубые, рожеватая борода. Похож на русича. Посетовав на ненастную погоду, Изя представил незнакомца. Вот моя готня, Моша, он издалека, помощь твоя нужна. Мы решили обгодиться снова к тебе, поскольку уже вся иудейская община знает, что тебе, Югей, можно доверить жизнь и деньги. В наше время найти порядочного и надежного человека – удача. А ты еще и хитер, как еврей. У тебя не было в роду иудеев? Нет, Изя? Жаль. Хорошо, ближе к делу. Моша прибыл издалека. Надо поговодить его до Киева с большим грузом. Что за груз? Моша замялся с ответом. Изя его подбодрил. Говори как есть. Это очень надежный молодой человек. Меха много, целая ладья. Ладью с людьми я нашел, а охраны нет. Мои люди ждут меня в Киеве. Надо торопиться. Скоро морозы, реки встанут. На подводах, сам понимаешь, не дойти. Везде дожди, дороги непроезжие. Не выберусь сейчас, все шкуры погниют. Что же, я согласен, только для ладьи меня одного мало будет. Купцы огорченно переглянулись. У меня есть люди, мои люди. Коли сговоримся о цене, об охране можно будет не беспокоиться. Моша начал торговаться, выгадывая каждый рубль. Изя скромно сидел в стороне. Наконец ударили по рукам. Моша объяснил, где стоит ладья. Я же пообещал с утра собрать людей и сразу явиться к кораблю. Тянуть не следовало, это я и сам понимал. Покроет реки льдом, до весны на корабле сидеть придется. Тем более обратно уже налегке сподручнее. Не пойдет попутное судно, так по снегу на санях. Все равно обозы пройдут. Для торговцев сейчас самое неудобное время. Рано утром я обижал сам всех своих людей, приказал явиться с оружием на пристань. Уходим надолго, месяца на два. Снова примчался домой, прихватил узелок с вещами, оружие, распрощался с Дарьей. Когда пришел на пристань, мои люди были уже там. Сергей, Кирилл и Алексей. Моша в нетерпении прохаживался по палубе, и не успели мы взойти по сходням, как матросы отдали концы, вытянули сходня на палубу судна и отчалили. Дул холодный северный ветер, паруса надулись, судно вышло на стремнину. Москва медленно уходила назад. Удастся ли всем нам вернуться целыми домой? Мы расположились на носу, где матросы натянули полок из холстины, вроде небольшого шатра. Моша расположился в небольшой палатке на корме. Судно сидело высоко, со стороны и не скажешь, что груженое, да и то, меха-то мягкие, что в них весу. Это неплохо, маленькая осадка, поотмелем пройти легче, да и недоброму глазу не подсказка. Груженое судно лакомая добыча для разбойников всех мастей. Я выставил одного человека на охрану, пусть ребята не расслабляются, наблюдают за обстановкой, поглядывают на берега, на проплывающие мимо суда. Мне бы не хотелось, чтобы нападение, ежели таковое случится, застало нас врасплох. Глава третья. День шел за днем, тихо журчала за бортом вода, по мере продвижения к югу становилось теплее. И хотя трава в этих местах была пожухлая, на деревьях еще сохранялось листва. Ночью было холодно, но в полдень вполне сносно, даже в отдельные дни тепло. Пока судно шло, караульный был один. Когда приставали к берегу на ночевку, я ставил двух часовых, выше и ниже по течению метров за сто. Днем часовые отсыпались. На воде напасть сложнее, надо судно иметь для нападения, возможность маневра хуже. А ночью, да на берегу, можно было ожидать любых неприятностей. И они не заставили себя ждать. Ночью ко мне в шатер на судне прибежал взволнованный Алексей. Растолкал меня. Там, недалеко, за пригорком, слышно лошадиное ржание, топот, копыт. Может, дорога рядом? Нет, здесь дороги. Я был в этих местах. Дорога идет по левому берегу. Подозрительно это. Да, подозрительно. Надо сходить глянуть. Я разбудил Кирилла, Алексей отправил на прежнее место, в дозор. Сам же с Кириллом, прихватив оружие, отправился на берег. Крадучись, прошли через небольшую прибрежную рощицу, поднялись на пригорок, залегли. В лощине за пригорком виднелись смутные тени, слышался неясный разговор. Надо понаблюдать, может, заблудился кто, и вовсе не по нашу душу. Пролежались полчаса, пока ничего подозрительного. Из лощины на пригорок поднялись два человека, остановились совсем рядом, метрах в четырех пяти. Мы вслушались, затаив дыхание. Незнакомцы говорили тихо, но отдельные фразы долетали. Надо перед рассветом, сон глубокий, а стража, коли есть, уже устанет, будет носом клевать. Только полная тишина, пусть кривой сначала сходит. Коли дозорный есть, прирежет, потом мы пойдем. Сделаем, как договорились. Я оглянулся назад. С пригорка, где мы лежали, через редкие деревья был виден костер, и смутно темнел борт судна. Незнакомцы спустились в лощину, и мы с Кириллом тихо отползли назад. Вернувшись на судно, я собрал всех своих ребят, забрались под навес, стали совещаться. Мы не знаем, сколько их. Судя по звукам, да десятка будет. Есть лошади, наверняка для вывоза захваченного груза. Насколько я понял, нападение думают осуществить перед утром, предварительно сняв часового. Что думаете, вояки? Умных мыслей в голову никому не пришло. Видимо, опыта нет. Все молчали. После некоторых раздумий я и сложил свое решение. Думаю известить команду. Пусть тоже приготовятся к утреннему бою, чтоб для них схватка не оказалась неожиданностью. Я сам предупрежу. Все трое берете арбалеты и сабли, перейдете рощицу, заляжете и будете ждать. Когда сверху спустится разбойник, чтобы дозорного снять, пропустить, не трогать, он мой. Как только начнут спускаться основные силы, бить из арбалетов залпом, и пока они не опомнились, сразу за сабли и рубить. Ясно? Почти все трое сразу спросили, а дозорным кто будет? Я и буду, сидеть придется у костра, чтобы издалека видно было. К тому же у меня единственного кольчуга есть. Ежели с ножом придет, то хоть надежда есть. Как только я с разбойником решу, сразу к вам на подмогу. Но и вы не будут деньги и новые заказы. Ну а если не сложится, я замолчал. Все, хлопцы, пора. Если за нами кто следит, то спускайтесь по одному, с носа. Я сверху глядел, борт виден, а нос ладьи в темноте. Скрытно, где ползком, где перебежками, в рощу. Там определитесь, где лучше залечь. Предупреждать, я думаю, не надо. Все в полной тишине. С хлопцы по одному, забрав оружие, исчезли в темноте. Поднявшись, я направился к штиперу. На ладье он был главным. Разбудив, рассказал обстановку. Штипер был в возрасте, почти весь седой, и сразу понял ситуацию. Хорошо, я подниму своих. Оружие кое-какое имеется. Будем судно защищать, коли прорвутся Тати. Большая просьба. Тихо, скрытно, чтобы с берега раньше времени не увидели. Заподозрят чего, уйдут, но нападут в другом месте или большими силами. Надо здесь им укорот дать. Купца, ну, Моша этого, предупредил? Нет. Чего человека волновать? Будет стонать его хоть почем зря. Твоя правда. Будет туго, зови. У меня пара ребят, бывшие воины, помогут. Договорились. Пусть твои люди за бортом хоронятся. Знаю, не впервой да сам видишь, жив пока. Удач тебе. Я поднялся и, не таясь, играя роль часового, прошелся по судну. Спустился на берег, прошелся вверх и вниз по течению. После неяркого света костра темень на берегу стояла кромешная, не видно низги. Набрал валежника, подбросил в костер. Сел лицом к костру, спиной к роще. Не очень грамотно, но придется рисковать. Надо сыграть роль простоватого и неосторожного члена команды, которому не повезло попасть на ночь в дозор. Раза два за ночь я вставал, обходил берег, набрав валежника, подбрасывал в костер. Время шло. На востоке небо посерело, скоро восход. Пора боем и быть, пока тихо. В роще крикнула какая-то птица. Я насторожился, обратившись вслух. Слева раздался тихий шорох. Довольно неожиданно. Я ожидал со стороны рощи. Хитер, подбирается со стороны корабля, видимо, прошел по берегу. Уж со стороны ладьи никакой дозорной ожидать нападения не будет. Шорох стих. Я понял, готовится к броску. Правой рукой я взялся за рукоять топора, что лежал каким-то чутьем понял. Пора. Резко вскочил и без замаха ударил топором. Кто-то приглушенно охнул от боли, но и по спине моей скрижетнуло железо. Сжимая в руке топор, я сделал пару небольших шагов вперед. Огляделся, нет ли еще кого. На земле передо мной лежал человек. Из глубокой раны на боку толчками изливалась темная кровь. Сразу было видно, не жилец. Одним ага, вот почему упоминали Кривого. Он уставился на меня. Даже при скутном свете костра глаз пылал ненавистью и болью. Твоя взяла, оплошал я чуток. Еле слышно прошептал он. Сколько вас? В ответ одноглазый лишь сплюнул кровью, дернулся и затих. Черт, не удалось языка взять. Да и то ладно, сам живой остался. Я ощупал бок. Рубашка распорота. Видимо, нож метнул. Не предусмотрел, что я в кольчуге. Урод, только рубаху испортил. Пригнувшись, я кинулся в рощицу. После света костра видно было плохо. Где же мои? Кто-то схватил за руку, прошипел. Свои. Здесь мы. Вон они. Показались поверху. Я улегся и первым делом наложил болт в желоб арбалета. Глаза адаптировались к темноте. Теперь я и сам различил смутные тени, спускавшиеся по склону вниз. Идиоты, они шли тихо, но группой. подпустим еще шагов на тридцать и залпом прошептал я. Разбойники приближались. В предутренней серости на темном фоне одежд стали видны светлые пятна лиц. Залпом стреляй скомандовал я. Тренькнули четыре тетивы. По толпе промахнуться тяжело, все болты угодили в цель. Отлично, четырьмя разбойниками меньше. В толпе раздавались стоны, ругань. Вся группа остановилась. Быстро заряжаем, скомандовал я. Но мои хлопцы уже и сами, без моей команды, тянули козьи ножки, взводя тетивы. Мы должны были успеть сделать еще по выстрелу. Как только будете готовы, стреляйте, не ждите команды. Один, второй, третий выстрел. Тати падали один за другим. Многовато их было, человек двадцать. Сейчас вдвое меньше. Несколько человек от испуга или растерянности кинулись обратно наверх. Остальные, подгоняемые предводителем, бросились бежать к рощице. Пора и нам. Мы дружно поднялись и бросились навстречу. В руках моих товарищей были сабли. Я держал топор. Сабля в ножнах болталась на боку. Каким-то чудом увернулся от коротенького копья, коим попытался пырнуть меня, набегаю считать. Разбойник по инерции пробежал мимо, и я не замедлил всадить ему в спину по самый обух лезвия топора. Уже убитый, он покатился по склону вниз. Я выхватил саблю. На меня набегал еще один разбойник, небольшого роста крепыш, с короткой саблей в руке. Крича что-то непонятное, не русский что ли, он начал бешено размахивать саблей. Пару раз лезвие чуть не задело мою руку. Я успевал только отбивать удары, выжидая, когда он хоть немного устанет. Куда там? Он вертел саблей как мельница. Мне пришлось медленно отступать назад. Вдруг этот бешеный закатил глаза и рухнул. За ним сокровавленной саблей стоял Алексей. Я огляделся. Кирилл с Сергеем вдвоем наседали на единственного оставшегося в живых разбойника и участь его похожа уже была предрешена. Алеша, за мной, надо посмотреть, что там в лощине. Мы рванули вперед. Сердце выпрыгивало из груди, воздуха не хватало. Забежали пусто. Вдали, исчезая в предрассветных сумерках, велись клубы пыли. Ушли. На лошадях ушли те, кто остался в живых, кто в начале стычки побежал через холмик в лощину. Не догонять же их пешком. Сходило солнце, край неба светлел, становилось виднее. Весь склон холма был усеян трупами. Мои храбрецы все были целы, даже царапины не было. Повезло, удача нам явно благоволила. Так, хлопцы, собрать оружие, оно денег стоит, в Киеве продадим. Это наш закон и трофей. С полчаса набирая оружие. Пришлось оттирать его от крови разбойничей же одеждой. На выходе из рощи к берегу я остановил свою ватагу. Постойте-ка. Медленно вышел из рощи, крикнул. Я Юрий, все хорошо, не стреляйте. И поднял вверх пустые руки. Из-за борта показался штипер и с ним все шесть человек его команды. У одного в руке был лук. Я похвалил себя за предусмотрительность. Не выдержали бы нервы у лучника при виде выходящих из леса людей. Могла приключиться беда. Я махнул рукой. Парни вышли из рощи, тяжело груженные железом. Штипер с матросами сбежали навстречу по сходням. Обступили, начали расспросы. Лучше помогите железо на борт поднять. Потом сбегаете за рощицу. Бояться уже некого. Штипер кивнул. Матросы похватали сабли, ножи, копья и с шутками потащили на ладью, с грохотом свалив у нашего навеса на носу. Двое тут же бросились в рощу. Вернулись через какое-то время удивленные. Там двадцать один убитый. Двадцать два, поправил я и указал на Кривого, который лежал на берегу недалеко от судна. Вот это удача, восхитился Штипер. Все живы, а вражинами весь склон усеян. Не ожидал такого. Видно, добрые вояки у тебя в команде, Юра. Можешь обудить ли? Пусть посмотрят, что вы хлеб недаром едите, а то так и будет думать, что вы все бока отлежали от безделья. Я немного подумал, да и пусть разбудят. Надо товар лицом показать, нашу проделанную работу предъявить. Четверо против двадцати двух, это серьезно. Конечно, сыграли свою роль два фактора. Наши упреждающие и потому неожиданное нападение с применением арбалетов и правильно выбранная тактика боя. Правда, положа руку на сердце, и госпожа удача была на нашей стороне. Из каюты вышел заспанный Моша, поздоровался, выглянул за борт и увидел только одного убитого. И это все ваше геройство, скривился купец. Тут уж я взял его под ручку и, как он не упирался, спустил по сходням и провел через рощицу. Увидев склон с телами, Моша изменился в лице. Как же это я проспал битву? Это все вы? Да. Вчетвером Моша поглядел на меня с восхищением. Говорил Изя, не верил. Говорил Абрам, сомневался. Сейчас всем словам верю. Ты герой. Моша, когда будешь расплачиваться, не забудь этот холм и свои слова. Миновали Смоленск, давнюю причину раздоров между Москвою и княжеством Литовским. Днепр становился шире и полноводнее. Движения судов оживленнее. После стыщки с разбойниками все не поглядывали на нас с уважением, а дозорные несли службу с усердием. Ходом прошли Оршу и Могилев. В небольшом Рогачеве Штипер решил сделать стоянку, подкупить продуктов. Вечером мы причалили городской пристани и выставили двоих людей для охраны. Команда занималась покупкой на ладью. Я же решил пройтись по городку. Ничего примечательного. Кривые улицы, немощенная мостовая, пыль, грязь, бетнота. От скуки зашел в оружейную лавку недалеко от торговой площади. Из-за прилавка выскочил бойкий чернявый мужичок. Чего изволите, господине? Посмотреть товар зашел. Может, полезное для себя увижу. Товар был скутноват и качество неважного. Я уже собрался уходить, как мужичок спросил. Огненного зелья не надо ли? Я секунду постоял. Порох что ли? Покажи. Продавец вытащил из-под прилавка небольшой деревянный бочонок ведерного объема. Поставил на прилавок. Вот. И где ж ты его взял, любезный? Купец на прошлой неделе вдрызг в кости проигрался. Оставил в уплату. Я вытащил пробку, высыпал на ладонь несколько крупинок. Настоящий дымный порох. Крупинки ровные, блестящие. Стало быть, не подмог. Хороший порох. Кому же он тут, в глухомане, его продаст? И сколько просишь? Серебряную деньгу. Я почесал затылок. Сколько стоит бочонок пороха, я не знал. Да, собственно, ружей или пушки у нас и не было. И зачем нам порох? После некоторого размышления решил взять. Цена невелика, и какая-то интуиция подсказывала, что приобретение может пригодиться. Поторговался, но продавец твердо стоял на своем, и я, отдав одну новгородскую деньгу, забрал бочонок. Наши на корабле встретили меня восторженно. Вначале я не понял причины, но когда ко мне потянулись с кружками и просьбами налить немного, расхохотался. Парни решили, что я купил бочонок вина. Дабы никто не подумал, что я зажилил, я вытащил пробку и, к разочарованию собравшихся, высыпал на ладонь черные крупинки пороха. Перец? спросил кто-то. Перец, как и другие пряности, был в цене. Огненное зелье. Зачем нам оно? У нас на сотне даже кулеврины нет. Пригодится, потом расскажу. Зачем я его купил, я пока и сам не знал. Правда, бродило, бродило в голове от нам и слишком. Приобрести огнестрельное оружие я не думал, больно оно здесь тяжело, неповоротливо. Пока зарядишь, четверть часа пройдет, да и запал фитильный. Его перед выстрелом зажечь надо, а если дождь идет, так и вовсе не выстрелишь. Нет, не о нем были мои мысли. Вспомнилось, как в босоногом детстве мы с мальчишками делали из спичек маленькие бомбочки с селитрой. Почему не попробовать нечто вроде гранат? Заказать в кузнице обрезки труб, один конец заплющить, засыпать порох, приладить витиль. В нужный момент зажигай и бросай в толпу. Еще когда мы залпом стреляли из арбалетов по спускавшимся с холма разбойникам, я остро пожалел, что нет гранат. Самоделки мои никак с гранатами конкурировать не могут, но для этого времени будут вполне. А что? Грохот, огонь, осколки опять же. Надо попробовать, а пока пусть бочонок пороха полежит в сухом месте. Я определил его в трюм, подальше от влаги. Снова потянулись однообразные дни. В один из таких дней команда забегала, засуетилась. Случилось чего? Спросил я пробегавшего матроса. Киев рядом, вон на холме постройки, не видишь? Я всмотрелся. Действительно, на правом берегу Днепра виднелись блестящие маковки церквей, дома, городские стены. Путешествие заканчивалось как-то уж очень неожиданно. А и ладно, люди живы, груз цел, по прибытии шкипер долго искал место, где бы пришвартоваться. Все причалы были заняты. С трудом нашли место на рыбной пристани. Сильно, если не сказать тошнотворно, пахло рыбой. Недалеко от пристани женщины чистили рыбу, коптили, вялили, требуху выбрасывали тут же, к радости бездомных собак. Но запах... Я был рад, что мы будем здесь недолго. Вот Моша рассчитается с нами и можно искать попутные судно в обратную сторону. В Киеве тепло. Глядишь, пока река не встанет, сколько-то пути на корабле проплыть удастся. Все, ноги не бить. Моша убежал искать своих и заявил только утром. Груз, меха, Моша решил перегружать судно на судно. Так не надо было платить за склад. Я подошел, показал рукой на город. Киев? Киев, Киев, затевал Моша. Мы подряжались до Киева, ждем расчет. Моша насупился и направился в свою каюту. Ох и прижимист Моша не любит расставаться с деньгами. Выйдя отсчитал деньги, скрипя зубами добавил сверху еще пять рублей. Ну что ж, и на том спасибо. Моя команда быстро собрала вещи. Нашли на пристани возчика с телегой, перегрузили трофейное оружие и мой бочонок пороха и направились в город. Надо было найти оружейника, продать оружие и тогда уже отправляться в обратный путь. Не таскай же с собой железо. Возчик подвез нас к постоялому двору. Мы быстро разгрузились и перетащили добро в отведенную комнату. С утра вдвоем с Кириллом отправились на поиски покупателя. Нашли быстро. В стольном граде Киевском в каждом почти квартале кто-нибудь занимался железом. И то дикая степь рядом, все железяки востребованы. За цену сильно не торговались и продали быстро. На постоялом дворе я отложил часть вырученных денег на обратную дорогу, остальное разделил поровну. Выручку от Моши разделил пополам. Половина мне закуплены в Москве оружие. Другую половину снова поделил на четыре равные части, три из которых и отдал моей троице. Все остались довольны и уговорили меня еще денек-другой побыть в Киеве. В городе раньше был только Сергей, остальным не терпелось сходить на торг, купить подарки домашним, город поглядеть. Ладно, уговорили, побудем в Киеве еще пару дней. Утром отправились на торг. Это было что-то. Громадная торговая площадь была больше небольшого городка. Здесь было все, что можно купить и продать. Меха, ткани, посуда, лошади, оружие, изделия из золота и серебра, мясо и рыба, зерно и масло, изделия из кожи и лечебные травы. Вся торговля сопровождалась бойкими криками зазывал, задорными воплями свирелей и рожков бродячих музыкантов, жаркими спорами продавцов и покупателей, блеянием овец и мычанием коров, криками обворованных, хохотом толпы вокруг балагана кукольников с неизменным петрушкой. Я немного оглох и растерялся. Мы быстро потерялись в толпе. Походив несколько часов и, подивившись некоторым диковинам, купил у турка изумрудного цвета отрез шелка, а у венецианца из Крыма красивые серьги. Будет чем порадовать Дарью по возвращении. На постоялый двор вернулся усталый, пропыленный. Умывшись, улегся на полоте. Постепенно подходили мои бойцы. Каждый хвастался приобретениями. Только одного не было очень долго. Сергея. Мы забеспокоились уже вечером. Знакомых в Киеве у него нет, запить не должен. Сергей меру узнал во всем. Никак беда какая случилась. На совете было решено с утра идти на торг, постараться узнать, в чем дело. Придя после завтрака на торг, я разделил людей по направлениям, чтобы сэкономить время. Уговорились встретиться у ворот. Я обходил продавцов, спрашивал вездесущих мальчишек, разговаривал с нищими. Пока никаких следов. Через пару часов подошел к воротам. Кирилл и Леша были уже там. Как только я подошел, Леша меня сразу обрадовал. Нашелся, Сергей! Тогда где же он? В темнице у посадника. За что? Подрался с каким-то купцом. Его стража и задержала. Говорят, будет суд. Только не знаю, княжей или посадничей. Час от часу не легче. Сергей и подрался? Для этого должны быть серьезные причины. Хоть на торг ходили и без оружия, исключая ножи, но в драке всякое могло быть. Надо попробовать хотя бы узнать, в чем дело и попытаться выручить. Не след бросать на произвол судьбы боевого побратима. Расспросив людей, направились к посадской тюрьме. Однако тюремные стражи разговаривать не захотели. Отвечали с каменными лицами. Не положено, узнаете на суде. Черт, как все не вовремя. Уходить из Киева пора. Скоро дороги развезет. Совсем застрянем. Пришли на постоялый двор. Ребята мои приуныли. Не рабей, мужики. Есть у меня одна задумка. Ночью попробую разузнать. Глаза ребят засветились надеждой и любопытством. Говорить я им ничего не стал. Сам еще не знал, получится ли. Чтобы не заблудиться на незнакомых улицах, отправился еще засветло. Нашел тюрьму, сел в сторонки. Дождался темноты, подошел поближе. здание из камня, стены толстые, получится ли проникнуть внутрь. Несколько моих предыдущих, скажем так, прохождений, были сквозь деревянные стены и не такой толщины. Попробую. Я прижался к стене, попробовал надавить. К моему удивлению и радости, стена поддалась. Единственное, была более плотной. Если бревенчатая стена давала ощущение киселя, то каменную стену можно было сравнить, ну, не знаю, с плотным холодцом, что ли. Я прошел сквозь стену и попал в камеру. Темно, лишь над дверью тускло мерцает масляная плошка. Почти все спали, в камере стояла вонь от давно немытых тел, параш в углу, прелой соломы на полу. «Сергей!» негромко позвал я. В ответ тишина. Я медленно обошел спящих. Здесь его нет. Через внутреннюю стену прошел соседнюю камеру. И здесь не повезло. Снова попробовал пройти в следующую камеру и чуть не попался. Это была комната тюремщиков. Я вовремя сделал шаг назад. Меня не успели заметить. Освещение и здесь было неважным. Придется обойти. Я высунул голову в коридор. Никого. и вышел туда. Прошел по коридору мимо комнаты тюремщиков и сунулся в следующую камеру. Не то, женская. Сделав несколько шагов, снова проник головой в камеру. Здесь спали не все. Улучив момент, когда никто не смотрел на стену, прошел весь. В углу сидел Сергей. С ним в камере было еще человек десять страдальцев. Когда я подошел к Сергею, тот от неожиданности вздрогнул. Ты как здесь, Юрий? Тебя из-за меня схватили? Нет, успокойся. Сам прошел. Времени у нас мало. Из-за чего тебя схватили? Купец новгородский обманывать стал, когда ткань мерил. Ну, я и не сдержался, врезал ему по наглой роже. Приказчики его тоже в драку, я и им насовал, да стражники неподалеку случились, меня и повязали. Не надо было драку затевать, а уж Коли затеял, не надо было позволить себя связывать, чему я вас только учил. Ладно, дальше-то что будет? Тюремщики говорят, завтра суд. Понурил голову Сергей. Попробуем тебя вызволить отсюда. Говоря эти слова, я пока и сам не знал, как это сделать. Не брать же тюрьму штурмом. Не падай духом, посмотрим, что суд покажет. По ярославской правде тебе грозят битье батагами и штраф. Со штрафом дело хуже, меньше двух гривен не присудят. Где их взять? Ума не приложу. Завтра посмотрим, не горюй. Я отошел к стене, постоял немного. Многие арестанты уже спали, положив руки под головы. Сергей задумался, а может и задремал. Я сунулся сквозь стену. В коридоре было пусто. Он еле освещался редкими масляными светильниками на стенах. Пройдя почти весь коридор, свернул налево, пересек пустующую камеру, беспрепятственно вышел на улицу. Темно, пустынно, гавкают собаки, да слышится стук колотушек ночных сторожей. Пора и мне на постоялый двор, полночи уже прошло. Надо выспаться. Не известно, что будет завтра, наверняка понадобятся силы. Мои бойцы не спали, ждали меня. Я рассказал, что видел Сергея, пересказал наш разговор. Хлопцы повесили носы. Всем спать, завтра мы должны быть сильными и отдохнувшими. И погасил светильник. С утра после завтрака отправились к дому посадника. Небольшая площадь уже была полна народа. Мы протолкались поближе к креслу, пока пустому. Рядом стояли стражники. Со стороны тюрьмы раздался шум. Народ загомонил. Ведут. Тюремщики вели арестантов на суд. Было их много. Человек двадцать, связанных между собой за левую руку одной веревкой. Стражники растолкали толпу. Освободив проход, провели арестантов. Через какое-то время из дома вышел посадник в богатых одеждах. Синий, отделанный бобровым мехом плащ, красные софьяновые сапоги. Из-под плаща при каждом движении выглядывала рубашка из лазоревого китайского шелка с серебряными пуговицами. На голове горлатная шапка, на шее висела массивная золотая цепь, пальцы усыпаны перстнями. Ну, прямо новый русский разлива девяносто второго года. Посадник отдуваясь, важно уселся в кресло. С боков его окружили диаки с бумагами в руках. Начался суд. Диаки выкрикивали фамилию арестанта, зачитывали его вину, затем выступал потерпевший. Далее выступали свидетели, коли такие имелись. Решения были быстрыми. Никого в тюрьме кормить за городской счет не собирались. Одного разбойника с черниговского шляха приговорили к повешению. По другим делам арестованных приговаривали к штрафам или битью кнутами или батагами. До уплаты штрафа арестованный сидел в тюрьме. Дошла очередь и до Сергея. Коротко высказался потерпевший купец, затем свидетели, его приказчики. Сергей вину не отрицал, суд был скорым, на все ушло десять минут. Приговорили Сергея к двум гривнам штрафа. Я внутренне был готов к такому исходу и не очень удивился. Ребята приуныли. Даже если мы сложим все наши деньги, не наберется и одной гривны, а тут две. Где их взять? В молчании пришли на постоялый двор. Знакомых в Киеве нет, занять в долг не у кого. Если оружие продать, все равно не наберем, да и домой безоружными возвращаться рискованно. По дорогам можно было передвигаться только группой и с оружием. Разбойниками из разорившихся и беглых крестьян дороги тишели. Я улегся в постель, попросил мне не мешать, надо было все обдумать. Ребята почтительно замолчали. После долгих размышлений я пришел к единственно реальному в данных обстоятельствах решению. Посвящать соратников я не хотел, если попадусь, буду виновен сам, мне и отвечать. А решил я вот что. Воспользоваться своим внезапно открывшимся даром, пройти в дом посадника, найти кладовую, забрать оттуда две гривны серебра, а на следующий день заплатить их в виде выкупа. Таким путем мы освободим Сергея, а гривны снова вернутся на место. По крайней мере, совесть моя будет чиста. Я ничего не украду, все вернется на место, а мы с освобожденным Сергеем тронемся в обратный путь. Придумать план легко, но как его выполнить. Мне кажется, только доверенные слуги знали, где в доме хранилище ценностей. Придется пройти по всем комнатам, а учитывая, что ночью все в доме, сделать это быстро и просто не получится. В конце концов, не получится за одну ночь, продолжу во вторую. Единственный минус, Сергей лишнее время будет сидеть в тюрьме. Может, после этого поумнеет и будет выдержанней. Хлопцам я объяснил, что вечером иду по делу. Все металлическое, кроме ножа, я оставил в комнате. Не дай бог звякнет в неподходящий момент. Стемнело. Я направился к дому посадника и по дороге поймал себя на мысли. Уважаемый в прошлой. Нет, в будущей жизни доктор идет воровать. Нет, брать взаймы серебро. Не скажет и пал котлов. Меня успокаивало только то, что делал я это ради товарища. Если ничего не предпринимать, он так и сгинет в тюрьме или посадит грибцом на галеры. Тоже верная и мучительная смерть. Выручить балбеса надо. У я успокаивал себя, хотя на душе кошки скребли. Иду на дело, как вор-домушник. Вот и дом посадника. Стоит темной глыбой. Что меня радовало, дом выходил на площадь. Сам двор с хозяйственными постройками был сзади. Это очень хорошо. Во дворе наверняка собаки. Осмотрелся, никого не видно. Подошел и с бьющимся сердцем вжался в стену. Сие действия уже становилось привычным. Угодил в темную комнату. Постоял, давая глазам привыкнуть. Фонарик бы сюда. Я чуть не засмеялся от пришедшей мысли. Ага, еще металлоискатель, чтобы искать быстрее было. Пока стоял, решал, откуда начать. Где обычно хранят ценности? Небумажные, пусть и валюту. Здешние не знают бумажных денег. Все ценности в золоте или серебре. Вес и объем большой. Стало быть, надо искать сундук или шкаф. Скорее всего, в отдельной комнате. И, вероятнее всего, недалеко от опочивания хозяина. А где спальня посадника? Да наверху. На первом этаже обычно трапезная кухня, людская, оружейная, чтобы железо не таскать наверх. Пройдя через дверь, вышел в тускло освещенный коридор, нашел лестницу и тихо, чтобы не скрипнула ни одна ступенька, поднялся на второй этаж. В этом коридоре тоже мерцал масляный светильник, давая неровный, колеблющийся свет. Коридор был застелен коврами. Отлично! Звуки глушить будет. Летать-то я не могу. Подойдя к ближней двери, я сунул через нее голову. Нет, не то. Комнатенка маленькая, у посадника должна быть большая. Вторая дверь, слабо освещенной комнате, спят дети. Сладких вам снов, ребятки. Третья дверь, женщина на полотях, обстановка скромная, наверное, их няня. Следующая дверь, вот оно. Комната большая, два светильника на стене, огромная кровать, на ней посадник с женою, оба в ночных рубашках. Спите крепче, супруги. Сунул голову в следующую дверь. Темно, как у негра вже. Вернулся к светильнику в коридоре, снял со стены, снова сунул голову и руку со светильником. Вот комната, что мне нужна. Окон нет, чуть не весь зал уставлен сундуками. Одно плохо, на всех сундуках пудовые замки. Как их открыть без ключей? Если сбивать, шума будет много, весь дом разбужу. А что я на ровном месте проблему увидел? Ключи-то рядом должны быть, у посадника. Оставив горящий светильник в кладовой, я через боковую стену вошел в опочивальню посадника. Пошарил по карманам одежды и почти сразу нашел связку ключей. Матерь божья, вот это ключи! Ключ от сейфа в три раза меньше, каждый ключ чуть не с полкило, а связка килограмма два. Прошел в кладовую, попробовал один ключ, другой, замок щелкнул и душка откинулась. Я поднял крышку, весь сундук был забит золотыми, турецкие, греческие, итальянские, французские монеты тускло поблескивали. Нет, мне их не надо. Я закрыл сундук, запер замок. Открыл второй, то, что мне надо. Сундук наполовину был заполнен гривнами, в перемешку киевскими и новгородскими. Их я уже научился различать. Киевские поменьше и кривые, новгородские почти в два раза больше и прямые бруском. Так какие же взять? Наверное, киевские, мы же в Киеве. Я сунул в карман две гривны. Запер сундук, прошел в комнату посадника. Тот храпел так, что дребезжали слюдяные окна. Сунул ключи на прежнее место. Все, можно уходить. И тут я чуть не влип. Не зря говорят, спешка до добра не доводит. Чтобы осмотреться, высунул голову в коридор и почти прямо перед собой увидел усатое лицо. От неожиданности человек выронил светильник и заорал. Как не вовремя он мне попался. Я убрал голову назад. Человек орал благим матом. Надо срочно прятаться. Если посадник или его жена проснутся, мне каюк, никакого суда не будет. Мне, как татю, пойманному на месте преступления, саблей снесут голову. Не думая долго, через стену прошел к няньке, а от нее в детскую. Надо быстро убираться из дома. Я осторожно выглянул в коридор. Разбуженный посадник стоял возле мужика. Ты что блажишь, Никола? Весь дом перебудил, ночь на дворе. Здесь из стены голова вылезла. Мужик показал рукой на стену. Посадник принюхался к слуге. Ты сколько сегодня выпил? Мужик стушевался. Меру знать надо. Вот я тебя батагами на дворе. Да при девках поучу завтра. Спать не дал стервец. А такой знатный сон был. Сгинь с глаз моих. Мужик рванул по лестнице вниз, стал кому-то жаловаться. Немного подождав, спустился по лестнице и я, и тут же просочился сквозь стену. Надо убираться отсюда, по-добру, по-здорову. Когда я пришел на постоялый двор, темнота стала серить. Знать рассвет близко. Только раздевшись, рухнул на полоте. Хлопцы мои спали мертвым сном, хоть выноси самих. Утром меня разбудило покашливание. Сотоварищи мои стояли у полотей и смущенно переглядывались. Просыпаться пора, Юрий. Полдень уже. Я всю ночь делами занимался, хоть бы выспаться дали. А Сергей? Да, Сергея надо было выручать. Встал, оделся. Оба смотрели на меня, как нашкодившие собачонки. Нашел? Я сделал непонимающий вид. Чего нашел? Да гривны, будь они нелатны. Нашел. Сейчас поем чего не то, да и пойдем Сергея выручать. Мы спустились в зал, быстро перекусили квасом и пряженцами и направились к тюрьме. У входа толпился народ. Кто-то принес передачу, кто-то ждал известия о своих родственниках. Мы дождались своей очереди. Я назвал имя Сергея и вытащил из калиты гривны. Тюремщик кликнул старшего, тот осмотрел гривны, клейма, долго водил за скорузлым пальцем по спискам и кивнул. Выпускай. Гремя ключами, надзиратель ушел по коридору. И через несколько минут к нам вывели Сергея. Он немного спал с лица, был бледноват, но держался молодцом. Одежда его была грязной. Как же, на грязной соломе спал, да и припахивал изрядно. Мы опняли его, но Сергей отстранился. Не стоит, в шее нахватаетесь. Для начала мы отправились на торг, купили ему новую рубашку и штаны и пошли на постоялый двор. Здесь по моей просьбе уже натопили баню и Сергей прямиком отправился туда. Его одежду мы тут же кинули в огонь, не хватало еще нам обзавестись насекомыми. Когда собрат наш, чистый одетый в новые одежды, вышел из бани, мы ждали его в трапезной. На столе стояла обильная пища, жареный молодой поросенок, курица с лапшой, тушеные овощи, жареный в сметане карп и, конечно же, вино. Я решил отметить вызволение из узилища нашего товарища. Мы выпили покупку кубок на стол, я от всей души врезал Сергею в ухо. Тот кубарем полетел со скамьи. Кирилл и Алексей перестали жевать и с удивлением уставились на меня. Сергей встал, обиженно потирая левое ухо. Догадываешься за что? Догадываюсь. Из-за тебя мы потеряли три дня, две гривны, я потратил кучу нервов. Кучу чего? Я махнул рукой. Садись. Разлили по второй. Крымское вино было неплохим. Выпили по второму кубку. Сергей опасливо отодвинулся от меня к краю стола. Чтобы больше никто и никогда не попадал в такие ситуации. Зачесались руки? Уйди, не ищи приключений. Следующий раз будете умнее. Это всех касается. Ладно, атаман, поняли мы все. Прости. «Как ты меня назвал? Атаман? А что? Какой из меня атаман? Так ведь ты же у нас предводитель, вроде батьки. Атаман и есть. Пусть будет атаман. Хотя в моем понятии атаман что-то вроде батьки махно или предводителя разбойничьей шайки. Прозвищи в этом мире давали часто и довольно меткие, не в бровь, а в глаз. Вечером мы провели за столом, за обильной едой и разговорами. Первый кувшин вина стал и последним. Завтра в дорогу, и я не хотел, чтобы мои хлопцы имели скверный вид и тяжелое самочувствие. Когда уже ложились спать, Сергей спросил, «Юра, а как тебе удалось пройти в тюрьму?» «Деньги тюремщикам дал, вот и прошел», соврал я. Утром я с Алексеем отправился на пристань. Надо было искать попутные корабли. Но полдень ушло в напрасных поисках. На север уже никто плыть не хотел, боялись ледостава. Нанять целиком корабль, даже небольшой, не было денег. А попутные? В общем, не было попутных. На постоялом дворе стали обсуждать ситуацию. Пришли к мнению, надо идти на торг, искать торговый караван. Или к каравану пристать, или еще лучше наняться в охрану к торговым людям. На том и порешили. Все четверо пошли на торг, расспрашивали людей, не знает ли кто, не пойдет ли обоз на полуночную сторону. Нам бы большую часть пути пройти с обозом до Курска или Адоева, скажем. Наконец повезло. Нашли купца, сговорились об охране. Платил немного, но харчи его. Выходили завтра утром. На постоялом дворе все, не сговариваясь, легли спать. Конный обоз не корабль, не расслабишься, да и ножками придется потопать, не все на телеге трястись. Утром собрались быстро. Голому собираться, только подпоясаться. Единственное, что оттягивало руки, мой бочонок пороха, так его несли по очереди. Остановились у Черниговских ворот, как и договаривались с купцом. К сожалению, обоз шел только до Курска, но и это уже треть пути. Мы заждались. Я уже начал беспокоиться, но вот из-за угла уже стали выезжать подводы. Одна, другая. Я насчитал двадцать две. Однако длинный. Тяжело будет охранять, но я оттешил себя надеждой, что мы не единственные охранники. Так и оказалось. Мы поздоровались с купцом. Он сразу сказал, что наша забота последние десять подвод. Уже легче. Когда подъезжали наши подводы, я распределил своих ребят и забросил бочонок с порохом на телегу. Выехали из города, долго тянулись предместия. Куда мы сейчас? спросил возницу. Куды, куды? Знамо, на самолет. Я подумал, что ослышался. Шестнадцатый век, какой тут может быть самолет? Оказалось, есть самолет. Обоз подтянулся к берегу Днепра и встал. С другой стороны медленно переползал реку паром. На палубе стояли подводы, толпились люди. Вишь, это самолет и есть, сказал возница. Ну, хоть какая-то ясность, а то самолет. Пока возница пошел в голову обоза, я отстегнул холстину. Кожи, отлично выделанные телячьи кожи. Можно при нужде и сверху прилечь, даже мягко будет. Переправиться удалось только в три приема, со скандалами и руганью возщиков других обозов. Каждому хотелось побыстрее оказаться на другой стороне и продолжить путь. Переправа заняла половину дня. Да, если так и дальше дело пойдет, в Москву к весне поспеем. Но вот обоз собрался, тронулись. Я поглядывал по сторонам, но движение по дороге было уж слишком оживленным и напасть днем могли только отмороженные. Так в тихом движении спокойствие и пыли прошло четыре дня. Въехали в Черников. На постой встали сразу на двух соседних постоялых дворах. В одном дворе все телеги просто не поместились бы. В Чернигове от обоза отделились две телеги, ушли на дорогобуш. Простояли в Чернигове сутки и двинулись в Путивль. Погода стояла сухая, но по утрам подмораживала, трава покрывалась инеем. Становилось теплее только к обеду, поэтому до обеда я не ехал на телеги, а шел пешком, чтобы не замерзнуть. Одежда у нас была легковатая. «Ежели в Путивле остановимся на день, надо будет с командой моей на торг идти, покупать кафтаны. Для тулупов еще время не пришло, да и движения будут стеснять». До Путивля тянулись по разбитым дорогам неделю. С утречка, узнав у купца, что день пробудем в городке, отправились на торг, довольно большой для маленького города. Купили себе кафтаны, теплые, с тонкой войлочной поддевкой, крытые синим сукном. Теперь получалось, что я и моя троица облачились в одинакового цвета кафтаны, просто по размеру был один синий цвет. Все-таки ехали на холод, а приближение его чувствовалось. Пока солнце не прогревало по утрам воздух, изо рта шел пар. До Курска было еще дня три-четыре пути. Телега погромыхивала колесами на выбоинах, я широким шагом шел рядом. Вдруг обоз встал, впереди послышались крики. Я подал своим знак приготовиться. Сам натянул тетиву арбалета, наложил болт. Попробовал, легко ли выходят сабли из ножен, на край телеги под руку положил боевой топор. От головы обоза в нашу сторону убежал возничий, на ходу кричал «Там разбойники, выручать надо!» Я оглянулся. Обоз стоял в неудобном для обороны месте. Узкая дорога имела изгиб, так что я не видел головы обоза. С обеих сторон подступал лес. Отойди с дороги пять метров и уже не видно. Может на голову обоза напали специально, чтобы затем атаковать с обеих сторон? Ладно, была не была. Я зычно гаркнул «Ко мне!» Хлопцы прибежали быстро. У каждого в руках взведенный арбалет на поясе сабли. Заткнув за пояс топор, я с бойцами побежал к голове обоза. Там уже шел бой. Разбойники осаждали телеги, возничьи отбивались топорами. Самое крестьянское оружие. Еще несколько охранников были окружены разбойниками. Оттуда раздавался звон оружия, крики. Я показал рукой «Туда!» Не добежав десяти-пятнадцати метров, крикнул «Стой!» Хлопцы остановились «Выбирайте самых резвых, бейте из арбалетов!» Защелкали спускаемые тетивы. Трое татьи упали сразу, один был ранен в руку. Уронив саблю, заверещал тонким голосом, как заяц, и бросился в лес. Отбросив арбалеты, хлопцы обнажили сабли и бросились в бой, ударив разбойником в тыл. Пока те не очухались, мы успели убить четыре-пять человек. Я лично топором снес головы двоим. Видел, что товарищи мои тоже не сидели сложа руки, но отвлекаться на них не было времени. Ко мне кинулся здоровенный бугай в меховом жилете на голое тело. В мускулистых руках он держал громадную дубину. «Вот кого бы из арбалета завалить!» Бугай с разбегу попытался ударить дубиной. Я присел и дубина пролетела над головой. С присядки бить неудобно, но надо пользоваться моментом. И я ударил топором по ногам. Жалко, почти без замаха, удар вышел не сильным, но сосуды и связки задеть удалось. Бугай упал, попытался вскочить, но ноги подвели, и он рухнул снова. Из положения лежа попытался достать меня дубиной, тычей ее как копьем. Помог Сергей, подбежал сзади и саблей снес бугаю голову. Я даже поблагодарить не успел, на нас кинулись разбойники. Сергей отбывался от кряжестого мужика с рыжей окладистой бородой. На меня носили двое молодых парней, видимо недавних крестьян. Ладони у них были здоровенные, как лопаты, и держали они свое оружие старенькие изубренные мечи уж очень неумело. Но куда мечу против топора? Я с легкостью отбивал их атаки. Однако парнишки решили взять хитростью и числом. Один из них в рваном кафтане явно с чужого плеча начал обходить справа с намерением зайти за спину. Отбивая нападение первого, я краем глаза следил за вторым. Когда нападавший спереди оступился и, чтобы восстановить равновесие, сделал шаг назад, я стремительно повернулся и ударил второго топором. Вышло не совсем удачно, до тела не достал, но руку с мечом почти отсек. Увидев кровь, парень заорал дурным голосом и осел кулем на землю. Я резко повернулся влево, вовремя. Первый уже заносил над головой меч, держа его обеими руками. Решил силой взять, чтобы отбить удар у меня не получилось. Молодец, сам открылся. Я с оттяжкой рубанул его поперек груди и поднырнул под его правый бок. Парень как наносил удар руками, так и упал по инерции вперед, унося в своей груди мой топор. Некогда вытаскивать, я выхватил из ножен саблю, но драться было уже не с кем. Несколько оставшихся в живых разбойников убегали в лес. Обе обочины, слева и справа от дороги и до деревьев были усеяны телами погибших и раненых. И наших обозных было много среди них. Я подозвал своих ребят, руки их еще сжимали сабли, глаза горели азартом. Все, мужики, бой окончен, мы победили. Соберите возничих, пусть тела наших погибших сложат на телеге, похоронить надо в ближайшей деревне на кладбище. Сами обойдите вокруг обоза. Оружие, которое в хорошем состоянии, собрать, уложить на телегу. Дубины и прочую гадость сжечь или сломать. А коли разбойники раненые попадутся, ты не знаешь, что делать? Я знал, что здесь принято раненых противников добивать, чтобы не мучились, даже в честном поединке. А что уж говорить про разбойников. По ярославской правде разбойник должен быть повешен. Тогда какой смысл его лечить, выхаживать, чтобы потом все равно лишить жизни? Оружия набралось немного. Сабель, мечей, копий. В основном оружием разбойников были дубины, цепи, кистени. Наших убитых было много, полтора десятка. Пришлось их распределить на третьей леге, благо ехать до деревни было недалеко. Возчики подсказали, они часто бывали в этих краях и дорогу знали. Хуже было, что из охранников остались только мы, возничих с десяток, да купец слегка раненый. Пока разобрались с ранеными и убитыми, пока привязали узцы лошадей к повозкам впереди стоящего воза, возчиков-то не хватало, ушло два часа. Следовало торопиться, чтобы успеть до вечера в деревню. Да и оставаться в негостеприимном лесу не хотелось. Не все разбойники погибли, часть успела скрыться, сам видел. Нас же, боеспособных мужиков, на весь обоз осталось только четверо. Ежели разбойники соберутся, да еще и подмогу соберут, придется худо, можем и не устоять. Здорово арбалеты выручили, первым залпом четверых, наиболее рьяных, из боя вывели. Мы распределились по телегам. Я в голове обоза со своим оружием, Леша в хвосте, Кирилл и Сергей в середине. Так и поехали. Деревня и в самом деле оказалась недалеко. Уже через час впереди показались скрытые соломой и дранкой крыши. Обоз занял всю небольшую улицу. Кладбище было маленьким. Оставшиеся возничья принялись копать могилы. Мы все четверкой стояли недалеко с оружием в руках. Лес был в двух стах метрах. Поскольку церкви и священники в деревне не было, за упокойную молитву прочитал купец. Кладбище выросло сразу вдвое. Определились на постой, пройдясь по избам. Местные крестьяне косились на нас недоброжелательно. Я подозревал, что в разбойничьей шайке были родственники деревенских. Мы все вместе, четверо и с нами купец, заночевали в одной избе. Тесно, но в деревне всего пять домов, выбирать было не из чего. Когда улеглись на пол, засланный соломой, я прошептал Сергею, не спи, оружие держи под рукой, через два часа разбудишь Лешу. Не нравится мне деревня, как бы худого не случилось, небось в разбойничьей шайке и отсюда лютишки были. Уснул я сразу, сказала с дорогой схватка. Устал очень. Среди ночи проснулся от грохота в сенях, вскочил уже с оружием в руке. Мои хлопцы встали рядом. Послышался топот убегающего человека. Что это было? Спросил я. Ответил Сергей. Я ведро в сенях поставил у дверей. Вот ведро и громахнуло, сигнал подало. Молодец, похвалил я. Сигнал твой сработал. Мы снова улеглись спать, ведь с утра в дорогу. Утром выяснилось, что убит один из возничьих. Вышел ночью по нужде из избы. Тут его и зарезали. Снова задержка, пока хоронили, не вести же тело с собой. Наконец запрягли лошадей и обостромился. Помятуя ночные происшествия, все были на страже. Арбалеты лежали на коленях, готовые к действию. Но обошлось. Добрались до Курска. Купец продал здесь часть груза, освободившихся лошадей и подводы. Обоз уменьшился и когда после двухдневной остановки мы вышли из Курска, наша колонна насчитывала всего десяток подвод. Купец сокрушенно качал головой. Еще не дошел до Адоева, а половины обоза уже нет. Пока были в Курске, я тоже не терял времени, удачно продал трофейное оружие. И нам прибыль, и лошадям легче. Теперь наша дорога шла на Ливны. Ехали медленно и долго. Восемь дней, но без происшествий. Купцу с обозом надо было Вадоев. Еще неделя пути, и мы расстанемся. Поэтому задерживаться в Ливнах он не собирался. Но жизнь распорядилась иначе. Утром после завтрака, когда обозники запорягали лошадей, раздался звон колокола. Через несколько минут к нему присоединился колокол другой церкви, потом еще и еще. Колокольный звон звучал со всех сторон. Обозники стали креститься, тревожно переглядываться. По что звонят? Сегодня праздника нет. Не случилось ли чего? Я быстрым шагом направился к торгу. Все городские новости можно узнать там. Но собравшийся на площади народ и сам недоумевал. Наши сомнения разрешил подскакавший на жеребце воин из городской дружины. Расходитесь по домам, готовьтесь к осаде, татары. Вот оно что. Народ бросился в рассыпную, опрокидывая мешки и тачки, сбивая с ног не слишком ловких. Везде слышались крики. Не успели мы уйти из города? А может оно и к лучшему? Лучше за стенами отсидеться, чем быть застегнутым в поле. Где-то трава просто стрелами посечет издалека, играючи сабельками добьет оставшихся или возьмет в полон. Я вернулся обратно на постоялый двор. Обозники понуро распрягали коней. Купец чуть волосы на голове не рвал от досады. Немного до цели не доехал. Если всерьез осадят, то задержка может быть и на месяц, и на два. Больше не продлится. Наши на помощь подтянутся. А за месяц многое произойти может. Даже сам город взять могут. Закидают стрелами защитников и ну ворота ломать. Или другую какую гадость учинят. Басурмане и есть басурмане. Не христи. Так, пошли ребята на стену. Посмотрим, что и как. Хлопцы взяли арбалеты, сабли все время висели на поясе. И мы пошли к городской стене. Не туда, откуда приехали, а на восход, к Елецким воротам. Народа у стены почти не было. Только воины дружинники. Взойдя по лестнице, осторожно выглянули. Да можно было и не опасаться. Метрах в трехстах клубилась пыль, передвигались конники. С первого взгляда и не понять было, куда они движутся. Прямо Броуновское движение. Стоящий неподалеку дружинник повернулся к нам. Ты гляди, как басурмани город обходят. Со всех сторон обложить хотят. Хорошо смерды прибежали, успели обсказать, что татары рядом. Это уж потом дымы поднялись. Конская масса растекалась влево и вправо. И казалось, что их тысячи. Не сложить бы здесь в ливнах буйную головушку. Городишко невелик. Тысяч десять всего. Дружинников человек двести. Пусть ополченцев соберут из местных. Сколько в городе боеспособных соберется? Ну, полтысячи. А татар тьма. Я даже приблизительно прикинуть их численность не смог. Ведь известное дело, татары переняли у китайцев камнеметные машины и порох. При толковом применении городишко этот они сравняют с землей за пару дней. При одном, но важном условии. Если в поход собрались налегке, пограбить с налету, то и тяжелых осадных машин с собой не тащили. А если пришли города брать, худо дело. Татары близко к городской стене не приближались, опасаясь стрел защитников. На воротной башне сиротливо стояла одна небольшая пушечка. Город невелик и оружие скромное. Постояли с полчаса поглазели, пока спустились, делясь на ходу впечатлениями. Мимо пробегал дружинник, бросил нам на ходу. На торгу ополчение собирают, туда идите. Ну что же, пойдем, посмотрим. По боковым улицам к торговой площади стекался народ, в основном мужики, но встречались и женщины. На площади уже было лютно. У мужчин в руках было оружие, взятое с собой из дома. Сабли, мечи, копья, рогатины, луки. Ждали посадника. Вскоре появился городской голова вместе с сотником дружинников. Голоса на площади стихли. «Земляки, для всех нас настают тяжелые дни. Город окружили татары. Известно, что хотят басурмане. Денег, добра вашего, рабов для своих улусов». Толпа взорвалась возмущенными криками. «Не отдадим ворогу города. Лучше сами ко сьми поляжем, чем быть под татарином». Посадник поднял руку и голоса стихли. «Криками татар не испугаешь. На каждой улице старшина есть, вами же избранный. Будете подчиняться ему. Всем старшинам подойти ко мне. Женщинам, коли желающие есть, приготовить воду и дрова недалеко от всех трех ворот. К посаднику подтянулись старшины с улицы. Посадник коротко с ними разговаривал и очередной старшина, забрав своих людей, направлялся к отведенному участку городской стены. Когда почти все разошлись, подошел к посаднику и я. Поздоровался. И тебе доброго здоровья. Мы охранники Собоза, москвичи, уйти должны были сегодня, да татары помешали. Теперь судьба города и наша судьба. Можете нами располагать. Как звать величать тебя? Юрий Котлов, со мной еще три человека, оружные. Это хорошо. Посадник повернулся к сотнику. Куда определим молодцов? Думаю, к воротам, что на елец. Полагаю, татары там в первую очередь ударят. Перед теми воротами поле есть где на конях призвиться. Слышали? Ступайте с Богом, храни вас Господь. Мы направились к воротам. Здесь уже было десятка три-четыре дружинников и столько же ополченцев. Распоряжался всеми усатый, кряжестый десятник. Наверху на стене были только дозорные. По приказу десятника Панфила разобрали ближайшую избу и заложили бревнами ворота самые уязвимые места любой крепости. Теперь, даже если татары разобьют тараном ворота, дальше им не пройти. Нет, кое-где пролезть ползком можно, но ведь и мы ждать не будем, когда татарин сползет с бревен. После разборки одной избы взялись за другую. Уцелеет город, отстроят новую избу. Леса вокруг полно, а не уцелеет, некому в избе жить будет. Рационально мыслят горожане, в этом им не откажешь. Бревна второй избы скоро принялись пилить, надо было приготовить дрова, греть в здоровенных котлах воду и смолу, чтобы при приступе лить на нападающих со стены. Жестоковато, но и век такой. Хочешь выжить, все средства хороши. Когда вся изба оказалась попиленной на чурки, присели отдохнуть, и почти тут же дозорные закричали «Переговорщик едет!» Мы взобрались на стену. Через поле прямо к воротам скакал татарин, держа на поднятом копье белое полотнище. Подскакал поближе, встал у ворот. «Эй, русичи, Мурза-Багжак к вам пожаловал!» «Почему ворота закрыли? Не встречаете посланца великого хана Ахмат-Гирея?» Десятник тут же прокричал «В гости с оружием да без приглашения не ходят». «Русичи, лучше открыть ворота, тогда город останется целым». «А зачем же тогда открывать?» «Мы заберем себе только золото да серебро, да девок на потеху. Не повезем же мы с собой ваши дома из деревьев». «Нет, уходи!» «Передай Мурзе, легкой добычи вам здесь не видать». «Тогда готовьтесь к смерти!» Ганец сорвал с копья белую тряпку, развернул коня и ускакал. Воины загомонили. «Ишь, ворота ему открой! Живы сами без голов останемся, женок да деток в полон угонят, добро по своим узлам растолкают, а город сожгут». «А кто такой этот Ахмат гирей?» «Хан Нагайский уже не первый раз на Русь ходят. Только это не главные силы, коли Мурза-Багжа у них главный. Небось, часть войск в набег послал, за добычей, только поздновато что-то. Обычно они летом набеги делают, а тут уж осень на дворе, скоро белые мухи полетят. А то и латно, побыстрее от наших морозов в свои степи уберутся». Воины спустились со стен вниз готовить город к обороне. Пока шли разговоры, женщины успели в котлах приготовить кашу с мясом. Запасы из подвалов не трогали, в первую очередь резали скотину. Через неделю ее кормить нечем будет, подвоза из деревень не будет, да и есть ли они еще деревни-то? Да мы не зря поднимались, небось татары уже там прошлись. Не спеша покушали, чего торопиться? Одна задача удержать город. Нет других более важных дел. Оставлена работа, все мастеровые, кожевники, гончары, ювелиры, кузнецы, плотники стали ополченцами. Я собирался, пока нет дел, прилечь в укромном месте со своими молодцами, как дозорные закричали. Тревога, татары на приступ идут! Все вскочили и бросились на стены. В клубах пыли на город мчались татары. Стучали копыта, дрожала земля, в воздух звенел от визга татар. Аллах! Аллах! Лава приближалась, стали витны лица, блестели сабли в руках. Поберегись! Закричали сбоку. От неожиданности, а может рефлекторно, я присел. Со зловещим шелестом на город и стены обрушились стрелы. С тупым стуком они входили в бревна стены, перелетая и за стену. Закричали раненые. Я осторожно выглянул. Татары крутили так называемое колесо. От них подскакивали, пускали стрелы, тут же уносились прочь, а их место занимали другие. За считанные минуты стены стали похожи на ежа. Повсюду с навесов стен, с крыш домов и с земли торчали татарские стрелы. На площади у котлов билась вагония женщина. Остальные в страхе убежали в избы. Несколько ополченцев, неосторожно высунувшихся со стены, были убиты. Я зарядил арбалет, не поднимая головы, высунул руку за стену и спустил тетиву. Тут и целиться не надо. Сплошная масса людей и лошадей. В кого-нибудь да попадет. Просто было противно сидеть и бездействовать. Десятник сразу заметил и шикнул на меня. Чего болты зря переводить? Подожди, пока на приступ пойдут. А сейчас не приступ? Нет. Попугать хотят, силу свою показать. На конях они не штурмуют. Может, сегодня и не будут. Чай в окрестных лесах пледники из деревень лестницы срубят. Вот с ними они и пойдут. Стены-то невысокие, не Псковчай, а Леновый город. И правда, поорав и постреляв, татары отхлынули, только пыль оседала на стены. А чего же они с зажженными стрелами не стреляют? Проявил я осведомленность. «Зачем зажигать? Добыча сгорит. В целости взять хотят. Ладно, дозорным остаться на стенах, остальным вниз. Наши стрелы достать можно, соберите, пригодятся еще». Глава четвертая «Спать нас уложили в ближних избах. Если распустить ополченцев по домам, не соберешь во время нападения. Хотя бывалые воины утверждали, что по ночам татары не воюют. Языка бы взять, узнать, один ли Мурза-Багжа пришел, или соседние города осадили другие Мурзы, ждать ли помощи. Что замышляют татары? Упрежден значит вооружен. Плохо у них здесь с разведкой, да и тактики никакой. Увидел стреляй, напали оброняйся. Никакого полета мысли. При численном превосходстве и хитрость нужна». В голове теснились разные соображения. Заснул я поздно. С утра нашел десятника. «Слушай, Панфил, надо бы языка взять». «Чего взять?» «Ну, пленного из татар, да поговорить с ним, что они замышляют». «Что они могут замышлять? Город взять и вся недолга? Язык какой-то придумал». С тем я и ушел. День прошел относительно спокойно. Татары накатывали славы, осыпали тучей стрел и исчезали. После каждого наскока у нас были и убитые, и раненые. Если так и дальше дело пойдет, татарам и штурмовать не придется, через месяц город защищать некому будет. И береглись ведь, но иногда вскипала кровь, высовывался воин или ополченец, пускал стрелу в нападающих и почти всегда падал сам, утыканный стрелами. Даже кольчуги не спасали. Татары стреляли бронебойными стрелами с узкими граненными наконечниками, а кольчуги были не у всех городских. После обеда я отозвал своих молодцев в сторонку, объяснил, что хочу взять пленного, нужна их помощь и веревка. Веревку найдем, не вопрос. А что ты задумал? Потом узнаешь, ваше дело, на стене ночью сидеть, по моему сигналу пленника на стену втянуть. После обеда удалось вздремнуть. Ночью надо было быть бодрым. Дождался вечера, стемнело. Ополченцы и дружинники с облегчением покидали городские стены. Удалось пережить еще один нелегкий день. Мои хлопцы забрались на стену, прихватив веревку. Я отошел в сторону, чтобы меня никто не видел. И в мое то время прохождение через стену вызвало бы большое удивление. А в средние века сразу обвинят в дьявольщине. Сожгут на костре и все дела. Прижался к стене, нажал, ощутил сопротивление дерева и прошел сквозь стену. Сразу за стеной начинался ров с водой, грязный, застоявшийся, с мусором и зеленой ряской. Осторожно вдоль стены, чтобы не свалиться в ров, дошел до моста перед воротами и вышел в поле. Вдали мерцали многочисленные костры татар, указывая направление. Да тут и заблудиться было сложно. Куда ни пойди, наткнешься на них, город окружен. Только с одной стороны, где река сосна, татар не было, но плавать в ледяной воде я не собирался. В открытую, не таясь, шел по полю. Было темно, сомнительно, что меня кто-нибудь сможет увидеть. Моя самонадеянность чуть меня не подвела, слух выручил. Невдалеке послышался тихий разговор. Я упал на землю и замер. Рядом, буквально в трех шагах, проехали двое конных. Все-таки Мурза отрядил дозорных, опасаясь ночного нападения. Впредь надо быть осторожнее. Выбрав место, где между кострами разрыв был побольше, направился туда, лег на землю и пополз к близкому лесу. Я рассудил так. Делать мне встанет татар нечего. Языка татарского не знаю, одет как русич, меня схватят или убьют сразу же. Значит, надо прятаться в лесу. Понуждение бось в лес бегают, тут я и подстерегу языка. Плохо, что я один, но вдвоем или втроем просочиться было бы сложнее. Отойдя от опушки вглубь метров на двадцать, прижался к сосне и замер. От костров раздавался смех, ругань, слышался стук, воины бросали кости. На кострах жарилось мясо. Татары подходили, ножами срезали уже готовый кусок и, обжигаясь, толкали в рот. Жирные руки вытирали охалаты. Вот один воин нырнул в лес, воткнул в землю копье, облегчился. Далековато. Осторожно подбираться долго, броситься, ветка хрустнет, татарин тревогу поднимет. Надо ждать. На небе ярко сверкали звезды. Наверное, утром будет холодновато. Мне и сейчас было не жарко, стоять приходилось почти неподвижно. Ага, после нескольких часов ожидания появилась цель. Пошатываясь, видимо, от изрядно выпитого кумуэса, в лес вошел татарин. Расстегнул пояс, сыто отрыгнул, уселся. Я осторожно, скользя ногами по земле, чтобы не наступить на ветку, приблизился. В самый последний момент татарин что-то почувствовал. Повернул голову. Тут я его и тюкнул, аккуратно ручкой ножа по темечку. Войлочная шапка смягчила удар. Но, тем не менее, татарин упал лицом вперед. Я натянул на него штаны, заткнул рот кляпом, связал сзади руки. Выждал еще счасок. Лагерь противника утихомиривался, костры загорали. Пленник мой очухался, задергал ногами. Ну да, похмелье после кумыса получилось неожиданным. Я повернул его к себе лицом, показал нож. Пленник понятливо закивал. Я рывком поднял его и, взяв за руку, повел. Очень удачно получилось пройти мимо костров. Теперь бы поле пересечь. Быстрым шагом мы удалялись от лагеря. Я вертел головой и прислушивался. Правду говорят в народе. Везет дуракам и начинающим. Мне повезло. Дошел с пленником до ворот, тихо свистнул. Со стены свесилось несколько голов. «Атаман, ты?» «Я!» «Спускайте веревку!» Сверху упала толстая пеньковая веревка. Я завязал татарина узлами поперек туловища, подергал за веревку. «Тащите!» «Только осторожно!» Хлопцы потянули. Татарин смешно сучил ногами в воздухе, ударяясь о стену то головой, то задницей. «Все!» «Втащили!» «Теперь можно и мне!» Отойдя чуть в сторону, вжался в стену и вышел уже внутри города. Хлопцы положили татарина на стену и вглядывались вниз, высматривая в темноте меня. Я засмеялся. Парни обернулись, увидели меня и остолбенели. «Чего стоим? Спускайте нехристи вниз!» Пленника подтолкнули, он засеменил ногами по лестнице и, не удержав равновесия, грохнулся вниз, замычал. Во рту до сих пор был кляп. Я поднял его, вытащил кляп. Пленник открытым ртом жадно вдохнул воздух и вдруг заматерился. От неожиданности я растерялся. Хлопцы стояли вокруг и ржали. «Ты по-русски понимаешь?» «Мало-мало!» «Парни, поспрашивайте у дозорных, понимает ли в городе кто-то по-татарски?» «Парни, поговорить с ним хочу». Через полчаса поисков ко мне привели заспанного ополченца. «По-татарски понимаешь?» «А что, толмачить надо?» «Да вот, поймали нехристи, поговорить хотим». «Это можно». По-быстрому расспросить я решил прямо здесь. «Сколько воинов у Мурзы?» Ополченец исправно переводил. «Много». Я от души врезал ему по морде. «Сколько воинов у Мурзы?» «Десять раз по сто». «Молодец!» «Будешь правильно отвечать, никто не тронет». «Будешь врать, завернем свиную шкуру, не попадешь в рай». «Уяснил?» Пленник закивал. «Что собирается делать Мурза?» «Город на копье убрать?» «Ну, это мы и без тебя знаем». «Что завтра?» «Тьфу, уже сегодня. Делать будет». «Пленные лестницы сделали. Штурм сегодня однако будет. Аллах поможет город взять». Глаза его злобно сверкнули. «Ты глазками не сверкай. Первый, кто умрет в городе, если татары через стену ворвутся, это будешь ты». «Бачка, зачем меня убивать? Меня обменять можно. Мы много пленных взяли». «Мурза один пришел?» «Нет, с войском?» «Дурак! Понятно, что с войском. Кроме Мурзы, есть ли другие воины? Не пошли ли они в другие города?» «Нет, нет других. Мурза Бакжа сам решил по землям русичей пройтись. Летом в походах не везло, добыча маленькая была, да еще и засуха. Зимой в юрте сидеть надо, кумы и спить, но Мурза поднял воинов в поход». «Так, уже какая-то ясность». «А где штурм будет?» «У всех трех ворот». «Мы с хлопцами взяли пленного, пошли к избе, где ночевал воевода». Постучали в дверь, воевода вышел быстро, в кольчуге и при оружии, видно, спал одетый. «Что случилось?» «Вот языка!» «Тьфу, пленного взяли! Поговорить не хочешь?» «Говорит, что сегодня штурм будет у всех ворот сразу, лестницы уже готовы». Воевода повернулся к Толмачу, видно, его в городе знали. «Спроси, есть ли у них тараны и камнеметные машины?» После перевода татарин отрицательно покачал головой. «Я со своей командой повернулся и пошел назад. Мы свое дело сделали, пусть теперь воевода думает, а моя совесть чиста». Уж светало. Мы подошли к своим и отыскал проснувшегося десятника. Передал, что рассказал пленный. Сонная оторопь с него сразу слетела. Женщина велел кипятить воду и смолу, воинам далеко от стены не отходить, да есть поменьше. С этим я был согласен на все сто. При ранениях в живот это опасно, лучше быть голодным. Сам же я с чувством выполненного долга завалился на душистые сены под навес и уснул, допрежно казав своим разбудить перед штурмом, но не будить по пустякам. Кажется, только положил голову и уснул, как тут же и разбудили. «Чего еще случилось?» «Так сам велел разбудить. Татары на приступ идут». Сон мигом пропал. Вскочив, проверил оружие и побежал к стене. Воины и ополченцы были уже наверху. Поднялся и я, присоединившись к своим. По полю двигалась темная масса. Спешившиеся татары бежали к городской стене. Каждый десяток нес свою лестницу, желтевшую свежим деревом. С диким визгом и улюлюканьем они перебросили лестницы через ров, приставили к стене, как саранча полезли на стены. Защитники поливали их кипятком и смолой, длинными крюками сбрасывали лестницы в ров. В некоторых местах татарам удалось забраться на невысокую стену. Увидев опасность, я со своими ребятами бросился туда. Сначала залпом из четырех арбалетов значительно уменьшили число врагов, потом взялись за сабли. Но кто за сабли, а я за топор. Понравилось мне это оружие. Тяжелое, мощное, любой доспех проломит. На длинные ручки, позволяющие не подпустить близко противника с саблей. Одно плохо, момент инерции великоват. Если промахнулся, не сразу вернешь оружие назад, и в этот момент считай безоружен, правый бок открыт врагу. Мы яростно набросились на татар, быстро посрубали головы, а кому и руки и ноги, и сбросили тела вниз, на лестницу, по которой лезли новые противники. Лестница не выдержала веса и удара тел, переломилась. Только собрался перевести дух. Недалеко, в десятки метров, пара татар уже была на стене. Бросились туда, укоротили врагов на голову, бросили тела вниз. Чего им тут смердеть? Так и бегали битый час по стене, помогая заткнуть образовавшиеся бреши. Наконец, все закончилось. Татары по сигналу трубы отхлынули, оставив кучу трупов и бросив на произвол судьбы своих раненых. Мы стали приводить себя в порядок. Рубашки и штаны порваны, в крови и грязи, но главное, я сам и моя команда живы. Повезло нам, но не всем. Со стены воины и ополченцы оттаскивали вниз тела убитых горожан. Многовато для одного боя, только убитыми на нашем участке стены потеряли восемнадцать человек. Да тяжелораненые есть, ими женщины занимаются. Если такое творилось и на других участках, сотни защитников город не досчитался за один день. Татары потеряли больше, значительно больше. Штурмующие город всегда несут серьезные потери, но, учитывая подавляющее превосходство в силе, для них эти потери не катастрофичны. На мой взгляд, на нашем участке только убитыми было около восьмидесяти татар. На площадь перед воротами на коне въехал городской воевода. Как тут у вас? К нему подбежал десятник. Нападение отбили, но сеча была изрядная. Вижу, что устояли, отошли не охрести. Силами соберутся, на новый приступ пойдут, времени для долгой осады у них нет, зима на носу. Насмерть стойте! Хлестнул коня плетью и поскакал дальше. Наш участок был у воеводы не единственным. Слышь, Панфил, подошел я к десятнику. Каверзу какую-то придумывать надо. Будет новый приступ, еще людей потеряем, а если он будет не один, кто останется на стене? «Завсегда так наши деды и отцы воевали. И ничего, били супостата. А пушка над воротами чего не стреляла? Что-то я не слышал». Десятник поскреб затылок. «Боязно! Огненным боем у нас никто не владеет. Был один, да в прошлом годе утоп в реке». Панфил, распорядись пороха до картечья к пушке поднести хоть на один выстрел. «Я заряжу, а как совсем туго будет, стрельну». «А смогешь?» Я кивнул. «И то дело». «Кузнец есть ли под рукой?» «Есть, как не быть!» Панфил крикнул пробегающему ополченцу. «Димитрия, позови сюда». «А для чего кузнец нужен-то?» «Думаю, пакость для бусурман учинить. Завтра увидишь». «Ты что бы на месте татар при приступе задумал?» Панфил потеребил окладистую бороду. «Таран, наверное. Камнеметных машин у них нет», «пленный твой сказал». «А таран сделать пару пустяков. Вон лес рядом стоит. Выбери ствол потолще, пределы перекладины. И таран готов». «Правильно, Панфил, и я так думаю». «А куда тараном они бить будут?» «Вести ему куда?» «Мы их как-то задержать сможем?» «Да как же ты их задержишь?» «Мост, Панфил, перед воротами мост». «Ага, понял. Сжечь его надо». «Зачем сжечь? Стены и башни деревянные тоже заняться могут. Я похитрее придумал. Подпилить опоры. Как только татары с тараном на мост зайдут, он и рухнет. Да еще и татар придавит». «Сам посуди, да и понесут его десятка два. Выдержат для подпиленной опоры». Панфил задумался. «Нет, не наберу охотников для такого дела. Увидят татары, стрелами издали посекут». «Я сделаю, причем ночью, чтобы татары не видели. Пусть для них сюрприз будет». «Смогешь ли?» В это время подошел кузнец. Стянул с головы картуз, поздоровался, спросил, зачем понадобился. «Вот гость московский тебя видеть хотел». Поздоровавшись, я отошел с Дмитрием в сторону. «Сможешь ли сделать из железа что-то вроде кувшинов с узким горлом?» «Сложно». «Да мне не нужна форма кувшина. Пусть это будет трубка». Я показал пальцами длину и диаметр. Только запаянные с одного конца. Кузнец был краток. «Сколько и когда?» «Штук десять-двенадцать. Чем быстрее, тем лучше». Тогда я пошел делать. Кирилла я послал за бочонком с порохом. Алексей обязал найти бечевку, порезать на кусте локоть длиной. Сергей озаботил задачей найти хоть немного земляного масла. Так здесь называли нефть. Обычно им пользовались знахари. Где-то через час-полтора хлопцы мои вернулись с добычей. Вскоре подошел и кузнец с железяками. Все вчетвером принялись готовить изделия. Рассыпали из бочонка порох в трубке, мочили в нефть и фитили, вставив осторожно сжимали горловину. Примитивно, конечно, но самодельные бомбочки были готовы. Сунув их в узел из старой холстины, я поднесся с хлопцами на башню. Осмотрел пушечку, ввел руку в ствол. Паутина? Эээ, как тут у вас все запущено? Стоящий рядом десятник смущенно крякнул. Взяв банник, прочистил ствол. Высыпало из находившегося рядом бочонка три пригоршня пороха. Из тряпья скрутил пыш, затолкал в ствол. Ничего свинцового рядом не нашел. Ни дроби, ни ядра. Один из воинов принес ведро камешков. Сгодится на один раз, решил я. Набил в ствол камней, скрутил пыш из тряпья. Вроде готово. Конечно, меня брали сомнения, не разорвет ли ствол. Я не был уверен, я не знал, сколько пороха надо. Мала навеска или велика. Ну, рисковать мне одному, но завтра. На сегодня все. Теперь ищите пилу, желательно небольшую, не двуручную. Парни помчались искать. Пока все мои действия были для них непонятными. Начинало темнеть. Подойдя к дружинникам, я попросил их быть наготове, слушать и смотреть. Ведь пока я нахожусь под мостом, увидеть или услышать татар я не смогу и буду фактически не в состоянии дать отпор. В руке ведь не оружие, а пила. Парни принесли пилу. Я попросил их подстраховать меня на стене с арбалетами. Сделаем атаман, дружно гаркнули хлопцы. Какой из меня атаман? Пробурчал я, отходя. найдя место поукромнее, где почти не было отблесков от костров, вжался в стену и очутился вне города. С трудом балансируя на узкой полоске земли, дошел до моста. Спустился, рукой прощупал опоры. Крепко сделаны, на совесть. Долго пилить придется, а их аж четыре штуки. Ладно, назвался груздем, полезай в кузов. Осторожно начал пилить, причем наискосок. Пилить дольше, зато гарантия, что мост при нагрузке рухнет. Несколько раз высовывался из-под моста, спрашивал, сильно ли слышно. Пилы почти и не слыхать, мост звуки глушит. Уже хорошо. В поте лица до мозоли на руках трудился полночи. Тяжело перепилить ножовкой в темноте четыре толстых дубовых опоры. Ух, последнее, четвертое закончено. Можно и за стену. Отдохнуть надо, завтра может быть трудный день. Просочившись сквозь стену, вызвало удивление моих ребят. Они хоть и не видели, как я прохожу, но удивлялись. Веревки нет, а я уже тут, внутри. Все улеглись спать. Я отключился напрочь. Сказывалась вторая ночь почти без сна. Утром только успели перекусить, как со стены дозорные закричали. Идут! Татары идут на приступ! Начало было, как вчера. Татары несли лестницы, сходу перебрасывали через ров, поднимали на стену. Я взял с собой Кирилла. Он нес в руках зажженный масляный светильник. Сам же за плечами тащил очень увесистый узел с бомбочками. Выбрал место, где татары скучковались погуще, зажег фитиль, подождал несколько секунд, пока он разгорится, и швырнул в самую гущу нехристей. Несколько мгновений ничего не было. Потом как сжахнуло! У меня аж заложило уши. Во все стороны полетели клочья тел, куски земли, обломки лестницы, щепки от стен. Клубы черного дыма от пороха поднялись вверх. Я выглянул из-за стены. В разных позах валялись убитые враги. Кто без руки, кто без головы, кто с распоротым брюхом, из которого вывалились сизые кишки. Очень неплохо. И что интересно, на какой-то миг все поле боя замерло, стихли крики и звон оружия. И наши, и татары смотрели, где и что так бабахнуло. Пока над полем боя царило оцепенение, мы с Кириллом перебежали чуть подальше. Я снова поджег фитиль, бросил под лестницу, у которой толпился десяток басурман, присел. Бабахнуло здорово. Оторванные конечности аж перелетали через стену. Таким образом я пробежал вдоль всей стены. Помятуя, что запас бомбочек мал, кидал их только там, где врагов было много, и положение становилось угрожающим. Неся тяжелые потери, татары не выдержали и побежали. Бой стих. Ко мне подошел десятник и с чувством обнял. Молодец, здорово выручил. Где ты так с огненным зелем обращаться научился? Я только слышал о таком. Научи моих дружинников. Потом. Уйдут татары, научу. Сейчас учить смысла нет. Пороха то нет. Да и время нужно. На стене остались дозорные. Мы спустились вниз. Было бы неплохо и подкрепиться. Навстречу нам скакал воевода. Удержали! Кто из пушки стрелял? Десятник показал пальцем на меня. Он только не из пушки. Бросал огненное зелье в железных трубках. Татар поубивала. Страсть! Воевода окинул меня внимательным взглядом. Молодец! Всегда московиты чего-нибудь учудят. Держитесь! Голубь прилетел с донесением. Из ельца подмога идет. Не треба продержаться. Хлестнул коня и умчался. Сели на чурбаны. Только поесть успели. Снова дозорные руками машут. Идут! Тревога! Все помчались на свои места. Я в башню к пушке. Парни мои со мною. Эх, жалко, бомбочка одна осталась. Татары накатывались ближе и ближе. Среди клубов пыли, поднятые множество ног, проглядывало что-то непонятное. Я пристально вглядывался. Что еще удумали татары? Ба! Да это же они таран тащат! Человек двадцать несли здоровенное бревно. По бокам их прикрывали щитами отстрел еще два десятка воинов. Таран был как раз напротив ворот. Метров за сто татары с тараном начали разбегаться, предполагая со всей силы ударить в ворота. Давайте, не споткнитесь только! Ополченцы и дружинники взялись за луки, у кого они были. Щелкали тетивы, выбивая одного за другим татар. Что было силы, я заорал. По тарану не стреляйте, он мой! Меня услышали, перенесли стрельбу на другие цели, благо их было в избытке. Татары домчались до моста, взбежали, успели сделать три-четыре шага, и тут мост обрушился. Таран покатился в сторону, подмяв под себя татар. Затем рухнул в ров. Рядом упали остатки сломанного пролета, похоронив тех, кто нес таран и прикрывал щитами. Татары сначала оторопели, потом дико взвыли от неудачи и бросились на штурм. У башнях было много, и я тут же швырнул бомбочку. Бабахнуло! Из-за дыма неслись крики раненых и вопли ужаса оглушенных. Вдвоем с Кириллом развернули пушку вдоль стены. Я подбил клинья, наклоняя ствол ниже, взял у Кирилла клеющий труд, выгнал его из башни. Вдвоем тут делать уже нечего. Случись что, пушку разорвет. Я это затеял, мне и жизнью рисковать. Поднес труд к затравочному отверстию и отбежал. Несколько мгновений ничего не происходило. Потом пушка рявкнула, подскочила и отлетела к стене, назад. Я остался цел, и пушка тоже. Повезло! Я бросился к бойнице. Метров на пятьдесят стена была чистой. Ни лестниц, ни татар. Здорово! Я побежал из башни на стену. Перезаряжать пушку долго и хлопотно, потом сделаем. Выхватил из-за пояса топор, но повоевать не пришлось. Татары бежали. На радостях я заорал. Ура! Мой клич подхватили другие. Отступали, драпали мародеры, воры и насильники, мурзы-багжи. Поскольку день клонился к вечеру, наверное, можно и отдохнуть. Не сунутся они сегодня сюда, а завтра посмотрим. Я высунулся со стены. Хорошо повоевали. Пространство у стены и во рву, рядом с остатками моста, все было усеяно трупами неприятеля. Каждый раз бы так, и скоро от воинства мурзы ничего не останется. Все, устал я, надо передохнуть. Вместе с хлопцами спустились со стены, подошли к чурбачкам, приготовленным для котлов, сели. Напряжение боя постепенно отпускало, уступая место апатии, усталости. Подбежал возбужденный Панфил. Что ты сделал, а? Нет, что ты сделал? Я вскочил и слегка перепугался. Чего я мог натворить? Да ты один десятка воинов стоишь. Тебя сам Господь к нам послал. Сотни три на приступ шло, а сейчас половина под стенами лежит. Молодец! Благодарность и низкий поклон тебе от горожан. Не хочешь со своими молодцами в дружину к нам? Хорошие воины. Видно, опыт большой, да смекалка воинская есть. Весь, что удумал? Моз подпилить, а с огненным зельем как удачно вышло. Недооценивал я сие зелье, да неправ был, при всех говорю, неправ. Ладно тебе, Панфил, еще татары не ушли, осада не снята, а ты уже к себе в дружину сманиваешь. Я ведь купцу слово давал, до места довести обоз. Доведешь и возвращайся. Подумаем, а сейчас кушать охота. Женщины уже раскладывали по оловянным мискам кашу с мясом. Герою нашему самолучший кусок положите, прокричал Панфил и ушел. Надо думать к воеводе, хвалиться, что отбились удачно. Поели неспеша, добрались до избы, скинули оружие и попадали на сено. Спать, так хочется спать. Эти двое суток урывками удалось вздремнуть часов шесть всего. Веки сомкнулись, я провалился в глубокий беспробудный сон. Выспался на славу, проснулся сам, оттого, что во сне было светло, очень светло. Парни мои сидели за столом и пили пиво. Полдень, атаман, вставать пора, и дружно засмеялись. А татары? Снег выпал, татары утром лагерь свернули и ушли. Хорошая новость, за такую и выпить не грех. Я встал и парни налили мне самую здоровую кружку. Эх, хорошее пиво, крепкое, пенистое, аж язык пощипывает. Где взяли? Хозяйка угостила. Ты у нас теперь вроде как герой. Дружинники с других участков стены утром приходили, посмотреть на тебя хотели, да мы не дали будить. Я умылся, все вместе пошли на стену. Действительно, лагеря татарского не видно. Ни костров, ни юрт, ни лошадей, везде только снег режет глаза белизной. Уцелели, себя спасли, городу помогли. Надо на постоялый двор идти, купят с обозом там. Его надо проводить до места, да и домой возвращаться. Загостились мы в ливнах. Дарья, небось, заждалась. Собрали оружие, пошли на постоялый двор. Купец, живой и здоровый, уже хлопотал у обоза, проверяя подводы с грузом. Поздоровавшись, он сразу принялся за дело. Сегодня завалы у ворот разберут, пока снега мало, можно и на подводах добраться, недалеко уже. Все у вас живые. Ну и хорошо, ну и славно. А у меня двоих обозных убило на стене. Говорят, у вас там какой-то атаман воевал, просто герой. Вот бы поглядеть, наверное, здоровый, как Илья Муромец. Вы его видели? Нет, не пришлось. Ребята мои еле сдерживали смех. Жалко, о нем здесь только и говорят. Десятник ваш Панфил приходил рассказывал. Воевода городской обещал героя наградить. Ежели не уедем, пойду посмотреть. Парни пошли в комнату постоялого двора. Я же отправился искать Панфила. Если завтра уезжать, то надо показать его дружинникам, как делать бомбочки. Нашел я его, где и ожидалось у дома наместника. Панфил, отбываем завтра. Обещал я твоим воинам показать, как делать бомбы с огненным зельем. Надо, чтобы кузнец сделал несколько железных труб, да пороха немного взять, что у пушки остался. «Конечно, бери. Я тебе сейчас дружинника дам. Он и к кузнецу сводит, и бочонок зелья принесет». Панфил окликнул проходящего мимо дружинника, дал ему наказ. Запутанными улицами вышли кузнецы Дмитрия. Я попросил сделать три железных трубы, как вчера. Пока кузнец занимался делом, мы прошли к башне, забрали порох, нарезали фитилей, смочили земляным маслом. Вернувшись к кузнеце, забрали железяки, прошли к воинской избе, про образу современных казарм. Панфил собрал свой десяток. Я медленно зарядил одну бомбочку, подробно объясняя, что и как делать. Две другие собрали сами дружинники. Теперь надо опробовать их в деле. Поднялись на городскую стену. Я подробно объяснил, как поджечь, бросить и самому укрыться от осколков. Вызвался самый смелый, остальные опасливо мялись. Вот интересное дело. С татарами бились, мечами, копьями, многие перевязаны, не боялись, а как до нового дела дошло, струхнули. Воин поджег фитиль, швырнул за стену. Все сразу присели. Шахнуло хорошо, аж эхом по полю прокатилось. Ну вот, считай, что если удачно попал во врагов, в самую их гущу, то пять-десять человек из строя вывел. Быстро, просто, мечом махать не надо. Война опасливо жали плечами. Оно как в руках рванет. У самого тишки на дереве будут. Ну, я вам объяснил, решайте сами. Думаю, что ежели прижмет, вспомните мою науку. Желаю счастливо оставаться. Мне с утра в дорогу. В ответ услышал нестройные голоса. Желали легкой и удачной дороги. Я сунул две оставшиеся бомбочки за пояс. Ну, не хотят мужики приучаться к огненному бою. Их дело. Только хотят они или не хотят жизнь все равно заставит. Утром встали рано. Купец спешил. Едва перекусили, как обоз тронулся со двора. У ворот меня ждал сюрприз. Дорогу преградили дружинники. Обоз встал. Из башни вышел воевода. Увидев меня подошел, поздоровался. Махнул рукой, вышли дружинники с узлами в руках. Подойдя к воеводе, они торжественно развернули узлы. Воевода встряхнул сверток, и в его руках под лучами утреннего солнца заискрилась бобровая шуба, которую он протянул мне. Владей, от города подарок за доблесть воинскую, за то, что не жалея живота своего, хоть город тебе и чужой, сражался с басурманами, твоим сотоварищем дарим по тулупу, одетого легко, а уж зима на дворе, видишь, снежок выпал. От людей, всех горожан, низкий тебе поклон. Воевода поклонился, за ним, как по команде, все дружинники. Я тоже поклонился в ответ, хотел сказать ответное слово, да ком в горле стал, слезы на глаза навернулись. Приложил руку к сердцу, еще раз поклонился, сел в телегу. Дружинники расступились, освобождая дорогу, и обоз тронулся. Надолго я запомню этот город Ливны, ставший для меня почти родным. Я накинул теплую шубу, товарищи мои уже сидели в тулупах, немного проехали, ко мне подбежал купец. Слушай, а где атаман-то? Говорили, воевода атамана награждать будет? Парни мои так и покатились от хохота. Купец, по-моему, так ничего и не понял. Дорогу присыпало первым снежком. Она лишь угадывала среди травы, что торчало из-под снега по обочинам. Но купец дорогу знал. Почти свои места, много ж доезженные. За неделю успели добраться до Адоева. Конечно, на телегах ехать по снегу, пусть и небольшому плохо. Кое-где в лощинах встречались переметы. Приходилось всем дружно толкать телеги. Даже жарко было. В Адоеве купец отсчитал оговоренную сумму, поблагодарил за охрану. Мы ударили по рукам и расстались. Все-таки довели мы его обоз до места. Ни одной телеги с грузом не пропало. Возничьи не все дошли. Так это уже не наша вина. Спать пошли на постоялый двор. Сытно поужинали, улеглись на постели, стали размышлять, как до Москвы добираться. Осталось двести верст небольшим. Пешком по снегу долго, суда не ходят, реки уже замерзли. Придется попутный обоз ждать. Коли охрана им не нужна будет, так хоть деньги заплатить и на санях ехать. Мороз нам теперь не страшен, тулупы овчинные да шуба бобровая грели хорошо. До Москвы добирались муторные долго. На перекладных до Тулы, затем, где охранниками нанимались в обоз, где платили за извоз, но двадцатого декабря прибыли прибыли в Москву. Щеки и носы местами обморозили, теперь они шелушились, осунулись, но мы были веселы, домой вернулись живые, без единой царапины. Я расстался с сотоварищами почти у своего дома, парни жили дальше. Постучал в калитку, открыла сама Дарья. Она меня не сразу и признала в бобровой шубе, шапки. Вам кого, барин? Потом ойкнула и бросилась на шею. Уж не чаялась живым увидеть, да думки разные ночью приходили. Вдруг в чужом краю девицу встретил, что приворожило. Невесточки никакой не прислал, и спереживалась я. Полно, Дарья, вот он я, живой, к тебе вернулся. Домой то пустишь, или на улице стоять будем? Дарья заойкала, потащила меня за рукав в дом. Как чувствовала, пряженцев напекла с зайчатиной, с печенкой, с картошкой. Раздевайся, за стол садись, сейчас мужикам скажу, пусть баню топит. Я от души наелся пряженцев с разной начинкой, домашних с пылу, с жару, запивая молочком. Пока ел, Дарья сообщала московские и свои новости. Перемешав все в кучу. Потом начала расспрашивать меня, что видел, где был. Телевизоров и газет не было, скучно. Все новости передавались только устно. Согрелась баня, вечерело. Работники разошлись по домам, мы с Дарьей отправились в баньку. Давно я так не не блаженствовал. Тот, кто путешествовал, возвращаясь домой, мечтает об одном. Смыть с себя дорожную грязь, а с нею часто и неприятные воспоминания. Как бы очиститься и телесно, и духовно. После того, как грязная вода с меня стекла на пол и кожа стала поскрипывать от чистоты, дышать, я улегся на полку. Тут уж Дарья прошла с веничком, поддала жару. Я терпел сколько мог, но когда волосы стали трещать на голове, заорал благим матом и, выскочив из бани на улицу, бросился в снег. Тело обожгло, я снова заорал и кинулся в предбанник. Вот где хорошо, ни холодно, ни жарко. Да еще и квас свежий, холодный, прямо из погреба. Выпил здоровенный жбан, оделся в чистое, крикнул Дарье через дверь, чтобы заканчивало помывку и пошел в дом. Здесь в трапезной уже был накрыт стол. Мясо, овощи, печеное жареное. Но есть не хотелось. Слишком давно я не был женщиной, соскучился. И не успела Дарья войти розовая после бани, как я схватил ее в охапку и понес наверх в спальню. И пусть меня простят, если я откажусь от дальнейшего рассказа. Пару дней я отъедался и отсыпался, пока не почувствовал, что пришел в норму. На кухне, сидя за столом, неожиданно для себя ляпнул. Скоро Новый год, елку будем ставить? Дарья как-то странно на меня посмотрела. Новый год уже четыре месяца как? С первого сентября? Вот это я лопухнулся. Совсем забыл, что только Петр первый ввел смену года с января по западному образцу. Юра, а почему в церковь не ходишь? Уже два дня как приехал. Надо бы сходить. Да, сходить надо. В церковь народ ходил регулярно. Не стоило вызывать подозрения, тем более, что остался живым без единой царапины. Стоило поставить свечку и поблагодарить Всевышнего. А где ближайшая церковь? Дарья осуждающе покачала головой. Направо от дома, два квартала и налево, от перекрестка увидишь. Я постоял в церкви, поставил свечку, помолился как умел, чтобы Господь не оставил меня. Все-таки я и мои люди из жестокой сечи живыми вернулись. Даже воздух, сама атмосфера в церкви были особые, легко дышалась и думалась. Просветленный, погруженный в думы, вышел на улицу и чуть не попал под коней. В последний момент успел ухватиться за оглоблю, меня немного протащило и лошади встали. Из воска, поставленного на полозье, выглянул сухощавый мужчина в богатых одеждах. Что, мол, за остановка? Кучер заматерился, пока я стоял в стороне, отряхивая от снега штаны и шубу. Неожиданно перетянул меня кнутом. Больно не было, шуба смягчила удар, но было обидно. Я не раб, свободный человек, а тут кучер кнутом. Я мгновенно освободился от шубы. У него всего одна застежка была на груди. Взлетел на козлы, сбросил кучера на снег. Тот оказался проворным. Пока я спрыгнул, он уже был на ногах и занес руку с кнутом для удара. Резко пригнувшись, я подсек его ногу. Кучер упал и из положения лежа нанес удар по ногам. Бедра обожгло болью. Ах ты, ублюдок! Пока я с татарами воевал, ты здесь важных господ возил, да кнутом по спинам охаживал. Ребром ладони я врезал по шее, противник закатил глаза и захрипел. Живой останется, не смертельный удар, но, может быть, наука будет. Сзади раздалось. Ловок! Кучер мой не из последних бойцов будет, а ты его за два удара. Я обернулся. Сзади стоял вышедший из воска господин. Он первый ударил, я защищался. Я видел, спокойно кивнул господин. Ты где так драться научился? Я не видел таких приемов. Не у басурман ли? Басурман я в ливнах жизни лишал. Учиться у них мне нечему, пусть они поучатся. Ты посмотри, гордый какой! гордыня грех, у церкви стоишь. Так ты в ливнах воевал? Слышал, слышал про ливны. Вчера гонец оттуда был, пергамент привез донесением. Упоминается там про московскую ваташку. Зело помогли гости заезжие. Не про тебя ли пишут? Я донесения не читал, не знаю. Кто таков будешь? Свободный человек, именем Юрий. Вот что, Юрий, помоги-ка кучера в вазок положить. Не дело слуде на снегу валяться, как шпыню ненадобному. Да сам оденься, холодно. Я помог господину затащить беспамятного кучера в вазок, подобрал и надел шубу и шапку. Ты вот что, человек, Юрий, подойди завтра к Кремлю, спросишь меня, тебя проводят. Человек ты, как я смотрю, лихой да дерзкий, мне такие нужны. А кого спросить? Адашева, Алексея Адашева. Я слегка поклонился, пошел домой. Зайдя в дом, не раздеваясь, спросил у Дарьи, кто такой Адашев? Советник государев, ныне в большом почете и уважении у царя батюшки. Вот ешкин кот. Вот всегда у меня так. Запросто могли сейчас меня в кандалы заковать. Хоть и оборонялся, но начальство всегда право по праву сильного. Это я еще по своей прежней жизни знал. Я разделся, присел к столу. Дарья подошла сзади, положила руки на плечи. А что случилось? Зачем ты об Адашеве спросил? Я рассказал ей о случай рядом с церковью. Дарья заохала, запричитала. Худо ведь могло случиться. Кучер сей, Митька косорылый, наглый больно. Да боец изрядный, в кулачном бою мало кто против него устоит. Неужто его уложил? Я кивнул. Дарья оценивающая меня глядела. Да, ты можешь. Не зря я глаз на тебя положила. К Адашеву упадешь ли завтра? Схожу, коли человек пригласил. Коли в кандалы заковать хотел, уже бы сделал, а если приглашает, нужда у него ко мне есть. Утром следующего дня я натопил баньку, помылся неспеша. Неудобно ведь, к начальству приглашен. Как я успел уже узнать, серый кардинал этот Адашев. Без его совета Иван IV никаких решений не принимает. Считай, второй человек в государстве. После бани слегка перекусил, неизвестно, сколько я у Адашева пробуду. Надел новую рубашку, штаны, накинул суконный кафтан, поверх него бобровую шубу. Оружия никакого решил не брать, даже ножа. Вряд ли меня с железом в кремлевские палаты пустят. Пока дошел до Кремля, успел в шубе изря вспотеть. Плохо, что у меня нет лошади и саней, или еще лучше воска. Ехал бы себе сейчас, закрыв ноги какой-нибудь шкурой, разглядывая прохожих. А теперь топаю по рыхлому снегу в перемешку с конским навозом. Нечего сказать, презентабельный вид у меня будет в грязных сапогах. У ворот Кремля тщательно обтер сапоги снегом, внутрь на лошадях не пускали, снег был чище. Прямиком направился в сторону дворца, что рядом с колокольней Ивана Великого. Стражники у дверей посмеялись, указали на другой, более скромный вход в пристройки. У этих не было. Вошел. Навстречу выскочил Дьяк в суконном кафтане. Мне к Алексею Адашеву назначено. Дьяк попросил подождать в комнате, исчез за дверью. Выйдя, поманил за собой, переходами провел в небольшую светлицу, усадил на скамью. После непродолжительного ожидания дверь резко распахнулась, порывисто вошел Адашев. Одет он был довольно скромно, без изысков, только пальцы были унизаны перстнями. А Бритер с легким французским прононсом проговорил Алексей. Все-таки решился прийти. Вот что, Юрий, не хочешь ли послужить государю и отечеству? Делать-то что? Адашев садиться не стал. Ходил по комнате. Похоже, нервничал. «Мне нужны верность, умение держать язык за зубами и ловкость, даже дерзость. Насчет ловкости и дерзости это я уже видел. Как с остальным? И с остальным все в порядке». Адашев хихикнул. «Будет не в порядке, попадешь в подвал, к палачу». По спине пробежал холодок. А может ну их, кремлевских жителей. От политиков во все времена ничего хорошего ждать не приходится. Он уловил в моих глазах искорку сомнения. «Успокойся, будешь держать язык за зубами, все будет хорошо». «Хорошо это сколько серебром?» Адашев засмеялся. «Ловок, палец в рот не клади, я тебя таким и представлял. Тебя случайно не атаманом кличут. Из донесения Ливенского сегодня опять перечел». Я откивнул. «Да ты герой просто. А велика ли у тебя ваташка? Кроме меня трое еще». «Да, да, в донесении так и написано». Я понял, что он меня проверяет. Тоже НКВД нашелся. Может ты хитер? Да я из двадцать первого века. Знаем, проходили. Такие уловки хороши для недалекого и необразованного, коим я себя не относил. Ладно, что-то решил для себя Адашев. Есть такой князь, Владимир Старицкий, его подворье на стрелке Москвы-реки и Яузы. Дальний родственник государя нашего, пусть будут долгими его годы. Так вот, есть подозрение, что оснашается сей князь с ливонцами. Ты грамотен ли? Я кивнул. Смотри-ка, удивился Адашев. Так вот, в путевом дворце князя, что по Смоленской дороге, думается, мне, пергаменты важные от ливонцев должны быть. Я не выдержал, перебил. Коли пергаменты важные, здесь, в Москве их хранить будет. Адашев внимательно на меня посмотрел. Еще и умен, похвально. Так вот, документов этих московских хоромах нет, за это ручаюсь. Возьмешься ли за это дело? Попробовать могу, но, коли грамот всех в путевом дворце нет, не в защите. Адашев кивнул. Завтра выезжай, князь будет в Москве еще несколько дней. Время есть, но немного. Как вернешься, сразу ко мне. А пока прощай. Выполнить поручение опасно. Наверняка в путевом дворце сильная охрана. Если схватят, повесят без суда, как Татя. А если и не повесят, князю передадут. Известное дело не вино пить, в руки ката, чтобы пытками выведать, зачем полез во дворец. Пренебречь поручением Адашева чревато, ведь я уже знаю о тайных дворцовых делах, пусть и самую малость. Найдут потом мое тело в Москве-реке, если вообще найдут. И на кой черт меня понесло к дьяку? Любопытство подвело, наверное. Пока шел к дому, раздумывал, что делать и как поступить. В конце концов, решил взять своих ребят, съездить на место, разузнать, разведать, может, что и сладится. Решив так, я успокоился и повеселел. По пути зашел домой к Алексею, попросил его предупредить Кирилла и Сергея. Завтра с утра в путь, при оружии. Поскольку коней у нас не было, зашел на торг, нанял возчика с санями. Выехали с утра. Ехать было недалеко, верст десять. Сытой лошадка бодро тянула сани. Чтобы размяться, периодически спрыгивали с саней и бежали сзади. В деревушке Марфина оставили сани с возчиком, сами пошли пешком. Полчаса ходьбы всего до путевого дворца. Из-за пригорка показалось высокое, в два поверха, деревянное здание, окруженное высоким забором. По обе стороны дворца, уже вне территории, теснились небольшие избы крестьян. Мы сошлись с дороги, углубились в лес, идя след вслед. Выйдя на опушку, укрылись за деревом и стали разглядывать дворец. Поскольку хозяина не было, челядь лениво передвигалась по двору. С пригорка двор проглядывался великолепно. Я высматривал, нет ли где слабых мест, возможности проникнуть в здание и пока не находил. Даже обнаружил неприятную для себя вещь. Собак. Если человек ночью может и не увидеть, то собака обязательно учует, поднимет тревогу. Я в задумчивости теребил бородку, ничего разумного в голову не приходило. Хлопцы мои стояли рядом, тоже разглядывая дворец. Атаман, на кой лят нам эти хоромы? Мы их что, штурмом брать должны? Нет, наоборот, мне надо по-тихому в дом попасть. Ты не как татям стать решил? Тогда мы тебе не помощники. Нет, ребята, воровать я ничего не собираюсь, можете мне верить. Разве я давал повод усомниться в этом? Мне надо бумаги посмотреть, только и всего. Велико дело бумаги посмотреть. Возьми на торгу и смотри сколько угодно. Так, дело не обсуждать. Коля не нравится, я никого не держу, сам справлюсь. Только думал я, мы боевые побратимы, а на поверку оказалась шелуха. Сзади обиженно засопели. После некоторого молчания кто-то тронул за плечо. Слышь, атаман, извини, не подумавши, сказали, говори, что делать. Сказал бы, да и сам пока не знаю. Голос подал Кирилл. Давай мы у ворот драку понарошку устроим, отвлечем внимание, ты проскочишь. Днем я вряд ли незамеченным пройду, а если драку ночью устраивать, очень подозрительно будет. Постепенно в голове сформировалась мысль. Так вот что, парни, надо найти земляное масло. Помните, как в ливнах? Устроим пожар. Парни переглянулись. Пожар был самым страшным бедствием городов. Деревянные постройки горели жарким пламенем, а поскольку дома в городе стояли плотно, в скором времени пожаром оказывалась охвачена вся улица, и часто выгорала значительная часть города. Нет, дом и деревни жечь не будем, подожжем забор, все холопы кинутся тушить, в суматохе я и проскочу, тем более в переполохе на лай собак никто внимания не обратит. Ну, коли так, облегченно вздохнули хлопцы. Полдня ушло на поиски по окрестным селениям земляного масла. Нашли небольшую корчашку, должно хватить. Снова вышли на опушку. Дворец погружался в темноту, электричества не было, телевизоров тоже. Стемнело, все ложились спать, чего попусту лучины или светильники жечь, но и вставали рано, сразу после восхода солнца. Решили так. Хлопцы обольют забор нефтью в нескольких местах, подожгут и сразу уходят. Когда забор разгорится и возникнет суматоха, я проникну в дом. Сколько я там пробуду и как выберусь, будет видно по обстоятельствам, поэтому, чтобы не привлекать внимание, хлопцы уходят в соседнюю деревню, где остались сани, и сидят в теплой избе, ожидая меня. С собой я брал только нож и масляный светильник. Сабли и топор мне только будут помехой. Наступила ночь, и изредка побрехивали собаки в деревне. Темно, лишь взошедшая луна скупо освещала местность. Пора. Парни перекрестились, хором пожелали мне удачи и ушли. Я стоял на опушке, глядел на темные дома, но так и не смог увидеть хлопцев. Неожиданно в нескольких местах появилось пламя, забор загорелся. Какое-то время было тихо, затем в доме захлопали двери, раздались крики. Пора и мне на выход. Я вышел на дорогу, навстречу мне бесшумными тенями поднимались мои товарищи. Я скинул им на руки свою шубу, уж больно тяжела, да и движение сковывает. И налегке, только в кафтане, пошел к дому. Пожар пока никто не тушил, по двору лишь бестолково метались люди, а уж от женских криков и визгов происшествие казалось вселенской катастрофой. Я обежал забор, зашел сбоку. Никого. Просочился сквозь высокий тын, оказавшись во дворе. Мама родная, по двору метались полуодетые холопы, то хватаясь за ведра, то крича «Багры давайте!» Полное Броновское движение. Организатора не нашлось. Да мне это и на руку. Бочком, укрываясь от лишних взглядов, подошел к бревенчатой стене, вжался и оказался во внутренних покоях. В доме было пустынно, все были на улице. Почти бегом пробежал по коридору, распахивая двери. Людская, спальня, кухня, кладовая, не то. По лестнице метнулся на второй этаж, снова открываю двери. Гостиная, трапезная, спальня, не то. Оп! Закрытая дверь. Посмотрим. Я сунул голову сквозь стену. Кабинет. Мне туда. Прошел. От горящего забора через слюдяные оконца проникало достаточно света, чтобы сориентироваться. Почти в центре большой комнаты стоял стол. Слева от него, у стены, нечто вроде бюро. Мне туда. Подошел, открыл крышку, пергаменты, стопка чистой бумаги, чернильницы, перья, песочницы для осушения написанного. Никаких документов нет. Сбоку ящички. Дернул один другой. Закрыто. И что занятно? Нигде ни замочков, ни скважины для ключа. Не иначе хитрый запорчик где-то есть. Я пошарил по боковым стенкам. Пусто. Запустил руку вниз. А это что такое? Небольшой деревянный выступ. Повернул. Не удается. Нажал. Внутри что-то щелкнуло. И обе дверцы приоткрылись. Секрет Полишинеля. Это уже интересно. Бумаги и пергаменты с записями. На некоторых видны следы сломанных сургучных печатей. Ну-ка, ну-ка, посмотрим. Я вытащил бумаги из верхнего отделения. Подошел к окну. Пожары и суматоха продолжались. Так, подушная перепись крестьян, дарственная от государя на землю, заклотная, вексель, расписка дворянина Ильина. Ничего интересного. Сложив бумаги в прежнем порядке, начал просматривать документы второго отделения. Здесь поинтереснее. Письмо от датского конунга, принца саксонского и прочее, прочее, прочее. Стоп! В тексте какой-то бумаги упоминается Ливония. Времени разбираться в записях при неверном свете пожара просто не было. Я сунул бумагу за пазуху, скрутив ее трубочкой. Остальные бумаги снова вернул на прежнее место. Прикрыл дверцы. Еле слышно щелкнули пружины потайного замка. Оглядел бюро. Вроде все в порядке. Ничто не привлекает внимания. Я усмехнулся. Хорошо, что в средние века не знали о дактилоскопии. Высунул голову в коридор. Пусто. Вышел из комнаты. Теперь так же уйти совсем было бы хорошо. Спустился на первый этаж. Добротная лестница. Ни одна ступенька даже не скрипнула. Постоял минутку, вспоминая, откуда вошел в дом. Не хватало выйти через стену при публике. Надо поторапливаться. Пожар уже угасал. Лишь в углу еще полыхало. Но холопы под чьим-то руководством шустро таскали воду из колодца и плескали на огонь. Нефть тем и хороша, что водой ее не очень-то потушишь. Сориентировался и прошел через стену, выйдя почти в прежнем месте. Несколько быстрых шагов, и я почти у забора. Оглянулся. Ко мне несся огромный пес. Лохматый, с зелеными горящими глазами. Я рванул сквозь стену и через мгновение услышал, даже больше, почувствовал, как зверюга ударил лапами в забор и разочарованно взвыл. Ух, пронесло. Вдоль забора тихонечко вышел в проулок, обошел дом и по дороге стал подниматься на пригорок. С каждым метром пройденного пути крики становились глуше, но я стал мерзнуть. Ночью мороз усидился, а на мне был тонкий суконный кафтан. Я ускорил шаг, потом побежал, стало теплее. Вот и деревня, где мы останавливались. Черт, в темноте все дома одинаковые. Не заходить же в каждый дом, будя хозяев. От одного из темных заборов отделилась тень, я схватился за нож. Атаман, ты? Я перевел дух. Я. Молодцы, парни, подстраховали. Зашли в теплую избу. Хорошо. Я уселся на лавку. В тепле, да после испытанного напряжения, нахлынула какая-то опустошенность. Иди, атаман, ложись, я посторожу. Голос Сергея. Молодцы, уже и выучка сказывается, как в боевом походе. Не все спать завалились, часового поставили. А то бегал бы я по деревне, замерзая дурак дураком. Утром довольно рано на голодное брюхо выехали. Надо было убираться скорее. Вдруг кому-то умному придет в голову, что пожар не случайен. В первую очередь начнут выяснять, были ли в соседних деревнях незнакомцы. Быстро, за полдня, добрались до Москвы. Я расплатился с возчиком и расстался со своей командой. Прямиком, не заходя домой, направился в Кремль, к Адашеву. Тот же дьячок проводил в прежнюю комнату. Торопливо вошел Адашев. Я молча протянул свернутую бумагу. Это единственная вещь, где упоминается... Адашев меня прервал. Тихо! И у стен бывают уши. Он развернул бумагу, быстро пробежал глазами. Нет, это не то. Других бумаг не было? Нет, были закладные, подушевая перепись и прочее. Верю. А пожар зачем было устраивать? Без переполоха было не проникнуть. Тем более все осталось на своих местах. Никто из холопов меня не видел. Никто не ранен и не убит. А пожары... Ну что ж, случаются. Адашев улыбнулся. Хорошо. Мы никак не могли проникнуть в дом. Ты первый. Это о многом говорит. Ты не только дерзок, но и умен. Похвально. Адашев достал из-за пояса мешочек с серебром, бросил мне. Я взвесил на ладони, ухмыльнулся. Нас ведь четверо было. В конце концов, я решил придерживаться личины дерзкого, Дерзкого, наглого и любящего деньги. Адашев оценивающе поглядел на меня. Лошадей надо купить. Еще кое-чего, как я думаю. Это ведь не последнее поручение. Алексей молча достал еще один мешочек, Ловко бросил мне в руки, повернулся и вышел. Я пожал плечами. Не поймешь, доволен или нет. Но какое мое дело? Поручение я выполнил. По дороге домой зашел к Сергею. Как раз было по пути из Кремля. Предупредил, чтобы все ребята с утра были у меня. Шел домой и думал. Вот что было интересно. Адашев знал о пожаре. Не я ему сказал. В дороге нас никто не обгонял. Из деревни выезжали без посторонних. Люди, на конях или пешком, стали встречаться значительно дальше от деревни. Стало быть, все-таки кто-то за нами следил и доложил, как обстояло дело. Очень впечатляет. Интересно, Алексей Адашев случайно проговорился о пожаре? Или намеренно, выказав тем самым, что мне не доверяли и следили за исполнением? Или все это не более чем проверка? А умен, чертовски умен. По повадкам и делам, прямо выпускник школы ФСБ или ЦРУ. Надо держать с ним ухо востро. Выглядит он простовато, но голова соображает. Да по-иному быть и не может. Простолюдин, не князь. А вот поди ж ты, советник царя. Наверное, его голову не я один оценил. Придя домой, расцеловал Дарью, спросил. Есть ли что покушать? С утра в арту маковой рассинки не было. Дарья начала метаться по кухне, накрывая стол. Я выложил мешочек серебра. Дарья вопросительно на меня взглянула. Я кивнул. Она развязала мешочек. Оттуда серебристым ручейком потекли монеты. Свежочеканенные, еще блестящие, не затертые множеством рук. Дарья ахнула. Юрий, ты никак ограбил кого-то? И испуганно прижала ладонь к рту. Тьфу на тебя. Разве я похож на Тати? За работу. Поручение одного видного человека исполнял. А, тогда хорошо. А что мы с деньгами делать будем? Думаю, в дело вложить надо. В какое? Обдумаем. Хватит деньги в хлеб на вино вкладывать. Нельзя все яйца класть в одну корзину. Дарья подошла. Прижалась теплым боком. Любый, а ты уже придумал? Под одеждой моей ощутила плотный бугор. А это что? Еще мешочек. Но это для моих ребят и на дело. Лошадей покупать надо. Не пешком же по делам бегать. И то правда. Делай, как знаешь. Ты у меня хозяйственный. Во как. Я уже у нее. Ладно. Не стоит цепляться к словам. Я и вправду у нее. В доме, в делах. Сплю с ней. Нравится она мне. Возвращаюсь ровно к себе домой. Ну, чем мне жена? С утра, едва встать успел, вся моя тройка в сборе уже стучала в ворота. Пошли на торг. Я лично в лошадях ничего не понимал. Зато мои орлы словно родились в седле. Лошадей знали. Покупали сознанием. Осматривали копыта. Смотрели зубы. До хрипоты спорили с продавцами о цене. Все-таки купили себе по коню, кому какой понравился. И сообща, выбрали мне. После настала очередь седел, упряжи и много чего еще. Сумок через седельных, попон. Мешочек мой после покупок изрядно похудел. Но треть осталась. Мы вернулись ко мне домой. Завели лошадей во двор. У Сергея во дворе была пустая конюшня. И поэтому решили всех лошадей ставить у него. Возражение мое решение ни у кого не вызвало. Пока суть до дела, Дарья накрыла в трапезный стол. Богатый стол. Не царский и не княжи, конечно. Но боярину не было бы стыдно. После первой рюмки и закуски я вытащил мешочек и разделил монеты на три равных кучки. Мужики мои изумились. За поход с Моша, после Ливен, и то меньше получилось. А тут за два дня куча монет. Сразу же стали обсуждать, кто куда деньги потратит. В общем, вечер провели неплохо. Когда парни ушли, уводя за собой лошадей, я еле добрался до постели. Утром проснулся поздно, голова была тяжелой и во рту сушило. Рядом с кроватью на лавке обнаружил кружку с рассолом. Молодец, Дарья. Знает, что мужику с похмелья надо. С удовольствием, морщись от головной боли, выпил холодный рассол. Полежал, в голове прояснилось. Пока никто не мешал и не было дел, стал обдумывать, во что же вложить деньги. Еще изучая в институте политэкономию и прочей науки, понял, что деньги должны работать, а не лежать в доме, в чулке. Какое дело здесь может быть самым прибыльным? Банк? Так их еще нет на Руси. Торговля? Уже ближе к истине. Отправиться с караваном или на судне в чужие страны? Прибыль велика, но и риск соразмерно велик. Скупать недвижимость? Это не 21 век. Первый же пожар в деревянной Москве и плакали все денежки. Вот что. Надо дать деньги в рост купцам под расписку. Какие-то проценты будут. Решив так, встал, оделся, спустился вниз. Дарья хлопотала на кухне. Там вкусно пахло. Я чмокнул ее в пухлые губки. Даша, ты купцов знаешь? А чего тебе надобно? Мне бы кого покрупнее, поразворотливей. Морозов есть, мехами торгует, Тишин лесом, еще Демидов. О, Демидов! Где его найти? Где живет, не знаю. Его лавки на торгу. Можно у приказчиков узнать. Спасибо, милая, я на торг. Ты бы хоть поел. Но я уже накидывал шубу и шапку. Надо ковать железо, пока горячо. На торгу нашел приказчиков, узнал, где живет купец, основатель известной в дальнейшем на Руси фамилии и отправился к нему. Не просто дался разговор с купцом. Больно был недоверчив. Но в результате я отдал серебро, взамен получив долговую расписку под 20% на полгода. По моим меркам, неплохо. Дома показал Дарьи расписку. Даша сначала не оценила мою предприимчивость, но когда я подсчитал будущую прибыль, заулыбалась. Шустро накрыла на стол, есть уже хотелось. Время обеденное, а у меня с утра ни крошки во рту, кроме рассола. После вчерашнего застолья еще много чего осталось. Наелся от пуза. От выпивки с отвращением отказался. Даже при одной мысли о ней тошнило. Глава пятая. В домашних хлопотах пролетела неделя. С помощью моих друзей, которые умели сидеть в сетле и обращаться с лошадьми, я научился ездить на лошади. Кобыла мне попала спокойная. Такую я и просил при покупке. Но и с ней обращаться на первых порах для меня было непривычно. Седло немилосердно било снизу. Бедра растирало. После первого дня активных занятий я даже идти толком домой еле смог. Но я был из упрямых. Все могут. И я должен научиться. После замечаний советов получаться стало лучше. И через неделю ежедневных занятий я уже мог сносно держаться в сетле. Размеренный ход жизни был прерван утром. В ворота сильно заскучали. Кого это там принесло? Подумал я, торопясь к калитке. На улице стоял стрелец в синем кафтане. Котлов ты будешь? Я. Один важный господин именем Алексей видеть тебя хочет. Хорошо. Я по-скорому оделся подобающе и направился в Кремль. Мне показалось, что жизнь здесь не замирает ни днем, ни ночью. Утро раннее, а народ служивый так и шастает туда-сюда. Прошли знакомым путем. Но встретил меня не Слушка, а сам Адашев. Либо дело очень секретное, либо срочное, решил я. Поздоровались. «Коня осваиваешь?» спросил Адашев, желая показать осведомленность. «Уже освоил. Вот и чудненько вижу. Деньги мои даром не пропали. Тратишь с умом. Дело к тебе есть. Да и ваташка понадобится». Я молчал, ожидая продолжения. Адашев мерил шагами небольшую комнату. «Дело срочное и тайное. Поклянись, что письмо, которое я тебе вручу, не попадет в чужие руки. Лучше сожги. Разорви в клочья. Съешь. Но ни в коем случае оно не должно попасть в чужие руки. Доставить государевыми слугами не могу, потому как дело уж очень...» Адашев замолчал, подыскивая слово. «Щепетильное. Ты знаешь значение этого слова?» Я кивнул. «Вот и хорошо. Вот тебе подорожное, чтобы на проебежье пропустили свободно. Вот само письмо». Адашев вручил две бумаги. Одна из них была запечатана восковой печатью с узорным рисунком. Подробно объяснил адрес. Ехать предстояло в Полоцк. А это уже княжество литовское. Не наша земля. На прощание дьяк вручил мешочек серебра на дорожные расходы. «Котлов. Все, что угодно. Но письмо не должно попасть в чужие руки». «Да понял я, понял». Я откланялся и ушел. Парни мои были уже в сборе. Думали заняться верховой ездой, как и в предыдущие дни. Я их огорошил, что надо выезжать. Сбор через час. С оружием. Здесь же. Парни мгновенно исчезли. Времени было в обрез. Сам я тоже направился домой. Поцеловав Дарью, объявил, что срочно уезжаю. Дальше без лишних слов кинул собирать тормозок со снетью. Из оружия я решил взять арбалет и саблю. Топор уж больно тяжел. Да и не на битву еду. Через четверть часа был готов. Присел на дорожку, обнял Дарью, перекрестился и вышел. Парни уже были в сборе. Кони оседланы. Скачив на коней, выехали за ворота. Мороз стоял не сильный. Ехать было в удовольствие. Но, когда мы выехали на Смоленскую дорогу, перешли на рысь. Гнали с небольшими остановками весь день. Лишь уже в потемках остановились на постоялом дворе. Кони устало поводили боками, от их шкур валил пар. Наказали прислуги поводить лошадей и накрыть их попонами. Мы же, поужинав, завалились спать. Так, без происшествий, добрались до Полоцка за восемь дней утомительной скачки. Когда показались могучие стены Полоцкой крепости, кони уже могли только идти. На голоб не было сил. Да и я с трудом держался в сетле. Пятой точки уже не чувствовал совсем. Стража в воротах посмотрела внимательно, но останавливать не стала. Въехали, и я удивился толщине крепостных стен. Метра четыре, не меньше. Серьезное сооружение. Сделано на века. Так, парни, сначала ищем постоялый двор. Кони от усталости упадут скоро. Перекусим и займемся делом, ради которого прибыли сюда. Квартала через два попался постоялый двор. Определили коней в конюшню, сняли комнату. Я с Сергеем решил сходить к адресату. Кирилл с Алексеем должны были ждать. Выйдя на улицу, расспросил прохожих, где находится нужный нам трактир. Неспеша направились по адресу. Мы сами устали от гонки не меньше, чем лошади. Я периодически поглядывал по сторонам, а, сворачивая на перекрестках, оборачивался назад. Интересно, послал ли Адашев за нами шпиона или решил дать нам свободу действий? Вроде никого подозрительного, по крайней мере, примелькавшихся лиц я не увидел. А Сергей шел спокойно, даже спросил, чего ты крутишься? Алло, видел интересное, что? Пришлось соврать. Я в Полоцке в первый раз поглядеть хочу. Чего на него глядеть? Дома, а не дома и есть. От них бревенчатые. В Москве получше. До трактира не дошли метров сто. Меня остановил Сергей. Стой, атаман, гляди-ка. Я остановился. Что случилось? Сам посмотри, дружинники литовские у трактира в кольчугах и при оружии. И что с того? Может, выпить зашли? На любителей выпить не похожи. В трактир в кольчугах не ходят. Неладно что-то. Надо понаблюдать. Все-то ей чужая страна, хоть и говорят здесь по-русски. Не хватало только влипнуть. Мы остановились на углу, за деревом. Не бог весть, какое укрытие, но лучшего не было. Терпение наше было вознаграждено. Из дома вывели мужика в рубашке и штанах, избитого со связанными руками. Окружив охраной, погнали вдоль улицы. Ты не к нему ушел? Не знаю, Сергей, я его никогда не видел. Мы пошли за дружинниками, держась на почтительном расстоянии. Шли недолго. Дружинники завели мужика внутрь каменного здания. Тюрьма, сказал Сергей. Почему ты так решил? А решетки на окнах видишь? Да, недосмотрел похоже. И в самом деле тюрьма. Поруб по местному. Так, что же делать? Адашев ничего не говорил о таком варианте событий. Наверное, знал бы, не послал письмо. Стало быть, произошедшее было для Дьяка тоже неожиданным. Надо что-то решать. Сергей, остаешься здесь. Мужика запомнил, которого арестовали? Запомнил. Если из поруба куда-нибудь поведут, проследи. Я на постоялый двор к ребятам. Надо подготовиться. К вечеру, если ничего не произойдет, я тебя сменю. Быстрым шагом я направился на постоялый двор. Вот что, други, ситуация изменилась. Берите деньги, я протянул горсть серебра. Идите на торг, покупайте лошадь, сбрую и седло. Как только вернется Сергей, выезжайте из города, забирайте всех лошадей и вещи, ждите в лесу. Мне придется вывезти из поруба человека. Наша задача доставить его в Москву. Оставаться на постоялом дворе до утра нельзя, побег обнаружат стражники, закроют ворота, выйти не удастся. Я, может быть, выйду не с ним, как получится. Если он будет один, скажет условное слово котел, вы узнаете, что он от меня. Кирилл и Сергей, пусть вместе с освобожденным, не теряя времени, скачут на великие луки. Это уже Россия. Встретимся на торгу. Алеша, пусть с моей лошадью, ждет вместе с вами. Ждать сутки. Если я не появлюсь, тоже отправляться в великие луки. Атаман, ты что задумал? Почему один на дело идешь? Может, и мы чем поможем? Лучшая помощь, парни, доставить человека в Москву. Куда в Москве, то он ведает. Попробую выкрутиться, не впервой. Лишние люди только помехой будут. Я порылся в сумки, нашел обе бомбочки, что я еще сливен в Москву привез, да с собой в полоск взял. Саблю отдал парням, так же, как и сумку. Лишнее сейчас только обуза. Я попрыгал на месте, ничего не бренчало, не шумело. Все, некогда. Вам на торг, мне к тюрьме. С Богом. Вопросы есть? Нет, все понятно. Мы разошлись. Сергея я застал на прежнем месте. Мужик должен быть там, дружинники ушли. Коротко четко доложил боец. Хорошо, отправляйся на постоялый двор. Ребята должны коня купить. Указания им я уже дал. Выезжайте за город на дорогу к Великим Лукам. Ждите меня с мужиком или одного мужика. Как получится. Ты что, в одиночку его из поруба освободить хочешь? Изумился Сергей. Да, именно. Может быть, я пособлю. Сергей, исполнять, что я сказал. Сергей обиженно хмыкнул и ушел. Ждать темноты пришлось долго, но я был терпелив. Пожалуй, пора. Улицы почти опустили, редкие окна, не закрытые ставнями, бросали скупые полоски света от светильников. Я подошел к тюрьме, огляделся. Никого. Вжался в стену и оказался внутри, в пустой камере. Ух, повезло. Сунул голову через внутреннюю стену. В полутемной камере было несколько человек, скупо освещаемых светильником над дверью. Мужика здесь нет. Рубашка у него приметная, красная. Перешел к другой стене. Снова сунул голову через стену. Здесь горело два факела и было светлее. В углу догорали огни в жаровне. Стоял стол, какие-то бревенчатые козлы. Что-то на камеру не очень похоже. И запах, запах горелого мяса. В комнате никого не было. Я уже собирался пройти дальше, как услышал стон. Уже интересно. Прошел сквозь стену. За столом, который мешал мне все сразу увидеть, лежал на полу мужик. Руки и ноги были привязаны веревками к оббитым в пол железным штырям. Можно сказать, распят. Лицо походило на отбивную котлету. Так вот, что это за комната? Камера пыток. До меня только сейчас дошло. И железяки, клещи, цепи, и еще что-то непонятное, что лежит в углу. Инструменты палача. Мужик, ты живой? Узник приоткрыл один глаз, второй сильно заплыл и не открывался. Ты из трактира? Мужик не ответил, сплюнул только кровавой слюной. Ладно, терять мне нечего, времени мало. Я из Москвы, от Алексея, фамилию сам вспомнишь. Ты как, идти сможешь? Мужик отвернулся. Так, не верит. Смотри сюда. Я достал предназначенную ему бумагу, показал восковую печать. Узнаешь печать? В глазах мужика блеснула надежда. Смогу. Что смогу? Идти смогу, ежели недалеко. Вот и ладненько. Из-за чего тебя повязали и чего хотят? Знам и чего. Сдал меня один из местных, стервец. Пытали, да я ничего не сказал. Это пока. Вернуться завтра все узнают. Коли палач толковый, это вопрос времени. Как звать тебя? Иван. О, хорошее имя. И главное редкое. Я достал нож и разрезал веревки. Мужик сел, стал растирать ноги и руки. А как мы уйдем? То моя забота. Ты только будь готов идти. Не смогу я тебя тащить. Здоров ты уж больно. Ты еще и хвост, ежели появится, обрубать надо. Нельзя мне назад в трактир. А в трактир и не пойдем. Тебе вообще в городе оставаться нельзя. Мои люди на опушке, по дороге на великие луки ждут. Если без меня доберешься, скажешь им слово заветное, котел. Лошади сопровождающие уже там. Мужик помрачнел. Не выпустят нас из города. На ночь ворота всегда закрывают, а утром меня уже хватится и никого без досмотра не выпустят. Не переживай, ночью уйдем и не через ворота. Ты лучше скажи, стражники где? От входа вторая дверь, а правую руку. А вход где? Иван выпучил глаза. Ты же через вход вошел? Или тут потайной выход есть? Болтаешь много. Руки ноги растирай, я скоро. Подошел к двери. Стол удачно закрывал меня от Ивана. Высунул голову в коридор. Никого. Вышел весь. Знать бы еще, в какую сторону выход, там и комната надзирателей. Осторожно сделал несколько шагов, впереди виднелся поворот. Выглянул из-за угла, метрах в пяти от меня на стене горел факел. Прислушался. Вроде голоса впереди. Прошел вперед, голоса стали слышны отчетливо. Прижимаясь к стене подошел поближе. За открытой дверью у стола с кувшинами пива или вина и нехитрой снетью сидели пятеро тюремщиков. В углу стояли сабли и, удивительное дело, мушкет. Связки ключей лежали на столе. Диспозиция ясна. Сабли или ружья у меня нет. Придется кидать бомбочку. Шумновато получится, но в данной ситуации другого варианта нет. Возможно, будь у меня побольше времени на подготовку, я бы придумал что-либо другое. Подойдя к факелу, зажег фитиль и в три прыжка подлетел к двери. Чего теперь скрываться? Бросил бомбу и захлопнул за собой дверь. Испугаться или как-то среагировать времени у тюремщиков не было. Едва я успел прикрыть дверь, как тюрьму сотряс взрыв. Хорошо, что дверь была сделана основательно, от нее полетели щепки, но сама она устояла. Я выбил ногой остатки двери. Разбросанные тела тюремщиков лежали в живописных позах. С первого взгляда было ясно, живых нет. Комната была полна едкого порохового дыма. Я сгреб со стола все связки с ключами. Тяжеловато. Из угла прихватил саблю в ножнах, прицепил к поясу. Помчался к уже знакомой двери пыточной камеры. Сунул один ключ, второй, третий, не подходит. Начал пробовать другую связку. То же самое. Здоровенный навесной замок не поддавался. Время уходило. Я вытащил из ножен саблю, ставил подушку, нажал. Раздался хруст железа, и в руках моих оказался обломок сабли. Но и замок не выдержал, душка сломалась. Я распахнул дверь, Иван стоял рядом. Подхватил его за локоть, и мы поспешили к выходу. У комнаты тюремщиков я схватил в углу другую саблю, посмотрел на Ивана. Нет, руки как чужие, не удержу оружие-то. Я сунул саблю в ножны взамен сломанной. Входная дверь запиралась изнутри на кованый железный ригель. Хорошо смазанный, он открылся легко и бесшумно. К моему удивлению, на улице было тихо. Уходим. Все время везти не может. Как можно быстрее надо убраться из тюрьмы. Иван поспешал за мной как только мог, но сил у него после избиения и пыток было немного. Я пристроился рядом, обнял его левой рукой. чуть быстрее. Никакого плана у меня пока не было. Просто я двигался к городской стене. Там будет видно, как переправить Ивана за стену. Что толку строить планы, когда находишься в незнакомом городе несколько часов и не знаешь улиц, крепостной стены, вообще ничего, ровным счетом ничего. Был бы еще Иван посильнее. Видимо крепкий был мужик, под рубашкой чувствовались мышцы. Однако зябко ему в рубашечке. Даже меня под кафтаном пробирало. Чай не май на дворе. Впереди смутно проступили контуры стены. Стой, послышался голос Ивана. Мы вышли к стене. Немного влево башня будет. Там всегда стража. Надо подальше от них. Нет, Иваня, слаб ты больно. Через стену не перелезешь, а перетянуть на веревке я не смогу. Мои люди недалеко. Сможешь продержаться немного? Смогу. В этом городе я не жилец. Если найдут, утром повесят. Одна надежда на тебя. Как тебя звать величать? Юрий, тогда стой и жди. Живой буду, вернусь за тобой. Прижимаясь к стене, я подобрался поближе к башне. У небольшого костра сидели двое стражников в кольчугах с мечами у пояса. Рядом в снег были воткнуты копья. Из комнаты в башне раздавались голоса Краула. Нет, мне одному всечи их не одолеть. Практика сабельная у меня невелика, а здесь не мальчики сидят, воины. Пошинкуют как капусту. Думай, Юра, думай. Сбоку от башни виднелась деревянная лестница, ведущая на стену. Взобраться бы на нее, да не получится. Лестница перед глазами у стражей. О, наверняка на башне пушка есть. Полоск, крепость серьезная. Сама пушка мне не нужна, но к пушке есть запас пороха. Вот порох-то мне и нужен. Только где его хранят? У пушки вряд ли порох сырости боится. Я отошел подальше от костра и, прижимаясь к домам, обошел башню по кругу, зайдя с левой стороны. Приблизился к стене, вжался и прошел насквозь. Здесь, в помещении, было темно и пыльно. Я чуть не чихнул, зажал нос пальцами. Не хватало себя выдать. Так, надо сориентироваться. За спиной у меня стена, выходящая в город. Надо двигаться правее. Вскоре я уткнулся в стену, просунул голову. Нечто вроде подъезда, лестница наверх. Слышны голоса стражников. Прошел через стену, осторожно поднялся по лестнице на второй этаж. Деревянная дверь на замке. Просунул голову. Ни черта не видно. Прошел в комнату, вытащил кресало, запалил фитилек. Ё-моё, с огнем я поторопился. В комнате полно бочек с порохом, кадушек с картечью, в углу ядра. Попал куда надо. Освещение от фитиля скутное, еле видно в двух шагах. Я закрепил фитилек у двери. Зажигать что-то более существенное просто нельзя, опасно для жизни. Ногой выбил дно у ближайшей бочки, высыпал порох на пол, придвинул сюда еще четыре бочонка. Ножом проковырял в днище каждой бочки изрядные дырки. Теперь надо найти веревку или шнур в качестве замедлителя. Нету. Всю комнату обшарил. Именно обшарил. Руками весь вымазался в пыли и паутине. Ну что же? За неимением гербовой пишут на простой. Я выбрал дальний от бочек с порохом угол, насыпал туда дорожку найденным мушкетным порохом. Теперь надо поджечь и пока огонь поползет, нет, побежит по пороховой дорожке, быстро отсюда сваливать. Я просунул голову сквозь стену. Вот незадача. Дальний угол, куда я провел дорожку, выходил к наружной стороне, а там ров с водой. То есть это была вода, а сейчас все покрыто снегом и льдом. Как бы ноги не сломать, высота метра три-четыре, в темноте и не разберешь. Я поджег от фитилька порох, прошел сквозь стену и упал. Упал удачно, ничего себе не сломав и не вывихнув. Поднявшись, побежал в сторону. Сколько у меня в запасе времени, сказать сложно, но желательно отбежать подальше, и я бежал так быстро, как только мог. Но попробуйте бежать по льду, занесенному снегом. Ноги оскальзывались, я падал, поднимался и вновь бежал. Сверху меня заметили, какой-то чересчур зетивый стражник окликнул. Кто такой? Стоять! И в это время бабахнуло. Сначала башня как бы вспухла изнутри, потом вырвались языки пламени, и раздался сильный взрыв. Полетели доски, камни и еще неизвестно что. Хорошо, что во время взрыва я успел открыть широко рот, а то бы барабанные перепонки порвало, от башни остались отни руины. Не теряя времени, я прошел сквозь крепостную стену, толстая очень. Вышел почти к тому месту, где оставил Ивана. Он лежал на животе, прикрыв голову руками. Мне пришлось его сильно толкнуть, но мой голос он не среагировал. Увидев меня, он пальцем показал на развалины. Ты! Я кивнул, схватил его за руку, и мы побежали к бывшей башне. Надо успеть, пока не очухались воины. Рядом с башней живых уж точно никого не осталось. Но ведь другие башни целы, да и на стене кто-нибудь из стражи мог уцелеть. На развалинах начинался пожар. Горели доски пола, остатки массивных дубовых ворот. Очень некстати. Спотыкаясь о камне, лавируя между огнями, мы все-таки пробрались наружу. Впереди угадывались в потемках контуры дороги. Быстрее, быстрее, Иван, надо уносить ноги. Я почти бежал, держа за руку Ивана. Пер, как буксирный катер с баржей на буксире. А пушка ближе и ближе. Я периодически оглядывался. На фоне пожара были видны маленькие фигуры суетящихся людей. Вовремя проскочили. Главное, погони нет. Капушки подбежали взмыленные, хватая ртом воздух. Ивану было совсем худо. Но искать или ждать не пришлось. Из темноты возникла фигура. Атаман, это ты? Нет, не я. помогай. Видишь, человек совсем без сил после пыток. Алексей взвалил Ивана на спину и мы по дороге направились вглубь от опушки леса. Сзади еще раздавались тревожные крики и были видны отблески пожара. Метров через сто мы увидели смутные контуры лошадей. Наши, выдохнул Леша, с облегчением сварил Ивана на руки подбежавших товарищей. Вчетвером мы усадили Ивана Кирилл снял с себя тулуп и накинул на Ивана, оставшись в кафтане. Все, будем уходить сколько сможем. Переполоха я наделал много. Утром обнаружат побег из тюрьмы. Если найдется кто умный и свяжет побег со взрывом башни, разошлют погоню по всем дорогам. Я стегнул лошадь плеткой. Застоявшееся на морозе животное сходу рвануло голопом. За спиной слышался топот ночь, сделав лишь две короткие остановки. Да и то из-за Ивана. Ему бы сейчас тепло да от лежаться. Я здоровый мужик, но и то после скачки до Полоцка сейчас держался в седле с трудом, стиснул зубы. До того болело седалище. А каково ему после пыток? Пока не въедем на свою землю, надо гнать и гнать. Не ровен час на порубежье литовском остановят? Я ведь не знаю, может голубиные почты есть, или гонец по более короткой дороге нас опередить сможет. Поэтому задача номер один добраться до своих. Там немного и передохнуть можно. Перед рассветом сходу проскочили сонную деревушку. Лошади стали уставать. Хотя мы периодически переходили с Галопа на шаг, они уже были в мыле. Парни, кто дорогу знает? Далеко ли до порубежья? Отозвался Кирилл. Был я в этих краях. Давно только. Помню плохо. По-моему, еще верст двадцать осталось. Да, двадцать это много. Не выдержит кони. Отдых нужен. Остановились в лесу, но рядом с дорогой. Сергей, корми лошадей. Кирилл и Леша к дороге. Взять с собой арбалеты. Будет садник, бить сразу наповал. Некогда разбираться. Кто пешим или на подводе, тех не трогать. Сам я занялся Иваном. Уложил на тулуп, осмотрел, подбинтовал взятый прозапас холстиной, на сломанные пальцы левой руки наложил фиксацию, примотал кору веток, хотя бы не так больно ему будет. Иван вообще держался молодцом. Еще не знаю, как на его месте выдержал бы я сам. Перекусили замерзшим хлебом, с трудом отгрызая куски. Приготовить ничего было нельзя, костер и дым видны издалека, нам пока хорониться надо. Часа два мы и лошади передохнули, и гонка продолжилась. Расцвело, но дорога была пустынной. Это хорошо, если будет погоня, нет свидетелей, никто не ответит, сколько нас и в каком направлении мы двигаемся. Снова вскочили на лошадей, и опять голоп, шаг, рысь, голоп. Вот впереди показалась избенка у дороги. Порубежье, выдохнул Кирилл. Мы перешли с голопа на шаг, чтобы лошади немного успели отдохнуть. И хоть чуть обсох их пот, иначе у порубежников могут возникнуть вопросы. А отчего это русичи так лошадей гонят. Никак натворили чего в княжестве литовском. Но стражники лишь лениво взглянули на подорожную и махнули рукой. Проезжай. Мы с облегчением проехали заставу, миновали небольшой мостачок, и вот она, родная земелька. Была ли погоня, не знаю, но вырвались, считай, уже дома. С трудом добрались до первого русского городишка Невеля. Шатаясь от усталости, завели лошади на конюшню постоялого двора. Сами даже ужинать не стали, повалились прямо в одежде в постели. Тепло. Сон сморил сразу. Утром я проснулся первым. Солнце уже стояло высоко, ярким лучом било вследяное окошко. Надо дать людям и лошадям отдых. Да и Иван не вынесет такой дороги. Решив так, я снова улегся в постель и уснул. Разбудили меня мои бойцы. Атаман, вставай, обед уже, проспали. Ничего не проспали, всем отдых, выезжаем завтра утром. В ответ раздался нестройный восторженный рев мужских глоток. Тогда пойдем кушать, животы уже подвело. Кто бы отказывался подхарчиться? Дружной гурьбой спустились вниз, в трапезную. В зале было немноголюдно. Холопа и немногочисленные гости уставились на Ивана. Лицо заплывшее, в синяках, рубашка порвана и в пятнах крови. Выглядел он живописно. Мы выбрали стол в углу и направились туда. Проходя мимо обедающих купцов, я услышал «Вот это погулял мужик». Да уж, вам такие гуляния и в страшном сне не приснятся. Ну, обедать так обедать. Я заказал жареного на вертеле поросенка, уху и стерляди, растягаяв вина, еле не спеша, зная, что впереди полдня заслуженного отдыха. Когда первый голод был утолен, бойцы дружно уставились на меня. Вы чего? Ждем. Чего? Расскажи, что ты там учудил и как из города вырвались? Как, как? Башню порохом взорвал, вот и все? Атаман, ты силен, мы бы не смогли. Поэтому я атаман, а вы простые бойцы. Кушайте, парни, завтра в дорогу. Поросенка обглодали до костей. Похлебали с удовольствием замечательные ушицы, заедая растягаеми. После такого обеда и вино ты не брало. Так, раскраснелись только. Поднявшись наверх, дружно завалились спать. Кто его знает, когда снова удастся поспать в тепле и поесть горяченького. Утром все проснулись бодрыми. Все бы ничего, до седалища болело. Сколько же можно мучиться. А впереди еще долгая дорога. Я ж зубами заскрипел. Вот приеду в Москву, не сяду больше на коня. День шел за днем. Мы проехали Великие Луки, Нелидова, Оленина, Ржев. Вот уже и Волок Ламский. Ура! Москва рядом! В город выдержали уже вечером, торопились, чтобы не закрылись перед носом городские ворота. Сразу же направились в Кремль. Дичок вызвал Адашева, я вернул ему его письмо и указал на Ивана. Узнаешь? Отек на лице спал, но все лицо было покрыто желтыми, зелеными пятнами синяков. Это за что же вы его так? Да ведь это Иван, адресат Полоцкий. Адашев охнул. Извини, Ваня, не признал сразу. Что случилось? Ну, пусть беседуют. У них разговор долгий, а может быть и тайный. Мне чужие секреты ни к чему. У ворот Кремля меня ждали мои бойцы. Все, парни, расходимся по домам. Отсыпайтесь, отъедайтесь. Ежели денег отсыплют, позову. С радостью встретила меня Дарья. Все-таки двадцать дней не было. Вкусно накормила, мы натопили баню и совместно вымылись. Ну, а когда я впервые за двадцать дней раздетым лег в чистую постель, это что-то. В дороге, на постоялых дворах, спали не раздеваясь. С другой стороны, едем по делу, раздеваться опасно, вдруг случится, что уезжать надо мгновенно, или нападение какое. Впрочем, на постоялых дворах все спали не раздеваясь, сбросив только тулуп и сапоги. И вообще, как я заметил, мужчины здесь взрослели рано. Семнадцатилетний подросток уже мог быть подготовленным воином, мог жениться. К жизни относились всерьез. Все делали основательно, как теперь говорят, на века не осрамиться, чтоб. А к смерти своей, в бою или в походе, относились удивительно просто. Умирать придется всем и один раз, поэтому лучше умереть с оружием в руках и на виду у товарищей, чем немощным стариком в постели. Вот к ранам относились серьезно. Медицина была на нижайшем уровне. Можно сказать, медицины и не было. Любое ранение могло привести и приводило часто к нагноениям, осложнениям в виде гангрены или заражения крови. Трагедии смерти не делал никто. Из десяти родившихся детей до взрослого возраста хорошо, если доживали два-три. Людские потери были велики. Бесконечные набеги татар, литовцев, шведов, поляков и прочих косили людей не меньше, чем часто случающиеся эпидемии чумы, холеры, сибирской язвы. На следующий день в ворота постучал гонец. В Кремль просят. Человека уже знаешь. Да знаю, знаю. Оделся понаряднее и отправился в Кремль. Адашев уже ждал. Мы вместе прошли в маленькую комнатушку, где я бывал уже не раз. Так ты у нас герой. Вчера Иван рассказал, как ты его из полона выручил, да башню в Полоцке разрушил. Я пожал плечами. Получилось так. Поручение ваше выполнял. Что поручение с блеском выполнил, хвалю. Многие жизни спас, не только Ивана. В городе и другие люди есть, что к Ивану Васильевичу голову склонить хотят. Вот их головы ты и спас. Сам понимаешь, в умелых руках палача немногие смолчать смогут. Как я понимаю, неспроста там Иван развернулся, никак быть в войне. Адашев прижал палец к губам. Я этого не говорил, а что сам догадался, хвалю. Только говорить об этом никому нельзя. Нем как рыба. А как у тебя получилось из пороба Ивана вытащить? Я из Ливен две бомбы ручные с порохом привез, вот их и использовал. Тут я немного слукавил. Бомбу я использовал одну. А башню как же? В арсенал залез. Где порох к пушке у них хранился? Поджег и смылся. Башню-то не я развалил. Порох. Ты гляди, какой он еще и скромный. Что-то раньше я этого не замечал. С башней хорошо получилось. Раньше лета они ее восстановить не смогут. На руку нам это. Молодец. Придется тебе при случае государю нашему, Ивану Васильевичу, сказать, что вот, мол, есть у нас герой. Башню в одиночку развалил. Проси, чего хочешь. Знамо чего. Семья у меня. Да еще и бойцов ваташки кормить надо. Известное дело. А Даша вытащил небольшой кожаный мешочек. Подбросил. Я перехватил на лету. Тяжел. Прощавай пока. Жди. Понадобишься. Позову. Не теряйся. Я слегка поклонился и вышел. Любопытство меня одолело. Свернул за угол. Достал мешочек. Развязал тесемки. Ого! Золотые монеты. Здорово! Не как за башню заплатили. Дома поделил монеты на две части. Одну половину решил пустить на дело. Другую кучку разделил на четыре части по числу бойцов ваташки. Когда я свою часть отдал Дарье, та удивленно уставилась на меня. Откуда, Юра? Это же целое состояние. Откуда, откуда? Из Кремля вестимо. Я уж подумала, что ты ограбил кого-то. Тьфу, Дарья! Откуда у тебя в голове такие поганые мысли? Так как же можно? Двадцать днон и такие деньжищи! На следующий день я собрал свою команду, раздал деньги и долго не мог утихомирить восхищенных и обрадованных бойцов. Но ровно малые дети. Когда страсти улеглись, мы отправились на торг. Я закупал ткани. Белую, зеленую, коричневую. Еле притащили домой. Не тяжело, но нести неудобно. Атаман, ты что, решил портным стать? Захихикал Алеша. Нет, портными будете вы все. Лица бойцов вытянулись от удивления. Нет, мы не могем. Это я, впрочем, пошутил. Дарья по моей просьбе присмотрела женщину, которая взялась пошить на всех четверых маскировочные костюмы. Только мерки надо было снять. Когда костюмы были готовы, мы выехали за город. Я попросил бойцов отойти метров на десять и отвернуться. Быстро натянул костюм, лег рядом с кустом, слегка толкнул кустик, и меня немного припорошило снежной пылью. Отвернувшись в сторону, чтобы звук шел вбок, я крикнул, «Ищите меня!» Бойцы со смехом разбрелись по поляне. Чем дольше они меня искали, тем больше падало их настроение. Сначала они бродили по одиночке, весело перекрикиваясь. Затем встали цепью и с серьезными лицами прочесывали поляну вдоль и поперек. Наконец устали, встали рядом со мной. Схитрил атаман, отошел в лес. Найди его, попробуй. Но когда Кирилл чуть не помочился на меня, я не выдержал и встал. Бойцы испуганно отшатнулись. Ну, поняли теперь, зачем нам такие костюмы? Надо же! Ошарашенные бойцы не сразу поверили, что ходили чуть ли не по моим рукам и ногам, но не могли обнаружить. Теперь понятно. Спасибо, атаман, за науку. Слушай, откуда в тебе такая хитрость? Ведь простая вещь – костюм. Но мы не видели и не слышали про такое диво. И дружинники наши тоже. Вот потому я и атаман, а вы – мои бойцы. Бойцы помялись. Затем Сергей спросил. – Скажи, атаман, как тебе удается в тюрьму проникнуть, башню взорвать? Ты не как дьяволу душу продал, и он тебе помогает? Все уставились на меня. Чувствовалось, что ждут ответа. Я вытащил из-под одежды крестик, поцеловал его и перекрестился. Бойцы облегченно вздохнули. Вот и ребята хорошие, но темные они какие-то. Видишь, атаман, никто из нас не видел, чтобы ты в церковь ходил или крестился перед гидой. На постоялых дворах ходишь иногда неопоясанный. Сомнение нас взяло. – Вот черти, со мной уже полгода, а все в каких-то сомнениях. А с другой стороны, мне урок. Внимательнее надо к окружающим приглядываться. Ведь видел же, что молитву перед гидой каждый шепчет да крестится, а не учел. Вечером ко мне заявился Изя вместе с дальним родственником. В этом сомневаться не приходилось. Лица очень похожи, только Изя постарше. – Вот, познакомься, Юра, мой рязанский родич, Шимон. Надо бы уважить человека, он возвращается к себе домой, в Рязань, с очень ценным грузом, с жуковиньями. – Родственник протестующий поднял руку. – Шимон, не спорь с дядей, Юре можно проводить все, я ему веру почти как себе. Он спас мое дело, вернув исполоно меня, и самое главное, уберу к ценности. Не спорь, мой мальчик, жену я, быть может, ему и не доверю, но в остальном на него можно положиться. Ну что же, никаких поручений от Адашева не было, время было скучное, зимнее, можно и размяться. До Рязани рукой подать, верст 200 всего. Я дал согласие, мы договорились о цене, и с утра я уже ждал Шимона вместе со своей командой. Были мы на своих конях, им тоже было полезно пробежаться, застоялись животины в стойлах. Шимон ехал на санях, укрывшись меховой полостью. Там же лежал и его мешочек с каменьями. Видел я тот мешочек, размером с два моих кулака, ничего особенного. Так и ехали. Впереди я с Сергеем, сзади, за санями, Кирилл с Лешей. Поездка протекала спокойно, до Рязани оставалось верст 20. Как вдруг мы услышали впереди тонкий девичий, даже детский, вскрик. Не сговариваясь, мы с Сергеем пришпорили коней. За небольшим пригорком стоял невеликий из четырех саней обоз. Дородный мужчина с окладистой бородой и в коричневом зипуне хлестал кнутом девушку. Девочку даже, в рваных отрепьях. Бедное создание лишь руками закрывало лицо. «Ты по что самоуправство творишь?» Грозно спросил я, подскакав. «А ты кто таков будешь, чтобы мне, Игнату, боярину Рязанскому указывать? Мое дело, как холопку уму-разуму учить. Я вольный человек, именем Юрий, московит. Вот от московитов вся беда. Иди своей дорогой, не встревай». Я уже знал, что барин волен делать со своими холопами все, что захочет. «Отобрать холопы силой нельзя. Пожалуется князю не миновать суда. Но и оставлять как есть совесть не позволяла. Продай мне ее. Сколько дашь? А что хочешь? Две динги серебряных». Я молча достал из поясной колиты две динги, отдал хозяину. Причем сделка совершилась при свидетелях. К моменту ее совершения уже подъехали Саня с Шимоном и Кирилл с Алешей. «Иди!» Игнат подтолкнул кнутом в мою сторону девчонку. Но не удержался, хлестанул на прощание кнутом. «А вот это уже перебор, дядя. Как только сделка совершилась и были отданы деньги, девчонка моя собственность и бить ее могу только я. ты по что собака мое добро портишь?» Я спрыгнул с коня, двинулся к Игнату. От страха тот и кнул. По закону прав я, и он это осознал. Я вырвал кнут из его рук и рукоятью ткнул его в зубы. Причем резко, жестко. Игнат выплюнул на снег вместе с кровью пару зубов. «Ты что? Ты что, вольный человек Юрий? Ну, оплошал я маленько. Так извиняй, ради Бога!» «Ладно, стоило избить мерзавца, но как бы не переборщить. В Рязань едем, а не обратно». Я сломал кнут, взял девчонку под локоть, подвел к саням с Шимоном, усадил. Мы тронулись. Отъехав немного, я осадил коня и поехал рядом с санями. «Как зовут тебя, девочка?» «Варвара!» Еле слышно донеслось в ответ. «Ну и ладно, Варвара так Варвара». К вечеру мы были уже в Рязани. Довели Шимона до его дома, я получил деньги, и мы отправились на ночевку на постоялый двор. Девчонка совсем замерзла в своем рванье. Я подошел к хозяину. «Баня у тебя натоплена?» Днем купец мылся, должно осталось еще теплая вода. Попариться не получится, но обмыться можно. Я отправил девчонку в баню. «Хозяин, не продашь ли одежонку какую на девчонку? Рубашку, платье?» «Хорошо бы и тулупчик нашелся. Серебром плачу». «За серебро как не найдется?» «Не новое, правда, но детское, еще носить и носить». Хозяин окликнул слугу, приказал ему, и вскоре я разглядывал одежонку. Не новое, но добротное, даже обещанное тулупой валенки. Я отсчитал монеты. Зашел в баню, кончиком сабли собрал в предбаннике ее рванье и выкинул за порог. Мне только в шее не хватало. Кликнул Варвару, указал на одежду. «Наденешь вот это, свое рванье не ищи». Выкинул. «Господи, тело худое, ребра торчат, на спине и ногах свежие, багровые и старые, уже пожелтевшие следы от ударов кнутом или палкой. Тебе сколько лет? Пятнадцать. Родители есть?» Варвара отрицательно помотала головой. «Плохо. Были бы родители, завез бы домой и все дела. Что же с ней делать? Варвара правильно поняла мои раздумья. Подбежала, упала на колени. Барин, возьми меня к себе. Не смотри, что я маленькая. Я все по дому делать могу. Коров доить, птицу кормить, белье мыть, на кухне помогать. Ты добрый, я сразу поняла». Вот приобрел себе заботу. Даже и сам не понял, что меня толкнуло. Жалость, что ли? Варя оделась, стала похожа на человека, а не напугала огородная. Мы пошли в трапезную. Мои бойцы уже доедали пшенку с мясом. Еще две миски стояли полные. На середине стола стояло большое блюдо с растягаями и сметана. Я степенно уселся, перекрестился и приступил к еде. Варя начала есть медленно, но затем голод пересилил и ложка застучала часто-часто. Варя, не торопись, теперь у тебя никто ничего не отберет. Я боялся, что после голодухи она переест и получит заворот кишок. После ужина отправились спать. утром встал еще один вопрос. Если я беру Варвару с собой, то на чем ее вести? В душе я уже пожалел, что не отпустил ее в город. Но кому она пойдет? С голоду помрет под забором, ведь зима, придется покупать еще и лошадь. Если нанимать сани до Москвы, выйдет дорого и долго. Делать нечего. Я отправился на торг вместе со своей командой. В лошадях я пока понимал мало. Выбрали лошадку, сторговались, купили сетло и упряжь. Моя часть серебра, вырученная за поездку, растаяла, как утренний туман. Да и черт с ними, с деньгами, еще заработаю. До Москвы добирались неделю, хоть и были налегке. Был конец февраля, солнце днем уже пригревало, и дорога, истоптанная копытами коней, просела. Кое-где снег был перемешан с землей, кони шли тяжело. Еще пару-тройку недель, и дороги станут непроезжими, а реки еще будут подо льдом. Все движение между городами остановится. Въехали в Москву ближе к вечеру. У дома я расстался с командой. Мы с Варварой спрыгнули с лошадей и пошли в дом. Дарья, как увидела Варвару, сплеснула руками. Это еще кто такая? Купил? Зачем нам лишний рот? Надо было. Дарья замолчала. С мужчинами спорить в эти времена было не принято. И хотя я был в этом доме прямаком, Дарья меня слушалась как мужа. Вначале Дарья приняла Варю холодно. В дальнейшем отношении их потеплели. Варя отогрелась, отъелась и целые дни хлопотала, убиралась, мыла, готовила, сняв с Дарья множество хлопот. Мы не перекружали этого воробушка работы, но Варвара, видимо, в благодарность, сама не сидела на месте. Варя была неграмотной и круглой сиротой, но холопство у Игната ее не ожесточило. Была она доброй, работящей и преданной, и в дальнейшем я не пожалел о своем поступке. Снег уже сошел, дороги подсохли. Об Адашеве стало как-то забываться. Но вдруг он сам напомнил о себе. Одним ярким, солнечно-майским днем вызвал к себе. Не засиделся ли дома, Витязь? А что, дело есть? Адашев, как всегда, мерил шагами комнату. Знаю, тебе можно сказать, не проболтаешься. Царь наш, Иван Васильевич, вскоре на Литву пойти хочет. Первым делом Полоцк на меч взять надо. Зело крепость сильная. Обойти ее можно, только мы за спиной оставлять нельзя, неожиданно ударить могут. А отряжать часть войска для осады никаких сил не хватит. Думаю, тебя со товарищей привлечь. Уж больно мне по нраву пришлось, как ты башню Полоцкую порушил. Не возьмешься ли еще воинству русскому помочь? Можно попробовать, коль заплатишь. Я не дружинник, не боярский сын, деревни для кормления не имею, у меня ваташка. Разве я обижал тебя когда, атаман? Тогда по рукам. Когда выходить будем? Как воинство соберется, я извещу. Из Москвы надолго не отлучайся. Только через месяц от Адашева прибыл гонец. Через седмицу выступаем. Радь готова, стоит в Коломенском. Сам Иван Васильевич поход возглавит. Я буду при нем. Поскольку ты со своей ваташкой не приписан в приказ и к дворянству не относишься, столоваться будешь сам. Держи. Адашев протянул мне мешочек с серебром. Можешь идти впереди войска, можешь сзади, твое дело. Когда к Полоцку подойдем, извести, где тебя найти можно. Все понял? Я кивнул. Да поможет тебе Бог. Удачи. Собрав бойцов, я изложил, что выходим вместе с ополчением, столуемся отдельно, идем в знакомое место, на Полоцк. В ответ услышал восторженные голоса. Давно пора Литву приструнить, под Ивана Васильевича Полоцк подмять. Так, бойцы, тихо. Я так думаю, надо идти сбоку от войска, на удаление верст пяти. Это почему? Перед войском опасно. Наверняка Литвины узнают, что рать московская наступает. Заслоны выставят, нам достанется на орехи. Ежели за войском пойдем, голодные будем. Многие тысячи воинов по деревням пройдут. Да мы там и курицу потом не сыщем на обед. В самом войске идти не стоит. Ни ополченцы мы, и ни дружинники. Мой повелитель из Кремля не советовал нам особо светиться перед воинством. Думаю, мы будем исполнять особое поручение. Какие возражения есть? Может, у кого мысли дельные? Так вы сейчас скажите. До похода. У нас в запасе семь днем. Бойцы молчали. Значит, мое предложение принимается. Идем обочь войска. Выходим через семь дней. На конях. Все оружие брать с собой. Не забудьте одежду маскировочную, что мы шили. Неделя пролетела в хлопотах по дому и подготовке к походу. Я успел заказать у кузнеца и сделать десяток ручных бомб. И когда за мной заехали мои бойцы, я вручил каждому по одной, напомнив, как ими пользоваться. Доехали до Коломенского. Можно было и не спрашивать, куда пошло войско. Широкая утоптанная полоса шла на закат. Тысячами ног и копыт земля была утрамбована как камень. На ней не было ни одной травинки, даже кустов. Как бульдозером прошли. По этой полосе мы двигались долго, почти до вечера. Часа за два до заката свернули влево, проехав верст в семь, уткнулись в перекресток и свернули вправо. Теперь мы шли параллельно воинской колонии. Сделали правильно, потому что на следующий день, ближе к обеду, мы догнали колонну и удивились. Не нужно было никакой разведки. Над колонной стоял громадный, высотой метров двести, столб пыли. Даже и не столб, а сплошная пелена. Представляю, каково было дышать в таком строю. Так и двигались, не спеша, приноравливаясь к скорости войска. До Полоцка добирались почти месяц. Встали на берегу западной Двины, ввиду крепости. В сумерках были видны стражники с факелами на стенах. Город притих. Верст за несколько от города все деревни, здесь их называли Веси, были пустынные. Дома стояли, а людей и животных не видно. Всю мягкую рухлядь крестьяне тоже забрали с собой. Оставив бойцов слышать мина о пушке, я пошел искать Адашева. На выходе из леса, уже перед воинским лагерем, дорогу мне преградили двое ополченцев. Куда прешь, Литвин? Не Литвин я, свой русский, мне к дьяку Адашеву. Ополченцы переглянулись. А к царю не надо. Ваше дело служивое, охрану нести, отведите к десятнику. Стражи насупились, но отвели. С десятником состоялся почти аналогичный разговор. В общем, пока пробился к Адашеву, полночи ушло. Встретил меня дьяк в походной палатке, освещенной масляными светильниками. Вот что, Юрий, хорошо, что пришел, искать не пришлось. Пленных взять не смогли, пустая земля, ушли все в крепость. Завтра царь посылать парламентера в крепость хочет. Надо бы и твоей ваташке немного пошевелиться, посмотреть, где, как и что. Сможете? Попробуем. Придя в свой маленький лагерь, я натянул поверх обычной одежды маскировочный костюм, взял из запасов несколько листков бумаги и писал сделанное из угля. Наказав бойцам стоять на месте, чтобы их не пришлось искать, ушел в темноту. Мимо крепости не промахнешься, ее контуры обозначали стражниками с факелами на стенах. Шел в открытую и только метров за пятьдесят, куда уже достали колеблющиеся неверные отцветы от факелов, лег и пополз. Увидеть меня не могли, но я перестраховался. Черт! Я забыл про ров с водой. Окунаться в грязную, застоявшуюся вонючую воду не хотелось, и я пополз к мосту, опустился под него и по сваям, цепляясь за бревна, преодолел ров. Теперь дело должно пойти быстрее. Я прижался к стене и прошел сквозь нее. Чуть не попался, буквально несколько секунд назад прошли войны, в темноте еще поблескивали кольчугами их спины. Я перебежал в небольшое пространство между стеной и домами, стянул с себя маскировочный халат, туго его свернул и пристроил в листве. Внимательно поминая место. Теперь хотя бы внешне я выглядел как обычный горожанин. Только горожане ночью спят, по улицам ходят они стражники. Надо переждать до утра. Я нашел укромный закуток между избой и баней, присел и задремал. Проснулся от лая собаки на соседнем дворе. Пора уходить, уже светало, небо на востоке окрасилось в розовый цвет. Пройдя сквозь забор, вышел на улицу. Неспеша прошелся по городу. С прошлого моего посещения народу изрядно прибавилось. Ну, конечно, съехались все крестьяне с окрестных деревень. Улицы были забиты телегами, мычали и блеили привязанные к телегам животные. На телегах под телегами спали люди. А я втайне опасался, что привлеку внимание. Да здесь полно вновь прибывших, никто никого не знает. Осмелев, прошелся до площади, осмотрелся. Затем направился вдоль крепостных стен, замечая, где стоят пушки, где полно воинов, выискивая слабые места. И пока таких не находил. Голову мою посетила дерзкая мысль. А не посмотреть ли, не послушать, о чем говорит городской воевода? Трудно, особенно если учесть, что я не знаю, где его дом. К тому же одет я по цивильному, а в доме наверняка отни воины. Ладно, была не была, надо попробовать. Остановив первого же прохожего, поинтересовался, где дом воеводы. К моему удивлению, прохожий подробно объяснил. К дому я подошел беспрепятственно, остановившись неподалеку. Надо понаблюдать, опасно сразу вот так, без подготовки. Жалко, карт еще не было. Так, были схематичные наброски, да и то у больших воинских начальников. Вот на море уже были, а на суше как-то не удосужились. Местные воеводы и так достаточно хорошо знали окрестности. У дома и в доме было постоянное движение. Поддержали и подходили воины, выбегали гонцы. Было видно, воевода работал. Конечно, крепость окружена сильным войском, надо продержаться, да за помощью послать. Наконец, мне повезло. К дому воеводы подъехали две телеги, груженные оружием, копья, мечи. Возничьи брали их в охапки и носили в дом. Была не была. Я подошел к телеге, набрал ворох с улиц, это такое короткое метательное копье, и вошел в дом. Стоящий у входа дружинник по коридору прошел к оружейне, свалил с улицы на пол. Неспеша стал ставить в угол, где было некоторое подобие оружейной пирамиды. Оглянулся, никого не было. Прошел по коридору. За одной из дверей слышались мужские голоса, что-то горячо обсуждавшие. Надо послушать. Я подошел к следующей двери, толкнул. Похоже на комнату прислуги, никого нет. Я запер дверь изнутри на засов, подошел поближе к углу, просунул голову сквозь стену. Расчет мой оказался верен. Голова вышла под иконой и оказалась прикрыта рушником. Ничего не видно, зато хорошо слышно. Обсуждался вопрос, как усилить слабые места. Очень интересно. Я навострил уши. Оказывается, у крайней к берегу башни фундамент и стены были в трещинах. После весны грунт пополз с высокого берега. Невидимый мне человек предлагал у башни сделать завал из бревен и телег, чтобы проклятые москали не могли прорваться сходу, а напротив завала выставить несколько пушек, взяв их из арсенала. взять-то можно, только пушкарей у меня нет, все расписаны по башням. На одну пушку один пушкарь, в помощь ему артель горожан, да только толку от них немного, выстрелов боятся. И кого мне на пушке к завалу ставить? Ты воевода, ты и думай. Об обороне голова не только у меня болеть должна, но и у тебя. Ты посадник, Болеслав, с тебя тоже спрос будет, коли выживем. Уж больно войско Иванова велико. Ушел ли гонец к великому князю? Давно уж посланы два гонца разными дорогами. Может послать еще одного на речь посполитую к Жигманту? Должны сами обойтись. У нас в войске Ивановом ценный человек есть, да не на вторых ролях, князь Андрей Курбский. Как помощь нам подойдет, он изнутри поможет. Я так и лез в ноздри. Быстро убрал голову назад и руками зажал нос. Я услышал страшную для русских новость. В стане воинском среди воевод предатель затесался. То, что мне удалось услышать, многого стоит. Не надо больше рисковать, необходимо как можно быстрее сообщить Адашеву. Я подошел к двери, прислушался. Вроде тихо. Открыл засов и вышел в коридор. Когда я выходил из здания, меня остановил дружинник. Твои на телегах давно уехали. Ты чего задержался? Я сказал первое, что пришло в голову. Пожрать искал. Дружинник окинул меня подозрительным взглядом. Ну-ка, пойдем к десятнику. Ага, как же, мне это надо. Я повернулся и сделал шаг назад. Дружинник шагнул за мной. Резко, ребром ладони, я ударил его с полу оборота в кадык. Воин захрипел и осел кулем в прихожей. Я рванул через дверь, но буквально силой заставил себя не бежать, а идти спокойно. На бегущего обратят внимание сразу. Я немного не дошел до поворота, как из дома выскочили двое. Вон он! Они указывали руками на меня. Держи его, шпыня! Я рванул по улице. Надо хотя бы оторваться и где-нибудь спрятаться. Удалось пробежать почти квартал, когда сзади из-за угла вывалилась гомонящая толпа. Ой, худо будет! Я перескочил через небольшой забор, обежал избу, перемахнул еще один забор, вспомнив вдруг армейские навыки, пробежал через двор, сквозь открытую калитку вышел на соседнюю улицу. Быстрым шагом пошел к городской стене. Не тут-то было. Из-за поворота раздались крики и выбежали дружинники. Увидев меня, двое присели на колено и наложили стрелы на тетивы луков. Ёшкин кот! Запросто подстрелит, расстояние невелико. Я стал петлять, чтобы сбить прицел. Одна стрела прошипела рядом, вторая вскользь зацепила ногу. Я мельком глянул. Брючина распорота, сквозь прореху видна царапина. Ерунда! Я добавил ходу. Навстречу из поперечной улицы выбежали ополченцы. Эти, хоть и без кольчуг, но глаза полны решимости. В руках мечи, кистени, у одного с улицы. Как же они, однако, быстро! Я оказался между двух огней. Выбора не было, и я сходу перемахнул через забор. Ко мне из будки рванул здоровенный пес, вцепившись в штанину. Мне удалось вырваться, оставив в пасте пса большой ее клочок. Обежав избу, орлом взлетел на сарайчик. Надо оглядеться. Ага, чуть левее городская стена. Куда и надо пробиваться. Только как? Ворота и заборчик уже тряслись от ударов ополченцев. Взгляд упал на сено, стоявшее копной около бани. Вот. Я прыгнул на сено, скатился вниз на землю. Выхватил из кармана кресала. Один удар, второй. Робки пока огонек жадно взялся за сено, на глазах вспыхивая красным пламенем и пуская вонючий дым. Не успел я отбежать, как вся копна вспыхнула одним факелом. Нет ничего страшнее пожара в осажденном городе. Все постройки, избы, сараи, бани, заборы, все деревянное. Если займется пожар, весь город полыхнет. Страшное дело. А уходить некуда, снаружи московиты. Ворвавшийся во двор народ понял это сразу. Забыв про меня, схватили ведра, бросились к колодцу. Успехов вам, флаг в руки, тушите. Я на одном дыхании проскочил до городской стены, выбирая место между башнями. Там было меньше всего дружинников. Сразу прошел через стену и скатился в ров с водой. Не удержался. Сверху раздались голоса. Кажись, во рву кто-то есть. Смотри, по воде круги идут. Не мог же я сидеть под водой. Нихтиандр все же. Выбрался на землю по другую сторону рва. Быстро-быстро отполз на карачках от рва. Берег был скользким. Встал и рванул к своим. Буквально в сантиметре от головы прошипела стрела. Черт, увлекся. Надо хитрить. От стены недалеко. Подрастерялись от неожиданности защитники. Пока стрелок один и не очень меткий. Но сейчас могут подоспеть и другие. И будет плохо. Я успел промчаться метров сорок, пятьдесят, как спиной буквально почувствовал сейчас пролетит стрела. Плашмя упал на землю. Перед носом с тупым стуком в землю воткнулась стрела, задрожав опереньем. Снова вскочил и побежал, но теперь стал петлять. Несколько раз рядом пролетали стрелы, но ни одна не задела. Когда я отбежал метров на двести, стрелять перестали. Для лука уже далековато, а вот из пушки угостить могут, коли пороха не жалко. Знали бы стражники, какой секрет я узнал, не пожалели бы пороха и на несколько пушек. Я обернулся, погрозил крепости кулаком. Навстречу мне у Дубравы вышли несколько ополченцев. Ты че, Литвин, сдурил? Не Литвин я, свой, русский, из крепости сбег. Видели, как по тебе из луков стреляли? Да охотников у них видно нет, все мимо. Введите Кадашеву. А к царю не надо? Я зубами заскрипел от злости. Стоило рисковать жизнью, добыть важные сведения, чтобы на своей стороне у русских дружинники изгалялись. Введите, куда сказано, государево дело. Дружинники посерьезнели. Коли такое дело, пошли. Выглядел я, конечно, не очень. Грязный, мокрый, меня трясло от пережитого. У палатки Адашева стражники остановились. Старший прошел внутрь, доложил. Меня впустили. У стола стоял Адашев, рядом несколько родовитых бояр. В цветных кафтанах вместо пуговиц самоцветы. На войну собрались попугаи. Увидев меня, Адашев попросил бояра удалиться. Напыщенные царедворцы с презрением меня глядели и вышли. Что случилось? Узнал серьезное? Да. Дальняя башня в трещинах. Грунт весной осел, под пушками не устоит. За башней местная воевода завал из бревен и телег распорядился ставить. Пушки у них в арсенале есть, да пушкарей нет. Это все? Нет. Самое главное, мне удалось подслушать разговор городского посадника и воеводы. Гонца думают послать в речь поспалитую к Сигизмунду. Адашев кивнул, слушался вниманием. И напоследок самое главное и самое страшное. Изменник у нас войске. Именем князь Андрей Курбский. Думаю зреет предательство. Как бы в спину полкам русским ворог не ударил. Лицо Адашева покраснело, он насупился. Все, что ты мне здесь рассказал, занятно. А башни мои люди уже допрежь донесли. А вот что ты бездоказательно чернишь имя княжеское, за это и головой поплатиться можно. Ни в чем предосудительном князь не замечен. Воюет исправно, храбрость великую проявляя. А ты червяк, чернь безротная, хулу на князя возводишь. Вон с глаз моих и больше видеть твое лицо богомерзкое не хочу. Воля твоя, Алексей, ты меня больше не увидишь. Но не для того я жизнью рисковал, чтобы князя очернить. Когда свершится предательство и войско русское разбито будет, вспомни мои слова. Ван заорал Адашев. Я не стал искушать судьбу, попятился задом и вышел из палатки. Надо уносить ноги, передумает Алексей, прикажет в железо заковать, да на дыбу вздернуть. Вмиг исполнит. Я быстро дошел до нашего бивака, застав всех бойцов в сборе. Они подбежали ко мне с радостными лицами, но я их огорчил. Делал вылазку в Полоцк. Мой доклад не понравился, тут я запнулся, чуть не проговорившись про Адашева, моему покровителю. Видеть меня не хочет. Сказал убираться с глаз долой. Бойцы приуныли. Такого исхода вылазки никто не ожидал. Что делать будешь, атаман? Денег нам не дали. Буду возвращаться в Москву, домой, снова купцов охранять. Вы со мной? Бойцы замялись, отошли в сторонку, начали шептаться, подошли ко мне. Не обижайся, атаман. Мы все решили остаться. Здесь рать русская, будет добрая сеча. Полагаем, всем трофеи богатые достанутся, Полоц город большой и богатый. Я усмехнулся. Всего говорить не могу, только предчувствия у меня нехорошие. Не победа воинство русское ждет, а поражение. Все под богом ходим, на все его воля, никому даже тебе не дано знать, как судьба повернется. Тогда желаю оставаться, всем удачи. Я собрал пожитки, оседлал коня, перекинул переметную суму, скачал седло. Бойцы мои, на кого я так надеялся, стояли молча, лишь Сергей помахал на прощание рукой. Была бы честь предложена. Я ехал в одиночестве, на душе было горько. Стань русских предатель, битва будет проиграна. И это я помнил еще по истории. Боевые побратимы не поехали со мной, позарившись на трофеи. Известно ведь, покоренный город отдается воинам на три дня. Горе жителям. Все маломальски ценное отбирается, грузится в их же телеги, запрягаются их же лошади. Кто сопротивляется, убивают нещадно. Почти все поголовные женщины будут изнасилованы, не трогали только старух и маленьких девочек. Участвовать во всем этом? Нет уж, увольте. Так и ехал я неспешно. Обидно было, что не поверили, вышвырнули, как поношенные тапки. Да господь с ней, с обидой. Жалко многих тысяч русских воинов, которые падут из-за предательства. Я помнил из истории, что Курбского тогда не обвинят в предательстве, а лишь заподозрят в связях с князем Владимиром Старицким, запятнавшим себя в посягательствах на царский трон. Курбский открыто изменит Россию и перебежит в княжество Литовское через год, и имя его проклянут потомки. Но все это будет потом. В раздумьях о человеческой неблагодарности и размышлениях о собственной судьбе я добрался до Москвы. Калитку открыла Варвара, обрадовалась, приняла коня и, пока я стаскивал переметную суму, успела сбегать в дом. Дарья вылетела стремглав из кухни и бросилась мне на шею. Вот уж где мне рады, так в доме. Здесь мой тыл, моя крепость. Ну, их всех, Адашева, Курбского, царя Ивана. Правильно говорит пословица. Не в свои сани не садись, на чужой погост приедешь. Дернуло же меня нелегко с Адашевым связаться. Видно, не в добрый час. Все, с этим покончено. Пару дней я отсыпался, откидался домашней снедью. Седалище отдыхало от седла. По дому, как всегда, оказалось полно дел. Через пару недель по Москве поползли нехорошие слухи о сече под Полоцком, о больших потерях русского воинства. Еще через неделю ко мне пришел Сергей. Сел в трапезной, повесил понуро голову. Что случилось, Сережа? Адаман, извини, ты оказался прав. Разбили русскую рать, а товарищи мои, Леша и Кирилл, погибли. Сам их потом на поле боя отыскал и схоронил. Не знаю, как и к семьям идти. Стыдно перед тобой. Мы ведь не поверили, богатые трофеи глаза застили. Ушли бы с тобой, все живы остались. Я кликнул Дарью, она принесла вина, закуски. Мы помянули своих погибших товарищей. Все-таки свекся я с ними, год почти бок о бок провели, да не за столом пиршественным, а сабли в руке. Не ожидал я трагического исхода, не ожидал. Выпили, поговорили о жизни. Решили, коли от меня по своему желанию ушли, пусть Сергей сам к вдовам идет, объясняется. А как дальше будет, жизнь покажет. Придется, видимо, вдвоем все сначала начинать. Определенный опыт и авторитет уже есть. Клиенты найдутся, придется продолжить охрану купчишек и делового люда. Ночью не спалось, вспоминались погибшие товарищи. Уже под утро вдруг решилось. Наказать надо Курбского, причем не откладывая в долгий ящик. И придумал я вот что. Ограбить, экспроприировать ценности, нажитые князем, продажей врагу русских жизней. Князь еще с войском домой идет, дружинники его вместе с ним, в доме слуги, в том числе и оружные найдутся, будет сложно. Но когда вернется князь с многочисленной дружиной, совершить задуманное станет невероятно сложно, а может и невозможно. Поступок может и не очень благовидный, но по сути правильный. Убить его охрана не даст, ежели поймают под топор палача без разговоров попаду, у меня нет никаких документов или свидетелей измены князя. Решив так, я быстро уснул и проснулся лишь к обеду. Перед ночью надо было выспаться и набраться сил. Я приготовил заранее пару толстых кожаных мешков. Сергей решил не вмешивать. Где находится дом князя, я знал, даже проходил как-то мимо. Не поленился, пошел к дому, обошел весь квартал, высматривая удобные пути подхода и отхода. Отход даже важнее, груз тяжелый, бежать с ним не получится. А собственно, зачем с грузом идти? А если припрятать в укромном месте и вывезти потом? Мысль дельная, я даже место нашел неподалеку, между амбарами. Наступил вечер. Я вышел из дома, одетый в темные одежды. Дойдя до дома князя, спокойно прошел сквозь забор и стену дома. Осматривать первый этаж дома не стал, зная, что спальни, кабинеты, хранилища ценностей обычно на втором этаже. Сразу по лестнице поднялся. К моему удивлению, на втором этаже никого из жильцов не было, что, впрочем, и понятно. Князя нет, приближенных дружинников и слуг тоже, вся обслуга внизу. Я спокойно, не торопясь, проходил сквозь стены. Одного взгляда хватало, чтобы оценить спальня, кабинет, гостиная, все не то. Оп, личная оружейная комната князя. Уже интересно. На стене висели сабли в богато украшенных ножнах, кольчуга изящной выделки мелкого плетения, золоченый шлем с бармицей, целая коллекция ножей, охотничьих, боевых, обеденных, с богато украшенными рукоятками, ножнами с гравировкой и чеканкой. Похоже, князь любил холодное оружие. В углу стоял железный сундук с громадным навесным замком. Ломать много шума будет. Я вернулся в кабинет князя, обыскал стол, бюро, нашел связку ключей. Вернувшись, подобрал все-таки ключ и отпер замок. Душка со щелчком откинулась. Я поднял крышку, приблизил светильник. Ого, да здесь куча бумаг и пергаментов. Мельком просмотрел несколько. Ничего интересного. Дарственные на землю, на деревне, купчие на дом, еще одна купчая. Ха, это уже интересно. Дом-то в Полоцке. Ай, князь, молодец. Правда, дом куплен давно, уже тому два года. Ну, это не преступление. Подняв бумаги, увидел ценности. Киевские и новгородские гривны, завязанные мешочки, похоже, с монетами. Прикинул в руки. Тяжелые, не как с золотом. Я перебрал мешочки в руках. Тяжелый складывал свой мешок, что полегче, обратно в сундук. В итоге в одном моем мешке оказались сложенные мешочки, в другом гривны. Их я выгреб все. Увязал мешки, приподнял. Тяжело. В обоих мешках было не меньше 50-60 килограммов. Я сложил сундук бумаги, запер замок, отнес ключи на прежнее место. Теперь внешне все выглядело пристойно. Ничего не говорило о происшедшем. Подхватив мешки, спустился вниз, прошел сквозь стену и забор. Мешки сильно мешали, оттягивали руки и били по ногам. Дойдя до амбара, я запрятал мешок с гривнами. С полегчавшим грузом, не встретив никого из прохожих, вернулся домой. Мешок уложил от нескромных взглядов под кровать. Утром выспался, взял одноколесную тачку, приоделся победнее, почти в рванье и, не вызвав подозрений, привез домой второй мешок, укрыв его сверху старой холстиной. Дело сделано. С чувством исполненного долга, не спеша поел, поднялся и улегся в постель. Мне всегда хорошо думала слежа, и когда надо было что-то хорошо обдумать, я ложился. Так и теперь. Встал вопрос, что делать с деньгами. Меня никто не видел, но умный и хитрый Адашев может догадаться. Улик против меня никаких, но стоит перестраховаться. Сначала я подумал отдать часть денег семьям Кирилла и Алексея, но тратить начнут, женщины не смогут удержаться. А откуда у вдов денежки? Вестима, атаман Котлов принес, не дал вдов и сирот в обиду. Давайте у Котлова спросим, откуда у него денежки? Надо же, не знает. А может быть, атаман знает, кто рылся в сундуке у семи уважаемого князя? Нет, этот вариант не пройдет. Расколюсь сразу. Но и дома оставлять мешки не следует. Вдруг обыск. Вот они, улики. Безо всякого там суда вздернут на виселице. Вот незадача. Придется вывезти за город и прикопать в приметном месте. Пусть лежат на черный день. Решив так, вскочил с постели, оделся по походному, взнуздал коня и перебросил мешки через конский круп. Мешки заранее сверху обернул потертой холстиной. Уж очень привлекательными выглядели кожаные мешки. Из толстой свиной кожи они так кричали и кричали «Мы набиты деньгами!» Беспрепятственно выехал из города и направился на север в сторону Пскова. Не хватало мне еще встретиться с подъезжающей к Москве побитой русской ратью, особенно с Адашевым. Миновав часа за три около двадцати верст, в небольшой деревушке купил лопату. Вроде все продумал, а про лопату забыл при выезде из дома. Долго искал приметное место. Деревья в качестве приметы не годились. Могут сгореть, упасть, в конце концов их могут спилить. А вот и примета. На берегу небольшой речки стоит камень. Здоровенный такой булыган, тонн на двадцать. Подойдет. Я обошел его вокруг, точно, подойдет. Яркая примета, не забудешь. Выбрал место поудобнее, вонзил лопату. Влажно от недалекой реки земля поддавалась хорошо. На какую же глубину копать? Пол метра? Мелковато. Я выкопал узкую яму, вроде колодца, чуть выше пояса. Вылез, сбросил мешки, забросал землею, утрамбовал ногами и сверху прикрыл куском аккуратно срезанного дерна. Отошел, осмотрелся. Ничего не указывало на то, что здесь что-то закапывали. Вот и хорошо. Пройдут дожди, осядет пыль, и никто, кроме меня, не будет знать, что здесь зарыты ценности. Я даже толком не посмотрел, что в мешочках. Князь уже мог вернуться домой, и пропажа быстро обнаружится. Лучше перестраховаться. Домой возвращался не спеша. Отъехав с версту от схрона, зашвырнул в чащую лопату. А то выглядеть буду странно. Всадник с лопатой. Всадник может быть с копьем, мечом, но не с лопатой. К вечеру уже был дома. Настроение поднялось. Я шутил, заигрывал с Дарьей. Грохнуть бы мерзавца. Да руки у меня коротки пока. Но хоть так наказал. Небось, бежать надумал. Вишь, домишко прикупил в Литве, наверное, немаленький. Деньжа на дорогу собрал. А тут я его немного по носу и щелкнул. Может, невелика для князя потеря, но все же приятно. Войско вернулось в Москву. Плач поднялся в городе. Многих ранников в семьях не дождались. Прошла неделя, две. Ничего о краже в доме князя Курбского не было слышно. Глава шестая Ясным августовским днем ко мне прибежал Сергей. Атаман, на тебя одна надежда. Что случилось? Рассказывай. Сестра у меня пропала. Как? Где? Когда? Подробней. Пошла вчера к матери. Деревушка тут недалеко от города. В Остряково. И не вернулась. Я уже к матери съездил, она не приходила. Случилось что-то нехорошее. Даже думать боюсь. Не знаю, куда идти со своей бедой. А тебе сразу вспомнилось. Седлай коней, бери оружие, мастеровочные халаты, поехали. Мы с Сергеем проскакали от Москвы до Острякова. Каждый осматривал свою обочину. Я справа, Сергей слева. Никаких следов. Речки поблизости нет, утонуть не могла. В голове крутилась одна мысль. Похитили. Но кто и куда повезли? Главное, куда, по какой дороге? Сутки всего прошли. Если знать дорогу, есть шанс догнать и отбить, если в плену каких-то уродов. Девушка молодая, со слов Сергея красивая, лакомый кусок для тех, кто похищает с целью продажи в рабство. Обычно, насколько я наслышан, этим промышляют шайки местных. Воруют женщин, держат в заперти. Когда набирается человек 8-10, везут или на юг в Крымское ханство, или к татарам в Казань. Наверняка она пока здесь. После кражи человека притаятся, выжидать будут. Самый плохой вариант, если повезут кораблем. Досмотреть невозможно, отбить сложно, нас двое всего. Были бы все бойцы ваташки живы, было бы проще. Да что уж теперь об этом сожалеть. Сергей, надо сегодня все близкие деревни объехать. Не факт, что найдем, но с людьми поговорить надо. Не видел ли кто телегу, людей? Если похитили, то не один человек, их двое-трое будет. Сергей немного воспрял духом. Есть здесь деревни, я знаю, поехали быстрее. Подъехали к деревушке, постучали в крайнюю дверь, попросили воды напиться. Как бы случайно разговорились, отстали якобы от своих, теперь ищем. Не проезжал ли кто? Несколько человек. Нет, не проезжали. Благодарствуем. Поскакали в другую деревню. Здесь повезло. Вынесшая ковш с водой молодица припомнила. Да, проезжали вчера люди, но купцов одеянием похожи. Коней в деревне поили. Сами на конях и три телеги с ними. Мы с Сергеем переглянулись. А не видела добрая душа, куда они поехали? Да одна у нас дорога, к Пскову, на шлях выходит. Мы вскочили в седла и помчались. Хоть какая-то ниточка, зацепка малая. Были все-таки люди, не ошибся я. Надо догнать, посмотреть, что это за купцы такие. Маленькая дорога вывела нас на большой тракт. Ага, влево, назад, на Москву, вправо, к Пскову. Нам направо. Въехали в деревеньку, соскочили с коней, начали расспрашивать. Да, были такие люди, проезжали, на Псков поехали. Удача от нас не отвернулась. Мы гнали лошадей до вечера. У них телеги, едут медленно, но и фора у них приличная, сутки. Я молил только об одном, чтобы это оказались нужные нам люди. Если вытянули пустышку, упустили время. Пока мы мотаемся тут, девчонку могли увезти в другом направлении. Известно, что из татарского плена редко кто возвращается, в основном богатые, после выкупа. Сереге такая удача не светит, надо решать здесь и сейчас. Уже в темноте въехали в большое село. Здесь на перекрестке дорог был даже постоялый двор. Надо отдохнуть, не только о ней загоним. Пока Сергей занимался лжедми, я снял комнату, заказал ужин, успел расспросить холопов, не проезжали ли? Нет, ничего похожего не было. Неужели свернули куда? В молчании поели, легли спать. Рано утром позавтракали вчерашней гречневой кашей с мясом, в дорогу взяли растегаев рыбных, пирогов с капустой. Некогда есть на постоялых дворах, время дорого. Я чувствовал, что мы их сегодня же догоним, надо только торопиться. Сергея не стоило и подгонять, он сам все делал первым. Утренняя свежесть быстро отогнала остатки сна. Отдохнувшие кони ровно шли голопом, только деревья мелькали по сторонам. Чу? Я остановился. Вроде как дымком пахнуло, да не просто дымком, пищей, что готовится на костре. Увидев, что я остановился, Сергей тоже придержал лошадь, развернулся и подъехал. Ты чего встал, атаман? Я приложил палец к губам. Нюхай. Лицо Сергея выразило недоумение. Чего нюхать? Я прошипел. Воздух нюхай. Сергей стал втягивать носом воздух, завертел головой. Не как костром пахнет, да кулешом мясным. Наконец-то дубина стаиросовая. И на кой ряд нам костер? Сергей, сам подумай. Постоялый двор рядом. Мы проехали всего ничего. Кто будет в лесу ночевать, да на костре еду готовить? Те, кому не след соваться на постоялый двор, к людям, тем, кто в лесу, есть что скрывать. Понял теперь? Понял, атаман, сокрушенно покачал головой Сергей. Отводим коней в лес, бери арбалет, стрелы, заряжай. Мы завели коней в чищобу, чтобы их не было видно со стороны дороги, привязали к осине. Я двинулся вперед, Сергей за мной. Метров через сто пятьдесят двести я услышал тихий мужской разговор. Остановился, жестом подозвал напарника. Слышишь? Говорят вроде. Не вроде, а говорят. Делаем так. Я, не скрываясь, иду к ним, посмотрю, что за люди. Свой арбалет оставлю тебе. Ты идешь сбоку и сзади, будешь подстраховывать. Если увидишь опасность, стреляй сразу, тем более у тебя оба арбалета. А дальше действуй по обстановке. Чует мое сердце, а не это. Дождавшись, когда Сергей отойдет в сторону, я двинулся на голоса. Я не скрывался, намеренно шел шумно, наступал на сухостой. Треск и хруст сопровождали мою ходьбу. Вышел на поляну. Мое продвижение услышали, были готовы. Четверо добротно одетых мужиков стояли у телег, накрывая их дерюшкой. Я опасался, что если выйду тихо и появлюсь внезапно, мужики могут от испуга угостить стрелой из лука. На таком маленьком расстоянии и кольчуга не спасет. Я кашлянул, поздоровался. Мужики вразнобой ответили. Простые русские лица, открытые глаза, русые бороды, на шпыне не похожи, но слышал я не единожды, что купцы новгородские не брезгует и прохожего ограбить, и девку будет понравиться умыкнуть. Куда путь держим, земляки? В Псков. Псковские мы. А, не бывал, не знаю. Чего везем? Да тебе-то что за дело, паря? Поглядеть хочу. Вон о чем удумал. А колиту тебе не показать? Бей его, обросим. Не успел он досказать свои слова, как я метнулся на землю и кувырком ушел влево. Неслышно подошедший сзади мужик уже наносил удар мечом, к моему счастью, по пустому месту. Только он хэкнул после удара, как раздался щелчок тетивы, и меченосец рухнул навзничь с болтом в груди. Не подвел Серега. Стоявшие у подвод мужики, как по команде, сунули руки в телеги, под дерюшку. Я вскочил, вырвал из ножен саблю. Тетива щелкнула еще раз, и самый здоровый из мужиков осел на землю, хватаясь за борта телеги. Я прыжками добрался до мужиков и приставил саблю к горлу одного. Бросайте оружие на землю, дернитесь, оба тут и останетесь. Сергей подошел сзади, с саблей в руке. Атаман, позвольте телеги осмотреть. Давай. Сергей откинул дерюгу со второй подводы. Сверток шкур, железное изделие, замки, навесы. Подбежал к передней телеге. Сдернув дерюгу, подскочил от неожиданности. Телеги лежали три девушки. Во рту кляпы, руки и ноги стянуты сыромятными ремешками. Катерина! Сергей выхватил нож, перерезал путы узницам, вытащил кляпы. Узницы со стонами разминали затекшие руки и ноги. Вот, значит, вы какие, купчины! И что мне с вами делать? Самому здесь казнить или посаднику на суд отдать? В принципе, по-любому им не жить. За похищение свободного человека имущество виновного отходило в доход властителю, а его казнили. Причем для человека свободного смертью позорной через повешение. Оба купчины упали в ноги. Смилуйся, добрый человек, не было у нас желания людей красть. Это все он! Они руками показали на убитого. Давайте девок покрадем, да в Пскове заезжим свеем продадим. У них женщин мало, спрос на них есть. Не губи души православные! О, ты смотри, Сергей, о Вере вспомнили! А что же вы о Вере, о Боге не вспоминали, когда святотатство замыслили? Оба пристыженно опустили головы. Тем временем, растерев руки и ноги, из телеги выбрались девчонки. Катерина обнимала Сергея, заливаясь слезами от радости. Она вместе с нами уже слышала об ожидавшей ее участи. Девицы, решайте сами, что с ними делать. Вы видели, кто из них что творил. Не врут ли? Нет, тот, который убитый, у них заглавного был. Он все и делал, а эти слова против не говорили. Ну что же, хоть не наврали. Девочки, решайте, что делать с ними? Не стоять же нам здесь до вечера. Девочки переглянулись. Они до смерти были рады внезапному освобождению и не хотели портить себе настроение. Отпусти их, не знаем имени твоего. Я подошел к мужикам, они опасливо попятились. стоять, рявкнул я. Оба застыли обреченно. Скажите девчатам спасибо. Не они лежат бы вам сейчас без голов. За то, что девчат украли, да помучаться им пришлось связанными. За то, что я время на погоню тратил. Видя наказание, забираю у вас коней, телеги и груз. Один из мужиков вякнул было. Так нечестно, это грабеж. Я подошел, ткнул сабли в горло. А когда девчонок наших от семей уводили в рабство, ты чего о грабеже не вспомнил? Иди, пока я не разозлился, и больше, чтобы я тебя не видел. Оба развернулись и пошли в лес. Сергей, иди лошадей наших приведи. Не дай бог эти уроды на коней в лесу наткнутся, да на них и уедут. Сергей помчался в лес, туда, где остались наши лошади. Я подошел к костру, приподнял крышку котла. Пахло аппетитно. Сами поедим и девчонок покормим. Девочки, вас кормили? Как же, все три дня не евшие? Так чего стоите? Снимайте котел, ищите, где у них хлеб да припасы. Сейчас подхорчимся, да в обратный путь. Пока девочки возились с котлом, я пошел осмотреть телеги. Две я мельком видел, но стояла еще одна. Я сдернул дирюгу и изумился. Свистом подозвал появившегося с лошадьми Сергея. Ого! Только и сказал он, едва взглянув. Телега была полна шкурок соболя, горностая, куницы, бобра, лисицы. Вот это телега! А эти уроды еще и девок воровать вздумали. Да если это все богатство продать купцам иноземном, небольшой корабль купить можно, скажем, ладью речную. Мы переглянулись и задернули дирюгу. Ни к чему девкам видеть, соблазн одолеет. Нас окликнули. Спасители, ау, кушать готово, только убитых оттащите. Мы подошли к расстеленной на земле холстине. Вариво из котла уже было разлито по мискам. Немудреная еда, но после передряги есть хотелось. Что же говорить о девчонках, которые не ели несколько дней? Запах от похлебки стоял просто одуряющий. Перекрестясь, приступили к трапезе. Тишина прерывалась лишь частым стуком ложек. Вкуснотищу стервецы приготовили. Почти все попросили добавки, и котел вскоре опустел. В животе разделась приятная тяжесть, потянула в сон. Эй, атаман, уходить надо земля здесь уже цирская, московитов не любят. Пожалуются твои купцы стражникам Конаковским. Это ведь недалеко. Пойди докажи, что это не ты их в лесу ограбил, телеги с грузом отобрал. И то правда. Мы запрягли лошадей в телеги, посадив в качестве возничьих девчат. Сами сели на своих лошадей и двинулись в обратную дорогу. С телегами обратный путь занял времени значительно больше. Но все равно через пять дней мы подъезжали к Москве. Я остановил обоз. Девицы всех ли ждут дома? Всех! Небось родичи уже все глаза проглядели да проплакали. В следующий раз ведите себя осторожнее. Не ходите поодиночке. Чтобы скрасить ваш плен, даю каждый по лисе чернобурки на воротник. Девки от восторга завизжали, захлопали в ладоши. Сергей по моему жесту достал из последней телеги по шкурке лисицы и вручил их девицам. Лучше бы я это сделал позже. Ни о каком продолжении пути и речи быть не могло. Девицы стали накидывать меха на плечи, красуясь перед товарками. Придирчиво осматривали шкурки у подруг по несчастью, а вдруг у них лучше. Потом дружно кинулись ко мне целоваться. Когда радость увлеклась, я все-таки попросил занять места на телегах. Пока доедем, начнет темнеть, не дай бог, ворота перед носом закроют. Чего в чистом поле ночевать, когда дом уже рядом? Въехали в Москву. Двое девиц сразу попросились уйти, но Катя с Сергеем продолжили путь. Когда подъехали к их дому, я сказал Сергею, под воду с мехами забираю себе. Две остальные с кожами и железом твои. Лошади тоже. Спасибо, атаман, трофеи по праву принадлежат тебе. Сестру от рабства спас, да еще и богатство прибыло. Не знаю, как и благодарить тебя. Буду нужен, располагай мной. Я привязал верховую лошадь к телеге, сам сел на облучок и двинулся домой. Калитку на стук открыла Варя. Открывай ворота, видишь, с прибылью приехал. Когда я въехал во двор, выбежала Дарья, кинулась обниматься. Что это в телеге у тебя? Тебе подарки, одну лису Варе. Женщины откинули дерюгу, увидели шкурки, стали примерять на себя, любуясь мехом. Дарья обняла. Это все мне? Отнули сувари, я пообещал, остану и тебе. Дарья мечтательно закатила глаза. Шубку пошью, кроностаиваю, шапку из куницы, муфту для рук саболиною, все купчихи от зависти лопнут. Эх, одно слово, бабы. Распоряжайся, как хочешь. Женщины скоро перенесли легкий груз в дом, а я распрягал лошадей. В принципе, телега в доме нужна. Стало быть, надо конюшню строить для своей верховой лошади да трофейной. А сейчас баня кушать да спать. Притомился я что-то. Август пролетел в хлопотах по постройке конюшни и других домашних делах. Только успел конюшню завершить, завел туда лошадей, как опять что-нибудь приключилось. Нет, слава Богу. Посоветоваться пришел. Царь Иван Васильевич охочих людей набирает. Со стрельцами вместе ханство Крымское воевать. Пойдешь ли? Нет, Сергей. Сам не пойду и тебе не советую. Плохо поход кончится. Хочешь, слушай совет. Ты же за этим пришел. Хочешь, иди. Я тебя держать не могу. Ты человек вольный. Дело какое-то делать надо, согласен. Что-то давно клиентов нет, а деньги нужны. Как подвернется путное, что сообщу. Дело не заставило себя ждать. Через несколько дней заявился Изя, мой старый клиент. Радостно поздоровался, пожал руку. Я проводил его в трапезную, поставил кувшин вина с небудрящей закуской. Есть дело для тебя, Юрий. Куда? Когда? Завтра со мной в дверь. Ненадолго. Туда и обратно. Что-то мне в нем на этот раз не понравилось. Глаза бегали, не смотрел он мне в глаза. Никак пакость какую-то удумал. В душе появилась тревога, легкое чувство неуверенности и беспокойства. Темнит Изя, не договаривает важного. С я не подал вида, что насторожился. Сам Изя не развеивал моих сомнений. Руки суетливо бегали по столу. Он периодически вытирал лицо платком. Отказаться что ли? Но мне уже стало интересно. В том, что это он задумал пакость, я сомневался. Стало быть, игрушка в чьих-то руках. Поговорили, выпили по стакану вина, встали, пошли к выходу. Изя как гость шествовал впереди. У дверей я выхватил нож и левой рукой схватив за голову приставил нож к шее. Изя, что ты задумал и зачем меня предал? Ты же жизнью мне обязан. Не говорю о богатстве. Не убивай, я не сам. Кто? Я их не знаю. Пришли вчера двое, одеты как купцы, но это переодетые люди. У купцов на ладонях нет загрубевших мозолей от весел или оружия. Дальше предложили выманить тебя из города, а дальше не моя забота. Убить хотят? Не знаю, Юра, чем хочешь поклянусь. Как думаешь, чьи люди? Изя помялся. Точно не могу сказать, но думаю, кого-то из князей. Почему так решил? Повадки у этих людей, как у дружинников. Сам припомни, кого обидел? Ладно, Изя, сделаем так. Встречаемся у градских ворот, едем, как будто я ничего не знаю. Если нападут, падай на дно телеги и лежи тихо, чтобы случайная стрела не задела. Никому ни слова. Хорошо, хорошо, отпусти голову и ножик убери. Я сунул нож в ножны. Изя потер шею, повернулся ко мне. Так даже лучше. Не нравилось мне быть подсотной уткой. Да семья у меня, жена, дети, племянников куча. Всех кормить надо. Пригрозили мне. Или тебя за город выманить, или головы лишишься. сделаешь как я сказал, цела будет твоя голова. Изя промоча слова извинения попятился к двери и исчез. Я присел на лавку. Желать мне неприятности могли два человека Адашев и Курбский. У Адашева хватало силы и власти, чтобы меня задержать и доставить к себе или в пыточный приказ. Отпадает. Остается князь Курбский. Как он мог узнать? Не Адашев ли под Полоцком меня слил? И теперь Курбский хочет убрать свидетеля своего предательства? О похищенных деньгах он по приезде узнал. Это факт. Связать похищение со мной вроде оснований нет. Никто меня в ту ночь не видел. Из домашних только Дарья заметила мою отлучку. Но даже она не знала о мешках с монетами. Отпадает. Точно. Люди князя пакость учинить хотят. Причем пока непонятно убить или захватить в полон. И пока не ясно выяснить пропажу денег или найти источник откуда я узнал о предательстве князя. Скорее второй вариант. Я собрался натянул старые лохмотья вымазал лицо грязью и пошел домой к Сергею. На мое счастье он оказался на месте. Вначале он меня не признал. Буркнул, что нищим подает только на паперти у церкви. Но когда я заговорил, узнал по голосу. Атаман, ты ли это? ЦСС! Не кричи так громко я это? Теперь твой черед помогать. Сергей положил на верстак струг, сел на лавку и предложил сесть мне. Говори, Юрий, все что смогу сделаю. Я объяснил ситуацию с Изей. Сергей задумался. Если их будет несколько человек можем и не управиться. Если это дружинники то оружием владеют лучше нас? Противники серьезные? Надо, чтобы ты меня подстраховал. Я буду отбиваться, как смогу. Не вмешивайся. Если всерьез убивать будут, только тогда. Ежели в плен возьмут, не лезь. Проследи, куда отвезут. Вот тогда ночью забросай дом ручными бомбами. Я принес тебе парочку. Не забыл, как пользоваться? Как можно? Ты про дом упомянул. Чей дом-то? Думаю, князя Курбского. Сергей присвистнул. Ничего себе! Я поднялся. Чтобы не привлекать внимание, я ухожу. Ты сетлай коня, поезжай по дороге, выбери место для засады. Завтра с утра выезжай пораньше. Займи удобное место, чтобы обзор хороший был. Да в случае необходимости из арбалета можно было стрелять. Затихарись и жди. Если напасть хотят, далеко из города отпускать не будут. На том мы и расстались. Придя домой, я проверил оружие, сказал Дарье, что отъеду на несколько дней. С утра надел кольчугу под рубашку, взял арбалет, саблю и в карманы засунул по бомбочке, выбрав самые маленькие, чтобы карманы не оттопыривались. Сердце гулка бухало в груди. Как-то пройдет сегодняшний день. Запряг коня и выехал. Изя уже был на месте. Беспокойно вертел головой. Поздоровавшись, выехали из города. Изя ехал впереди на телеге. Я держался сзади. Маловероятно, что нападение будет ввиду городских стен. Слишком много людей на дороге, да и укрытие нет. Окружающий город леса давно вырубили на избы. Дорога делала плавный поворот между двумя небольшими холмами, поросшими лесом. Вот они. Навстречу нам ехало четверо верховых. Одеты купцами, да выправка выдает. То, что сабли на поясе, не диво. Почти все торговые люди в походах были оружны. Дороги неспокоены, много развелось шпеней, охочих до легкой добычи. Я наложил болт на арбалет. Конные все ближе и ближе. Когда между нами осталось несколько метров, конные выхватили сабли. Дружно, как по команде. Немедленно, не мгновение, я поднял арбалет и всадил болт в грудь первому всаднику. Готов. Тело безвольно упало на шею коня. Я отбросил арбалет. Не успею перезарядить. Только мешать будет. И выхватил саблю. Против троих опытных, да без щита хреновато. Но схватка окончилась быстрее, чем я думал. Один из конных ловко бросил аркан, развернув коня, дал ему шинкелей. Меня просто выдернуло из седла, и я больно грохнулся о землю, так что даже дыхание перехватило. Всадник проволок меня немного по земле, остановился. Двое других быстро спрыгнули на землю, завернули мне руки за спину и связали. Тот, что тебе дал аркан, спрыгнул с коня, подошел и от души несколько раз врезал ногой по ребрам. И хотя на мне была кольчуга с поддоспешником, было очень чувствительно. Засранец Ивана завалил. Он сколько битв с супостатами прошел и целым выходил из сечи. Ну, погоди, отдаст тебя князь после разговора. Будешь бога просить, чтобы умереть скорее. Меня подняли за связанные руки, закинули в телегу. Рядом положили тело убитого мною дружинника. Изи сидел на облучке, ни жив, ни мертв от испуга. Один из дружинников прошел по дороге, подобрал мой арбалет и сабли, мою и убитого дружинника, бросил в телегу. Нас накрыли сверху грязной дерюгой. Телега развернулась, и мы стали возвращаться в Москву. Трясло в телеге немилосердно. Лежал я неудобно, на боку. На каждой колдобине на меня наваливался труп. Соседство не из приятных. Снизу было мокро из-за подтекшей крови. Телега остановилась. Приглушая разговор, колеса застучали по деревянной мостовой. Стало быть, мы уже в городе. Остановка. Заскрипели открывающиеся ворота. Телега въехала во двор. Дерюгу откинули, глаза резанул яркий свет. Меня грубо сварили с телеги, как мешок с зерном, и я больно ударился подбородком. Один из дружинников не упустил случая снова меня пнуть. «Это тебя за Ивана!» Убитого дружинника куда-то уволокли, вернулись за мной. Поднялись за связанные руки, и потащили в дом. Войдя в сене, по лестнице спустились вниз, в подвал. Солидно сделано. Коридор, двери в несколько комнат. Никак здесь небольшая домашняя тюрьма. А что в подвале, то и хорошо. Никаких криков не услышат на улице. Вывезут потом труп на телеге, прикопают в ближайшем леске. Котлов? Кто такой? Не знаем такого и не видели никогда. Черт! Надо было собрать хотя бы знакомых Серегинах. Ведь предлагал вчера. Ладно, еще не вечер. Меня завели в одну из подвальных комнат. Я огляделся и слегка замандражировал. По стенам висели разные железяки, очень похожие на пыточные. Клещи, какие-то винты с шипами, кнут. Похоже, я тут не первый. Инструменты носили следы использования. Ручки лоснились от употребления, и на стенах виднелись старые темные пятна, уж больно походившие на засохшую кровь. В углу комнаты горела небольшая печь, потрескивая травами. В подвале, конечно, сыровато. Неужели печь для сушки топит? Или для меня? Меня усадили на стул. Руки так и остались связанными сзади. Пояс с меня сняли еще раньше, вместе с ножнами от сабли и ножом. Но вот обыскать меня никто не удосужился. Я чувствовал тяжесть бомбочек в карманов кафтана. В коридоре раздались шаги и голоса. В комнату вошли трое. Впереди князь Андрей Курбский. Я его узнал. Видел мельком в лагере воинском под Полоцком. И с ним еще двое. Оба небольшие, жилистые, в простых рубашках с закатанными рукавами. Князь посмотрел на меня с любопытством. Так это ты убил моего лучшего дружинника? Ты, гляди, какой резвый. Уж на что Иван воин опытный был. А гляди-ка, и на него умелец нашелся. Ты знаешь, кто я? Князь Андрей Курбский. Верно. Князь прошел в середину комнаты, уселся на стул, руки положил на стол. Поговорить с тобой хочу. Смерть. Я не смерть. Я вольный человек. И откуда ты такой взялся, что пакости людям чинишь, напраслину возводишь? Какую же напраслину? На кого я возвел? А кто Адашеву про меня наговорил, что я с литовцами в дружбе? Я и сказал, да только не я придумал. Кто же тебе подсказал про навет такой? Сам слышал, как в Полоцке воевода с посадником разговаривал. Серые глаза князя потемнели. Вот я сейчас кнутами бить тебя велю. У меня мужики, ох, какие мастера по этому делу. Мужики в углу гаденько захихикали. Говори, кто надоумил Адашеву про меня гадости говорить? Никто. Сам слышал. Андрей повернулся к мужичкам, кивнул. Тот, что стоял ближе, махнул рукой, и меня обожгло болью. И когда он кнут в руки успел взять? Ну, будешь говорить? Я все сказал. И все правда. Князь налил себе из кувшина вина в Яндову, не спеша выпил, обтер усы. Потрудитесь, ребятки. Кнуты захлестали по моей спине. И через несколько минут кафтан оказался изотран в клочья. Хозяин, кольчуга наем? Так снимайте. Мне споро развязали руки, разорвали кафтан и бросили его в угол. Стянули через голову кольчугу войлочно под доспешник. Я остался в нательной рубахе. Все снимать не стали. Просто разорвали на спине. И давай кнутами охаживать. Я решил не сдерживаться и орал. Господи, и зачем я связался с Изей? Влез в эту авантюру. Я уже начал жалеть о содеянном. Забьют насмерть, и тело потом никто не найдет. Продержаться бы до вечера. Не должен Сергей сдрефить. Покидает бомбочки в окна. А там и я с Божьей помощью выкручусь. После каждого удара тело обжигало нестерпимой болью. Остатки из подней рубашки из белой превратились в кровавую, прилипнув к телу. В коридоре послышались шаги. Вошел дружинник, поклонился князю, подошел и начал шептать в ухо. Князь кивнул, поднялся и пошел к двери. На сегодня хватит. Дайте ему воды, пусть набирается сил. Завтра все расскажет. Мужики вытерли тряпицей руки. Один поднялся наверх, принес ведро воды. До встречи, голубок! Дверь захлопнулась, проскрежетал замок. Я перевел дух. О деньгах ни слова. Все попытки выбить признание только о полоцком предательстве. В принципе, план сработал. Я узнал, что мне надо. Можно и бежать из этого недоброго дома. Только надо князю должок за битье кнутом вернуть. А проговорился князь насчет Адашева. Хорош, дьяк, нечего сказать. Я рисковал шкурой, а он меня к Курбскому же и сдал за три копейки. Я встал и чуть не закричал от боли. Так заполыхала огнем спина. Напился воды. Во рту и в самом деле было сухо. Половину ведра вылил на спину. Чуть полегчало. Добрел до кафтана, вытащил из карманов бомбочки, положил на стол. Поискал. Нет ли в комнате жира какого-нибудь или мази. Наткнулся на целый туисок с какой-то мазью. Принюхался на травах. Видимо, палачам приходилось и раны смазывать, дабы жертва не отдала концы раньше времени. Сорвал остатки из подней рубахи. Обильно изнутри смазал мазью под доспешник, напоминавший жилеты из войлока. И надел на себя. Затем натянул кольчугу, что лежало кучкой рыбьей чешуи на полу. Поверх нее рубашку и кафтан. В подвале было сыровато, хоть печка и тлела. Скоро она погаснет и остынет. Будет совсем не жарко. Дрова лежали недалеко. Я стал подбрасывать пополежку, поддерживая огонь. Мне нужно было не только тепло, но и огонь, чтобы вовремя заполить шнур от бомбочки. С кресалом все выполнять долго и неудобно. Мешкотно, как здесь говорили. Кстати, очень точно. Я сидел на стуле. Бомбы на столе. И ждал. Интересно, услышу ли я, как взорвутся бомбы в доме? Все-таки подвал глубокий. Очень мне Серегина помощь нужна. Князь дома. Даже если отлучился куда, то дружинников в доме, как холопов и слуг, полно. Нужны переполох, испуг, шум, неразбериха. Время тянулось медленно. Часов у меня не было. Окна в комнате тоже. Сколько часов прошло с тех пор, как меня бросили в это узилище, я не знал. Но чувствовал, пора уже. Точно. Наверху жахнуло так, что затрясли стены. Сверху посыпалась земля и какой-то мусор. Через несколько минут жахнуло еще раз. По-моему, даже сильнее, чем первый. Видно, пороху поболее положил. Не на заводе чай делали. Сам, без весов, на глазок. Надо сматываться. Я поджег фитили прошел сквозь двери. Пройдя по коридору, поднялся по лестнице. Остановился еще перед одной дверью. Снизу через щель ощутимо тянуло дымом. Прислушался. По дому топало множество ног. Кричали. Ну, твой выход, атаман. Я прошел сквозь двери. Надо было торопиться. От фитилей остались небольшие кусочки. Как бы самому не взорваться. А становиться террористом-смертником мне вовсе не хотелось. Швырнул в коридор дома бомбу и выскочил во двор. Там было полно народа. Я швырнул вторую бомбу в самую гущу. Упал на землю и откатился за угол. Первая взорвалась бомба в доме. Вынесла остатки окон. Двери повисли на петлях. Из провалов окон и дверей повалил дым. Через мгновение взорвалась бомба во дворе. Ученым я уже был. Прикрыл уши ладонями и открыл рот. Людей поразметало. Среди дыма слышались стоны и крики. Из окон появились языки пламени. О, классно! Я промчался через дым, наступая на раненых и убитых. Калитка нараспашку, и я выскочил на улицу. К дому уже бежал народ. Огонь в деревянной Москве. Страшная стихия. Я уходил от дома дальше и дальше. Крики затихали. Из переулка вынырнул Сергей, живой и здоровый. «Атаман! Рад тебя видеть!» И хлопнул по плечу. Меня от боли перекосило. «Осторожно! На спине живого места от кнутов нет!» Извини, не знал. Мы добрались до моего дома. Причем, если бы не Сергей, не дошел бы. Силы покидали меня. Дарья очень удивилась, увидев меня. Уезжал на пару недель, вернулся через пару дней. А когда я снял рубашку с кольчугой и под доспешником, и вовсе заплакала. Кожа на спине вся была в кровавых рубцах. Хорошо врачебный опыт помог. Мазью под доспешник смазала обильно. Иначе сейчас его от живой плоти отдирать бы пришлось. Дарья сбегала в свою комнату, принесла какую-то вонючую мазь, намазала спину, обмотала чистой холстиной. Я натянул рубашку. Надо решать, что делать дальше. Из дома уходить – это однозначно. Даже если князь или его подручные не знают, где я живу, примчатся к Изи. Тот покажет. Стало быть, времени у нас немного. Дарья, быстро собирайся. Бери только деньги, все, что есть. Вещи не бери. Времени нет. Как бы обидчики мои сюда не нагрянули. Под горячую руку и тебе достанется. Или еще хуже – заложницы возьмут. Женщина не стала засыпать меня вопросами. О том, что положение серьезное, говорила моя спина. Я поднялся наверх, оделся. Через несколько минут появилась Дарья. Я готова. Держи деньги. Ого, молодец. Собрала целый мешочек серебра. Мы спустились на первый этаж. Я разбудил Варвару, отсыпал ей серебра. – Варя, нам надо срочно уйти. Оставайся за хозяйку. Присматривай за домом. Мы вышли на темную улицу. Плохо, что у меня не было оружия. Саблю, нож, арбалет – все забрали люди-князи. Сейчас меня можно было брать голыми руками. Черт, зазнайка! Дальше своего носа не видишь. Трудно было купить еще один комплект оружия. Мы отошли от дома. Я стал размышлять, куда направить ноги. На постоялый двор? Там могут оказаться люди-князи. К Сергею? Тоже могут вычислить. Дарья как будто прочитала мои мысли. Тут недалеко живет брат моего отца. Он уже старый, у него можно остановиться. Дом небольшой, переждем. Тогда чего мы стоим? Дошли до дома, долго стучали, пока от крыльца не раздалось. Кого носят по ночам? Чего добрым людям спать не даете? Дядя Вася, откройте. Это я, Дарья. Ох ты, Господи! Сейчас, сейчас! Калитку открыл седой старик. Мы поздоровались. Дарья обняла родственника. Василий провел нас в маленькую комнату. Вышел. Я с облегчением разделся, улегся в постель на живот. Спина болела. Так и уснул. Утром не смог встать с постели. Слабость и резкая боль в спине уложили меня. Как не вовремя. Пришлось несколько дней отлеживаться. Дарья выходила в город, принесла с торга продукты и новости. В городе только и говорили, что о пожаре в доме князя Курбского. О жертвах пожара. Ну, я думаю, что жертвы были не столько от огня, сколько от бомбочек. Все-таки две бомбы от Сергея в окна. Да две моих в гущу слуг князевых. Когда я уже отлежался, когда затянулись слегка мои раны, пошел на торг. Купил саблю, нож и, после некоторых раздумий и колебаний, мушкет. Это была новинка. Пользоваться им было неудобно. Заряжается долго. Нужно иметь с собой мешочек пороха, мешочки с пулями, картечью, пыжами. Но! Если зарядить крупной картечью, при выстреле в толпу можно просеку проложить, в отличие от арбалета. У арбалета одно преимущество – бесшумность. От мушкета грохота и дыма много. Пули стрелять недалеко и не точно. А для картечи – в самый раз. Поэтому пули я и не покупал. А вот картечь взял самую крупную, около сантиметра в диаметре. По заряду пороха получалось восемь картечен. Ха! Считай магазин от пистолета Макарова или Токарева. Да все разом. К дому Дарьи не ходил. И ее туда отговорил идти. Если нас где и ждут, так только там. Через неделю моего пленения я уже отошел настолько, что был готов к путешествию. Пока я отлеживался, решил покинуть Москву. И лучшего места, чем Новгород, не придумал. Да, формально Новгород – под Москвой. Посадник и суд – московские. Но, по сути, как была новгородская вольница, так и осталась. Даже деньги свои делали. Часто на торгу в руки попадала динга Новгородска. Вечером посоветовался с Дарьей. Она решила остаться у родственника. Я знал, что через полгода князь Курбский перебежит к Литвинам и получит за свое предательство обширное владение в Литве и на Волыне. Оказавшись в Литве, он выдал властям всех сторонников Москвы. В дальнейшем Курбский активно действовал против Руси и царя Ивана. Не раз возглавлял литовские отряды. И, надо сказать, небезуспешно. В одном из походов он загнал в болото русскую рать и полностью истребил ее. При этом князь не считал себя изменником. Он полагал, что пользуется старинным боярским правом отъезда, смены подданства и службы. Мне нужно было укрыться всего на полгода. Уедет князь, минует гроза. Тогда и Адашев убедится в черной душонке князя. Поймет, что прав был я тогда, под Полоцком. Итак, решено. Уезжая в Новгород, Дарья остается в Москве. Я подробно объяснил, где в случае нужды найти Сергея. Он должен помочь. Расставались тяжело. Я уезжал не на неделю, не на месяц, причем в неизвестность. Половину денег из мешочка я оставил Дарье. Смогу ли я поддержать ее деньгами в будущем, я тогда не знал. Пешком вышел из города. Нанял у рыбаков лодку с парусом и дошел до Волока-Ламского. Там нашел попутное судно и с купцами Пашоши, Тверце, Мсте добрался до господина Великого Новгорода. Старинный русский город встретил мощными городскими стенами и сиянием многочисленных церковных куполов. Лепа! На первое время остановился на постоялом дворе. Решил пару дней осмотреться, отдохнуть после дороги. Чтобы узнать городские новости, хоть как-то быть в курсе городских событий, решил сходить на торг. Когда я вышел на торговую площадь, чуть не оглох от многоголосого шума, мчания коров, блеяний овец. Торг поистине был велик. Пожалуй, и за день не обойти. Я постоял, осмотрелся, пошел по рядам. Приценивался к товарам, завязывал разговор, слушал, о чем говорят люди. И неожиданно для себя попал в поруб. Я спокойно стоял у оружейной лавки, оглядывая выставленное для продажи смертоносное железо. По проходу шел явно поддатый норман. Здоровенный верзила с вислыми усами, рожа красная от выпятого, жилистый, с руками чуть не до колен, ладони в грубых мозолях отвесил. И хотя он был без кольчуги, из-за спины выглядывали рукояти перекрещенных мечей, висящих на перевязи. Молодцу явно хотелось почесать кулаки. Он искал приключений. Намеренно толкнул одного прохожего, другого. Навстречу ему шла пара. Мужик с окладистой рыжей бородой, и с ним явно жена, в кике, с лукошком для покупок. И хотя пара посторонилась, норман качнулся в сторону и выбил лукошку из рук женщины. Из выпавшего лукошка покатились немудреные покупки. Яблоки, морковь, репа. Норман ухмыльнулся, пнул ногой овощи. Женщина бросилась собирать продукты, мужик стиснул кулаки. — Что, Русич, силой помериться хочешь? Или кишка тонка? Все вы, Русичи, трусы! Такого принародного оскорбления мужик выдержать не смог. Кинулся на обидчика. Но куда мастеровому против воина, с измельства росшего в воинских забавах? Норман ловко увернулся и завесил кулаком мужику в ухо. Тот упал, затем поднялся, присел и, покачиваясь, затряс головой. — Ну, кто еще хочет? И вдруг меня как черт под руку толкнул. Все происходило на моих глазах. Да и окружающие видели. Но броситься на помощь никто не спешил. Уж больно нехорошая слава закрепилась за нормандскими гостями. Буйные, не сдержанные, в питье не умеренные. Оружием, с которым не расстаются никогда, владеют отлично. Я вышел вперед. Из оружия был только поясной нож. Норман? Я их пока не различал. Шветли? По местному свей. Норвег? Выхватил оба меча из-за спины и завращал ими. Мечи слились в два сверкающих круга. Гиблое дело. Он обеи руки. Обычный воин держит в правой руке меч, в левый щит. Мастера в каждой руке по мечу. Очень опасно. Но я ничего предпринять не успел. Растолкав зевак, вышли трое городских стражников. В кольчугах, опоясанных мечами. Брось оружие! Это Норману. Тот скрипнул зубами, но подчинился. Будь это в другом месте, я думаю, Норман запросто уложил бы всех троих. Но в чужом городе, на торгу, ни князю, ни посаднику это не понравится. До корабля своего такой храбрец и не дойдет. В городской дружине тоже умельцы есть. Воины подобрали брошенные мечи, связали меня с Норманным веревкой. Старший встал впереди, двое воинов шли сзади. Я был обескуражен. Я-то за что? Можно сказать, ни к каким бокам. Единственное, что я успел, сказать мастеровому. На суд приди, свидетелям. Нас провели мимо золотоглавой Софии. По переулкам, на окраину, к небольшой обревенчатой избе. Тюремщикам отдали мечи Нормана и мой нож. Нас развели по разным камерам. Заперли. Я не особенно переживал. Ну, посижу ночку в тюрьме. Не впервой в порог попадаю. Завтра княжи суд. Разберутся, свидетелей много. В конце концов, если что пойдет не так, я всегда смогу беспрепятственно покинуть стены узилища. Но не хотелось и в Новгороде быть беглецом. Я чувствовал, что правда на моей стороне. Я сгреб в кучу лежавшую на полу солому и улегся. Чего зря время тратить, когда можно выспаться? Плохо, что знакомых нет. Никто не придет, еду не принесет, а кормить арестованных за городской счет не принято. Так началась моя жизнь в Новгороде. Глава седьмая Воспользовавшись безопасным помещением и с бесплатной охраной, я безмятежно проспал до утра, пока меня не разбудили тюремщики. «Вставай! Тут тебе харчей принесли!» Я удивился. Кто бы это мог быть? Но все вопросы заглушили голодные спазмы желудка. В конце концов, какая разница, кто принес еду? Тюремщик подал лукошко, я откинул холстину. Так, вареные яички, полкоровая хлеба, кусок вяленого мяса и соленая рыба. Разумно. Холодильника нет, ничего не испортится. Чтобы добро не пропало, я все съел за один присест. Правда, не спеша. В животе приятно затяжелело. Но предаться перевариванию мне не дали. Появился тот же тюремщик. «Выходи! Суд княжей! Всех на площадь велено!» Голому собраться, только подпоясаться. Меня вывели из тюрьмы. Во внутреннем дворе уже стояло с десяток арестантов. Всех связали одной веревкой и колонной повели на площадь. Народу было довольно много. Человек 300-400. Нас подвели к помосту, на котором стояло кресло, пока пустое. Вскоре вышел князь, уселся в кресло. Сначала разбиралось дело о краже скота. Мне это было неинтересно. Я стал вглядываться в толпу. «О! Знакомые лица!» Я узнал мастерового с женою и оружейника, у лавки которого я стоял тогда. Это хорошо, свидетели. Причем с моей стороны. Я бросил взгляд на Норманна. Он был через несколько человек от меня. Тот стоял, сохраняя невозмутимость, с пренебрежением поглядывая на народ. Дошла очередь и до нас. Стражники вывели меня и Норманна вперед, поставив перед князем. «Имя?» «Юрий Котлов». «Из каких будешь?» «Свободный человек». Князь повернул голову к Норманну. Тот не стал дожидаться вопросов. «Кнут Ларсен. Изданов. Свободный человек». Князь нахмурил брови. «На торгу, сказывают. Задирал людей. Меч обнажил». «Это правда». «Меч обнажил в ответ на обиду?» «Видоки есть». Из толпы протолкались вперед человек шесть-семь. Почти все сразу начали говорить. Князь поднял руку. «Тихо. По очереди». Каждый из свидетелей рассказал, что он видел. Князь обратился к Норманну. «Люди сказывают. Ты первый начал их задирать. Обиды чинить. Толкался. Женку чужую зацепил. Что можешь сказать в свое оправдание?» Норман заносчиво пожал плечами. «Присуждаю гривне штрафа в княжеский доход. Из города изгнать. Без права появляться». Норман насупился. Сквозь зубы что-то забармотал по-своему. Стражники развязали меня. И я оказался свободен. Они подтолкнули. «Поклонись князю. Невежа». Я поклонился и отошел назад. К людям. Ко мне тотчас же подошли мастеровой с женой. Пожали руку. «Поблагодарить хотим за помощь. Совсем Норманны обнаглели. Нигде проходу от них нет. Ни на улице. Ни на торгу. Гостю обнажить оружие не по правде. Грех». Меня пригласили в Корчму отметить мое освобождение. Кто был бы против? В Корчме, недалеко от площади, где состоялся суд, было полно народу. Но нам местечко нашлось. Мастеровой протянул руку. «Нифонт. Юрий. Пелагея». Ну вот и познакомились. После пору бы есть хотелось. И я заказал курицу, пирогов и вина. Нифонт запротестовал. «Я приглашаю. И заказывать должен я. Да ради бога». Слушка живо приволок под нос с едой и кувшин вина. Мы выпили по стаканчику за праведный суд и мое освобождение. Немного посидев с нами, Пелагея ушла. «В Москве женщин в Корчме не увидишь, а в Новгороде свобода». Нифонт оказался гончаром и, вероятно, искусным. Многие из сидевших в Корчме с уважением с ним раскланивались. Когда мы приканчивали второй кувшинчик вина, я уже знал все городские новости. Я уже подумывал о прощании. Уж больно хотелось спокойно отоспаться на мягкой перине на постоялом дворе, когда в Корчму ввалилось три норманна. Были они явно навеселе, правда, без оружия, если не считать поясных ножей. Да только те ножи мало уступали длиною мечам. Уже и тоньше. Вот и вся разница. Лица уже багровые от выпятого, мутные глаза блуждали по Корчме. Они нагло подвинули сидевших на лафте за столом каких-то крестьян, плюхнулись, заказали подскочившему службе вина и закуску. Не обращая внимания на сидевших, громко горланили по-дацки. Вечер явно обещал быть томным. По-моему, пора сматываться. Приключениями я уже был сыт. Нифонт это понял тоже. Подозвал службу. Расплатились, поднялись и направились к выходу. Все трое норманов уставились на нас. Один вытянул руку и пальцем с обгрызенным ногтем указал на меня. «Порази меня Один, это он!» Сидевший ко мне ближе норман схватил меня за руку. «Отвечай, это ты?» «Конечно, я!» Норманы взревели. Я свободной рукой схватил нормана за руку, провел прием и ткнул его носом в стол. Помимо моего желания, он случайно угодил лицом в похлебку. Норманы вскочили, сидевший в корчме народ бросился в рассыпную. Все знали буйный и драчливый нрав северных гостей. Лишь один здоровенный мужик схватил лавку поперек и со спины здорово врезал двум норманнам, сбив их на пол. Да не на тех напал. Норманы почти мгновенно вскочили, в руках их уже зловеще поблескивали ножи. Оба почему-то кинулись на меня. Чем-то я им точно не нравился. Одному вовремя подставил под ножку Нифонт. От удара второго я ловко уклонился, в ответ завесив ногой со всей силы по причинному месту. Норман завыл, бросил нож и упал. Я схватил его нож и отступил назад. На меня, свирепо сверкая покрасневшими глазами, надвигался тот, которого я окунул в похлебку. Я сделал движение влево и тут же вправо. Норман, хотя и был пьян, отслеживал ножом мои движения. Конечно, с детства привык к железу, навык есть. Медленно он надвигался на меня. За ним мужики боролись с двумя другими Норманами. Слышались звуки ударов, крики, грохот бьющихся горшков и посуды. Надо что-то срочно предпринимать. На мне лишь рубашка да кафтан. Неважная защита от ножа. Я периодически взмахивал своим ножом, не давая Норману подойти ближе. Спиной я уже чувствовал стену. Выхода не было. Я вжался в стену и вывалился спиной вперед во двор. Вскочил, обежал дом и побежал ко входу. Из дверей выбежали посетители. Внутри было шумно, Норманы разошлись не на шутку. Оттолкнув субтильного мужичонку, я влетел внутрь. Вся троица наступала на здоровенного мужика с лавкой в руках. Нифонд и еще один посетитель хватали со столов миски, горшки, яндовы и кидали в Норманов. Те лишь отмахивались, как от надоедливых мух. Недалеко от дверей на кухню валялся ухват. Хороший такой, с железной рогатиной. Я метнулся к нему, схватил, размахнулся и со всей силой врезал одному противнику по голове. С глухим стуком Норман упал на пол. Двое его побратимов повернулись ко мне, поглядеть. Это кто там еще? Мужик с лавкой не упустил момент и хряснул ею со всей своей медвежьей силищей. Норманов, как ветром, сдуло. Я схватил Нифонта за руку и потащил к выходу. Если нас сейчас прихватит городская стража, трудно будет оправдаться во второй раз. Когда мы уже отбежали почти на квартал и остановились перевести дыхание, Нифон спросил, «А ты куда делся, когда на тебя Норман с ножом шел?» Стоял, крутил ножом и вдруг исчез. Я нашелся с ответом. Глаза им отвел. «А, волхвоешь маленько. Грех это. Да уж, коли на пользу пошло, отмолишь потом. Ловко у тебя получилось. Скорее бы они уже отплыли. У причала их корабль стоит. На носу морда драконья. Страшная!» Мы попрощались. Я отправился на постоялый двор. Нифонт домой. Нормандский трофей я сунул за пояс. Ежели к нему ножны заказать, может и пригодиться. Сталь хорошая. Я в этом уже научился разбираться. На постоялом дворе, где я остановился, комната моя с вещами была в целости. Хорошо, что я заплатил за несколько дней вперед. Есть не хочу. Приключениями уже сыт. Надо полежать на мягком. В порубе, на перепрелом сене жестковато. Я разделся, лег на лавку. Благодать! Но в голову лезли разные, причем дурные, мысли. Вот в Москве я нормандов не видел. То ли пути дорожки не пересекались, то ли сказывалось близость Новгорода к Балтике. Но явили они себя не с лучшей стороны. Но и мы, русские, тоже не были агонцами. Взять приключения в корчме. Да, остался жив. Но, по большому счету, мы оставили поле боя противнику. Бежали позорно. И было-то их всего трое, а русских мужиков полная корчма. Конечно, они профессиональные воины, кормятся с меча. Но все же... Чем больше я размышлял о происшествии, тем сильнее чесались руки. Разум останавливал. Ты в городе один, знакомых нет, помочь и прикрыть спину некому. Что ты можешь? Обидно, да? Я поднялся, порылся в вещах. Вот они, мои самодельные бомбочки. Поучить немного данных, что ли? Я постоял, раздумывая, потом быстро оделся, сунул бомбочки за пазуху и вышел. До городской пристани добрался быстро, и корабль нашел сразу. Не узнать или спутать дракар с другим судном невозможно. Страшноватая драконья морда красовалась на носу. Был вечер. По кораблю бродили пьяненькие норманны. Мне показалось, что мелькнула фигура Кнута Ларсена. Подожду, когда все улягутся. Я сел в сторонке в тени припортового амбара. До судна было недалеко. Метров двадцать. Добросить бомбочку было вполне реально. А учитывая, что на драккаре нет кают и все спят на палубе, так это даже на руку. Одно беспокоит. Когда они улягутся спать, поражающий эффект бомбочек снизится. Я просидел в укрытии на чурбачке около двух часов. Уже ноги затекли. Наконец, мореходы стали вытаскивать из трюма половички и укладываться на ночлег. На носу торчал часовой, но сделать ничего он не успеет. Лука у него нет, а меч ему не помощник. Я отвернулся к стене, несколько раз черкнул кресалом и поджег фитили на обеих бомбах. Загорелись. Я в несколько прыжков достиг берега и швырнул обе бомбы на драккар. Часовой не спал и меня заметил. Он громко закричал по-своему и, к моему удивлению, норманы сразу же вскочили, как будто и не спали. И в это время бабахнула первая бомба. От драккара полетели щепки. Люди, корабль окутался дымом. Порох-то был дымный. Рвануло снова. Дым стал гуще. Пора срываться. Я отбежал по берегу метров на сто, остановился у высокого дерева и стал наблюдать. На драккаре разрастался пожар. Сначала появились робкие языки пламени, затем вспыхнуло сильно. То горели обильно пропитавшиеся жиром доски. Норманы даже не пытались тушить. Хотя вода, вот она, за бортом. За канат уцелевший после взрыва норманы подтащили горящий корабль к берегу, стали выбрасывать на землю мечи, щиты, спускать раненых и погибших собратьев. Но вскоре жар от пламени стал столь силен, что все отбежали от корабля. Даже я на большом удалении ощущал на лице тепло от пожара. На берегу собирались зеваки, но, увидев, что горит нормандский драккар, плевались и уходили. Даны вмиг лишились одновременно дома и транспорта. На берегу лежал десяток неподвижных тел. Я счел себя удовлетворенным и решил вернуться на постоялый двор. Не хватало, чтобы меня увидели на берегу, рядом с горящим судном. Не надо быть семипяди во лбу, чтобы заподозрить мое в том участие. Тихими ночными улицами я вернулся на постоялый двор. В трапезной народу было мало, служки стояли рядом с хозяином у прилавка. Не стоит приобретать свидетелей моего позднего возвращения. Я зашел сбоку, прошел через стену, поднявшись незамеченным по лестнице, прошел в свою комнатку. Вот и славно. Не забудут норманны Новгорода. Везде бы их так встречали, быстро спесь бы отлетела. С чувством выполненного долго уснул и проснулся, когда солнце стало слепить глаза. Да никак уже полдень. Вот это поспал. Я спустился вниз, ополоснул лицо, прошел в трапезную, заказал завтрак, а может и обед. Вокруг только и было разговоров о пожаре в порту. Причем, как водится, правдых пересказах было мало. Каждый врал как мог. Что произошло чуть ли не сражение, что он где самолично видел кучу трупов даннов на берегу. После каждой выпитой кружки вина или перевара число убитых даннов возрастало. Мне стало смешно. Доев, я пошел на берег. Из воды торчал обгоревший остов корабля. Некоторые балки еще исходили дымком. Убитых уже не было, как и самих норманнов. Корабелы сказали, что норманы дружно двинулись к наместнику искать правды, пообещав окружающим найти обидчика и сурово его покарать. Ну, флаг вам в руки. Весело насвистывая, я направился на торг и вдруг замер. В моей комнатке лежал норманский нож, тот, что прихвачен мною из корчмы. Надо немедля убрать улику. Если кто обшарит, будут лишние вопросы. Вместо торга я помчался на постоялый двор. Прихватив нож, вышел во двор и в конюшне засунул его под стреху. Фу, пронесло. И как я раньше о нем не подумал. После некоторых размышлений решил на торг не ходить пока. Если кто-нибудь из норманнов свяжет меня с Ларсеном, дракой в корчме и пожаром на Драккаре, то искать будут в людных местах, на торге в первую очередь. Норманны сейчас злые, наверняка прочесывают город, чтобы найти обидчика. Улик у них нет никаких, но и норманны не следователи прокуратуры, им вполне хватит подозрений. А дальше схватить да попытать, а вот что и проясниться. Нет, лучше затихариться, пересидеть несколько дней. Забрав с постоялого двора свои вещи, с трудом нашел Нифонта в гончарной слободе и несколько дней провел у него дома, не показывая носа на улицу. Неизвестно, сколько бы я просидел еще, но Нифонт сказал, что норманны, наняв купеческий корабль, из Новгорода уплыли, на прощание сильно грозившись вернуться и разобраться с обидчиками. Обычно норманны слов на ветер не бросали. И тут же Нифонт сказал мне вторую новость. Несколько купеческих судов собираются в караван, хотят доставить груз в Киев. Он может замолвить слово знакомому кормчему на шхуне, чтобы меня взяли охранником. Я был совсем не против. Чего сидеть в незнакомом городе? А охранять дело уже привычное. Жаль, ребят знакомых со мной никого нет. На следующий день Нифонт повел меня к кормчему, потом к купцу. Видимо, к купцу я не очень глянулся. Ведь не боевой, ему, наверное, нужен был человек с пудовыми кулачищами. Но слову Нифонта доверяли, и мы уговорились. Выход завтра утречком. На следующий день я сердечно простился с Нифонтом и Пелагеей. Нашел на пристани корабль. Купец стоял у трапа. Поздоровавшись, указал место на носу. Было еще несколько пассажиров, которых разместили в крохотных кормовых каютах. Сразу же и отчалили. Еще несколько кораблей Ушкуев и Шхун уже дожидались на стремнине. Мы были последними, отошедшими от причала и все дружно подняли паруса. Берега медленно поплыли назад. Я познакомился с тремя моими коллегами по ремеслу, плававшими с купцом Мефодием уже давно. Здоровенные парни, косая сажень в плечах, чинно подали руки для пожатия. Назвались Василий, Аксен, Афанасий. Покосились на мой мушкет, заулыбались врусые бороды. По что огненным зелем балуешься? Богопротивно! Я смолчал. Проверить в деле мушкет еще не доводилось. Сопровождаемый старшим Аксеном в качестве экскурсовода обошел судно. Караваном плыть безопасней, рассуждал Аксен. На каждом судне по три-четыре охранника. Да команда мечи в руках держать умеет. Новгородцы народ боевой. Просто так ворогу нас не взять. А в караване людишек почитай сотня наберется. Так что повезло тебе Юрий. Спокойным плавание должно быть. Отстоял вахту да спи. Спокойно не получилось. Сглазил видно Аксен. Наш караван мирно прошел озеро Ильмень, вошел в ловоть, миновал Парфена. Впереди в дне пути лежал городишко холм. Вперед смотрящий закричал «Паруса долой! Сюда встали!» Команда засуетилась, зашлепала босыми ногами подоском палубы. Парус быстро свернули, по инерции шхуна прошла еще несколько десятков метров и слегка ткнулась в корму переднего ушкуя. Кормчий перебежал на нос, сложил руки рупором. «Чего случилось? Чего встали?» Сушкуя прокричали. «Сами не знаем! Впереди встали! Вроде как река перегорожена!» С таким я сталкивался впервые. И река-то здесь не широка, от силы метров пятьдесят. Но чем ее можно перегородить? Команда беспечно бродила по кораблю. Даже Аксен, как старший из охраны, не обеспокоился. Но мне ситуация не понравилась. Я на всякий пожарный проверил мушкет, подсыпал свежего пороха на полку, взвел замок. Глядя на меня, остальные охранники лишь обменивались недоуменными взглядами. Спереди от головы каравана, которая сбилась в кучу, практически заполнив всю ширину реки, раздались шум и крики. Я присел за высоким фальшбортом, приподняв над ним голову. С диканьем и свистом из прибрежного кустарника на конях вылетели вооруженные всадники. Азартно что-то крича и размахивая саблями, помчались к берегу. Да только вода не земля. Кони у кромки резко остановились. Аксен с досадой аж зубами заскрипел. Литвины! Вот уж подловили! Хлопцы! За оружие! С других судов раздавались такие же команды. Кое-кто даже успел пустить во всадников стрелы. В ответ захлопали пистолетные выстрелы. Впрочем, без особого вреда. Конник с саблей или мечом хорош для атаки на пеших или таких же, как он, всадников. Но напасть верхом на корабли нападавшие это тоже поняли. Оставив коней за кустами, густой цепью побежали к берегу. На кораблях защелкали тетивы луков. Подпустив поближе, я выбрал цель, прицелился и выстрелил из мушкета. Раздался грохот, приклад больно стукнул в плечо, все вокруг заволокло сизым дымом. Когда дым ветром снесло в сторону, я увидел, что моя картич не пропала даром. Двое нападавших лежали на берегу, а один, держась за кровавленную руку, сделал несколько неверных шагов и упал. Но нападавших это не остановило. Зажав во рту сабли, они с разбегу бросались в воду и плыли к судам. Тут и плыть-то три взмаха руками. Разбойники хватались руками за низкие борта, подтягивались, переваливались через борт и тут же пускали сабли в ход. Если бы их было мало, запросто бы отбились. Команда отважно сражалась, пытаясь не допустить противника на судно. Но взамен убитым или раненым появлялись все новые и новые разбойники. Литвины ли они, либо просто лесные тати, какая разница? Хуже всего было то, что из другого берега, а значит из другого борта нападали разбойники. Видимо, шайка разделилась на две части, но что-то у них не срослось, или задумано было так, но напали не одновременно, с правого борта на несколько минут раньше. На всех кораблях кипели схватки, раздавался звон мечей сабель, крики ярости и боли, с корабля кто-то падал, поднимая фонтан и брызг. Я не оставался в стороне, метался с саблей от одного борта к другому. Как только на борт ложилась черная рука, тут же рубил саблей. Моей задачей было не убить противника, а не пустить на корабль. В конце концов, если врагу отрубить кисть или руку, он будет думать, как бы целым добраться до близкого берега, а не штурмовать корабль. Все дрались отважно, палуба уже была скользкой от крови, но противник давил числом, защитников на кораблях становилось все меньше и наконец настал момент, когда я понял, что на корабле нас осталось двое, я и Аксен, и надо уносить ноги. Зажав зубами нож, я прыгнул в воду и поплыл посредине реки, пытаясь отплыть подальше. Выбираться на берег было нельзя, там полно чужих, с одним ножом не оборониться. Завидев небольшую заводь, поросшую камышом, поплыл туда. Ноги нащупали и листы дно. Тяжело отдуваясь, забрался в средину заводи и затихарился. Камыши затрещали и показался Аксен. С мокрой бороды ручьем текла вода. Был он только в нательной белой рубахе. Ну ты силен. Я за тобой угнаться не мог. Я приложил палец губам. Тс. Тихо. Мы оба замерли. От недалекого места боя еще были слышны крики и звон оружия. Аксен спленал. Наших добивают. Я сунул нож в ножны. Аксен вообще не имел никакого оружия. Здорово. Один нож на двоих. Нас сейчас могут запросто повязать или убить. Это уж как повезет. Через какое-то время шум боя стих. Наступила тишина. Видно, разбойники занялись осмотром и дележом добычи. Мы с Аксеном, неподвижно стоя по пояс в воде, уже изрядно продрогли. Надо бы выбираться отсюда. И только мы решили выходить на берег, как услышали голоса и стук копыт. По берегу ехали возбужденные боем и победой разбойники. Мы с Аксеном присели в камышах. Над водой только головы. Кто его знает? Вдруг с лошади мы будем витны, если останемся стоять? Небольшая группа всадников проехала. Мы прислушались. Тихо. Надо выходить на берег. От холода уже стучали зубы. Первым осторожно двинулся я. Огляделся. Никого. Махнул рукой. И следом за мной на берег выбрался Аксен. Мы прошмыгнули в кустарник. Осторожно пробрались вглубь густого леса. Остановившись, вылили воду из сапог. И раздевшись, выжили одежду. Надевать ее снова было неприятно. Но не ходить же голым. А развести костер самоубийство. Я решил пробраться к кораблям. Посмотреть, что там происходит. Аксен отговаривал меня, как мог. Я махнул рукой. Сиди здесь. Один пойду. Ежели до вечера не вернусь, делай, что хочешь. Хоть в Новгород пешком возвращайся. Медленно, стараясь не наступить на сухую валежину, пошел к месту боя. Раздвинул куст. Улегся на землю. Осмотрелся. Я думал, что погибли все. Ну или почти все. Но оказалось, что я ошибался. На противоположном берегу сидели связанные новгородцы. И было их немало. Десятка три-четыре. Сосчитать лежа было затруднительно. Разбойники, кто бы они ни были, подтащили за канаты суда к берегу. И теперь, выстроившись цепочкой, выгружали весь товар из трюмов и сбрасывали в большую кучу на берегу. Хоть какая-то ясность. Я пробрался левее. Смотрелся. Так вот оно что. От берега до берега, замотанное за здоровенные деревья, свисала железная цепь. Она стала преградой для наших небольших корабликов. Ловко придумали стервецы. Я подполз к дереву, где был закреплен один из концов цепи. Размотал цепь. Еле удержал в руках, чтобы она не грохнула с озями с громким лязгом. Медленно отпустил. Цепь под собственным весом ушла в воду. И я отполз вглубь леса и стал искать Аксена. Должен быть где-то здесь. Чу? Слышен разговор. Стараясь не хрустнуть сучками или веточкой, подобрался поближе. Рядом с Аксеном стояли двое незнакомцев. У обоих в руках обнаженные сабли. Похоже, это разбойники. И, судя по разговору, пытаются узнать, не спасся ли еще кто. Надо выручать товарища. Я подобрался еще ближе. И, улучив момент, прыгнул к стоящему ко мне спиной разбойнику. Глубоко и мощно резанув его по шее ножом. В спину бить побоялся. Вдруг кольчуга надета. Аксен мгновенно сориентировался. И кулаком заехал второму под дых. Не ожидавший такого поворота событий разбойник согнулся в приступе боли. Разогнуться ему уже не дал я. Садив нож по рукоятку в спину. Мы оба с Аксеном одновременно схватили сабли убитых врагов. Ну, хоть какое-то оружие. Обшарили убитых. В колите метная мелочь. Аксен снял пояс с ножом с убитого, нацепил на себя. Я отстегнул ножны от сабли, прицепил к своему поясу, вложил саблю. Слушай, Аксен, там наших корабельных в полон взяли. На берегу сидят связанные. Что делать будем? А у тебя что, рать в две сотни мечей под рукой есть? Или ты хочешь, чтобы мы вдвоем напали на разбойников? Татья еще полно осталось. Да и луки у них есть. Сам видел. Мы и до наших добежать не успеем. Посекут стрелами. Тогда что делать? Домой возвращаться. А по пути в Парфино зайти. Известить, что с новгородцами приключилось. Может, рать небольшую собрать успеют, да перехватить. Хотя вряд ли. Это почему? Разбойники-то конные. А пленники пешие. Да, босс под добычу надобен. А он медленно идет. Аксен поскреб голову. А и правда. Тогда надо идти. Аксен, ты иди один. Поспешай. А я тут останусь. Буду в отдалении от пленников идти. На дороге, на перекрестках знаки оставлять. Скажем, веточки подламывать. Тогда пленников быстрее сыскать можно будет. Это ты ловко придумал. Тогда удачи тебе. И тебе того же. Мы обнялись на мгновение. Затем разошлись, каждый в свою сторону. Молча и не оглядываясь. Я снова пробрался на берег. Спрятался в кустах. На противоположной стороне, за время моего отсутствия, появились изменения. Целый обоз. Разбойники лихо грузили на подводы, добытые мечом трофеи. Двое нарядно одетых в цветные жупаны, внимательно за ними приглядывали. Не иначе, как вожаки. Дворяне, небось, литовские. Когда все товары были уложены, пленных пинками подняли. В это время освобожденные от тяжелой цепи суденышки, влекомые течением ловоти, медленно стали отдаляться от берега, спускаясь к Кельменю. Литвины загомонили сначала, увидев, как корабли отплывают, но потом махнули рукой. И правда, в княжество литовское как на кораблях проплыть. Тяжело груженные вазы тронулись, сзади пошли понурые пленники, подгоняемые конвоем из литвинов. Выждав, когда берег опустел, я огляделся. Никого. Спустился к воде. Стараясь не плескать и не поднимать шума, переплыл реку. Перебежав к кустам, разделся, выжал одежду, слил воду из сапог, тут же все это натянул на себя. Двинулся вдоль колеи, пробитой десятками колес в мягкой земле. Вытоптанный ногами и колесами след извивался между деревьями, уходя на закатную сторону. Я двигался параллельно ему, но в глубине леса. Не дай бог, если пойду по колее, и кто-нибудь из литвинов обернется. Сразу спалюсь. Иногда я выходил к колее, ломал несколько веточек, так, чтобы они бросались в глаза. Надо оставить четкий след, где прошли разбойники. Я все еще лелеял надежду на помощь, но при размышлении понял, что это маловероятно. Аксену идти до Парфена пешком два дня, да покарать соберут, до места засады и боя доберутся. Считай, семь день, да последу неизвестно, как идти получится. А до порубежья литовского недалеко. Даже при медленном ходе обозном все равно за неделю литвины с обозом и пленными на свою землю уйдут. Я аж зубами заскрипел от злости. Все просчитали, не ошиблись. Конечно, такие набеги на целый караван купечесчих судов с бухты-барахты не делают. Все литвины прикинули, что до ближайших городков пешком идти за помощью долго, а по рубежье – ближе. Я шел и матерился про себя. Что же делать? Чем дольше я шел, тем яснее осознавал, что я один, и помощи ждать не от кого. И такое отчаяние накатило – впору плюнуть и обратно повернуть. Да только не привык я бросать начатого дела на середине. Вот веточки заламывать на пути разбойничем бросил лишнее. Начало смеркаться, затем стемнело. Я стал вдвойне осторожнее, шел медленнее, ощупывая ногами землю. Хоть и торопятся литвины, но ночью не пойдут. Места здесь глухие, болотца встречаются, рисковать обозом никто не захочет. А и правда, зачем? На полсотни верст вокруг ни души, ни деревеньки. Покушать и выпить у них с собой есть. Небось, вчистую корабельные запасы вымели. Захотят ночью согреться. Костерок разведут. Никто в глухомане не увидит. Так и есть. Впереди, за деревьями, мелькнул огонек костра, потянуло дымком. Медленно я приближался к стоянке. Стоп! Костерок сыграл с литвинами плохую шутку. За одним из деревьев был виден силуэт дозорного. Я его на фоне костра видел, а он меня нет. Вот, обойдя часового сбоку, прикрываясь деревьями, подкрался поближе и, улучив момент, когда дозорный отвернется в другую сторону, в два гигантских скачка оказался рядом с ним и трофейный с саблей снес ему голову. Вот подхватить падающее тело не успел, но на шум никто не обратил внимания. Литвины у костра уже чувствовали себя в безопасности. Говорили свободно, смеялись, пили из кувшина в вино, что варили в метном котле. Я принюхался. Мясной запах шел от котла. Небось, каша с мясом. Я сглотнул слюну. В животе забурчало. Когда был завтрак-то? А целый день пришлось то саблей махать, то в воде сидеть, то пешком идти. Не отказался бы я сейчас за тем котлом посидеть. Литвины пошарили в повозках, стащили к костру целую кучу снеди, выбили у одного бочонка с вином дно и стали шумно отмечать победу с богатыми трофеями. Когда ложки разбойников заскребли по дну опустевшего котла, мне пришлось лишь горестно вздохнуть. Насытившись, разбойники захотели развлечений. От пленников отделили солидного мужчину в годах, приволокли к вожаку, бросили под ноги. О чем спрашивал вожак, слышно не было, только разговор принимал какой-то нехороший оттенок. Вожак вскочил, начал пинать купца ногами, потом ножом отрезал у него бороду. Сильнейшее оскорбление на Руси для православного. Купец плюнул на обидчика. Вожак наклонился, вонзил нож в живот купцу и медленно, явно наслаждаясь мучениями жертвы, потянул нож кверху, увеличивая разрез. Купец надрывно закричал, затем стих. Литвины захохотали. Я стиснул зубы. В висках стучали молоточки. Ненависть и злость захлёстывали все мое существо. По взмаху руки вожака двое подручных притащили ещё одного новгородца, совсем молодого парнишку лет 16-17, с замотанной холстиной рукой, на которой темнела кровь. Парнишка в ужасе уставился на ещё организирующего купца, глаза в страхе заметались по сторонам, на лбу заблестел пот. Вожак начал размахивать перед перепуганным парнишком окровавленным ножом, потом неожиданно взмахнул рукой и отсёк новгородцу ухо. Парень закричал и от боли, и от испуга, по голове струилась кровь. Пленник дёргался, но руки были связаны за спиной, и подручно и надёжно держали его за плечи. Ярость моя нарастала, требуя выхода. Да, пленников берут, но не издеваются, а возвращают за выкуп, в целости, между прочим. Я почувствовал, как мышцы всё тело наливаются упругой мощью. Было ощущение, что одежда моя вот-вот треснет от распирающей силы. Не в силах сдержаться, я вскочил, выхватил саблю и, не таясь, бросился к Литвинам. Всё-таки что-то произошло. Время для меня необъяснимо сжалось. Я летел, как ветер, а все вокруг застыли. Литвины медленно, как в кино, начали поворачивать головы на шум, с которым я ломился через лес, как лось во время гона. А я уже был в гуще врагов и рубил. Рубил головы налево и направо. Вернее, даже не рубил. Я пересекал саблей шею и несся дальше. Какое-то время голова ещё оставалась на шее. Был виден лишь порез. Голова ещё моргала глазами, не осознавая, что уже мертва. Ураганом я прошёл вокруг костра, рубя без пощады всех, до кого дотягивалась сабля. Описав первый круг, пошёл на второй, увеличив радиус. Только тогда убитые мной стали оседать на землю, причём так медленно, что пока первый из убитых, а это был их вожак, упал на землю, я успел завершить второй круг, убив не меньше полутора десятков. Для меня они стояли почти неподвижно, лишь совершая медленные движения кистями рук или глазами. Я понял, что они видят мелькающую тень, но осознать, кто их враг, не могут. Я метался между этими неподвижными статуями и рубил, рубил, рубил. Что интересно, на мне не было ни капли вражеской крови. Я успевала отскочить к следующему врагу, пока у убитого появлялись первые капли крови. Остановился на мгновение, оценил, кто ещё жив из врагов, и безжалостным коршуном кинулся на противника. Вроде всё. Возник шум в ушах, резко подступила слабость, ощущения были как у сдутого воздушного шарика. Силы уходили. Подташнивало. Я через силы дошёл до дерева и рухнул в траву. Через несколько минут шум в ушах стих, и я услышал журчание. Ручеёк рядом, что ли? Господи! Да это жальётся кровь из обезглавленных шеи моих врагов! Меня чуть не стошнило! Внезапный приступ дурноты и слабости медленно оставлял меня. И через какое-то время я смог сесть. Зрелище было не для слабонервных. Рядом с костром стоял остолбеневший от боли и пережитого непонятно чего, что рубило головы врагам новгородец. Вокруг, по всей поляне, лежали бесформенными тёмными кучами враги с одинаковыми смертельными ранениями. Без голов. Да, я убивал в бою. Что делать? Век жестокий. Но и противники мои могли меня убить. У всех было оружие. Но сейчас надо было время осмыслить произошедшее. Что на меня нашло? Почему я стал двигаться в пять, десять, двадцать, да, наверное, в сто раз быстрее, чем все остальные? Неужели перенос во времени дал мне возможность не только проходить сквозь стены, но и сжимать время и ускорять до невероятной величины свои действия? Мне стало не по себе. Я что, превращусь в монстра, которого никто не сможет остановить? А впрочем, зачем меня останавливать? Я что, граф Дракула и пью кровь невинных? Все, что я до сих пор делал, шло во благо моих соплеменников, моей страны. Но не свихнусь ли я? Не превратятся ли мои необычные способности в обузу, во вред окружающим меня людям? Все. Хватит философствовать. Новгородцы еще связанные лежат, да караульные в лесу ждут смены. Вдруг да заявятся сами. А меня после такого взрыва энергии теперь можно брать чуть ли не голыми руками. До того я был слаб. И сильно хотелось есть. Очень сильно. Видимо, такие ускорения движений сжигали много энергии. Кое-как я вложил саблю в ножны и, опираясь на них, как на клюку, доковылял до костра. Увидев здоровенную копченую свиную ногу, я вцепился зубами в мясо, и довольно быстро от окорока остались одни кости. Парень по-прежнему стоял столбом и с удивлением и страхом смотрел на меня. Ну, конечно, слопот за один присес такой окорок под силу только нескольким бугаям, да и то под хорошую выпивку. Утолив голод, я почувствовал, как силы возвращаются. Я вытащил из ножа нож, подошел к парнишке. От испугу он втянул голову в плечи, в глазах плескался ужас. Кто я? Он не знал. Очередной незнакомец с ножом. Протянув ему нож, я сказал. Пленников, освободи. У парня от удивления отвалилась челюсть. Затем он повернулся ко мне спиной. Вот черт, он же связан. Я перерезал веревки. Парень взял нож, но тут же выронил. Так затекли руки. Ладно, руки разомни и стой тут. Я направился к темному углу поляны. Там лежали наши новгородцы. У каждого руки связаны сзади. А кроме того, все связаны одной длинной веревкой. Я перерезал веревки. Люди начали растирать затекшие руки. Медленно вставать. Всех мучила жажда. Парнишка, которого я развязал первым, схватил котел и побежал к недалекому ручью. Пленники, вернее уже бывшие пленники, проникали к котлу со свежей водой и пили, жадно, не отрываясь. Когда насущная потребность была утолена, люди стали ходить по поляне. В первую очередь подошли к убитому купцу. На лице его застыла страдальческая маска. «Плохой смертью умер Глеб», – промолвил один из новгородцев. «Похоронить бы надо». «Это уж завтра», – отозвался другой. По мере того, как новгородцы обозревали поляну, удивление их росло. «Это кто же такое сотворил?» Ко мне подошли несколько новгородцев. Даже в разорванных одеждах, помятые, окровавленные местами, они выглядели солидно, держались с достоинством. «Я?» «Ты один?» Все поразились. Неожиданно подал голос парнишка. «Когда мне ухо отсекли, он, как демон, налетел. Никто даже опомниться не успел. Сабля летала, как молния. Всех он один посек. Бог тому свидетель». Парнишка перекрестился. «Господь с тобой! Ты не берсерк ли, какой у норманов бывает?» Говорят, они в бою боли не чувствуют. К ним даже товарищи близко не подходят. Боррубят они вокруг себя всех. Света белого не видят. К тому же доспехов железных не носят. Ко мне осторожно подошли двое новгородцев. Пощупали руки, спину, грудь. «Наем доспехов нету!» Вокруг нас собрались почти все. И по толпе пробежал шепоток. «Берсерк! Истинно берсерк!» Все замерли. Тишину нарушил солидный купчина. «А если и берсерк? Что с того?» «Благодарить его всем миром надо. Из полона освободил». И поклонился. Толпа мгновения стояла неподвижно. Затем все дружно склонились в поклоне. «Ей-богу!» Я засмущался. Не красна девица, но пробрало. До печенки достало. Купец, который первым поклонился, подошел, обнял. «Спасибо, сынок!» Повернувшись к толпе, сказал. «Жалую десятую часть моих товаров за вызволение». И почти тут же раздалось. «И я!» «И я тоже!» «Ну, нифига себе! Отсюда еще выбраться надо!» Корабли уплыли, на вазах быстро не уйдешь, а они уже про барахло. Я решил взять инициативу в свои руки. «Так, господа Новогорода, предлагаю вечи закончить, собрать у врагов оружие. Сами определитесь, кого в дозорные выделить, а кто кашеварить будет. Небось, и кушать хочется?» «А и верно, говорит. Как звать тебя, воин?» Юрий, свободный человек. В охрану к купцу Афанасию принят был. «Нет уж купца Афанасия. Убит он. Сам со шхуны трупы сбрасывал. Литвины заставили». «О, Юрий, иди ко мне в охрану. Втрое больше жалований положу. Мне такие парни нужны». «Так ведь кораблей нет!» «А товар есть. Вон в вазах лежит. До Парфена бы только добраться. Все равно течением их в Эльмень озера снесет. Там и найдем свои посудины». «Ну что же, не будем загадывать. Но я не против». «Вот и латненько». Купцы – люди деловые. Быстро распределили обязанности. Кто оружие собирал, кто ветки в костер таскал, кто кашеварить собирался. Я уселся в стороне на пенек. Устал. Передохнуть надо. Люди поглядывали на меня с уважением и страхом. Обходили стороной. Позже я обратил внимание, что куда бы я ни шел, вокруг меня было пустое от людей место. Этакий кружок метра два-три. Ага, понятно. Берсерка боялись. Парень он хороший, боевой. Из полона освободил. Но что у него в голове – непонятно. Оно как опять начнет саблей размахивать и всех в капусту рубать. Лучше от него подальше держаться. Я прислонился к стволу дерева и мгновенно провалился в сон. Показалось, что меня тут же растолкали. Но нет. Уже и каша с мясом была готова. Мне принесли здоровенную миску, а сверху лежал огромный ломоть хлеба. Я взял ложку и стал есть. От костра слышался разговор. Интересно, о чем? Голос что-то знакомый. Я перестал есть, прислушался. Рассказывал парнишка. Я застал, видимо, уже конец повествования. Как молния. А опосля подошел к костру, схватил копченую свиную ногу и сразу все умял. Даже костей не осталось. Народ ахнул. Неужто и кость сгрыз? Парнишка перекрестился. Ей-богу, не вру. Все опасливо покосились на меня. А я старательно душил смех. Пока до Новгорода доберемся, столько нового о себе услышу. Потом дошло. Эдак все разговоры до церкви дойдут, примут за порождение дьявола, а инквизицию никто не отменял. Сожгут живьем. И все дела. Надо будет как-то потихоньку все это спустить на тормозах. Разговор у костра продолжился неожиданным образом. Один из купцов подсел сбоку. Слышь, паре, ты воин знатный, по всему видать. Переходи ко мне на службу. Авдей в пятеро платить собирается, а я вдвое от него. За тобой, как у Христа за пазухой. Ты ведь пленных не бросил, от ловы-ти за нами шел. Я так понимаю, момент удобный выжидал. То грамотно. Я сам когда-то дружинником был. Понимаю. Ты больше, чем десять воинов стоишь. Я убитых поглядел. Раны ровные. Стало быть, удар правильный. А что берсерк, то я их не боюсь. Встречал уже. Ты только, когда в ярость входить будешь, знак подай, чтоб, значит, я отбежать успел. Я чуть не захохотал, но сдержался. За остаток ночи поодиночке ко мне подходили все оставшиеся в живых купцы. Я никому не отказывал, обещая подумать до Новгорода. Утром позавтракали каши, запили с сытом, запрягли в повозке коней и двинулись в обратный путь. Колея уже была пробита, дорогу искать не приходилось, и до места схватки на берегу добрались к обеду. Здесь купцы заспорили. Часть предлагала идти по левому берегу, часть по правому. Каждая из сторон приводила свои доводы. Я в спор не вмешивался. Что спорить, коли местности не знаю? Однако же, если Аксен доберется до Парфена, наверняка пойдет в догон по левому берегу. А может, и заберет на закатную сторону. Если Аксен забудет, что я ему говорил про сломанные веточки на дороге. О том я купцов и известил. Споры тут же прекратились, как будто за мной оставалось решающее слово. Через два дня нелегкого пути по неторенным местам. Плавали в основном здесь, а не на подводах ездили. Подошли к Парфена. Крепостные ворота небольшого городка были закрыты. Из надвратной башни высунулся стражник. Кто такие? Гости новгородские. Разбойники пограбили, корабли отобрав. Назад, в Новый город возвертаемся. Стражник хлопнул себя ладонями поляшком. Да что же это делается? Второй раз уже. Токмадин тут прибег. Говорит, караван пограбили, наши рать собирают, да посыльного в Новгород послали. Теперь вы? Не Аксеном ли того человека кличут? Аксеном? Заинтересованно уставился на меня стражник. Так мы из того каравана и есть. Гляди-ка, удивился стражник. Тут зашумели купцы. Долго ты нас перед закрытыми воротами держать будешь? Сейчас, сейчас, только воеводе скажу. Стражник исчез. В скорости загромыхали засовы и ворота распахнулись. Навстречу нам вышел воевода в полном боевом. В кольчуге, шлеме, опоясанной саблей. За ним шли несколько ополченцев и Аксен. Завидев нас, он издал радостный вопль и кинулся навстречу. Обнял меня, повернулся к воеводе. Наши-то сами с полона вырвались. Ну и славно. Заходите в город. Отдохните. Мои люди ушкуй да шхуну чью-то в ловоте выловили. Без команды. Трюмы пустые. Да палуба в крови. У причала стоят. Ваши. Купцы одобрительно загомонили, а несколько наиболее летивых тут же пошли смотреть. Кому повезло? Чьи корабли у пристани? Поздновато мы хватились. Видать, другие корабли мимо нас с половы ночью проплыли. Теперь их в Эльмень-озере искать надобно. Да ничего, Эльмень-озеро не море-океан. Сыщутся. А босс зашел в город, расположился на небольшой площади. Примчались те ретивые, что бегали смотреть корабли. После небольшого ремонта текелажа и приборки палуб, суда вполне могли взять на борт всех. Экипажи-то изрядно после боя поредели, даже тесно не будет. Не откладывая дело в долгий ящик, почти все пошли на пристань, оставив несколько человек для охраны. Остался и я. Какой из меня мореход? Я и парус поднять не могу. Румпель от вымпела отлечу, конечно, но куда какая веревка идет и как она по-морскому называется, уж извините, не тому учился. Что удивительно, среди пленных были только легко раненые. Либо раненые тяжело скончались отранцами, либо их добили литвины, чтобы не обременять обоз. Надо для себя запомнить этот факт. К вечеру посудины наши были готовы. Решили переночевать в городе с тем, чтобы утром быстро погрузиться и отчалить. Не удалась купцам ходка. В Новгороде будут подсчитывать потери и зализывать раны. Купцы, конечно, огорчались, но не сказать, чтобы сильно. Были бы кости, говорили они, а жир нарастет. Торговое дело без риска не бывает. В основном все грабежи и убийства случались в пути. В конном леобозе, на кораблях. Много лихих людишек, не чувствуя сильной власти, не желая обременять себе ежедневным трудом, предпочитали добывать себе дингу острой сабелькой, кистенем, да за сапожным ножом. Мало того, что хватало с избытком своих, доморощенных лихих разбойников, так и соседи с пограничья норовили быстрым рейдом пройтись по соседским землям, хапнуть, что удалось, да быстрей домой. Часть людей ночевала по привычке на судах, кто побогаче, ушли на постоялый двор. Я был, где большинство, на причале, завалился на повозку смехами, хорошо, мягко, тепло, придремал. Проснулся от тихого говора, совсем рядом, приоткрыл один глаз. Рядом стояло несколько горожан и один из наших, парнишка с отрезанным ухом. Парнишке, видимо, нравилось чувствовать себя в центре внимания. Ты не смотри, что на нем кольчуги, а ли другой брони нет. Он берсерк, его мечи не берут. В бою как ураган летает, сабля как молния, глазом не успеваешь уследить. Один всех литвинов уложил. Иди ты, а не врешь, паря. Парнишка насупился. У кого хочешь, спроси. Как, по-твоему, мы из полона освободились? Мужики поглядывали на меня опасливо и близко не подходили. Надо же, а с виду и не скажешь. Человек как человек. Мне надоели эти разговоры, спать только мешают, и я шумно повернулся на бок. Мужики так и рванули в расцепную от телеги. Я усмехнулся. Уже и берсерком стал на нормандский манер. Ё-моё, подзабыл я. Ведь из Новгорода я исчез, потому как норманов обидел. А ну, как они вернутся? Смогу ли я, как в битве с литвинами, время сжать? Если да, то и чёрт с ними, норманами. А если нет? Интересно, как это у меня получилось? Что-то новое о себе узнаю на тридцать пятом году жизни, прямо как в поговорке. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Весь сон перебили, чертяки. Я прикидывал, чем и как объясняются мои необычные способности, но так и не смог ничего для себя решить. Не доволен ли я такими способностями? Пожалуй, нет. Пусть будут, коли есть. Вот только надо научиться владеть ими в полной мере. Интересно, это всё, чего можно ожидать от организма? Или я ещё чего-нибудь могу? Знать бы заранее. Увы. Утром началась суматоха. Все выстроились цепью и передавались повозок в трюмы товара купцов. Закончили работу удивительно быстро, но купцы есть купцы. Теперь они направились в город продать лошадей и повозки, что достались в качестве трофея от литвинов. С другой стороны, не пропадать же добру. Часа через два, распродав трофеи, вернулись назад, коротко посовещались и, подойдя ко мне, выложили мешочек с монетами. Половину выручки за лошадей, повозки и оружие литвиновское тебе отдаём, другая половина нам за хлопоты. Да бог с вами, я особо не претендовал, но дают бери, с деньгами жить проще. Скорости отчалили и уже утром были в Новгороде. Такого быстрого возвращения никто не ожидал, но слухи в городе распространились быстро и скоро у причала стояла толпа. Все хотели узнать новости, кто вернулся, кто убит. Я не был нужен никому, это как-то царапнуло сердце. Идти тоже было некуда, и я направился на постоялый двор. Вещей после боя у меня тоже никаких не было, сдинули куда-то, как и мушкет, только сабля трофейная на боку, да нож поясной. Хорошо, что хоть купцы деньги от продажи обоза дали, будет на что жить. Я пришел на уже знакомый постоялый двор. Кормили здесь неплохо, место нешумное, меня устраивало. Хозяин меня вспомнил. Времени от прошлого моего посещения прошло немного. Отвел самолично в небольшую, но чистую и опрятную комнатку. С наслаждением я раздился и упал на мягкую постель. Только тот, кто путешествовал, не раздевался неделями, сможет это оценить. Бог с ним с баней, ее еще заказывать надо. Сейчас спать, в тепле и уюте, в спокойствии. Вечером мой сон был прерван осторожным стуком в дверь. На пороге стоял хозяин постоялого двора. Из-за его плеча выглядывал Авдей. Ты что же, друг любезный, от людей сбежал? Почитай весь вечер, по постоялым дворам езжу, на силу нашел. А что случилось-то? Так уговаривались мы с тобой на службу ко мне охранником. Авдей, отоспаться-то я могу? Купец захихикал. Магеш, да только я первым быть хочу. Тебя уже другие торговые гости ищут. Новгородцы ребята хваткие, но я первым оказался. Купец прошел в комнату, уселся на лавку. Хозяин в виде чинный разговор мгновенно исчез. Юрий, я видал, как тогда на поляне к тебе другие купцы подходили. Знаю, что ответ никому не дал. То хорошо, мужчина за свои слова отвечать должен. Давай уговоримся. Плачу пять рублей в месяц, харч и жилье мое. Ну, по рукам? С одним условием, Авдей. Каким еще? Только охрана и защита. Никаких других дел. В свободное время я должен с оружием заниматься, чтобы навык был. Купец с облегчением вздохнул. Согласен. По рукам? Мы скрепили рукопожатием наш договор. Кстати, на Руси договор, скрепленный рукопожатием, все равно, что нынешний на бумаге с печатями. Дал слово. Держи. Купец окинул взглядом мое жилище. А вещи где? Да все на мне. Купец покачал головой. Зазорно что-то. Воин знатный, а ничего не нажил. Пропил? Я чуть не поперхнулся. На работе не употребляю. А чего тогда гол как сокол? Московит я. От гнева княжеского сюда перебрался. В Москве и дом, и жена остались. Ага, ясно теперь. И то мне странно было. Почему раньше я о тебе ничего не слышал? Вот она что, московит. Ну извини, где родился, там и пригодился. Я знал, что на Руси москвичей никогда не любили, что в двадцать первом веке. Собирайся, поедем ко мне. Возок дожидается, банька натоплена. Что одному как берегу сидеть? Считаю, уговорил. Я поднялся, оделся, опоясался саблей. Готов? Внизу заплатил хозяину за комнату, раскланялся. За воротами стояли добротные дрожки, запряженные парой гнедых. На козлах восседал возничий. Едва мы уселись, как экипаж тронулся. Жил купец недалеко от храма Святой Софии. Богато жил. Большой двор с постройками, изба в два поверха, слуги по двору шастают. Коли не знаешь, что купец, можно подумать дворянин. Довольный произведенным впечатлением, купец провел в дом. Познакомил с домашними, явно желая похвастать. Отвел меня в выделенную комнатку на первом этаже. Второй этаж был чистохозяйский. После мы сходили в баньку, от души попарились. Когда вышли в предбанник, слуга дал мне новое белье, рубашку, штаны. Носи, дарю, не след в рванье ходить. Одежда моя после боя, купания и ползания по лесу и в самом деле выглядела непрезентабельно. После было хорошее застолье с обилием закусок и выпивки. Я пил мало, но хозяин явно решил воздать бахусу за избавление от позорного плена и последующего выкупа. Когда хозяин уткнулся носом в миску, я пошел к себе отдыхать. Утром, предупредив хозяина об отлучке, пошел на торг в оружейные ряды. После нескольких стычек и длительного размышления решил подобрать себе оружие и нашел. Взял шесть штук хорошо сбалансированных хорошей выделки метательных ножей и случайно наткнулся на великолепный дамасский клинок. Я долго не мог отвести взгляд от матового лезвия, проверял клинок на гибкость, пробовал на остроту, срезал волоски на руке. Хорош клинок. Беру. Денег даже после ожесточенного торга едва хватило, поэтому ножны взял самые простые, деревянные, обтянутые кожей. Не ножны главное, да и богатые ножны привлекают чужой, не всегда добрый взгляд. Мне это внимание ни к чему. Вернувшись в купеческий дом, ставший на время моим пристанищем, зашел на задний двор и начал упражняться в метании ножей. Плохо учителя рядом не было, а в таком экзотическом применении ножа тонкостей много. Начал с близкого расстояния, метров с трех. Вначале ножи не хотели втыкаться лезвием, норовили то ручкой, то плашмя. Но после трех дней почти непрерывных упражнений я понял суть, и ножи стали входить в бревенчатую стену острием. Для себя я поставил цель бросать ножи быстро и точно, пусть даже недалеко. Пять-шесть метров вполне достаточно по дистанции. У ножа есть одно ценное качество бесшумность. Лук тоже бесшумен, но велик, и чтобы освоить его в совершенстве нужны годы практики. У меня же времени было мало. Я подспутно чувствовал, что мне еще придется столкнуться с норманными, и я хотел быть готов к этой схватке, может быть, решающей для меня. В работе с саблей практика была. Конечно, против опытного фехтовальщика мне долго не продержаться, но участвовать в дуэлях я не собирался. В беспрерывных занятиях, метании ножей, упражнениях самбо проходил месяц за месяцем. В качестве партнера я нашел себе хозяйского холопа Ивана. Среднего роста, ловкий, подвижный, он неплохо подходил для этой роли. Я нагружал себя физическими упражнениями, растяжки, бег, вот только с тяжестями не занимался. Мышцы накачать ими можно, сила будет, но теряется скорость, главное для бойца. Со временем к моим упражнениям привыкли, считали причудой, да что с берсерка взять. За зиму успел перезнакомиться с соседями, обзавелся знакомыми, на торгу, среди мастеров-оружейников, мастерового людо, купцов. Нравился мне Новгород. Это в Москве политические интриги, дрязги, подсиживания, как среди бояр, так и среди князей. Чей род старше, у кого заслуг больше, все хотят поближе к государю пробиться. Наступила весна, потекли ручьи, вскрылся Волхов. Авдей начал поговаривать о новом караване судов с товарами. За зиму охотники набили много зверя, шкурками амбары полны. Зимний мех ценится выше, густой, красивый, прочный. Не хотел купец упустить своего, поэтому исподволь готовился. Оно не ждал, когда сойдет вода, да судно просмолят, подремонтируют к дальнейшему походу. Да и мне хотелось размяться. Засиделся я на теплой печи и сыном харча у хозяина. Пора набираться новых что князь Курбский вскоре должен в Литву перебежать, а там и мне можно будет в Москву возвращаться. Соскучился я что-то по Дарье. Хорош Новгород, слов нет, храмы красивые, дома добротные, не теснятся как в Москве, усадьбы обширные, нравы свободные, но неродной мне город. По большому счету и нынешняя Москва тоже неродная. Я появлюсь только через четыреста лет, но все же. Майским днем, когда судно было уже готово, товар в трюмах, Авдей ожидал только готовности других купеческих судов, я отправился на торг. Так, прикупить что по мелочи. И услышал от гаража новость, которую и ждал и боялся услышать. Вечером к пристани пришвартовался драккар. Норманны пришли числом четыре десятка. Настроение слегка испортилось. Ежели Авдей уйдет с караваном, все обойдется. Норманны народ злопамятный. Будут искать обидчика, и может быть, им это удастся. Что же, надо быть наготове, иметь при себе оружие, саблю и ножи. Физически и морально я был готов к встрече, но не со всеми сорока сразу. Глава восьмая День как-то не заладился. Утром, узнав у Авдея, не будет ли каких-либо дел для меня, я опоясался саблей, заткнул за пояс чехол с метательными ножами, прикрыл его полой кафтана и отправился на торг. По дороге раскланивался с появившимися знакомыми, а на торгу, как у последнего раззявы, у меня срезали поясной кошель. Ведь знал, что мошенников увозов полно, кошель был прикрыт полой кафтана. Я внимательно отслеживал всех вокруг и тем не менее, когда захотел расплатиться за новые сапоги короткие, мягкой кожи, к лету, кошеля не оказалось. Я с досады выругался и сплюнул. Месячное жалование увели ублюдки. Это какую ловкость рук надо иметь, чтобы у трезвого, в своем уме и осторожного человека срезать кошель, чтобы он не заметил. Впредь наука будет, не надо класть все яйца в одну корзину, можно было деньги по частям рассовать в разные места, но чего уж теперь. Я развернулся и отправился домой. Что без денег делать на торгу? Недалеко от выхода навстречу попались два норманна. Были они без шлемов, кольчуг и щитов, но мечи по-нормански висели на спине, лишь рукоятки торчали за плеча. Они внимательно, цепкими взглядами опытных воинов осмотрели меня, но не сделали попыток заговорить или задеть, спровоцировать на траку. Мне их лица были незнакомы. По пути с торга я несколько раз оборачивался, проверялся одним словом, хвоста за мной не было. Спокойно дойдя до дома, я взял деньги. Снова вернулся на торг, сапоги-то были нужны. Перед торгом на небольшом пятачке у входа стояли несколько норманнов, внимательно разглядывающих прохожих. Они никого не трогали, но очень это было похоже на цепь, некую гребенку, просеивающую подозрительных с их норманнской точки зрения. Когда я подошел, один из норманнов дернулся, что-то бросил своим товарищам, повернулся ко мне, ткнул в грудь пальцем. «Ты был в Корчме? Я каждый день там бываю, это мое дело». «Мне кажется знакомым твое лицо». «А мне нет, что из того?» Вокруг нас начал собираться народ. Норманнам это явно не понравилось, они отступили в сторону, и я прошел на торг. Сделав покупки, направился домой, и на выходе опять наткнулся на тех же норманнов. Им что, заняться нечем? Или кулаки уж очень чешутся? Когда я проходил мимо, один из даннов подставил подножку. Я был готов к их пакостям, споткнулся, но не упал. Не оборачиваясь, мгновенно сильно ударил каблуком по ступне Нормана. Удар очень болезненный, уж поверьте. Норман от неожиданностей боли взвыл, а остальные как с цепи сорвались, кинулись ко мне. Ага, как же, буду я стоять ждать, когда меня побьют или в потасовке сунут нож под ребра. Швырнув в лицо ближайшему Норману купленные сапоги, я получил ожидаемую реакцию. Он вскинул руки, инстинктивно закрываясь. Тут я ему и врезал ногой под ложечкой. Норман согнулся. Инстинкт заставил меня присесть. И вовремя там, где только что была моя голова, просвистел здоровенный кулак. Полуобернувшись, я в ответ врезал локтем в пах противнику. Норман от боли даже выдохнуть не смог, схватившись руками за отбитые причиндалы. Я лично сомневаюсь, что в будущем он сможет стать отцом. Поскольку вокруг нас снова собрались зеваки, Норманы не стали продолжать драку, помогли подняться своим пострадавшим друзьям и пошли прочь от торга. На прощание один прошипел мне. Мы еще свидимся, Рус. Подобрав валявшиеся сапоги, сразу направился к сапожнику, попросив подбить на каблуки и носки сапог жесткие набойки. Сапожник удивился, но сделал при мне. Бить будет сподручней. Саблю и нож во время драки я не вытаскивал, а вот набойки железные очень бы пригодились. Мои сапоги их. Дома купеческие слуги делились городскими новостями. Норманы присутствовали во всех людных местах, провоцировали мужиков на драки, цеплялись к женщинам. В городе зрело глухое недовольство, но пока до открытых стачек не доходило. Пару дней я сидел дома, отрабатывал некоторые удары, метал ножи. Со слов холопов, то в одном районе города, то в другом происходили драки. Норманы вели себя просто вызывающе. Ну что же, не гоже прятаться дома, когда незваные гости обижают хозяев. Опоясавшись саблей, заткнув за пояс ножи, я отправился в город. По дороге решил зайти в корчму, выпить сбитня, послушать городские новости. Только подошел к двери, как в корчме раздались крики, от удара распахнулась дверь, и мне навстречу вылетел мужик с окровавленным носом. Я успел подхватить бедолагу и положил на завалинку. Похоже, в корчме кто-то веселился на всю катушку. Я зашел в открытую дверь. Здесь кипела драка. Несколько мгновений я стоял, пытаясь определиться, кто бьет, кого и за что. Ага, да здесь норманы наших бьют. До оружия дело не дошло, хотя мечи были у них за спинами. Дрались всем. Ногами, руками, лавками, оторванными досками. Били глиняные горшки о головы друг друга. Я улучил момент и кулаком изо всей силы треснул по затылку нормана, который неосторожно повернулся ко мне спиной. Надо помогать своим. И я кинулся в драку. В первую очередь необходимо свалить здоровенного нормана, что молотил кулачищами сразу троих мужиков. У них из разбитых носов и ртов уже текла кровь, запачкав рубашки и кафтаны, а норман был свеж, как июньский неженский огурчик. Ринувшись на Дана, я вскочил на стол, с разбега ударил его ногой по ребрам и ощутил хруст. Хорошо ему досталось. Дан повернул ко мне взбешенную физиономию, и я тут же ребром ладони врезал ему по кадыку. Глаза нормана закатились, он захрипел и стал заваливаться вбок. Досмотреть и насладиться зрелищем не пришлось, поскольку в плечо мне ударился глиняный горшок, разлетевшись на мелкие черепки и обрызгав пивом. Через толпу дерущихся ко мне пробивался высокий жилистый норман. Руки длинные, кисти как лопаты, с мозолями отвесил. Сильный противник к себе близко не подпустит и вынослив. Это я оценил мгновенно. Только дойти в целости ему не дали. Сбоку мелькнула лавка и обрушилась на спину норманна. От удара его бросило на меня, он потерял равновесие. Я едва успел выставить согнутую ногу и принять его на подошву. Удар пришелся ему в середину живота. Дан рухнул на пол. Шум стих. Я оглянулся. Мужики размазывали по лицам кровь. Один вытаскивал из разбитого рта качавшийся зуб. Все шумно дышали, но победа была нашей. Все четыре норманна лежали поверженные на полу. Двое в отключке, двое ворочались, пытаясь встать. Ладно, лежачих не бьют, но Руси испокон века действовал этот неписанный закон. Однако и уходить отсюда надо. Не ровен час, городская стража прибежит. Когда они нужны, не найдешь, а когда все закончится, они тут как тут, похватать виновных и невиновных. Я осмотрел себя. Рубашка в пятнах от пива, из разбитого горшка, но не порвана. Вид в целом вполне. Поэтому неспешной походкой, сдерживая себя, направился на торг. Основная часть норманов постоянно находилась тут. И я не ошибся. Еще на подходе торговой площади я услышал шум и крики. На площади явно происходило нечто неординарное. Растолкав толпу, подошел поближе. Ба! И здесь драка! Дюжина норманов дралась с ватагой новгородских мужиков. Обе стороны дрались со стервенением, кровь текла из разбитых носов и ртов, стонали увечные. Мужиков было больше, но норманы брали опытом и организованностью. Они стояли полукругом, раз за разом отбиваясь с легкостью волной нестройной неорганизованной толпы. Пока что ни один норман не лежал на земле, в отличие от новгородцев. Непорядок! Я пристроился за атакующими новгородцами, разбежался за их спинами, за мгновение до столкновения оперся руками на плечи переднего мужика и, взметнув свое тело вверх, со всей силы врезал подкованным каблуком норманна в подбородок. Такой удар не выдержал бы и бык. Норман тоже. От удара незваный гость стал заваливаться на спину. Я же, приземляясь на его место, сильно двинул локтем в голову норманну справа. Тот закачался, поплыл, и я от души добавил хук в солнечное сплетение. Норман упал. В виде потери среди доселе неприступной нормандской стенки, ваташка новгородцев восторженно взвыла и принялась с удвоенной силой молотить супостатов, но вскоре понеся потери в виде выбитых зубов и подбитых глаз, откатилась назад. Вокруг лежащих товарищей норманы образовали круг. «Мужики, ко мне!» скомандовал я. Подчинились не все, но десятка-полтора подошли. «Ну, долго вас еще норманы дубасить будут?» «Вам что, нравится по сопелкам получать?» «Значит так, берем пятерку, что спереди к нам лицом, разбивайтесь подвое на каждого нормана, нападайте одновременно, один бьет в живот, второй в голову. Можно прикрыться от одного удара, но не от двух одновременно, все ясно». «А ты кто будешь?» «Знакомиться после драки будем, вперед!» «Будем бить дружно, обязательно одолеем». Водушевленные новгородцы рванули на врага. И этот наш наскок оказался результативнее прежнего. Кров пустили не только новгородцам. Уданов тоже появились потери. У одного из рассеченной брови потоком струилась кровь, заливая глаза, второй выплевывал зубы. Новгородцы откатились назад. Побитые отходили, на их место рвались новые желающие. Видя постоянную смену мужиков с новгородской стороны, норманны сочли благоразумным уступить поле боя. Подняв с земли своих товарищей, так, в виде кольца, они пробились через толпу и направились к пристани. Новгородцы ликовали. Удалось немного сбить спесь изданов. Тут как тут появились городские стражники. Но поскольку драки уже не было, ушли ни с чем. Похоже, на сегодня приключения закончились. Утром я проснулся с четким ощущением, что сегодня произойдет что-то важное. И я знал, что будет решающее столкновение с норманнами. Откуда взялось это предчувствие, не знаю. После завтрака я неспеша пошел на торговую площадь. Народ вокруг только и говорил о вчерашней драке. Норманов пока видно не было, но они точно будут не в их характере оставлять поле боя за противником. Точно как бабка нашептала, только похоже, что идут они все. Некоторых участников вчерашней потасовки было видно. На лицах были свежие фиолетовые синие кровоподтеки и ссадины. Выглядели они угрюмо. «Эй, люди Нового города, вы вчера струсили, на дюжину наших воинов напала половина города. Кто желает сразиться в честном бою один на один? Оружие любое, покажите свою храбрость!» Я протиснулся поближе, но меня опередили. В центр площади вышел здоровенный молодой парень, щеки, кровь с молоком, в плечах косая сажень. На поясе прямой меч. Мне стало его жалко. Силы много, но опыта в его годы маловато. Дан из детства учится владеть мечом и сетирой, управлять драккаром. Это воины, пираты по духу. Навстречу ему вышел сухощавый, лет сорока, веслоус и Дан в кольчуге, шлеме, при длинном мече. Щита не было ни у кого противников. Воины встали в десятки метров друг от друга, изучая противника. Вокруг немедленно образовалась толпа зрителей. Многие, видимо, знали новгородца, подбадривали его криками. «Митрофан! Не подведи! Примей нормально!» Парень осклабился, вскинул в приветствие руки. «Рановато, парень, радуешься!» Я глядел, как двигается Дан. Мягкой, неспешной походкой, мышцы расслаблены и угадывал, что за этой расслабленностью скрывается сжатая пружина. От Норманов вышел их предводитель, обратился к толпе новгородцев. «Как будут биться воины? До первой крови или до смерти?» Сначала мнения зрителей разделились, но потом все слышнее стали крики «До смерти!» Вожак Норманов поднял руки, все стихли. «Бай!» Парень выхватил меч, легко им завращал, превратив лезвие в сверкающий круг. В толпе восторженно загудили. Норман стоял неподвижно. Потом внезапно выхватил из-за спины меч, в пару прыжков оказался рядом с парнем и ударом меча пронзил ему грудь. Толпа ахнула и смолкла. Бой окончился за секунды. Дан вытащил меч, парень упал. Норман деловито вытер окровавленные лезвия об одежду убитого и, не глядя, бросил меч в ножны. Все вокруг подавленно молчали. Никто не ожидал столь быстрой и трагической развязки. Быстро, ловок этот Норман, к тому же никакой игры на публику. Все буднично деловито. Предводитель вышел в круг. Кто еще желает помериться мастерством? Новгородцы, видевшую быструю и бесславную смерть своего земляка, желания не выразили. Отступили. Круг стал более обширным. Я решил, что настало мое время. Протолкался вперед. Я желаю! Взоры всех норманов и горожан скрестились на мне. Норманы смотрели с удивлением и пренебрежением. Взгляды горожан были полны надеждой. Я подошел ближе, встал против противника. Предводитель Норман оглядел обоих. Готовы? Бай! Видя, как молниеносно расправился Норман с горожанином, я решил не дать шанса варягу. Саблю я не вытаскивал из ножен, впрочем, как и мой противник. Я смотрел на его нож. Перед броском человек переносит вес тела на одну ногу, затем следует бросок вперед. Для меня это жизненно важно. Вот Норману надоело стоять. Подбадриваемый хриплыми голосами сородичей, он решился на атаку. Я видел, как закаменело его бесстрастное лицо. Чуть-чуть, почти неуловимо, тело сместилось вправо. Сейчас я выхватил из-за пояса метательный нож и с разворота всем корпусом снизу от пояса метнул в Нормана. Тот уже был в прыжке, вытаскивая свой смертоносный меч. Но мой нож оказался быстрее. Не зря, не зря я угробил столько времени, превратил в труху стену сарая. Нож почти целиком вошел в его левый глаз. Норман по инерции еще летел в прыжке, но я уже знал, что он мертв. Он упал передо мной, касаясь мечом моих сапог. Все застыли в оцепенении. Стояла такая тишина, что была слышна песня жаворонка в вышине. По-моему, никто даже не успел заметить моего броска. Стояли двое, один кинулся вперед и упал, будто споткнувшись. Все ждали какого-то поединка, звона мечей, брызг крови. А тут в первом поединке единственный удар, во втором вообще непонятно чего, но из-под его головы рассекается кровавая лужа. Их вожак подошел к убитому, присмотрелся, кивнул. Ты победил! Из трой норманов подбежали двое, подняли убитого и понесли к пристани на корабль. Конунг оглядел меня внимательно, как бы запоминая. Мы еще встретимся, воин! Восторженная толпа бросилась ко мне. Я даже испугался слегка. Помнут или раздавят? Обошлось. Покидали в воздух, все желающие пытались пожать руку и предлагали выпить. Сквозь толпу протиснулся еврей. Глаза возбужденно горят. Я видел! Я все видел сам! Молодец! Постоял за честь Новгорода, за Русь! Пошли в корчму, я угощаю! Ну, в корчму так в корчму. За нами потянулось множество горожан, так что корчма не вместило всех желающих. Поел я всего самого лучшего, выпил хорошего рейнского вина. Упиться боялся, все предлагали дружбу и желали скрепить совместные чаши вина. Если учесть, что в тех чашах было пол-литра, не меньше, то понятно, что через пару часов я уже был изрядно пьян, хоть и пил через раз. Авдей, давай уходить, у меня скоро вино из ушей польется. Все гости в корчме уже были навеселе, и нам удалось ускользнуть незамеченными. Я помогал Авдею, почти тащил его на себе. Не рассчитал купчина своих сил, но мужик был неплохой, меня не обижал, сегодня я видел, был искренне рад за меня и горд знакомством со мной. Как бы это знакомство не сослужило ему плохую службу, было у меня такое предчувствие. До дома отдав почти бесчувственное тело купца в руки подбежавших холопов, я направился на задний двор. Зачерпнув из бочки холодной воды, умылся, снял кафтан, расстегнул и бережно положил пояс саблей и ножами на завалинку. Сам взял чурбак и начал приседания. Раз, два, три, двадцать, сорок. Подкатился градом, но с каждым приседанием я чувствовал, как в голове проясняется, с потом выходит хмель. В Корчме нельзя было обижать отказом Авдея и весь остальной люд, невзирая на победу, могли обидеться. Но теперь мне надо быть трезвым. Я просто всеми потрохами чувствовал, что день не закончится спокойно. И будет лучше встретить неприятности трезвым. Доведя себя до изнеможения, разделся по пояс, поплескался прохладной водой. Все, я в форме, теперь надо отдохнуть. Поднявшись в дом, улегся на постель, только сняв сапоги. Пояс с оружием положил рядом, на расстоянии вытянутой руки. Придремал, в доме становилось тихо, все укладывались спать. Чу, у соседей залаяла собака. Я уже полаю знал, когда она гавкает на чужих, а когда просто так, чтобы показать хозяину, что не спит, несет службу, отрабатывает хозяйские харчи. Не зажигая света, поднялся, обулся, надел темную рубашку и опоясался. Теперь я был готов. К чему? Я и сам не мог сказать точно. Тихо открыл окно. Через слюдяные оконца и днем-то ничего не видно. Глаза привыкли к темноте, и я заметил две тени, перемахнувшие через наш забор. Началось. Не верилось мне, что норманский конунг не попробует отомстить за гибель своего воина. Уж очень они смиренно ушли, не в повадках это норманов. Я рыбкой нырнул через окно. Хорошо одежда темная, не выделяется на фоне дома. Перемахнув забор, двое непрошенных гостей присели и шептались. Как я не напрягал слух, ничего не удалось услышать. Медленно, опасаясь шелеста сабли, вытащил ее из ножен. Незнакомцы поднялись и молча направились к дверям дома. Все, не стоит тянуть дальше. Если это не норманны, то воры. Добрые люди ночью через забор не лазят. А стать ими, здесь разговор короткий. Я сделал шаг в сторону, оказавшись за спинами ночных визитеров, и ударил саблей первым, срубив голову левому. Правый мгновенно обернулся и меня спасла от ножа только реакция. Просто я был готов к такому повороту событий. Тем не менее, почти без замаха ударил саблей по руке. Ориентиром служило лезвие ножа, поблескивающее в свете луны. Незнакомец со стоном схватился за руку. Вернее, за ее обрубок. Кисти не было. Я приставил саблю к горлу визитера. Кто такой? Ночной гость молчал. Я надавил лезвием сильнее, из-под легкого надреза показалась кровь. Если не скажешь, умрешь сейчас и здесь, как он. Я кивнул на неподвижное тело. Я ромоха я, по прозванию косолапый, на низовке живу. А здесь чего забыл? Незнакомец замолчал. Я надавил саблей сильнее. Норманы по твою жизнь. Денег обещали. Сколько же? Два золотых. Я хмыкнул. Ежели на базар пойти, сумма неплохая. Но за мою жизнь маловато. Не оценили меня норманы. Подослали местную шваль. Думали ночью двое справиться. Забирай своего друга и убирайся отсюда. Как же я заберу, когда я ранен? Я молча расстегнул ремень на убитом. перетянул несостоявшемуся убийце руку выше кисти. Хочешь жить? Бери на загор бак друга и уходи. Не уйдешь, ляжешь рядом с ним. Выбирай. Постановая, ермох поднялся. Я помог погрузить ему на спину труп. Хорошо, что не тяжелым оказался. Отпер засов на калитке. Уходи, знакомым разбойникам передай. Не надо сюда ходить. Здесь живет ваша смерть. Больше никого отпускать не буду. Все здесь поляжете, сколько бы вас не пришло. Понял, урод? Понял. Тогда иди. Ермоха с грузом исчез в темноте улицы. Заперев калитку, через окно залез в комнату, закрыл окно, разделся и улегся спать. Думаю, сегодня уже никого не будет. Выспался отменно, проснулся от того, что в дверь ввалился Авдей с опухшим лицом, не причёсанный, в спотней рубахе. Ты как? Если бы ты не разбудил, было бы отлично. Голова трещит, похмелиться хочешь? Пиво свежее на леднике есть. Нет, голова не болит, чувствую себя на миллион баксов. Чего? И как это тебе удаётся? Вчера вместе пили. Ты как огурчик, а я как разбитая корыта. Пить меньше надо, а коли пьёшь, закусывай. Авдей исчез, на кухне послышался грохот, звон посуды. Видно, уронил что-то. Со двора раздался женский виск. Я как был в испотнем, так и выскочил, даже не обулся. Недалеко от моего окна стояла служанка и истошно орала, как бензопила. Я подскочил, слегка похлопал по щекам. Виск прекратился. Ты чего? Служанка показала на землю. Тьфу, мать честная. В лужице крови валялась отрубленная кисть. Рядом нож. Как же я вчера забыл. Развернув женщину за плечи, подтолкнул к дому. Дождавшись, пока она ушла, забросил кисть, а за ней нож за забор. Там как раз протекала источная канава. Пробежал на задний двор, набрал в пригоршне песка, там лежала кучка для ремонта печи, и присыпал кровь. Язык у служанки оказался длинным, и через несколько минут из дома выбежала орава женщин. С опаской подойдя ко мне, они боязливо спросили, а где длань? «Какая?» удивился я. «Но нам Евстиния сейчас рассказала. Ужас какой, выходит она во двор, а там длань лежит на земле с ножом!» «Ну и где же они, нож и длань?» Женщины стали оглядывать двор. Ничего не обнаружив, отправились обратно, ругая служанку. Привиделась небось. Разубеждать их я не стал. «Осторожнее надо быть, Юра, ни к чему пугать домашних. Труп ушел вместе с Татем, а вот про кисть я как-то запамятовал. Неаккуратно получилось, впредь за собой надо подчищать. И так меня в доме побаивались. Авдея уж постарался про берсерка рассказать. Да слухи городские быстро дойдут, как я нормально сразил. А тут еще и рука. За монстра сочтут, а мне бы не хотелось такой славы. Зайдя на кухню, я слопал несколько пирожков с пылу с жару, запив молочком. Все равно Авдей общую трапезу собирать не будет. С утра подлечился и ушел почивать. Подремлю-ка и я. Неизвестно, придется ли ночью спать. Днем меня никто не беспокоил, и я отлично выспался. Даже переспал. Вечером сытно поужинал, не желая, вопреки поговорке, оставлять ужин врагу. Еще чего, враг обойдется. Вечером дом стал стихать. Первыми отошли ко сну купец с женой и детьми, затем холопы, наконец угомонились кухарки. Открыв окно, я придвинул лавку и уселся ждать. Терпением не было не занимать. Ближе к первым петухам, когда воздух попрохладнел, на улице в конце ее, квартала за два, загавкали собаки. Я выпрыгнул в окно, прикрыл створки. Не надо показывать посторонним, что их ждут. Подошел к забору, просунул сквозь доски голову. Привыкшие к темноте глаза уловили сначала смутные шевеления, затем неясные тени. Один, два, пять. В лунном свете при неосторожном движении в вырезах горловин мерцали кольчуги. Ага, стало быть, тати не справились, теперь пожаловали господа норманны. Эти сильнее, опытнее и опаснее вчерашних. Я втянул голову назад, прижался к забору, вытащил саблю и стал ждать. Люди за забором остановились напротив усадьбы купца. На верхний край забора легли чьи-то руки, легкий толчок ногой и во дворе приземлился норманн. Не дав ему подняться, я с саблей резанул по горлу. Хрипя и булькая кровью, норманн упал и в агонии засучил ногами. Один готов. Наверняка послали, чтобы калитку изнутри отпер. Ну так я не гордый, сам отварю. Держа на готове саблю, тихонько отодвинул крепкий дубовый запор, приотворил калитку. Она распахнулась, вперед шагнул норманн. Пока он меня не рассмотрел, я резко провел саблей по шее. Дан схватился за шею, но силы покинули его, и он упал лицом вперед. А в калитку уже заходил второй. Резко, со всей силы, я ударил калиткой, раздался тупой звук. Я распахнул калитку и нанес колющий удар в лицо. Еле удалось выдернуть саблю назад, так глубоко она вошла в кости черепа. Троих в минус. Зато оставшиеся двое не сплоховали. Один выхватил меч и стал наступать на меня, но ему мешал упавший товарищ, а проем калитки не давал размаха, поэтому он старался наносить колющие удары. Но меч не шпага или рапира, в основном это оружие рубищее. Второй легким толчком перелетел через забор и вырвал меч из-за спины. Мне удалось захлопнуть калитку и дернуть засов. Тут же раздался удар мечом в дерево. Бросив саблю на землю, я выхватил метательные ножи и с расстояния трех метров силы бросил их один за другим в обе ноги и правое плечо Норманна. Я помнил, что тело прикрыто кольчугой. Со стоном Дан упал на колени, меч выпал. Даже в темноте глаза Норманна яростно полыхали ненавистью. Ладно, на несколько минут мне он не страшен, разберусь позднее. Надо решать с последним. Он не ранен, полон сил и желания отомстить за своих. Калитка сотрясалась от ударов тяжелого меча. Причем, что интересно, Даны молчали. Никаких воинственных криков. Тишина и в ней удары меча. Сюрреалистичная картина. Боюсь, моя сабля не выдержит прямого удара меча. Меч вдвое тяжелее. Я подобрал саблю, сунул ее в ножны, отодвинув запор, дождался удара меча в калитку и резко распахнул ее. Обеими руками ухватился за перекладину над калиткой и, повиснув, обеими ногами ударил Нормана в живот. Меч его после удара был опущен к земле. Живот открыт. Кольчуга предохраняет от удара острым предметом ножом, саблей, скользящим ударом меча, но от удара в живот нет. Норман выдохнул сцепленными кулаками ударил его по затылку. Бедняга потерял равновесие и упал в сточную канаву, что текла вдоль улицы вместо обочины у дороги. Не дав ему подняться, я одним прыжком оказался рядом и, выхватив саблю, принялся рубить незащищенные кольчугой места. Руки, ноги. Норман пытался уворачиваться, но куда ему в кольчуге восклизло канаве, полное отбросов? Вокруг него расплывались темные разводы крови и, наконец, он затих. Жестокий век, жестокие нравы. Держа саблю в руке, вошел в калитку и чуть не поплатился жизнью. Я думал, что раненый Дан лежит смирно, истекая кровью, но мужик оказался сильным. Он ухитрился встать, прислонившись к забору, и только я показался в проеме, обрушил свой меч. Я посторонился шелся по сабле, выбив ее из руки, но не задев меня. Я отшатнулся назад. Плохо, теперь у меня нет сабли, только поясной нож и один метательный. Думал я недолго, пробежал пять-шесть метров, перепрыгнул сточную канаву, прошел сквозь забор и оказался сзади противника. Тот стоял лицом к калитке, ожидая нового моего нападения. Я выхватил метательный нож и силой швырнул его в шею Нормана, целясь чуть ниже шлема. Дан зашатался, меч выпал из руки, он опустился на колени, пытался опереться на руку, но она подломилась и он упал. Я подошел ближе. Дан негромко проговорил. Вложи мне меч в руку. Ага, как же, я не самоубийца. Я ухожу в Алхалу. Один не примет меня без оружия. Норман не просил. Это было не в их правилах. Он просто рассказывал, хотя даже в темноте было видно, как белеет его лицо. Ладно, иди к Одину. Я подобрал его меч, вложил ему в руку. Ты великий воин, славянин. Один смог одолеть пятерых. Сходи конунгу, скажи... Тут голос его стал слабеть, слова сделались неразборчивы, он умолк, дернулся и затих. Достойно умер. Я хоть и противник его, но пожелал ему встретить своего бога, одноглазого Одина. Не я на них напал, сами пришли за моей жизнью, но я смог забрать их души. Я запер калитку, на улице ничего не напоминало битву, сточная канава скрыла тело убитого, а другого, что лежал перед двором, я втащил внутрь. Жалко, что нет рядом вчерашнего ермохи, трупа перетаскать к их хозяину. Я уселся на крыльцо, скрыть утром побоище невозможно, везде кровь, да и четыре трупа во дворе никуда не денешь. Надо будить Авдея, тем более небо на востоке стало сереть, запели петухи, с купцом просто необходимо поговорить, дом-то его. С большой неохоты я поднялся, прошел в дом, подойдя к почивальню купца, постучал. Никакого ответа, только храп за дверью. Забарабанил кулаком, из-за двери высунула заспанная Лиза, купчиха. А, что? По что людей ночью будешь? Случилось чего? Случилось, Авдея буди. Лиза исчезла, а через пару минут появился всклокоченный Авдей. Чего тебе, неугомонный? Ночью спать надо. Надо, только не получается. Оденься, вниз спустись, во дворе показать кое-что надо. Я вышел, уселся на крыльцо. Через некоторое время показался одетый Авдей, потирая руками глаза. Небо уже посерело, и убитых было хорошо видно. Норманны? Истинно так. Кто же их так? Авдей, ты что, не проснулся? Я, конечно. Так их же четверо? Авдей для убедительности растопырил четыре пальца. Пятеро Авдей, один еще в сточной канаве, за забором. Ну, ты силен. Как же это ты их, один-то? Авдей, не об этом думать надо. Куда убитых девать? Из-за этого ты меня разбудил? Все равно утра ждать надо. Утречком городской страже. Рассказать что и как. Там уже решат, куда тела девать. Они напали на мой дом, защищался, вот и все дела, даже суда не будет. Нифига себе, пять трупов и суда не будет? Так по правде, каждый может свою жизнь и дом оборонять от разбойников, а то, что убил, молодец, пятерых тать и бог твоими руками прибрал. Авдей повернулся и, заходя в дом, проговорил. Пятерых норманов, один, ночью, скажи, кому не поверят. Да, а я беспокоился о суде. Часть смертоубийства произошло. В мое время, даже если бы закон был на моей стороне, по милициям и прокуратурам вдоволь бы потаскали, да еще бы сделали виновным за превышение пределов необходимой самообороны, запросто впаяв срок. Им пятерым с мечами напасть на меня можно, а для меня превышение. И до каких пор права преступника будут защищаться лучше, чем права их жертв? Вопрос, конечно, риторический, но все же. Спать Авдей не ложился, вынес кувшин вина и два оловянных кубка, разлил вино мне и себе. Давай выпьем за удачу твою, что жив остался. Мы чокнулись и выпили, помолчали. Затем Авдей произнес «Сколько живу, никогда не слышал, чтобы Русич пятерых норманов завалил». Не бывало такого. Наверное, у тебя ангел за спиной стоит, или сам Господь не оставляет своим вниманием. Дорог ты ему чем-то, угодил, делами или своими, другим чем, не знаю. Давай выпьем, чтобы и дальше он тебя не оставлял. В общем, пока расфело окончательно, мы были уже поддатами. Меня немного отпустило после боя, а то внутри как стальная сжатая пружина. Лечить я людей привык за свою жизнь, а не отбирать эти жизни, пусть и защищаясь. На кухне зашевелились кухарки. «Пойдем, Юра, перекусим, день хлопотный будет». Мы поели вчерашних пирожков с визигой, доели вареную куриную полть, запив все сытым, и вдвоем направились к городской страже. Уходя, Авдей предупредил прислугу во двор не выходить. Пока шли, Авдей вдруг вспомнил. «Мне холоп рассказал давеча, что вроде длань людскую во дворе нашли. Было? Было, Авдей, тебя встал. Прошлую ночь у тати лезли. Одного убил, второму руку отрубил». «Мне по что не сказал? Зачем попусту беспокоить?» Авдей резко остановился и откнулся в него. «Я хозяин в доме, за все отвечаю, все поэтому знать должен». «Запомнил?» «Извини, Авдей, не подумал». «То-то, а где вчерашний убитый?» «Так его раненый утащил». Авдей захохотал, смеялся долго, вытирал выступившие слезы. «У вас в Москве все такие? Или ты один такой?» «Наверное, один, Авдеюшка». «Ладно». Купец похлопал меня по плечу. «То хорошо, что службу справно несешь. Вчера двоих штате порешил. Сегодня пятерых норманов». «Вижу, не зря деньги плачу. Глаз у меня на людей верный. Все тебя после плена нашего искали, но нашел один я». «Воя какой!» «Молодец, Авдей!» решил подыграть я. Купец горделиво выпятил грудь и шагал важно. В управе к сообщению отнеслись спокойно. Песец записал в пергамент, буднично сказал, чтобы мы вывезли убитых. «Куда?» изумился я. «Да к норманам, на пристань». Авдей недовольно поморщился. Опять расходы, но нанял возщика с подводой и пару амбалов для погрузки. Тела амбалы шустро сложили на подводу, не выказав ни тени брезгливости, ни впервой что ли. Но вот доставать пятого источной канавы отказались и лишь полушка от Авдеи сверх оговоренной суммы заставила их спуститься в вонючую канаву и вытащить убитого. По правде все оружие побежденных доставалось победителю, но мародерничать я не стал, не снимал шлемов и кольчуг и уложил в повозку мечи убитых. «Юрий, это же железо, на торгу хорошие деньги за мечи взять можно», увещевал Авдей. «Нет», категорично ответил я. Авдей благоразумно не пошел на пристань, а мне деваться было некуда, пошел впереди подводы. Встречные с удивлением глядели на страшную процессию, делились друг с другом соображениями. Так в сопровождении зевак мы и прибыли на пристань. У Драккара стоял Норман. «Куанунга, позови!» Норман открыл был рот, но увидев подводе исчез на судне. Тут же появился их вождь, легко спрыгнул с борта на причал. Увидев убитых, помрачнел, заиграл желваками на скулах. «Кто их?» Я взглянул ему в глаза. «Я?» «Один?» Я кивнул. Конунд подошел к подводе, оглядел убитых. «Оружие не взял?» Я покачал головой. «Что говорить? Все и так видно?» «Это хорошо. «Один их примет. Они погибли как воины с оружием в руках». Конунд повернулся ко мне, протянул руку. Я мгновение поколебался, но пожал. Ладонь была жесткая, шершавая отвесла, рукопожатие сильным. «Мы уходим. Больше не беспокойся». А что ему еще остается? Шесть воинов бесславно погибли. О них не сложат висы или саги, они не привезут богатые трофеи, их родственники спросят сконунга, что ему отвечать. Я его понимал. Норманы погрузили тела убитых на корабль, и Драккар отчалил. Толпа восторженно взревела и заулюлюкала. Меня подхватили и потащили в корчму. Как я не старался пить меньше, пропускать тосты, но к вечеру не устоял. Проснулся я в своей постели. Голова разламывалась, штормила. Рядом с постелью на лавке стоял кувшин с рассолом. Не иначе кухарки позаботились. Я с удовольствием приложился, вроде полегчало. Мочевой пузырь заставил встать. Когда я проходил мимо кухни, выскочила кухарка. Как я пришел, что-то не помню. Он пришел. До тебя принесла толпа пьянющих мужиков. Два раза уронили с крыльца, мы уж боялись, что убьешься. Требовали вина на посошок. Ели Авдей, дай бог ему здоровья, их выпроводил. Сабля вот твоя в углу стоит. Забери. Вот это да. Давненько я так не пил. Всегда сам дорогу домой находил, на автопилоте, а тут так опозорился. Умылся, забрал саблю. Вояка хренов, самого бесчувственного принесли, оружие на кухне. Совсем совесть потерял, распустился, где осторожность. Так, ругая себя последними словами, забрался снова в постель. После рассола стало полегче, но все равно штормило, голова слегка кружилась, при одном воспоминании о выпивке начинало мутить. Заглянул Авдей. Ну, герой, живой! Живой, тусклым голосом ответил я. Надо же, норманны не свалили, а от кувшина вина в беспамятство впал. Коли богатырь в бою, так и в корчме богатырем быть «Извини, Авдей, не богатырь я, не дорос». «Да нет, брат, а тебе только и разговоров в Новгороде. Ко мне подходят, за руку здороваются, узнают, что да как». Купец явно был доволен повышенным вниманием. «Отлежаться бы мне, денек, Авдей». «Отдыхай, заслужил». Авдей хихикнул и вышел. «Пожалуй, отлежусь. Да и о возвращении в Москву думать надо. Курбский уже должен в Литву переметнуться. У кого бы узнать насчет него? У дворян местных. Должны знать, слухами земля полнится. Вот только как это сделать? К ним в усадьбу запроса так не придешь. Не скажешь холопу. Поговорить с своим хозяином хочу. Неровнее я им. У дворян роды старые, по многу веков. Спеси тоже хватает. Не будут с простолюдином общаться. Надо что-то предпринимать. С этой мыслью я и уснул. Проснулся ближе к вечеру от шума. Оделся, привел себя в порядок. Шумели в трапезной. Авдей увидел меня через открытую дверь, махнул рукой. Заходи. За накрытым столом сидели несколько незнакомых мужиков, одетых по-купечески. Явно авдейца товарища по ремеслу. Вот он наш герой. Норманов живота лишил. Так что они от испуга из города сбежали. Любуйтесь. Меня усадили за стол, налили кубок. Я страдальчески посмотрел на Авдея. Тот лишь плечами пожал. Мол, я здесь ни при чем, но уважить гостей надо. Выпив кубок до тна и хорошо сложное дело и хотел уйти. Да разговор среди купцов меня заинтересовал. Один из купцов из Москвы вернулся, удачно распродав меха. Его сотоварищи интересовались ценами на воск, зерно, меха, железные изделия. Я же ерзал от нетерпения на стуле, горя желанием поговорить о слухах. Улучив момент, спросил, не слышно ли чего в Москве, окромя цен на товары. Купец начал рассказывать о пожаре в немецкой слободе, о неудачном походе царя на Казань и о многом другом. Наконец, в словах его мелькнуло то, что интересовало меня. Злой царь стал после измены подлой. Князь Курбский со своими людьми в Литву переметнулся. Царь Иван всех бояр от себя отдалил, осерчавший. Опричников себе из простолюдинов набирает. Попритаились, но не бояре. Гордыня поуменьшилась, про пиры многодневные не слыхать. Хорошие новости, прямо отличные. Надо собираться в Москву. Если все улеглось, заживем с Дарьей по-прежнему в ее доме. А коли опричники жизнь портить будут, или Адашев обо мне вспомнят, то недолго в Новгород вернутся. Можно и дом здесь купить. Знакомых опять же много уже. На первых порах Авдей подскажет, как дело свое завести. Не все же сабли размахивать. Когда-нибудь найдется противник поудачливее, чем я. Все решено. Зря я ломал голову, как к дворянам подобраться. Через купцов новости московские узнать можно было. Откланившись, прошел в свою комнату, а поутру известил Авдея, что пришла пора мне в Москву вернуться. Расстроился купец вначале. Как же, Юра, так славно у нас сложилось. Я тебя не обижал, ты меня выручал. Живи! Не обижайся, Авдей, хороший ты мужик, да жена у меня в Москве. Вернусь в Москву, не понравится, что, вместе с женой в Новгород возвращусь, дом куплю, а вдоль уторговую возьмешь, так товарищами и подельниками будем. Удачи тогда тебе. Привык я уже к твоим упражнениям на заднем дворе. Татья и разбойники мой дом стороной обходят, про тебя в Новгороде уже легенды ходят. И тебе спасибо, Авдей, поддержал в трудную минуту. Невеликие мои пожитки были уже собраны в небольшой узел, оружие на мне. Долгие проводы, лишние слезы. Я подхватил узел и направился к пристани. Во все времена года жизнь здесь степела, замирая только тогда, когда лед сковывал Волхов. Пристани тянулись на целую версту. Был участок, где стояли рыбацкие суда. Тут все пропиталось запахом рыбы, были грузовые причалы с амбарами для хранения товаров. Я высматривал посудину с черным флажком, с тягом великого князя московского Ивана. Нашел сразу несколько судов, договорился с хозяином верткого зловато, комфорта нет, зато через все отмели проходят играючи. Опять же, через Волоки легче и проще перебираться, стало быть, быстрее в Москву попаду. И в самом деле, через две недели спокойного путешествия кораблик уже швартовался на Яузском причале. После Новгорода Москва казалась огромной и многолюдной. Расплатившись, сошел на берег. Постоял немного, раздумывая, куда идти. Потом направился к дому Дарьи. На стук в калитку вышла Варвара. Увидев меня, сплеснула руками, бросилась на шею. Хозяин вернулся. На шум из дверей выбежала Дарья, похудевшая, но все такая же привлекательная. Обняла за шею, жарко поцеловала в губы. Вернулся. Я так и знала, что вернешься. Сердце чуяло. Как Курбский со своим отродем в Литву съехал, так и сердечко ёкнуло. Юра скоро вернется. В дом-то пригласите, а ли на улице разговаривать будем? Обе женщины висели на мне, так что шел с трудом. Соскучились, да и время для них было тяжелое. Без хозяина работники разбежались, производство хлебного вина становилось, денежный ручеек иссяк. Фактически все придется налаживать заново. Одно хорошо, дом уцелел, это главное. Не разграбили, не сгорел, не отписали в государеву казну. Что дом цел, большая заслуга Варвары, не зря я ее в свое время выручил, домой привел. Воздались заботы. Я не замедлил отблагодарить своих женщин, достал из узла каждый по красивому новгородскому платку. Бросив меня, обе стали примерять наряды, крутиться у зеркала. Кормить хозяина будете? Обе заполошно заметались по кухне. Все втроем сели за стол в трапезной. Скромный был стол, чувствовалось нехватка денег. После обеда я достал калиту, отсчитал варе серебра, сходить на торг, прикупить мясо до зелени. Сам же с Дарьей поднялся наверх, в спальню. Едва прикрыв дверь, как по команде, стали раздеваться и бросились в постель. За полгода, что я провел в Новгороде, женщин у меня не было. Очень уж я соскучился по Дарье, ласкал и не мог насладиться и насытиться. Спохватились только, когда внизу, в кухне, загремела посуда, вернувшаяся с торга Варвара. Мы оделись, уселись за стол. Даша рассказала, как она жила. Хранясь у родственников, изредка навещала свой дом, поддерживала Варю. Деньги таяли, новостей от меня никаких. Только когда прошел слух об измене Курбского и отъезде его в Литву, отважилась вернуться в свой дом. А ты как Любый мой? Да почти так же. В охране у купца Авдея в Новгороде служил. Служба скучная, непыльная, ждал дожидался, когда в Москву к тебе вернусь. Ой, Юра, а ведь к тебе от Адашева на днях приходили. Совсем запамятовала. Спрашивали тебя. Я сказала, не знаю, исчез куда-то. Правильно сказала? Правильно. Ну, их всех целедворцы до добра не доведут. Им служишь верой и правдой, а они продадут, когда им будет выгодно. Больше я во дворец не ходок. Жить-то на что будем? Немного деньжат привез, заработал. На первое время хватит, а там придумаю что-нибудь. Не тревожься, теперь я дома, с голоду не помрете. Мужик я или нет? Дарья обняла меня и расплакалась. Я гладил ее по голове, бормотал успокоительные слова. Пусть выплачатся, глядишь, на душе легче станет. Утром спал долго, проснулся от вкусных запахов из кухни. Пахло пирогами, по-моему, с рыбой. Умывшись и одевшись в домашнюю рубашку, вышел. На кухне довольные, раскрасневшиеся женщины хлопотали у печи. Ой, хозяин проснулся, сейчас снедать будем. На столе лежала горка матрушек, привлекали взгляд растягая, в печи что-то булькало, по-моему, мясное. Поели неплохо, в дороге ведь домашнего нет, сухари, вяленое мясо, да вечером, когда суденышка у берега, костерок с неизменной кашей, не то, что дома. Но пора и делами заниматься. Я переоделся, опоясался саблей и направился к Сергею, единственному оставшемуся в живых из моей команды после Полоцка. Ба, атаман, какими судьбами? Давно тебя не видел. Думал, забыл? Нет, Сергей, не забыл. Если помнишь наши приключения с князем Курбским, то должен знать, что я вынужден был убраться из Москвы. В Новгороде отсиживался, только вчера вернулся, и сразу к тебе. А что, дело есть? Есть небольшое, тайное. Никак опять с Адашевым связался? Упаси Господь, сыт боярскими забавами. У тебя лошади целы ли? А как же, в порядке держу, да только застоялись. Ну вот, давай-ка завтра разомнем их. Далеко ли? Я уклонился от ответа. Лопату к седлу приторочь, только в глаза, чтоб не бросалась. В холстину заверни. Будет исполнено, атаман. Скучно без тебя было. Да, знаешь, новую напасть царь Иван Васильевич учинил, опричников набрал, боярда дворян грабят, живота лишают, даже детей не щадят. Как думаешь, всерьез? Да, Сергей, всерьез надолго. Если есть возможность, уехать бы куда на два-три годика. Сергей сокрушенно покачал головой. А семья? Дом куда девать? Я пожал плечами. С тем и расстались. Поездка вышла удачной. Мы вместе доехали почти до места, где я спрятал клад. Правда, не до самого конца. Последнюю версту я проехал один. Быстро нашел место, раскопал, пощупал мешочки. Монеты в этом. Развязал, золото, сгодится. Второй мешочек, серебряные деньги, в основном псковской чеканки. Тоже пригодятся. Остальное даже не смотрел. Надо торопиться до вечера вернуться. Да и ни к чему иметь при себе большие ценности. Спокойно вернулись в Москву. Я щедро отсыпал серебра Сергею. Все-таки он сохранил лошадей, а их кормить полгода надо было. Опять же семья. Вернулся домой пешком. Лишь кафтан подозрительно оттопыривался. Оба мешочка спрятал под стреху в баню. Ни к чему девчонкам о них знать. Соблазн велик будет. Слаба женщина. Дома плотно поужинал с вином. Дарья после любовных утех быстро уснула. А я лежал и думал, что делать дальше. Мне это было известно по книгам, фильмам о темных временах опричнины. Много голов попало на плаху. Даже весьма полезных для Руси. Кто о моей голове плакать будет, кроме моих девчонок? Не стоит затевать дело в Москве. Надо продавать дом и сваливать в тот же Новгород. Знакомых полно, Авдей на первых порах поможет. Опричнины и там оставят свой кровавый след, но не так, как в Москве. Здесь под оком Ивана отца родного для опричнины эти ублюдки творили, выражаясь по-современному, полный беспредел. Никаких законов, судов, правды. Только алчность, кровожадность, жестокость тупых бультерьеров, исполняющих хозяйскую команду ФАС. Чем больше я размышлял, тем сильнее крепла уверенность. Надо из Москвы убираться. Не торопясь, не бросая за бесценок. Дома пока в цене. Продать, взять только самое необходимое. Нанять небольшое сутно и в Новгород. Не нравится Новгород, есть Псков, Рязань, Тула и куча других городов. Новгород Ивану все-таки не нравился своей свободолюбивостью и зажиточностью, самостоятельностью. Поэтому самодержец постоянно гнобил вольный город. Я перебирал в памяти города, вспоминал историю. Вот ведь дурак, плохо я ее учил в школе, прикидывал, где наши катаклизмы произойдут, и все-таки решил остановить свой выбор на Новгороде. За тяжкими раздумьями пролетела бессонная ночь, за слюдяными оконцами забрежжило утро. Поднялся я с кровати разбитым, как с похмелья. После завтрака, глядя на мое хмурое лицо, Дарья встревожилась. Случилось чего? Пока не случилось, но надо готовиться к переезду. Куда? Зачем? Дом продавай. Не торопись, найди покупателя посолидней. Кто цену даст? Отбери ценные вещи. Как продадим, все вместе с Варварой в Новгород будем перебираться. Видя, что Дарья колеблется, я приврал. Ночью видение мне было. Пожар страшный в городе случится зимой. Почти все сгорит. Если языком своим не растреплишься осем, то дом выгодно продать можно. В Новгороде знакомые есть, да и деньжать немного припас. Дом купим, дело заведем, лучше прежнего жить станем. Дарья немного успокоилась. Все же страшновато без дома остаться, в чужой город уезжать. Я бухты-барахты неожиданно в другой город. Не на время, может быть навсегда. Любому будет не по себе. Слишком резко нарушается привычный уклад. Покупателей я быстро найду. Ходил тут недавно купец один, спрашивал. Дом то, считай, полгода нежилой стоял. Лавку я его на торгу знаю. Схожу сегодня, поговорю. И правильно, пока тепло, на корабле отплывем, и вещей взять больше можно. Дарья сходила на торг, и этим же вечером пришел купец. Ба, Армянин! Он мог бы назвать любое имя, но нос и акцент выдавали его с головой. Облазив весь дом, от крыши до подвала остался доволен. Долго торговался, но в цене сошлись и ударили по рукам. В залог купец дал задаток, а я поставил условие. Мы освободим дом через неделю. Надо же и вещи собрать. Куда спешить? Немудреная мебель оставалась в доме. Надо было только собрать мягкую рухлядь. Обойдя причалы, нашли новгородский ушкуй. Через несколько дней он отплывал назад, в Новгород. К моему удивлению, купец меня узнал. О, так это ты, берсерк, что Авдей из плена освободил, а потом Норманов побил. Я? Не пристало скромничать, не буду, а с тебя в половину возьму. Куда ж деваться, коли узнали? Я согласился. И надо же приключиться такой гадости. Буквально за день до отъезда, когда уже часть вещей была на ушкуе, в дом пожаловал гонец от Адашева. Подойдя ко мне, гонец молвил. Дьяк ждет. Обвел глазами узлы, видимо, что-то заподозрил. Не за курвским ли собираешься? Недобро так на меня посмотрел, как будто заподозрил в измене. А я не за границу собрался, только говорить об этом не стал. Так, промычал невнятное. Гонец уехал, а через пару часов ко мне заявились опричники. Трое верховых с саблями и отрубленными собачьими головами у стремени. Открыли калитку ногами, вошли без спроса, подбежавшую к непрошенным гостям Варвару ударили, так, привыкли уже, что все их боятся и отпор не дают. Да не на такого напали. Я вышел из дома, сабля в ножнах. Почему непотребство в чужом доме творим? Ты кто таков, чтобы нам, царевым слугам, указывать? Свободный человек, это мой дом, я вас не приглашал. Так пригласи. Много чести. Слышь, Матвей, нас не пригласили? Да кто его спрашивать будет, червя земляного? Мало того, что непрошенные ввалились, выродки непотребные, так еще и хозяина мимоходом оскорбляют, совсем обнаглели. Молодчики напрашивались на потасовку. Такое поведение прощать нельзя. Лучше смертью заплатить, чем всю жизнь ходить, проглотив унижение. Я вырвал саблю из ножен и снес голову ближайшему опричнику. Прыжком перелетел два метра и вогнал саблю второму в живот, почти по самую гарду, так, что вытащил с трудом. Третий безуспешно пытался вытащить непослушными руками свою саблю, но, видно, давно не доставал, приржавело. Губы его тряслись, он, выпученными от страха глазами, смотрел на мою окровавленную саблю. «Ну, сучонок, слуга государев, кто из нас червь земляной? Это тебя, пакостника, скоро черви могильной жрать будут. Ты не в рай попадешь, в ад. Вспомни, скольким достойным людям ты жизнь испоганил, дочерей да жонок снасильничал, кого живота лишил. Тебе они по ночам не снятся, урод!» Я медленно подходил к нему, слегка помахивая саблей. У пакостника от испуга случилось недержание, штаны спереди потемнели, зажурчало. «Как втроем девку обидеть? Так наглости хватило. А что же вы втроем меня одного одолеть не смогли? Потому как на моей стороне правда. А за тобой кто?» От ужаса опричник упал на колени, бросив бесплодные попытки достать саблю. «Не убивай, милостивец, семья у меня, дети малые». «У тех, кого ты со своими подельниками убивал, тоже семьи и дети были. Что же тебя это не остановило?» «Государь, государь повелел не щадить никого, по его веленью, не сам». «Так умри как человек, не как мразь». Я снес опричнику голову, подошел к калитке и прикрыл ее. Ни к чему прохожим глядеть на бойню. Спиной почувствовал взгляд. Варвара прижалась к стене дома и со страхом смотрела на трупы опричников. «Хозяин, не надо было. Если из-за меня, то пусть бы лучше побили». «Нет, Варя, унижение терпеть от непрошенных гостей в своем доме я не намерен. Иди в дом». На негнущихся от испуга ногах Варвара ушла в дом. Я обвел глазами убитых. Принесла же вас нелегкая, себе на погибель, мне на неприятности. Думали, испугаюсь грозного имени царя. Как же? Пиетета предвласть придержащими я не испытывал давно. Плюнул со злости. Ну, еще бы денек-два и прости-прощай, столь наград. Зашел в дом, подошел к Дарье. Сейчас иди, нанимай извозчика с подводой. Что успели собрать, погрузим, и уходите вдвоем с Вариной ушкуй. С купцом все уже решено. Где стоит кораблик, ты уже видела. Ой, Юрочка, пойдем с нами. Прознают душу губы, сюда явятся, по твою душу. Ну, и пусть их, разомнусь напоследок. Боюсь я за тебя, все же слуги государевы. Времени нет на уговоры. Иди на торг, забери деньги у армянина, найми извозчика, я пока во дворе приберу. Вот в чем Дарье не откажешь, так в непрактичности и сообразительности. Моментом оделась и ушла, боязливо обойдя трупы. Я перетащил тела на задний двор, сбросил выгребную яму. Не скоро их тут найдут, если найдут. Обвел глазами двор. Все в порядке. Нет, надо кровь присыпать песком. Набрав на заднем дворе песка с ведро, присыпал почти впитавшиеся в землю кровяные лужи. Ни к чему пугать возщика или армянина, покупателя дома. Глава девятая. Когда вещи были погружены, я достал из-под стрихи оба мешочка. Один с золотыми монетами, другой с серебряными. Сунул в один из узлов, показал на него Дарьи. Береги как зеницу ока, здесь наш дом и дело в Новгороде. Поняла? Дарья кивнула. Езжайте, грузитесь на ушкуй, за меня не волнуйтесь. Как только освобожусь, сразу прибегу на судно. Кормчему скажи, пусть будет наготове, он меня знает. Все, уехали, часто оглядываясь и утирая слезы. Нелегко оставлять дом, где прожил много лет, где прошли, может быть, лучшие годы. Так, теперь надо подготовиться к встрече гостей. То, что они явятся, сомнений не вызывало. Я оружие. Невелик арсенал. Нож, сабля и пара ноже для метания. Моя оплошность. Пересчитал деньги в поясной колите, не раздумывая более, почти бегом отправился на торг. Купил, насколько хватило денег, еще шесть ножей. Не очень хорошего качества, но это лучше, чем ничего. Боевой топор бы еще, но все деньги были у Дарьи. Ладно, дома остался обычный, плотницкий топор. В умелых руках тоже оружие страшное и эффективное. Пока суть до дела, дает слесные припасы на кухне. Воин должен быть сытым. Конечно, при ранении в живот сытые брюхо это плохо, но если меня ранят именно в живот, опричники просто добьют, и потому лучше съесть. Наевшись, улегся на постель, только сняв сапоги, но не раздеваясь. Опускались сумерки. Вдали на нашей улице раздался топот копыт, молодецкие крики и посвисты. Не иначе по мою душу едут. Обулся, опоясался саблей, заткнул за пояс ножи и топор. Кафтан надевать не стал, в бою только мешать будет, а от раны все равно не убережет. Останусь цел, надену, если нет, будущему хозяину кафтан достанется, чистым и целым. Топот стих у моего дома. Я выглянул в окно. Ё-моё, да их человек тридцать, все в движении, даже пересчитать трудно. Усёдил притороченные метлы и собачьи головы. Самое разбойничье время, сумерки. Улица как вымерла, все забились в свои дома, моля Бога, только бы не в мой дом, пусть лучше к соседу, а ещё лучше на соседнюю улицу. Не иначе Адашев постарался, не дождавшись посланной троицы и предполагая мои возможности, послал толпу. Судя по убитой троице, подготовка плохая, хреновая, можно сказать. Никто из троицы и сабли не успел достать. Но недооценивать противника не стоит, могли послать и опытных вояк. Недолго ждать, первые уже отворили калитку и заходят, нагловато заходят, бесцеремонно. Ладно, сейчас поучим. Я взял все метательные ножи в обе руки, внезапно открыл дверь и с крыльца прямо с пулеметной скоростью стал бросать вопричников. Долгие тренировки не прошли даром, ни один нож не пролетел мимо цели. Я захлопнул дверь. Отлично, минус пять человек. Осталось еще два ножа, пока приберегу. Свора стала осторожнее, заходили во двор, обтекли дом со всех сторон. Окружают стало быть. Но-но. В кухне раздался треск, я бросился туда. Опричник, выбив окно, лез на кухню. Его подсаживали двое сослуживцев. Выхватив саблю, снес ему голову и тут же острием уколол в шею еще одного. Вторую успел отпрянуть. Минус еще двое. Света в доме не было. Я и в потемках ориентировался хорошо в знакомой обстановке, а опричники, коли проникнут в дом, пусть помучаются. Надо посмотреть, что делается во дворе. Прошел в трапезную. Задняя стена была без окон, выходила во двор. Думаю, противник мой не так глуп, чтобы охранять глухую заднюю стену дома. Будут у окон. Меня поймать, если сбежать попытаюсь, сами им пролезть. Вжался в стену и вышел во двор. И в самом деле никого. Но за углом слышна возня, тихий разговор. Осторожно, по-тихому, вытащил саблю и заглянул за угол. У выбитого окна кухни собралось человек пять. Подсаживали опричника с секирой в проем. Я бросился на врага и стал рубить налево и направо, застав их врасплох. Никто даже саблю из ножен не вытащил. Удар! 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 Еще один! Из-за угла на крики выбежали с саблями наголо еще несколько человек. Черт с ними! Я забежал за угол и пока меня не видели, прошел сквозь стену в дом. Представляю их рожи, когда они завернут за угол, а тут никого. Я ухмыльнулся. Отмену своему еще троих. Четвертого только зацепил. Хорошо зацепил, но не смертельно. Чу! В доме уже кто-то есть, но уж точно не друг. Натыкается на мебель в потемках, тихо ругается. Давай, давай, ругайся. Мне так слышнее. Я встал в коридоре, рядом с распахнутой дверью. И когда опричник вышел в коридор, причем он перестраховался, ткнул сабли влево и вправо от двери, я прошел сквозь стену и зашел ему за спину. Видимо, он что-то почувствовал, попытался повернуться, но мой клинок уже был в его теле. Я подхватил падающее тело и опустил на пол. Не стоит привлекать внимание. Вдруг он не один. И точно, из соседней комнаты, где раньше спала Варвара, послышали шаги. Анисим, нашел кого-нибудь? Я цикнул языком. По голосу меня сразу разоблачат. Спокойно сделал пару шагов к врагу и всадил ему нож в голову, снизу, через челюсть, достав до мозга. Опричник рухнул. Я ощупал тела. Оба без кольчуг. Уже хорошо. Ведь и убитые мной ранее тоже были без кольчуг. Это облегчало дело. Можно смело бить в грудную клетку, а не только в шею и голову. Пожалел все-таки царь-батюшка кольчуг до шлемов для слуг своих. Метелками вот снабдил, а железо пожалел, понадеявшись на имя свое царское. Постоял, прислушиваясь. В доме тишина, но вокруг дома какая-то подозрительная возня. Надо подойти, поглядеть. Снова через заднюю глухую стену вышел, заглянул за угол. Вот суки! Они из бани таскали дрова и обкладывали дом. Поджечь хотят. Дома мне было жалко, да и имени своего тоже. Продал я дом, так неужели армянину достанутся головешки? Слово ведь я дал, держать надо. Саблю в ножны, достал из-за пояса топор, выскочил как черт из табакерки. Удар в спину одному, наповал, другому всадил в голову так, что и выдернуть назад не смог. Выхватил саблю, но и остальные опричники, пока я рубил топором, не дремали, бросили скопом ко мне, только мешая друг другу. Удар, защита, отбил направленный в живот удар. На обратном движении снес пол лица у врага, сам уколол в живот того, что напирал справа. Опричники расступились и вперед вышли двое. У обоих в руках секиры, такие топорики на длинных древках, как у с улицы. Хреново, сабли я их не достану, а вот они секирами могут. Я выхватил метательный нож, метнул удачно в глаз, но второй успел полоснуть меня, пусть и вскользь по ноге. Голень обожгло болью, в сапог поползла теплая струйка. Я метнулся за угол и прошел сквозь стену. Через разбитое окно были слышны крики. Ну-ка, ребята, подсвети факелом, да он ранен, вот кровь его. А куда же он девался? Пока они недоумевали, куда я исчез, я оторвал от холстина длинную полосу и, не снимая штанины, перевязал себя. Сейчас на рану смотреть некогда, кость не перебита, ходить можно. Коли сосуд крупный не задет, кровь скоро остановится. Во мне нарастали гнев, ярость, раздражение на фоне усиливающейся боли в ноге. В чем моя вина? Почему целая орава царских драмоядов и ахальников хотят меня убить в моем же доме? Я подошел к выбитому окну и испытал внутри такое же ощущение, как и тогда, когда освобождал от литвинов пленных. Выглянул наружу. Точно. Факел горит, а люди застыли, как скульптуры. Одним прыжком я выбрался во двор. Вихрем пролетел между опричниками, острой дамасской сабелькой, отсекая руки, ноги, головы. Я торопился, не зная, сколько мне отпущено времени. Минута, две. К моему удивлению, опричников оставалось не так и много, десятка, полтора, два. Когда я закончил бойню, саблю густо покрывала кровь. Все еще стояли на тех местах и в тех позах, где их застигла смерть. Я присел на крыльцо, затем подскочил и бросился к опричнику, что держал факел. Сейчас он начнет падать, и факел точнехонько упадет на приготовленные дрова. Я выдернул факел из его руки и затоптал. Тишина и темнота. Вдруг как будто из ушей вытащили пробки, хрипы умирающих, звук льющейся крови. Успел, но время опять вернулось в свое прежнее русло, а из меня как стержень вынули. Устало обошел двор, зашел в дом. Нигде никакого шевеления, одни мертвые тела. Ну что ж, вы пришли за моей жизнью, тогда должны быть готовы отдать свою. Все честно. Делать мне здесь больше нечего. Я через силу пошел на улицу. Усталость сковывала движение, еле взобрался на лошадь опричника, отдышался и направился на пристань. Кушать хотелось ужасно. Кое-как, чуть не падая с лошади, навалившаяся усталость сказывалась или кровопотеря, но с трудом удерживаясь в седле, добрался до пристани, отыскал ушкуй, бросил лошадь с метлой и собачьей головой у седла прямо на пирсе. На кораблике не спали, ждали меня. Двое матросов выбежали по сходням, помогли подняться на корабль. Сам бы я, наверное, и не смог. Все, хозяин! Мои на борту? Да, на борту. Мы помогли поднять вещи, разместили женщин. Отчаливай! Может, до утра подождем? Ночь все-таки? Отчаливай! Хочешь, чтобы они приехали? В свете факелов метла выглядела зловеще, а запах тухлятина от собачьей головы ощущался даже на судне. Дважды купцу объяснять не потребовалось. Раздались команды, сбросили причальные концы, и на веслах судно отвалило от берега. Ко мне тут же подбежали мои женщины. Дарья мельком оглядела меня. Ты ранен. Задело немного. Я оперся на плечо Дарьи, проковылял к шатру на носу судно, где разместились женщины, упал на коврик, предусмотрительно взятый Дарьей. Даша, дай поесть и попить. Сейчас, сейчас. Женщины засуетились, доставая из узлов и корзинок взятые из дома припасы. Я жадно схватил пирог и, почти не прожевывая, глотал. Мне было стыдно, но голод я ощущал такой, что готов был забыть про приличие. Дарья внимательно вглядывалась в мое лицо, затем сказала, «Такое чувство, что ты сильно похудел». Это правда. Я сам чувствовал, что штаны на мне болтаются и в ремне пора делать лишнюю дырку, уполовинил запас продуктов, выпил почти весь кувшин сыто и откинулся на коврик. Спать, теперь спать. Проснулся я поздно, когда солнце стояло уже высоко. Мерно бился оборот судна, вода слегка покачивала. Если бы не соднящая боль в ноге, то я бы сказал, что в остальном я чувствовал себя хорошо. Надо осмотреть рану. Я позвал Дарью, перерезал холстину, стянул штаны. Пропитавшаяся кровью штанина присохла к ране. Матерясь сквозь стиснутые зубы, я резко дернул. Из-под сорванной корочки снова заструилась кровь. Рана небольшая, как раз по ширине лезвия секиры, но глубокая. Даша порылась в вещах, достала чистую тряпицу, разорвала, довольно умело сделала перевязку. В узлах были найдены чистые штаны, и я переоделся. Вылез из шатра, встал на ноги. Терпимо, бегать какое-то время не смогу, но ходить можно. Пошел к купцу узнать, где мы находимся. Завидев меня, купчина раскинул руки, сам пошел навстречу и опнял. Хорошо, что живой. Вчера я видал нога замотана холстиной. Ранен? Да, в ногу. Купец помялся. Так ты вчера опричников пощипал? Пришлось. Все же слуги государевые. Чувствовалось в его словах некоторое осуждение. Когда с ними столкнешься, самому захочется саблю или кистень в руки взять. Купец перекрестился. Упаси Господь, сколько их было? Не считал, думаю, десятка четыре. И как же ты ушел? Их побил, сел на лошадь и на ушкуй. Что, всех до смерти? У купца от удивления глаза на лоб полезли. Всех? Один супротив четырех десятков и всех одолел? Выходит, что так. Ка бы не знал о тебе, ни в жизнь бы не поверил. Купец уважительно меня глядел. И не богатырь вроде, а поди-ка четыре десятка. Скажи, кому не поверят? Не говори никому, не надо. Скоро и до нового города доберутся, еще кровавыми слезами все умоются. Купец перекрестился. Не дай Бог. Ладненько, иди отдыхай, пока до города доберемся, глядишь, и рана заживет. Плавание проходило спокойно. Я старался не нагружать ногу, сидел, лежал, немного ходил. Рана постепенно затягивалась. Через две недели пришли в Новгород, остановились на постоялом дворе. Авдей не подвел, сдержал слово, нашел хороший дом в два поверха с обширным двором. Начали обживаться. Дарье дом понравился. Он был больше, крепче и местоположение удачным. Торг и церковь недалеко. Теперь надо было подумать и о деле. Сколько денег не имей, они обладают противным свойством когда-нибудь кончаться. Можно продолжать уже знакомое ремесло, охрану судов или купеческих обозов, но всю жизнь вести не может. Когда-нибудь судьба отвернется, и Даша даже не узнает, где меня похоронят. Нет, надо подбирать дело поспокойней. Торговец из меня тоже никакой. В этом деле нюх иметь надо. Что купить и где продать, по какой цене. Был бы банк, вложил деньги и жил на проценты. Для начала решил делать хлебное вино, говоря по-современному водку. В Москве я же организовал дело, пусть и небольшое. Во дворе, благо места было много, нанятые плотники поставили низкую избу. Кузнецы по моему заказу сделали самогонные аппараты, у углежогов купил древесного угля для очистки, нанял рабочих и дело пошло. На первых порах пришлось посуетиться. Сбыт, доставка, неувязки при изготовлении, но постепенно все пошло как надо. По мере развития пошла и прибыль. Оценив масштаб, Авдей в разговоре намекал, что не прочь войти в долю. Но у меня зрел другой план. Нельзя все яйца класть в одну корзину. Я задумал создать несколько различных производств, не связанных между собой. Пусть каждая приносит небольшую прибыль, но в итоге, стекаясь в один общий кошелек, обеспечит нам безбедное существование. Все обдумав, построил на участке небольшую кузню из камня, где наняты рабочие лилии в формы, оловяные, бронзовые, даже небольшие партии серебряных пуговиц. Вроде мелочь, но до сих пор пуговицы на одежде носили только богатые. Все они были ручной работы и дороги. Люд средней руки имел вместо пуговиц деревянные круглые палочки, народ попроще завязки. Модели я придумал сам, с разным рисунком и разной величины. Вначале товар не шел, и я думал, что просчитался, но спасли дело иноземцы. Увидев в лавке на торгу богатый выбор пуговиц скупили почти весь товар и в следующий приезд уже щеголяли в одежде с новыми пуговицами. Глядя на них, потянулись покупать купцы и зажиточные люди, новгородские модницы. Постепенно дело наладилось. Я даже несколько расширил литейку. После бегства из Москвы прошло уже полгода, и те события стали забываться. Как в городе заговорили, что приехал новый наместник от государя, а с ним целый отряд опричников, распугивая богомольных старушек своим непотребным видом. Мне они пока не мешали, и я старался не обращать внимания на проезжающих мимо опричников. Правда, было, было желание выхватить саблю и унять гордыню слуг царевых, укоротив на голову тех, что красовались на конях. Но я следовал старой русской пословице. Не буди лихо, пока оно тихо. День шел за днем, я был занят своим делом, задумал сахарный завод. Свеклы на полях вокруг много, правда, сорта не сахарные, так это поискать надо. А пока искал подходящее помещение. Для чанов нужна была листовая медь или латунь. Товар редкий и недешевый. Пришлось идти на торг. На площади перед торгом было полно народа. В принципе, ничего удивительного, больше бывает. И я сначала не обратил на толпу внимания. Но предо мной вдруг появился конный опричник, сказав, чтобы я обошел толпу стороной. Что такое? Зачем людей собрали? Непонятно. Сбоку раздался женский вскрик. «Хозяин!» Голос знакомый. Я стал вглядываться. «Да это же Варвара! Ее-то как туда занесло!» Варя, увидев меня, стала пробиваться ближе. Я обратился к опричнику. «Эта женщина моя прислуга. В чем ее вина?» «Отойди! Я делаю, что мне велено!» «Где твой начальник?» Опричник показал на мужика в сером зипуне. Я подошел к нему. «Здесь моя женщина. в чем ее вина? За что ее в толпе держат?» Опричник оглядел меня пренебрежительным взглядом, лениво процедил. «Пошел прочь, пока самого не трогаем, собака новгородская!» И сплюнул мне под ноги. «Такого я не потерплю!» Выхватив саблю, я отрубил ему ногу, и пока он не свалился с лошади, пырнул его острием в живот. Я с удовольствием снес бы ему голову, но не мог верховому дотянуться до шеи. Толпа ахнула и притихла. Отойдя от неожиданности, ко мне ринулись опричники. Хоть и выучка у них неважная, однако пешему против конного плохо, а тут четверо кинулись. Толпа, лишенная полного оцепления стала разбегаться, мешая конам пробиться ко мне. Возникла давка, падали люди, кони вставали на дыбы и тоже падали, оступившись на телах. Ждать, когда до меня доберутся, я не стал. Тоже принялся пробиваться к своей улице, высматривая, где опричники и пытаясь отыскать взглядом Варвару. Куда там в такой-то толчье? Я уже добежал до начала своей улицы, как сзади послышался топот копыт. Явно по мою душу. Обернулся точно. Один из опричников, самый шустрый, пробился сквозь толпу и настигал, обнажив саблю. Подпустив его поближе, когда опричник уже заносил саблю для удара, я тыльной стороной сабли ударил лошадь по морде. От боли и испуга бедное животное встало на дыбы. Чтобы удержаться и не упасть, опричник бросил саблю и обеими руками ухватился за лошадиную шею. Ну как пропустить такую возможность? Я саблей от души рубанул по голени. Опричник заорал благим матом, часть ноги с сапогом осталась в стремени, кровь христала из обрубка. Добивать этого урода я не стал. Хотя мог, саблей его валялось на дороге, сам он был в шоке и беззащитен. Это ему не беззащитных баб да безоружных мужиков на площадь сгонять да изгаляться. Быстрым шагом я прошел несколько домов, свернул в приоткрытую калитку, перемахнул через один забор, другой и оказался в собственном дворе. Фу, можно перевести дух. Во двор через калитку забежала Варвара. Увидев меня, бросилась на шею. Целый! А что мне сделается? Видела я, как ты нехристи порубил, остальные к тебе кинулись, весь народ и разбежался. Как ты туда попала? За что? На торг пошла, за капустой и мукой. Нехристи на конях весь народ согнали, насмехались, говорили, что всех утопят в Волхове. Я так испугалась, прямо ужас. Повезло мне, тебя увидела, да окликнула, а то бы раков уже кормила. Черт знает, что творится. В Москве опричники больше шастали по боярам да дворянам, кто царю неугоден был. Но здесь-то чем простой народ наместнику не угодил? В чем их вина? Уж точно никаких интриг или измены в простом народе не было. Никак наместник устрашить Новгород хочет. Учитывая, что на площади меня многие видели и предатель всегда найдется, скажет опричникам, кто я такой и где живу, действовать надо быстро. Хорошо бы их всех убрать разом. В голове созрела идея сжечь их всех. Ведь живут они рядом с домом наместника, в воинской избе, нечто вроде казармы. Пожары случаются часто, дома деревянные, особо никто не забеспокоится. Сразу возникла мысль, как это осуществить? Наверняка у них дозорные стоят. Эта проблема небольшая, снять их можно. Как избу поджечь, причем со всех сторон, да не дать им выскочить? В первую очередь, как и чем обложить избу, чтобы полыхнуло? Хворостом несерьезно. Это не один воз надо привезти и перетаскать. Отпадает. Бензинчик да где его взять? Вдруг сообразил. Продают земляное масло. Это же сырая нефть. Сгодится. Я нанял вездесущих мальчишек, пообещал пометной полушке, и через час у меня было около двадцати литров нефти. Сам выходить в город я не рискнул. Опричники сейчас злые, как потревоженные в ульи пчелы. Приготовил метательные ножи, проверил саблю, легко ли вынимается из ножен, слил нефть в два больших кувшина, подумал немного и сунул в карман несколько больших гвоздей. Если дверь в избе открывается наружу, как это и бывает в русских избах, то сразу после поджога ее можно заколотить. Оконцы обычно маленькие, чтобы в суровые зимы тепло не уходило. Не всякий человек сможет пролезть. С трудом дождался темноты. Опоясался саблей, заткнул за пояс ножи, в обе руки взял по кувшину с нефтью. Опа! Чуть не забыл кресало. Хорошо бы я выглядел, коли поджечь было бы нечем. По темным улицам направился к воинской избе. Хорошо, что уличные сторожа ходили с трещотками. Их слышно было далеко. Я вполне успевал спрятаться. Не убивать же мне ни в чем неповинных людей, чтобы избавиться от свидетелей. Вот и забор. За ним витнеется крыша воинской избы. А где же дозорные? Я просунул голову сквозь забор. Так, один у крыльца дурью мается, второй у ворот. Все? Похоже на то. Только я приготовил ножи для метания, как из-за угла вышел третий. Прокол. Все мероприятие могло сорваться. Плохо, Юра, плохо. Единственное, что меня извиняло, то, что я один, и времени на разведку и подготовку не было. Немного надо подождать. Похоже, третий не стоит на месте, патрулирует участок. Дождался, пока третий снова зайдет за угол, дал ему время отойти, прошел сквозь забор. Бегом кинулся к крыльцу, всадил нож в шею дозорному, мгновенно развернулся и метнул другой нож в грудь второму, что начал вытаскивать саблю. Оба свалились на землю. Пока тихо. Я тихонько подошел к углу избы и затаился. Третий не заставил себя ждать. Сначала послышались мерные шаги, затем он показался из-за угла. Я просто всадил ему саблю в грудь, провернув вране для надежности. Он попытался крикнуть, открыл рот, но лишь засипел. Ртом хлынула кровь, ноги подогнулись, он упал. Быстрее назад. Прошел сквозь стену, взял оба кувшина с нефтью, отворил калитку у ворот, спокойно вернулся во двор. Взяв один кувшин, пробежал вдоль стены избы, обильно поливая нижние бревна. Чуть-чуть не рассчитал. До угла не хватило нескольких шагов. Заглянул за угол. второй кувшин и облил вторую стену. Срезал кожаные петли с калитки и подтащил ее к двери избы. Встав на четверинки, обшарил руками двор и нашел камень. Теперь поджигать. Повозившись немного, поджег одну сторону, метнулся на вторую, поджег и ее. Теперь быстрота решала все. Подняв калитку и приложив поперек двери, ударами камня вогнал по паре гвоздей на каждую только теперь дверь попытались отворить изнутри. Как бы не так. Я еще вогнал по гвоздю на каждую сторону, чуть не отбив себе пальцы. Камень все-таки, не молоток, неудобно. Гвозди сотка держали надежно. Изнутри раздалось несколько сильных ударов. По-видимому, убили ногой, послышались крики, увидели, стало быть, отцветы пожара. Сейчас самое слабое место – дверь. Если найдется кто поопытней, возьмут лавку, используют место тарана, вышибут с разгона дверь, тогда мне надо будет уносить ноги. Парочку опричников я сегодня вывел из строя на площади. Троих убрал у избы. Все равно их оставалось три с половиной десятка. Многовато на одного. Надо оборонять дверь. Я уже успел взглянуть на окна, когда поливал нефтью стены. Только подросток пролезет. Что же придумать? Ах, была не была. Если моя возьмет, то свидетелей не будет. Я прошел сквозь стену. В темноте суматохи на меня никто не обратил внимания. Самому ближнему всадил поясной нож в спину, другому саблю в бок. Хорошо всадил, по самую гарду. Рядом появился еще один, белее в темноте нательной рубахой. Раз! Голова с плеч. Еще одного сабли в живот. Последний поднял крик. Паника в избе усилилась. Я предпочел убраться назад, во двор. Ух ты! Стены уже занялись, освещая двор. Не горели только задняя, глухая стена, и передняя, с забитой дверью. Так что и проникать мне можно только с переднего или заднего торца. Я обежал здание, просунул голову сквозь стену. Среди опричников нашелся организатор. Зажгли пару факелов, от них и через оконца было в избе относительно светло. Все сгрудились около убитых, не понимая, кто их убил. Внутри ведь все свои. Высокий костлявый мужик, видимо, старший, это тоже понял. Он с факелом осмотрел своих. Все лица знакомые, чужих не видно. Ребята, здесь где-то он, уйти не мог, двери заперты. Обыщите все, каждый угол, под каждую лавку загляните. Пора уходить, тихо, не прощаясь, по-английски. Но вы не расстраивайтесь, ребята, я еще вернусь, совсем скоро. Я прошел сквозь стену. За забором раздавались крики, собирались соседи с ветрами, топорами. Пожар в деревянном городе страшное дело, и тушить его собирались со всех ближних домов и даже соседних улиц. Но этот пожар никто не торопился тушить. Помятуя сегодняшние события на площади, посматривали только, чтобы огонь не перекинулся на забор, а с него на соседние постройки. Ну и славно. Вот только оборонять переднюю часть с дверью теперь будет сложнее. На виду-то. Начало заволакивать дымом. Это мне на руку. За дымом я прошел сквозь переднюю стену, к своему удивлению, увидев перед собой трех опричников, среди них старшего, высокого и костлявого. У опричников от удивления поотвисали челюсти и выпучились глаза. Сориентировавшись, я решил нагнать страху и заорал. Дьявол меня послал за вашими грешными душами. Гореть вам в огне на земле и на небе. Отвернулся Всевышний от вас за грехи. Опричники бросили оружие, как по команде упали на колени и стали креститься, приговаривая «Чур меня, чур, изыди, дьявол!» Я страшно завыл, так, что у самого мурашки по коже побежали, подскочил к ним и стал срубать головы, как кочаны капусты. Никто не сделал даже попытки защищаться. Дым вовсю проникал уже в избу, но слуги государевы не думали о достойном отпоре, каждый искал выход из опасной ситуации. К двери уже не ломились, видя кучу трупов перед нею. Несколько человек с секирой пытались расширить окно в избе. Да только секира не плотницкий топор. Кроме того, избу делали из дуба, всерьез. Флаг вам в руки, мужики! Задохнетесь раньше, чем что-то получится! Из клубов дыма выбегали кашляющие люди, а я их рубил без жалости. Недобитые раненые отползали от меня к глухой стене. Раздавались крики, суета и паника охватили всех. Я двинулся по центру. Слева и справа были лежанты для опричников. Наткнувшись дыму на противника, колол, резал, рубил. Дышать стало трудно, я сам стал кашлять. Пора уходить, отравлюсь. Я решил выходить через переднюю стену. Да противоположной далеко. В дыму найдется еще какой-нибудь смельчак с сабелькой, ударить чужака в бок, а на мне кольчуги нет. Вышел и чуть не поплатился. Ко мне подскочил мужик с оглоблей и замахнулся. Умри, бесов отродья! Стой! Ты что, обознался? Я же свой! Мужик вгляделся, заулыбался. Так это ж ты на площади! об этом. Мужик опустил оглоблю. Извиняй, не узнал в дыму. Ты как здесь? Да как и ты! Пожар не твоих рук дело? Бог их наказал, не я. Мужик ухмельнулся и исчез в дыму. В дверь больше не ломились, и я отбежал. Жар становился нестерпимым, занялась крыша, угольки стали долетать до забора, и толпа зевак кинулась заливать водой забор и стоящие за ним постройки, понимая, что нельзя дать огню перекинуться на другие дома. Тогда катастрофа городского масштаба. Крики из избы стихли. Все, можно уходить, не стоит светиться. С чувством выполненного долга вернулся домой, умылся из бочки, что стояло на заднем дворе, прошел в дом, поднялся в спальню, разделся в потемках и нырнул в постель под бочок к спящей Дарья. Утром меня разбудил Авдей. Даша уже встала и теперь выглядывала из-за плеча купца. У нас деловой разговор, молвил Авдей и Дарья ушла. Купец закрыл дверь, уселся на лавке. Новости слышал. Когда бы я успел, ты же сам меня разбудил. купец подозрительно на меня посмотрел, поднялся, подошел к моей одежде, поднял, понюхал. Дымом пахнет. И что? А то, что пожар ночью случился, воинская изба сгорела, дотла, хорошо на другие дома не перекинулась, и людишки в ней, которые с наместником из Москвы пришли, тоже сгорели, все. Ай-яй-яй, беда какая. Юра, ты меня за дурака держишь. Я, как узнал утречком о пожаре, туда сходил. Я спал, я ни при чем. Знаешь, какое интересное дело, не все задохнулись или сгорели. Меня пробил пот. Что, живые есть? А что ты так забеспокоился? Нет, живых нет, да только дозорные, что рядом с избой были. Не сгорели, все убиты были. Выходит, пожар, не случайность? Ужас какой, беда, ох, беда. Хватит придуриваться, ежели твоих рук дело, скажи. Тебе от моих слов легче будет? Не уверивай. Да, моих рук это дело. Не могу смотреть, как над людьми безвинными всякая пога не смывается. Вчера на площади служанку мою вместе с другими жителями под саблей держали. Знаешь, что они удумали? Утопить всех в Волхове? Купец перекрестился. Значит, и на площади ты был? Я? Вот я и чувствую, рука знакомая. У меня на площади дочка была, тоже могла в Волхове оказаться. Домой прибежала, от страха трясется вся. Когда отпоили, рассказала, как было. Я на тебя сразу подумал. Хотел сегодня прийти, предупредить, что узнали тебя многие. У меня в лесу заимка есть, хотел предложить на время туда перебраться. Да тут пожар, не осталось никого из опричников, некому ловить. От всего народа поклон и благодарность тебе. Суровый ты мужик и воин справный. Авдей, только не рассказывай никому. Не расскажу, сам понимаю. А одежу свою сожди, она не только дымом пахнет, вся в пятнах крови, не приведи Господь до знания учинят, тот же наместник. Понял Авдей, спасибо, что предупредил. Купец поднялся и ушел. Я оделся в чистое, скомкал верхнее свое одеяние, вышел во двор и в литейке для пуговиц сжег одежду. Саблю отмыл как следует эх, нож поясной покупать теперь надо, хороший ножик был. Не успел в дом зайти, в калитку стук. Я распахнул ее, у калитки стоял слуга Авдея, запыхавшийся от быстрого бега. Авдей просил к дому наместника, быстрее. Случилось чего? Не знаю, толпа собралась. Одеваться не пришлось, сабля на поясе. Я рванул бежать, Авдей просто так просить не значит нужда. Вывернул из-за угла, ого, все пространство перед домом и даже переулок сбоку были заполнены народом. Люди возмущались, кричали женщины. Где же Авдей? Я влез на забор, с него перепрыгнул на дерево. Ага, вот и он, почти в передних рядах. Да мне же не протолкаться. Там явно эпицентр событий. Что-то происходит, люди размахивают руками. Я спрыгнул с дерева, попытался растолкать толпу. Бесполезно. Ладно, придется сквозь стены, авось никто не увидит. Прошел один дом, второй, через забор перелез, снова сквозь дом. Уже близко. Растолкал собравшихся, подобрался к Авдею. Тут я. Что случилось? Люди собрались, из дома силы наместника вытащили. Вон он, на крыльце, никак убить хотят. Я на мгновение задумался. Убить это плохо. Царь Иван разгневается, войско пошлет, много крови невинной новгородской прольется, а наместника нового поставят, и наверняка более жесткого. А в кремля. Надо срочно исправлять ситуацию. Я пробился вперед. На ступеньках сидел дородный боярин в богатых одеждах. Глаза его опасливо бегали. Понятное дело, умирать бесславно не хотелось никому, а толпа жаждала крови. Боярин уже не ждал хорошего. Я поднялся на ступени, поднял руку. Постепенно шум стих. Чего шумим? Вечи устроили по какому такому поводу? Со всех сторон раздались негодующие крики. Утопить негодяя! Как он хотел людей наших жизней решить! Я повернулся к боярину. Ты хотел людей топить? Боярин испуганно перекрестился. Нет, не хотел. Все слышали? Перекрестился боярин. Стало быть, не врет. Опричники посвоевольничали? Так их Господь за это наказал. Я указал в сторону, где была сгоревшая воинская изба и братская могила опричников. Глаза боярина сверкнули, в них засветилась надежда, он почуял во мне защитника. Стоящие в толпе в задних рядах закричали «Не слушай его, народ! Топить волхов его! Кто там топить хочет? Выходи! Только сначала меня убить придется!» В толпе зашумели. «Да это же берсерк!» Смелых не нашлось, никто не вышел. «Убьете боярина? Государь наш прогневается, полки воинские пришлет. Кто там шумит? Ты готов положить голову на плаху? А может хочешь сына в холопы отдать? Наместник доверенное лицо государя, лицо неприкосновенное. Лишить жизни наместника все равно, что посла, только позором себя покройте. Я решил выжить из ситуации все, что можно для себя лично. Воинская изба случайно сгорела? Я повернулся к боярину. Тот сначала неуверенно кивнул, потом еще раз уже твердо. «Ну вот, видите? А новых слуг государевых боярин уже и здесь набрать может, верно?» Боярин помялся, но снова кивнул. «Ну вот, все и разрешилось. Можно расходиться. Работа стоит, каша впече стынет, пиво выдыхается». Толпа еще некоторое время недовольно гудела, но боевой настрой уже пропал. Начали расходиться. Я повернулся к боярину. «Извини, новгородцев, сударь, но прими и мой совет. Не надо попусту народ злить. Ты мерьте был боярин». Боярин был блетноват, утер рукавом под солба. «Как имя твое? Что в имени тебе моем? Просто свободный человек Юрий. Должен же я государю отписать, кому жизнью обязан? Не стоит об этом государю писать. Не царское дело в мелочи вникать. Коли государь про каждую избу сгоревшую читать будет, ему и важными делами некогда помазанник божий сразу поймет, что ты наместник ошибок наделал. Как ты думаешь, ему это понравится? Боярин покраснел. «Умные речи ведешь, да смел, не побоялся супротив толпы выйти. Пойдешь ко мне в советники?» «Нет, боярин, у меня свое дело. Привык я сам своими руками семью кормить. Не хочу никого над собой, ты уж не серчай. Коли нужда какая будет, могу подсобить, но постоянно нет, не по мне. Тогда спасибо и бывай здоров. И тебе того же». Мы разошлись. Авдей ждал на другой стороне улицы. «О чем говорили?» «Советники звал». «А ты?» «Отказался». «Ну и дурак». «Это почему же?» «Все обознал, что царь Иван в отношении Новгорода замышляет. Авдей, от политики меня в Москве тошнило. Теперь здесь начинать?» «Ладно, хорошо, что быстро прибежал и толпу удержал. Охрана его сразу разбежалась, думал убьют, а потом всему Новгороду зато перед государем отвечать. Ты все быстро понял. Кабы ты так в торговле понимал, цены бы тебе не было. Знаешь, почему люди тебе поверили?» «Догадываюсь, за то, что вчера на площади опричников пощипал, людей от смерти неминуемый спас. То-то же, помни об этом. Тебя в лицо уже многие знают, верят, не обмани. ты, ты хоть и не коренной новгородец, но для города сделал больше многих иных». Авдей подхватил меня под локоток и мягко увел в корчму. Немного выпили подоситра домаринованные грибочки, заедая пирогами, поговорили про дела, про жизнь новгородскую, с тем и разошлись. Я занимался своими делами, Авдей своими, пути наши как-то не пересекались. Встретились случайно, месяца через два, на торгу. Известное дело, все дороги ведут в Рим. Поговорили в толчье, Авдей предложил съездить верхами на заимку, поохотиться, отдохнуть, попить хорошего венца, причем рассказывал все в таких ярких красках, что у меня слюни потекли. «Все, Авдей, не говори больше, согласен, когда едем?» Дня через два-три закончу дела с фрягами, мануфактуру у них покупаю, да и поедем. Выехали только через неделю. Впереди на телеге ехал холоп, вез вино и припасы. Сзади неспешно на конях ехали мы с Авдеем, беседуя на разные темы. О видах на урожай, излюбленная тема для всех, крестьян, купцов и даже бояр, о славной теплой осени, о предстоящей охоте, в которой Авдей, как оказалось, знал толк. Лежат лук и стрелы в колчане. Я же ехал просто отдохнуть. За два года, что промелькнули в новом для меня положении, я просто устал. Об отпусках здесь слыхом никто не слыхивал. Так, отдохнуть на Рождество или на Масленицу неделю, да и весь отпуск. Узкая дорога, только одной повозки и проехать, вилась через темный ельник. Вдруг неожиданно, как это всегда и бывает, из-за деревьев выехали конные воины. О том, что это не разбойники, а именно воины, говорило вооружение. Все в одинаковых кольчугах, с небольшими синего цвета щитами, в шлемах-луковицах, с мечами на поясах. У нескольких в руках колья. Они что, на войну в лесу собрались? Против кого же? Я обернулся к Авдею, но, к моему удивлению, он оказался сзади, метрах в семи. Когда он успел отстать? В душе родились нехорошие подозрения. Я только успел схватиться за рукоять сабли, как Авдей крикнул. «Кидай!» Двое ближайших ко мне воинов метнули на меня сеть. «Черт! Вот уж чего не ожидал!» Я успел выхватить поясной нож. Сабли слишком длинна, в темноте ею не развернуться, стал резать сетку, но мне не удалось перерезать даже веревку. Один из воинов махнул рукой и на голову опустился кистень. Свет померк. Очнулся я на телеге, связанном. Телегу немилосердно трясло на корнях деревьев. Рядом ехали верховые воины, лениво переговаривались, пили вино из баклажек. Послышался разговор, я прислушался. Купец, ты же говорил, что он берсерк. Даже десятерых мало, чтобы его живым взять, а мы его спеленали как младенца. И никто не ранен, даже мечи не доставали. Тюфяк он твой знакомец, а не берсерк. Воины вокруг презрительно засмеялись. Авдей вмешался. А чья идея в лес его заманить да сеть накинуть? Ничего мечами бы вы не сделали, все бы полегли. Я его в бою увидел, не приведи Господь врагом его оказаться. Так чего же ты его взять решился? Кто вам приказал мне помогать? Известно кто, Адашев, государев Дьяк. Вот и мне он же, каб и не он, не видать бы вам Юрия как своих ушей. Не по сердцу мне, он меня из плена освободил. Да своя рубаха ближе к телу. Воины незлобиво засмеялись. Пока они разговаривали, я чувствовал в разговоре какую-то странность. Голова после удара кистенем варит туго. Вот что странно. Воины не окают, как новгородцы, а акают, растягивая слова, как московиты. Не уж Адашев людей из Москвы прислал по мою душу? Никак побитых опричников просить не может? Или это царь Иван Адашеву приказал? А для меня ни один ли черт? Доедут сейчас до Новгорода, замотают врагожу, перекинут на корабль, да отойдут от пристани тихонько, а там через три недели и Москва. Ну Авдей, сука, я его другом считал, а он змеей под колоной оказался. Предал и продал, заманил хитро, засаду поставил. Все продумал, даже сеть, чтобы я саблю выхватить не успел. Не веселились бы сейчас, без голов в еленьке лежали. Смекалки Авдею не откажешь, даже под воду предусмотрел с холопом. А ты, умник с высшим образованием и не заподозрил ничего, дал себя обвести как пацаненка. Чтобы никто не понял, что я пришел в себя, я осторожно приоткрыл один глаз, попытался понять, где я. слева вдалеке мелькнула деревенька. Так мы уже недалеко от города, на телеге час хода, может и меньше. Кровь закипала в жилах. Предатель меня, как младенца вокруг пальца обвел. Ярость и ненависть, вот все, что я чувствовал, и еще жажду отмщения. Я почувствовал прилив сил, и время для меня ускорилось. Легко, словно нитки, я разорвал сетку и стягивающие руки и ноги веревки, вскочил на телегу, прыгнул на лошадь ближайшего ко мне воина, вырвал из ножен поясной нож, острый, длинный, и перерезал ему глотку. Снова бросок на телегу. Там лежит привычная мне сабля. Выхватил ее из ножен и вихрем прошелся среди конных. Только вжикала сабля, делая свое смертоносное дело. Все сидели в седлах, как замороженные. Ближайшая лошадь подняла ногу и все не могла опустить копыта на землю. Я еще раз пробежался по конвою. Все уже убиты, только никто этого еще не понял. Все сидят в седлах, губы растянуты в улыбке. Авдея и его холопа я не стал убивать. Холоп здесь ни при чем, а с Авдеем мне хотелось поговорить, посмотреть ему в глаза. Я остановился рядом с лошадью Авдея, саблей перерезал подпругу на брюхе. Все, дело сделано. Из меня как будто воздух выпустили. Время вернулось в свое прежнее русло. И я увидел, как глаза Авдея округлились от удивления. Он выхватил из ножа нож, попытался привстать на стременах, но подпруга не держала, седло поехало вбок, и Авдей упал с лошади. Вскочив, он обернулся и посмотрел на воинов. Кто-то из них еще сидел в седле, навалившись на шею с кокуну, кто-то упал на землю, но все они были мертвы. Это было видно с первого взгляда, но не может быть живым человек с перерезанным горлом. Авдей это понял, как понял и то, что помощи ждать неоткуда. Глаза его потухли, весь он съежился, стал меньше ростом. Убьешь? Сам-то как думаешь? Я тебя из плена освободил, дом твой охранял, мы за одним столом сидели и хлеб один ели. Что ж ты меня московитам предал? Как иуда за тридцать серебряников? Прости, Юра, бес попутал. Пощади, у меня семья, дети. А обо мне ты подумал? Думаешь, Адашев меня чай с пряниками пить пригласил? На смерть лютую, неминучую. Я подошел поближе, посмотрел ему в глаза. Ничего, никакого раскаяния, только страх. Я занес саблю для удара и увидел, что глаза Авдеи метнулись за мою спину, увидел в них искорку надежды. Я мгновенно присел и с разворота вытянул саблю вперед. Халоп! Я заматерился. Халоп решил спасти хозяина, слез с телеги, вытащил у убитого воина меч из ножен и, пока я говорил с Авдеем, подобрался сзади и занес меч для удара. Но я саблей его опередил. Лезвие уже было у него в животе, но и меч летел вперед. Коли я не наклонился бы, лежать мне с располовиненной головой. Однако меч во что-то тупо ударился, на меня брызнуло теплой кровью, кольнуло вбок. Падая, я обернулся. Слуга мечом угодил в левое плечо Авдея, разрубив его чуть ли не до пояса. А что же меня кольнуло вбок? Я дотянулся до правого бока и почти у подмышки нащупал рукоять ножа. Авдей! Стоило мне повернуться к нему спиной, как он воткнул меня нож вбок. Повезло. Если бы стоял, получил двойной удар, мечом от холопа и ножом от Авдея. Я попытался выдернуть нож, охнул от боли и потерял сознание. Сколько я пролежал неизвестно. Когда очнулся, было еще светло, но солнце клонилось к западу. Встал. Как ни странно, мне это удалось. Во всем теле слабость, качает, как пьяного, болит голова. Голова-то почему болит? Меня же не по голове ударили. Я огляделся. Где убитые воины? Где Авдей? Где лошади? Я стоял рядом с деревом. Недалеко лежал заглохший Харли Дэвидсон. Чертовщина какая-то. Ощупал себя, никакого ножа в правом боку, на мне кожаная косуха, порванная слегка на бедре джинсы. Где Новгород? Где Дарья? Где сабля моя? Я что, опять вернулся в свое время? Нихрена себе, скажи кому, подумают белая горячка. Ощупал голову, да вот же шишка от кистения, коим меня воин ударил. Я чуть не засмеялся. Было, было, я не сошел с ума, и все, что со мной случилось, не галлюцинации. Поднял мотоцикл, сел в седло, включил нейтраль и завел мотоцикл. Басовитое тарахтение мотора вселило уверенность. Я развернулся и поехал на дачу к друзьям. Ну ее, эту Москву, найдут еще кого-нибудь? Я был переполнен эмоциями, хотелось все это обсудить с Женькой. И одновременно я боялся. Скажет, что упал, утарился головой, что мне все это пригрезилось. Вот и дача. Друзья продолжают застолье, как будто ничего и ты так быстро. Или случилось чего? Случилось. На повороте граве рассыпали. Упал, ударился. В Москву решил не ехать. Жень, перезвони в клинику. Пусть кого другого найдут, а я отлежусь. Юлька подбежала ко мне, ощупала голову. Ого, у тебя здесь шишка, надо лед приложить. Я подошел к зеркалу. Прямо как у Бетлов. Ну а мы с такими рожами возьмем, да и припремся к Эллис. Шишку почти не видно, на скуле небольшая ссадина, щетиной не оброс. А где же моя борода, коей я обзавелся в том времени? Чудеса, да и только. Почти одновременно подошли Женька, позвонил все в порядке, и Юля с целлофановым пакетом со льдом. Я приложил лед к шишке. Ого, холодно. Уселся в дачное кресло, девчонки ушли поболтать. Женя, со мной странная вещь случилась. Упал с мотоцикла? Чего же тут странного? Со всяким такое быть может. Да нет, падать я и раньше ухитрялся. И я очень коротко, сжато, за десять минут пересказал основные события. Женька посмотрел на меня скептически. Юр, выпей немного, полежи, отдохни, все пройдет, это от удара. Я и сам сначала так подумал, но уж очень реально. Не рассказывай об этом никому, даже девчонкам. Им, пожалуй, в первую очередь, иначе всем разнесут. А какие-нибудь доказательства у тебя есть? Какие у меня могут быть доказательства? Сабли со мной нет, одежда моя я взял со стола два ножа, длинный с волнистой заточкой для хлеба и коротенький, метнул их в бревно дачи, всадив рядом друг с другом. Ножи ты кидаешь здорово, но это не доказательство. Я приуныл. Неужели Дарья, Авдей, мои бойцы, все это плод моего воображения? Продукт удара головой? Жалко, все это было так реально. С другой стороны, я прожил два с небольшим года там, а здесь прошло несколько минут, может полчаса, не стыкуется. Я задрал левую штанину и чуть не завопил. Есть шрам, свежий, еще розовый, от удара секиры резвого опричника у дома Дарьи. Стало быть, было, но Женьке доказывать бесполезно, скажет, что шрам у меня и раньше был. И стоит ли кому что-нибудь доказывать? Но одна мысль все-таки засела в голове. Клад! Я же помню место, камень. Если найду, то все было со мной в реальности. Собственно, не ради самого клада, тех монет, что там хранились, а для подтверждения, что был я в далеком времени. Наверное, так и следовало поступить. Не оповещай никого, даже друга Женьку, найти клад и предъявить в качестве доказательства. Решив так, я успокоился и мы отлично провели вечер. Я попрощался с Женькой, отвез Юлю в Москву. На прощание она сказала, «Ты какой-то странный сегодня, как будто в себя погружен, как будто ты не здесь, не со мной». Девочка даже не подозревала, насколько она права. Тмокнув меня, пообещала звонить и скрылась в подъезде. Поставив мотоцикл в ракушку, поднялся в свою квартиру и, только сбросив косуху, начал рыться в картах Москвы и области. Так, направление знаю, деревенька рядом была. Как же она называлась? Я надолго задумался. Нет, не вспомню. Кто мог знать, что через пятьсот лет мне понадобится название деревни? Бред какой-то. А не попробовать ли еще одно доказательство переноса во времени? Я оглянулся, нет ли посторонних. А откуда им взяться? Подошел к стене между кухней и комнатой, прижался. Опа! Не получилось. Вернее, получилось бы, как бы не стальная арматура внутри стены. Я еще тогда заметил, что могу проходить через дерево, камень, кирпич, но не через металл. Меня охватило нетерпение. Надев косуху, выбежал на улицу. Вот стоит кирпичный дом, для проверки подойдет. Вошел в подъезд, не знаю уж почему, поднялся на третий этаж, немного постоял на лестничной клетке, не решаясь. Ах, была не была. Вжался в стену и прошел. Прошел? Значит, мне не приснилось все. Дарья, Адашев, Авдей, все было на самом деле. Где это я? Вокруг меня темнота. Я начал шарить руками и что-то задел. На пол повалились какие-то банки, наделав изрядно шума. Зажегся свет, открылась дверь, в ванной, а это была именно ванная комната, появилась женщина средних лет в домашнем халате. Увидев меня, она от удивления замерла, потом начала визжать, причем так сильно, что заложило уши, а крик, наверное, услышали и на девятом этаже. Конечно, входите в свою ванную, а там незнакомый мужчина. От испуг я шагнул обратно и, выйдя на лестничную площадку, столкнулся с сильно поддатым мужичком, впрочем, прилично одетым. По-моему, он даже не понял, откуда я появился. Прощение прошу, корпоративка, понимаете ли. На нетвердых ногах обогнул меня и стал ковыряться ключом в замочной скважине. Надо уносить ноги. Возможности я уже проверил. Хватит на сегодня впечатлений. На следующий день на работе все было как в тумане. Бумаги валились из рук, на вопросы отвечал не в попад. Ко мне подошел заведующий, Виктор Сергеевич. Что с тобой, Юра? Случилось чего? Ты неважно выглядишь. С мотоцикла вчера упал. Чувствую себя не очень. Вот, пощупайте шишку. Виктор Сергеевич пощупал. У тебя есть два дня отголов. Иди домой. Завтра и послезавтра не выходи. Отлежись. Хорошо, спасибо. Переодевшись, спустился из клиники, сел на мотоцикл. Может, рвануть сразу на Дедовск? Где-то там мною был зарыт клад. Решено. Еду. Долго я искал, пытаясь вспомнить место. Вроде как река. Нет, речка небольшая была недалеко. По мостику пришлось тогда проезжать. Только с тех пор много чего изменилось. Поля распаханы, много населенных пунктов. То и дело натыкаюсь на железную дорогу. Хорошо, что на мотоцикле. На машине не удалось бы обследовать многие участки, проехать по тропинкам, между деревьями. Начало смеркаться. Пора домой. Первый день потерян. Результатов нет. Дома нехотя поел. Не лез кусок в горло. Лег спать. И с первыми лучами солнца я уже выехал. Доехав до места, остановился в деревне. Начал расспрашивать дедов и старушек. Не помнит ли кто камень? Большой, с меня ростом. Припомнил один дедушка, что да, есть такой камень, только не здесь, недалеко от деревни Собурово. Это километров десять в сторону. Спасибо, дедушка. Я достал карту, сориентировался и поехал. По дедовым подсказкам через полчаса нашел камень в лесу, недалеко от опушки. Рядом проходила узкая тропинка. Обошел вокруг камня, приглядываясь. Похож. Правда, мхом оброс, так ведь лет сколько прошло. Ё-моё, а лопату не взял, да и не было ее у меня в доме отродясь. Поехал в деревню, нашел магазин, купил лопату. Продавщица пробурчала. Но дачники, ничего своего у них нету. Долго приспосабливал лопату к мотоциклу. Наконец, притянул ремнем и вернулся к камню. Отсчитал шаги, перекрестился и принялся копать. Земля была плотной, снижавшейся. Ушел в землю на полметра. Пусто. Ошибся с местом или камень не тот. Постоял, подумал, чуть сдвинулся в сторону, начал копать по новой. Лопата обо что-то стукнулась. Сбьющимся сердцем осторожно начал обкапывать. Есть! От прикосновения истлевшая кожа мешочков лопнула и посыпались монеты. Был! Был я все-таки здесь! Не приснилось! Все со мной было! Вот вещественное доказательство! От радости ноги ослабели, я уселся на землю. Женька мне не поверил, но после позавчерашнего прохождения сквозь стену в чужую ванную я воспрял духом. Раскопал все, переложил содержимое в боковые сумки мотоцикла. Некоторые мешочки были на удивление целы, только задубели и вместо мягких стали как подошву старого ботинка. Дома посмотрю, что там. Сейчас надо убираться отсюда поскорей. Тропинка недалеко. Любопытный прохожий может поинтересоваться, чего тут у камня раскопки? По-моему, все. Копнул глубже, подрубил грунт со всех сторон. Пустая порода. Яму закапывать не стал. К чему? Лопату бросил тут же. Надо возвращаться. Мотоцикл от тяжелой ножи просел, но тянул бодро. Вот и дом. Я оставил мотоцикл у подъезда, отстегнул обе сумки и крякнул. Настолько они оказались тяжелыми. На лифте, которым пользуюсь редко, приехал на свой этаж. Ну-ка, ну-ка, поглядим. Ножом разрезал первый мешочек. Серебряные монеты, уже потускневшие, с налетом. Второй мешочек, золотые монеты, как вчера из-под пресса. Третий. Я даже не сразу понял, что это. Ё-моё, да это же бриллианты, да камни драгоценные. Только тусклые, но стоило потереть рукавом, как заиграли, пуская лучики по стенам. Нифига себе! Сколько же это может стоить? В бриллиантах, так же, как и в золотых монетах, я ничего не понимал. Ни моего уровня, цацки, ни с докторской зарплаты иметь такие. Я взял одну золотую монету, потер об рукав. То ли цехин, то ли Луидор. Кинул монету в карман и поехал на известный пятачок, где тусовались коллекционеры. Подошёл к одному, другому, показал монету. Смотрели внимательно, разглядывая под лупой, качали головами, но не брали, не говорили даже цену. Дорого! И весь разговор. Когда я уже собирался уходить, подошёл незрачный дядька, весь какой-то непримечательный, серый. Серая одежда, невыразительное лицо. Можно взглянуть. Посмотрите. Он долго вертел монету, разглядывал под лупой, потом вернул мне её, отошёл в сторону, коротко переговорил по мобильнику, подойдя бросил. Беру. Отсчитал деньги и протянул. Доллары, однако. Я вытащил монету и отдал. Чего торговаться, если цены не знаю? Уже отойдя к мотоциклу, пересчитал. Ого! Двадцать тысяч баксов! Столько стоит мой Харлей! Так я собирал деньги на него не один год. Нифига себе! Так это выходит, я новый русский миллионер? Оседлав мотоцикл, поехал к Женьке. Созвонились, он спустился. Чего случилось? Ты чего не на работе? Отгул взял? Ты можешь со мной поехать? С полчаса подождешь? Не проблема. Тогда жди. Через какое-то время Женька вышел, но ехать со мной на мотоцикле отказался, сел в свою машину. У подъезда, когда Женька хотел подняться в мою квартиру. Я остановил его. Пошли за мной. Заинтригованный Женька поплелся следом. Мы подошли к кирпичному дому, поднялись на лифте на пятый этаж. Рисковать и встречаться с визжащей теткой с третьего этажа мне не хотелось. Вышли на лестничную площадку. И зачем ты притащил меня сюда? Смотри! Я прошел сквозь стену и почти сразу же вернулся назад. Ошарашенный Женька стоял с круглыми от удивления глазами. Ты что, как-то меня загипнотизировал? Да нет, Женя, помнишь, я говорил тебе, что попал в эпоху царя Ивана. Я не шутил, это были не глюки. Там я смог проходить сквозь стены и еще кое-что. Повтори. Я подошел к другой стене и снова прошел сквозь нее и выскочил как ошпаренный. За стеной оказался здоровенный мастиф и меня спасла от собачьих клыков только моя реакция. Ну, убедился? А почему ты меня сюда привел? У тебя же свой дом есть. Потом объясню. Пошли ко мне, еще кое-что покажу. В своей квартире я завел Женьку на кухню, достал мешочек с золотыми монетами, высыпал на стол. Да ты никак банк ограбил. Женя, в том времени я провел два с лишним года, пока вы на даче шашлыки жрали, клад там оставил, а сегодня откопал. Вот доказательства. Женька перебирал монеты, разглядывая чуть не каждую. Потом переспросил. Они подлинные, ты мне не подделки показываешь. Жень, ты мне друг. Стану я тебе подсовывать подделки, чтобы убедить в бреднях. Да, не сходится. Давай выпьем, у тебя есть. Я разлил водку по рюмкам, выпили. Я с таким раньше не встречался, ты уникум. Чего делать будешь? Жить.